Девушки отдыхают Преподает В Снегинке Музыкальное училище имени Снегина? Обалдеть Не говори Учиться бы там Ты знаешь Эта мысль меня тоже посетила Попробую с ним общаться на эту тему Паба Ты супер Погоди Я просил его Вчера вас посмотреть Нашу группу? И что он сказал? Не успели с ним обсудить это После концерта Но стрелочку с ним забили Папа Ну Но встретиться с ним нужно Снегинка это же Обалдеть Ладно Ты в школу не опоздай Не опоздай Ведь мы не ангелы Живем мы на земле Дождем растаяли Как слезы на стекле Наши крылья растворились Улетят на небеса И, наверное, забыли Что не верим в чудеса По небу плыли мы не бедом, а куда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья, словно птицы Улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не отъел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не отъел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Здравствуйте, Петр Степанович Доброе утро Что такое? Что вы ищете? Любочка А вы что, мне ничего не принесли сегодня? Я так по вашим блинам соскучился Эх, Петр Степанович Да я бы с радостью Но ваша пассия мне категорически запретила Простите, кто? Ну как же Елена Петровна Ничего, говорит, моему суженому не носите Так вы ему и не носите Вы и мне все носите Так это она про вас Очень нащепетильна в этих вопросах Подождите, она сказала Мне ничего не носить? Ну да Говорит, если надо, я ему сама Напеку и принесу Жениху моему Сама? А вы меня напугали То есть она сама Испечет и принесет Фу, прям напугали меня Я раз нервничался Фу Фу Значит, сама Папа, ну все, хватит Здесь двести метров осталось Да нет уж, я доведу тебя до крыльца Ну не надо, вдруг меня увидит кто И что? Ну, меня стыдно, что ты меня провожаешь Ох ты боже мой, а Значит, врать тебе не стыдно А с отцом прогуляться до школы Ей, видите ли, стыдно Папа, ну я не буду больше А тебе больше доверия нет Все, я еще после школы приду тебя встречать Во сколько у нас занятия заканчиваются? В три Значит, в три-нуль-пять на этом месте Как, что и космотри мне Без опозданий Ну, пап Не папкой Все, иди Доброе утро Доброе Ну? Че оно? Я готов Готов че? Принять Что? Ну как? Дар Какой еще дар? Надеюсь, что вкусно Ну, давайте, давайте Так, Артем Павлович Вы что, пьяный? Пьяный на работу Так, Елена Петровна Давайте, не пудрите мне мозги Давайте корзинку с пирожками Да с чего это вдруг? Так Подождите Вы сказали Любовь Кирилловне Чтобы она мне пирожки не носила Что вы сами Так давайте Да ничего вам давать не буду Я ничего носить не собираюсь Как-то вы не будете Ничего и никогда, что ли? Вот именно Ничего и никогда Ты смотри, как разошелся тут Что вы себе позволяете, а? Вы сами не кормите И другим не даете? Знаете что? Вы не кричите на меня И вообще Вам худеть надо Вот Мне худеть надо? Да вы сами Вы Вы что за меня все решаете, а? Вы Вы не лезьте в мою тарел В мою личную жизнь Да кто лезет? Да кто лезет? Дайте ключ Вы лезете Вот вы лезете Женихом Мне при всех обозвали Зачем? Я может быть до свадьбы Еще не доживу Помру из-за вас Вот тут вот С голоду Конечно Слышь, чувак Куда кручат Ну засняли Как я и Зеленова Как я и Зеленова Вчера срулил? Это как? Да От этого таят Ну короче Не мне тебе рассказывать Ну что ты думаешь Я сам не шарю Ведь с ней что-то не так Ходит как рыба холодная В смысле? Да в прямом Ни одной эмоции наружу Вроде девка красивая Че ей надо непонятно Все время дистанцию держит Слушай, а может Ну и Вокруг девок-то пруд пруди Только свистни Любая прибежит Че-то я не вижу Нормальных вариантов Ну Наденька, например Очень тобой интересовалась Спасибо Только не Наденька Ну че Наденька хороший вариант Надо просто Присмотреться Нет, уж лучше рыба лебедя Отлично Да я Сам удивился Когда узнал Вот А я так удивленный Уже целый год хожу Теперь ты меня понимаешь? В смысле? В смысле? Что ты делать Теперь будешь? Ну а что обычно Делают, когда Девушку нравится? Ой, да брось ты Притворяться Она же ученица Ты старше ее Что ты будешь делать? Ну что-то я не понимаю А в чем проблема? Не может быть А? Вот так Дошло до тебя? А я уже год Тихо Год Смотри Вон она найдет Вон Рассказывай Успокойся Это же химичка наша новая Химичка? Так, тетя Лида Вы чего С ума сошли? Не я А Светка Что за день такой Все сегодня бредят? Тетя Лида Это вы Это не Светка Я же говорю Светка с ума сошла Что? И Светка? Жуть Сидит Вся странная Как это Странная А вот так Побежали Побежали Подожди Как химичка? А почему я ее ни разу не видел? Да потому что кто-то окопался в своем кабинете и носа не показывает Страдает о своей несчастной любви Ведь я серьезно Так и я не шучу Она уже несколько дней работает Несколько дней? Так ведь это Прекрасно Чего прекрасного-то? Ну получается Она Не школьница Получается Она учительница Мы коллеги Да уж Получается Кому-то очень повезло Да Только как-то Это очень странно Е-мое Что опять? Получается Я Однолюб Я химичка люблю Ну что Жень Достал вчера от предков, да? Сильно наезжали? Ужас Мама так на меня орала И что теперь? Все хана Теперь отец будет встречать меня возле школы и провожать до дома Да, жесть Они взялись меня контролировать Куль, я что, маленькая, что ли? Блин, Женька, они вчера такие злые были Я прямо сам испугался Как я теперь девчонкам объясню, что я не смогу с ними выступать? Женька, давай я с твоим папой поговорю, а? Ну а что ты этим добьешься? Ну хотя бы объясню им Ну чтобы они тебя поняли Коля, они никому не поверят Ни мне, ни тебе Они даже слушать не станут Не знаю А я все-таки попытаюсь Ай, стой! О, свадьбаши мои! Светочка! А что случилось? Тетя Леда, вызывайте врача Зачем врача? Все равно мы все умрем Света, тебе плохо? Мне очень хорошо Я нашла себе Как это? Раньше я была простая библиотекарша А теперь я Эмма Во-во! Что я и говорила! Степка, у тебя все нормально? Ну да, а что? А дома все в порядке? Да вроде да А почему ты спрашиваешь? Просто ты сам на себя в последнее время не похож Я тебя совсем не узнаю Да нет Вроде бы все такое же Еще мы стали очень мало общаться Ань, ну что ты выдумываешь? Все у нас по-прежнему Правда? Правда? Тогда пойдем сегодня ко мне Наше интервью с моими родителями посмотрим Конечно, пойдем А почему ты чмо? Кто? Ну ты же сказала, что ты больше не библиотекарь А чмо? Ах, Елена Петровна, Елена Петровна Не чмо, а эмо Эмо Кто-кто? Это такая субкультура Особое движение Знаете, я поняла, что они мне очень близки Угу Ну и что они тогда культивируют? Многое Но самое главное Это страдания И неразделенная любовь Угу Ага Ну и где ты их нашла? Я в интернете прочитала Они такие прекрасные люди Мы ранимые Тонко чувствующие И самое главное Мы считаем, что в жизни Необходимо открыто проявлять свои эмоции Ну а ты никогда спокойствием-то не отличалась Значит, ты не сошла с ума А кто в этом мире здоров? Все больные, все несчастные Все скоро умрут И главное, я нашла много друзей Где? Везде Везде Да не здесь В интернете Мы с ними переписываемся Говорим о смерти О смерти? А о чем еще говорить? В этой жизни нет места любви Одни страдания Так зачем вообще Жить? Людмила Федоровна Я слышала, вы вчера были на рок-концерте Да А что? Ну и какие ваши впечатления? Ну, самые положительные Вам понравилось? Помнится, раньше вы как-то... Я понимаю, на что вы намекаете Я изменила свое мнение Ну что же, гибкость, ума Это преимущество... Зоя Семеновна Ну что вы, мы с вами Как столетние бабки разговариваем Знаете, как я вчера плясала Плясали? Я теперь всем буду рекомендовать Такие мероприятия Заряд бодрости, я вам скажу На целый год вперед Кстати Вы знаете, что сегодня по телевидению Будет интервью с нашими ранетками Обязательно посмотрите Я тоже буду смотреть С девочками? А вы... Ну, Виньку видели? Ну, Нюту Ударницу Нет Ой, какая она ударница Как она вчера на барабанах зажигала? Нет, наши ранетки просто молодцы Ой, Юрка, привет Олечка Здравствуй Вот Спасибо Ой, ну Юр, ну-ка, с чего эти церемонии? Хотя, кажется, приятно Как я сто лет тебя не видел Ну, а ты все Хорошеешь? Ты тоже Ничего Да Да, даже помолодел Я слышала, ты в Снегинке обитаешь? Да Есть такое дело Нравится? Ну, спрашиваешь Не то слово Мне кажется, я на самом деле лет двадцать Забросил Молодец Ну, садись Чай будем пить Ага Спасибо Ну Так и о чем ты хотел со мной поговорить? Ой, старик Тут такое дело В общем, дочка моя хочет у тебя учиться Гениально Ну, ты знаешь, в таком случае у меня для вас есть предложение Еще лучше Это какое же? А я хочу, чтобы на моем курсе Училась их группа Полным составом Ах ты Да Ты? Я А как ты меня нашел? Как тебя в школу пустили? Ну, у меня свои каналы Пришлось обратиться в Министерство образования И что? Ты даже моей фамилии не знаешь Ну, сейчас с этим все проще Номер телефона И вся биография человека Подожди Ты нашел меня по номеру мобильного? Нет, этого не может быть Что-то здесь не так Ну ладно, я Шучу Шучу Мы с тобой коллеги Какие еще коллеги? Ну, работаем в одной школе Как вам работается в нашей школе? Отлично А как живется в нашей квартире? Тоже неплохо Берите наши пирожки Недорого Нет, спасибо Как-то боязно, знаете ли А это почему? Опасаюсь За свое здоровье Дайте мне 13 пирожков Светочка Зачем вам столько? Вы же за фигурой следите Зоя Семеновна Какой смысл сохранять фигуру Если мы все равно все умрем? Вот видите От ваших пирожков Один только вред Приятного аппетита Так, сколько вам пирожков? 13 Хватит По-моему, твоя шутка Как-то затянулась Уже и не смешно Да нет Серьезно Ты историк, я химичка В смысле Я химичка Ты историк Ой Ну, в смысле Я историк А ты химичка Я сам только что об этом узнал А почему я тебя раньше Никогда не видела? Ну Был такой период Прятался от жизни Искал уединения В общем, романтично Но скучно Так ты правда здесь работаешь? Да Я очень рад, что обстоятельства так сложились Давай познакомимся поближе Вот не знала, что учителя такие веселые бывают Да, я тоже Не знал Мне понравилось А тебе? Давай, может, еще как-нибудь куда-нибудь сходим Потанцуем А Ну, к сожалению Я сегодня не могу Уже танцую С другим человеком Вот Ну, может, как-нибудь в другой раз Может быть Да Ну, до свидания До свидания До свидания Здравствуйте Владимир Петрович Владимир Петрович Отпустите, пожалуйста, Женя Отпустите Ты что, парень, взбрендил, что ли? Ты будешь мне указывать, что мне делать? Да у них выступление завтра Им осталось два дня репетировать Пожалуйста Какое выступление? Коля, это в своем уме? Все Никакой больше музыки Никакой группы Все Доигрались Это в последний раз Честное слово Да знаю, знаю Сначала последний раз Потом еще раз Последний раз А потом Женька завалит экзамены Да ничего она не завалит Я вон сам Жене буду заниматься Я обещаю Да грош цена этим обещаниям Вы уже врали, что занимались Потом еще врать будете Так что, хватит Пойдем, Женя Пойдем Пошли, пошли Ну что? Пообщался со своей химичкой? Пообщался Только не Маяна Это почему? Ну Похоже, у нее кто-то есть Да какие проблемы-то? Нет уж Я Сам знаю, что это такое Сам от этого пострадал И пару никому Разбивать не собираюсь А ты вообще уверен, что пара существует? Ну вообще-то они Сегодня идут Танцевать Танцевать? Танцевать? Танцевать А что здесь такого смешного? Поделись, может я тоже Посмеюсь Пойдем Пойдем, я покажу тебе этого танцора Полина с Куцулом Гулять пошли Может и мы пройдемся? Я сегодня не хочу Я домой пойду А дом у тебя кто-нибудь есть? Нет Ну Может быть тогда Вместе пойдем к тебе? Ты на что намекаешь? Ну разве понятно? Понятно Ну и? Стас, мне кажется Ты слишком торопишься Я еще не готова К таким отношениям Ясно Давай подождем Давай Ты тоже это видишь? Я сам в шоке Получается Моя Софочка С Милославским? Ага Все-таки твоя Возвращая Не психуй Милославского роман Со Светочкой Это точно? Да? А это что по-твоему? Думаешь у них ничего нет? Нет, старик Похоже у них все есть Прямо Слились в танце А я хвост распушил Ты как об этом узнал? Шел мимо Слышу музыку Заглянул А там Да ты не отчаивайся Я завтра с Милославским поговорю О чем? По-трактически не узнаю Что у него с кем А он тебе расскажет Еще бы Слушай Может сегодня вечером турнирчик? Чтобы из спортивной формы не выбиваться В шахматы? Давай Ну Тогда я вечером загляну Слушайте, ну где Женька-то? Ань, ты не в курсе? Не знаю Ленка, может ты знаешь? Не Вон, Платон идет Привет 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 Коля, а Жень-то где? Мы думали, она с тобой Жень нет, не будет сегодня У нее проблемы с предками В смысле? Ей играть запретили Как? Ну совсем? Да Офигеть А они вообще в курсе, что у нас конкурс и все такое? Да, Лена, не в курсе Я сейчас пробовал с ее отцом переговорить Вообще ничего слышать не хочет Вот лажа Как нам теперь быть? Ну у меня есть одна идея Какая? Ну хотите, я Женю подменю? Ну, не знаю А что, это мысль? Ну, по-моему, у нас другого выхода нет Поэтому, Коль, подключайся Ну, только смотри, придется поднапрячься И парть учить прямо в процессе Ну, придется напрячься, что теперь? Девчонки, не парьтесь Платонов сможет Да, дядя Коль? Ну скажи, ты что такая довольна? Ну, просто так Просто так? Давай, колись Просто у меня хорошее настроение Потому что Мне с тобой очень хорошо Ты знаешь, Полина, мне с тобой тоже очень хорошо Слушай, а У тебя дома кто-нибудь есть? Да, родители А у тебя? Блин, и у меня Плохо быть школьником Вот были бы сейчас взрослые, никакие родители бы нам не мешали Ладно, не переживай Сейчас мы закончим школу и заживем нормальной самостоятельной жизнью Слушай, а может быть тогда сходим куда-нибудь? Это сегодня не получится Почему? Ну, это... У меня деньги закончились А, понятно Поленочка, ну ты не расстраивайся, солнышко Я обязательно что-нибудь придумаю Когда? Скоро Поленочка, у меня все под контролем Деньги будут Я поняла Эх, Светочка Скажите, можно так жить? Нет Так жить нельзя Нельзя Никто меня не любит Никто меня не кормит А ведь так и умереть можно От голода и тоски Так это же прекрасно Вы, наконец, покинете этот мир лжи порока И несчастье Совершенно с вами согласен Субтитры создавал DimaTorzok 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 Платон, ты, конечно, извини, но Какая-то лажа, если честно Да уж За два дня ты это не выучишь Не убежайся, Коля Правда, ничего личного Девчонки, я понимаю все Вы извините, что я помочь вам ничем не могу Что ж теперь будет? Девчонки Может, я чего-то не понимаю Но, может быть, мы пойдем к Николаю Павловичу? Точно Почему не я это придумал? Савченко Черт, как мы могли про него забыть Завтра же идем к Николаю Павловичу Нет, ты супер Молодец Да, и пусть сам Николай Павлович уговаривает родителей, чтобы Женька выступала Я хочу посмотреть, как они ему откажут Он их точно убедит Сегодня интервью будут показывать Какое интервью? Которое после концерта брали? Угу Круто, надо будет посмотреть А я не смогу посмотреть Почему? У нас телевизор по расписанию включают А интервью поздно Аня, может, возьмем нюту с собой? А ты из Борзовой разве не занимаешься? Сегодня как раз нет Круто, ну тогда пойдем к нам А удобно будет? Конечно, все только рады будут Ведь нельзя же пропустить свое первое интервью Пойдем Привет А, привет А ты что, один сегодня, без Оли? А при чем, Толя? Что не могу один прийти? Ну ты не можешь Что ты будешь? Принеси мне, пожалуй, кофе Вдохновение Давно я что-то о новых треках не писал А ты что, будешь песни писать прямо у нас, в кафе? Ну да Хочу расслабиться, подумать Нужны новые темы Может быть, тебе и муза новая нужна? Ну, музыка поэту нужна всегда А вот насчет новой Возможно А лебедя внизу ревнует? Да, у нас свободные отношения Я другие не признаю А ты? А я что, хуже лебедевой, что ли? Я девушка современная И в свободных отношениях разбираюсь получше некоторых Угу Я заметил Вот ты все время издеваешься А у меня, между прочим, в Москве никого нет Мне даже в кино не останутся ходить А я-то при чем? Пригласил бы меня в кино Сегодня я не могу, а вот завтра легко Почему бы и нет Я подумаю Ну подумай Ладно Если будет свободное время, я, может, тебе и позвоню Кофе-то неси Мам, пап, а у нас гости Ой, Степа, Нюта, привет У меня же пирожки готовы Ммм, любимые пирожочки Да Пошли-ка все на кухню, а Хи-хи О Ха-ха-ха Включайте телек быстрее Там интервью сейчас будет показываться А ты куда? Я сейчас Ну ничего, сразу скажу Да нет, давай после интервью Я не дотерплю Борь, ну давай сладкое оставим на закуску Ну, что тянуть-то? Мы все удовольствие от интервью ей испортим Она же потом даже слушать не захочет после твоих новостей Ой, представляю, как она обрадуется Конечно Тихо, идет Степа, как дела? Хорошо, а у вас? И у нас хорошо, спасибо Как родители? Вообще супер Спасибо вам большое И Ане спасибо Что бы я без вас делал? Да ты постоянно нас благодаришь За это я буду благодарить вас всю жизнь Ну, наверное, и за эти пирожки А вот за это отдельное спасибо А то мои совсем перестали меня хвалить Так вы меня почаще приглашайте Как дела у Василия Александровича? Вообще супер Я вот тут один мужик заметил У него свой бизнес, автосервис Так что теперь батя мой будет в шоколаде Ну и мы с ним Ты бы пригласил своих родителей к нам в гости? Ну а что, можно? Тем более батя мой у вас уже был Да Приглашай и сам приходи А я еще что-нибудь вкусненькое испеку Вообще нам нужно дружить с семьями Да, Ань? Ну да Ну, у нас ведь Намечается Будущее Степанюга Готовьте операцию Ты уже все выучил? Нет Тогда что ты тут делаешь? Иди занимайся Сейчас интервью будут показывать Ну и что? Давайте посмотрим А тебе зачем? Ну как зачем? Там же про нашу группу будут Какую еще нашу группу? Женечка, запомни У тебя больше нет никакой группы Пап, иди, иди учись А мы посмотрим Что там наша дочь наговорила Сделай погром Жаль, очень рад Петр Степанович Петр Степанович Быстренько Доставайте свой телевизор Включайте Никак нет, Людмила Федоровна Не положено Я в курсе Петр Степанович Перестаньте вы Включайте быстро Людмила Федоровна Вы же сами запретили Да, я запретила Скорее включайте Подождите, Людмила Федоровна Что случилось-то? Кризис что? Да какой там кризис Девочка, да Сейчас по телевизору будут показывать Подождите, подождите Каких девочек? Петр Степанович Пожалуйста Достаньте Включите ваш телевизор Интервью уже началось Интервью? Уронеток? Да что же Сразу-то не сказали Ну Во-во-во-во Уходите Эй, можно счет? Уже уходишь? Угу Ну как, что-нибудь написал? Да, набросал пару тем Вроде неплохо получилось Значит, порывалась у нас работать? Ну да, ничего Может быть, ты нашелся Новую музу? Вполне возможно Ну тогда приходи к нам почаще Я подумаю Возможно, придется сделать выбор между ранетками и образованием Я бы выбрала ранеток Наверное, пришло время серьезно поговорить с родителями Ну что ж Трудная задача ставит в жизнь перед вчерашними школьницами Любимое дело или престижное образование Давайте пожелаем девчонкам, чтобы они сделали этот выбор сами Специально для музыкального телеканала Концерт районеток Екатерина Ведерникова Молодцы, девчонки Да, молодцы Послушай, Вить М? Ты просто молчишь А я как-то не решаюсь спросить У вас там с Ленкой что, все закончилось? Да нет У нас как раз все наоборот Это как? Да так, что не кончилось, а все только круче стало Только меня это пугает И даже очень А в чем проблема? Да все в том же Она ученица, я физрук Я так к этому привык, что даже перестроиться не могу И что делать не знаю Да Я могу чем-то помочь? Да нет Пока сам не разберусь, никто мне не поможет Понятно Да Ну что? Может еще партеечку в шахматы? М? Нет, я домой пойду Извини Понимаю Ну что я могу сказать? Здорово Прямо звезды А Степнов-то был? Был Ну и как? Ему понравилось? Дед, давай ты не будешь мне ничего говорить про Степнова Почему? Потому что хватит Лен, что случилось? Ничего не случилось У нас с ним нет ничего общего И все Ну я думал, что после школы Когда ты закончишь учебу И после школы, и вообще У нас нет будущего Лен Что произошло? Да в том-то и дело, что ничего Все как было, так и осталось Он мой учитель, я его ученица Хоть ты тресни Это Степнов так сказал? Нет, это я так решила Ну хорошо А Витя-то что говорит? А то, что говорит твой Витя Меня больше не волнует Все, закрыли тему Еще чай? Да нет, 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 спасибо Я уже как-нибудь без чая Почему? Да мне уже к себе возвращаться пора Ну вот еще одну чашечку и побежишь Да нет, я правда очень сильно опаздываю Давай я тебя провожу Да нет, нет, Степ Ну правда, чего тебе торопиться? Ты не волнуйся, все нормально будет Ты еще вон посиди, ты тут как дома Подожди, ну как же ты одна дойдешь? Да без проблем, до завтра Ладно, пойдем, я с тобой закрою Спасибо вам большое Пока Ну как, Наташка? Ты довольна? Волновалась так А вам-то вообще понравилось? Да не волнуйся ты так Смотритесь великолепно Я тобой горжусь Ну что, сейчас? Что сейчас? Наташ, у меня для тебя сюрприз Дед Мороз прямо Сложные сюрпризы Да нет, я получше Деда Мороза Он же в музыке ничего не понимает Не то, что я Борь, ну не тяни уже Короче, помнишь, ты утром говорил о том, что хочешь поступать в Снегинку? Помню, конечно В общем, поговорила с Романовским Но он сегодня к нам приходил Ну, маме цветы принес старый ловелас Пап, ну не тяни В общем, будешь учиться Ну, это еще и все Он сказал, что готов взять всех твоих девчонок и без экзаменов Люсь, ты в порядке? Да Лицо у тебя такое, ну, грустное Нет, нежное тоже О чем ты думаешь? Да я все о ней учу Я тоже о ней часто думаю Ой, ты знаешь, я так смотрю на нее и вижу, что я перекидела к ней Хм, серьезно? Угу И даже скучаю Вот сегодня не было занятий, и мне так грустно А почему? Хм, Вить Я, наверное, по семье соскучилась Ну, ты понимаешь, о чем я? Ну, понимаю Правда, здорово было бы Приходишь домой А там тебя ждет кто-то родной Ой, слушай, точно Мы так давно с Эктибриной не общались А давай сегодня вечером позвоним? Давай Ага Учишь? Ну-ну И много выучила? Пап, ты что, я же занимаюсь Да, посмотрели мы твое интервью Ну, как? Плохо, Жень Очень плохо Что плохо? Интервью плохое? Хорошо, хоть про юридический вспомнила Ну, уж подумали ты про свое будущее и думать забыла Мам, ну зачем он так? Ты на папу не обижайся, он расстроен Ты нас очень огорчила, и мы очень рассердились на тебя Мам, ну я же сижу, зубрю Поступлю я в ваш юридический Вот и учи Молодец А вот и наша звезда Видели? Видели же у тебя Автограф не дашь? Ой, а что б мы сегодня без охраны? Нехорошо друзей забывать А у него же новые друзья Про старых она, видимо, уже забыла Ранетки лучшие, а мы худшие Надо ей урок преподать Чтобы не забывала нас Чтобы не заснавалась ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, девчонок обрадовать хочется. Еще бы. Такая новость. Кстати, если не поверят, можешь мне звякнуть. Готов подтвердить. Блин, а еще этот конкурс сегодня. Волнуются все. Да? Ну, тогда лучше после конкурса. Чтобы не отвлекать перед выступлением. Знаешь, по себе знаю. Хочешь хорошо выступить, никаких посторонних мыслей перед концертом. Эмоции не должны выстреливать в разные стороны. Думаешь? Опять же, если плохо сыграете, гладишь горечь поражения. Спасибо, пап. Поддержал ночь в трудную минуту. Но если вдруг победите, то эта новость покажется вам еще круче. Ну, желаю удачи. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не очень хорошо играет. И вообще, с его уровнем песню выучит. Ну, это просто нереально. Тем более, ты нам подпеваешь, а Платонов нет. Девчонки, я не знаю, что делать. Сегодня папа опять придет меня прямо со школы встречать. И все и так полный идиоткой чувствую. А тут еще эта фигня с Колей. Что делать? Слушай, а может, попробуем твоего отца уломать? Ну, объяснить, что к чему. Давайте у Савченко отпросимся. Он ведь нас по-любому отпустит. Ну, потому что конкурс под угрозой срыва. Это дохуй номер. Я так завралась, что родители ни мне, ни вам не поверят. Вот если бы правда Ширак меня отпросил. А что, мысль? Идете к нему? А что, реально? Ну, самое главное, чтобы он согласился. Да пойдем. Ну, что, давайте знакомиться. Я Любовь Кирилловна Гущина, ваш новый повар. Софь Сергеевна Денисова, новым учитель химии. Сонечка, значит. Ой, такая же молоденькая красавица, как дочь моя. А вы, собственно говоря, что... Пирожки вам принесла? Вот. Я уже сколько дней в школе работаю, а пообщаться с вами толком так и не выходит. Ну, мне казалось, что отношение педсостава и служащих в столовой... Вот именно. Оставляют желать лучшего. Некоторые, между прочим, даже в столовую не заходят. А у меня там и борщик, и котлеточки, и компотик из сухофруктов обязательно. А, между прочим, ученые доказали, что витаминов в сухофруктов гораздо больше, чем в лимонах. Представляете? Правильно, Елена Петровна. Вот сразу видно. Человек в кулинарии понимает. А в нашем ведении что главное? Чтобы все было свеженькое, домашнее. Без горячего разве можно? Вот, принесла вам из дому. Угощайтесь, чайку попьете. Хм, коллеги, по-моему, это мило. Хм, вкуснятина. А можно мне тоже попробовать? Знаете, тоже иногда так хочется чего-нибудь сдобного, а я готовить не умею. Кушайте, кушайте на здоровье. Для повара это лучшая благодарность. Я ведь для того в школу и устроилась. Чтобы детки и учителя могли питаться хорошо. А то ведь я знаю, как вам тяжело приходится. А потом у кого язва, у кого гастрит, ой, без горячего. Любовь Кирилловна настоящий профессионал. К работе подходит творчески, креативно. Это как же это, Елена Петровна? А вот так. Да ну бросьте вы, приходите. У меня сегодня на обед беточки с рисом, ежики. Беточки? Беточки я обожаю. Ежики мы непременно попробуем. Очень вкусно. Приходите, жду. О, Ярослав Николаевич, разрешите поздравить вас. Позвольте узнать, вы о чем? Ну как же, о ваших успехах личной жизни. Они прям как олимпийские. Какие уж тут олимпийские. Я бы так не сказал. Наоборот, сложности, такие проблемы ужасные. Я наоборот, не знаю, как быть, голову теряю. Да, странно. Вы так шикарно смотритесь, у вас такая пара. Вы так красиво танцуете, прям ух. Как вы это о Софье Сергеевне говорите? Конечно, Софье Сергеевне, но о ком же еще? Или вы еще с кем-то танцуете? Да при чем тут танцы-то? Как? Разве не при чем? Танцую-то, я Софье Сергеевне, я люблю Светлану Михайловну. Как это? Танцуйте с одной, любите другую. Это как-то получается? Да, обыкновенно получается. Я Софье Сергеевне занимаюсь для того, чтобы расположить себе Светлану Михайловну, внимание ее привлечь. Софь Сергеевна сказала, это верный способ. А что, Светлана Михайловна не обращает на вас внимания? Да как-то так. Обращала, обращала. Теперь нет. Не падайте духом. Ну, не получилось в спорте, надо, значит, в танцах дерзать. Главное, верить в себя. Так, конечно. Скажите, Виктор Михайлович, а вы на Светлану Михайловну не претендуете? Кто? Я? Боже, вас упаси. Я и Светлана Михайловна. Это же просто смешно. Правда? Конечно. Так что, желаю вам успехов в личной жизни, ну и в танцах, конечно, соответственно. Зараза Семеновна, вы приемы не пробуете. Пироги такие вкусные. У меня сроду такие не получаются. Я, Агнес Юрьевна, поверьте, пирогами этой дамочки сыта по горлу. Как это? А вот так. Пироги, может, у нее и вкусные, только человек она тот еще. Не хочу никого против нее настраивать, но и ничего хорошего от нее ожидать не советую. А мне кажется, когда человек вот так бескорыстно приносит угощение, ну просто, и людей порадовать. Да какое бескорыстие, о чем вы? Любовь Кирилловна и бескорыстие – вещи несовместимые. Зоя Семеновна, мне кажется, вы перебираете. Какая корысть в школе? О, вы увидите, когда узнаете способности нашей милой поварихи извлекать выгоду из всего, из всего чего угодно. Она и снег зимой может продать. Да ладно. Мне кажется, вы напрасно наговорите на хорошего человека. Между прочим, она вам почти родственница. Не мне, а моему мужу. Впрочем, это не имеет значения. Я просто хотела вас предупредить, чтобы эти пироги вам потом боком не вышли. Да, натворила ты, Евгения Делова. Как так получиться могла? Родителей не доверяю. Ерунда какая-то, абсурд, честное слово. Николай Павлович, мне правда очень, очень стыдно. Просто так вышло, что я им наврала. Так получилось, понимаете? Ну, как не понять, конечно, понимаю. Так вышло, соврала и все. И никто не виноват, так что? Да я сама знаю, что я не права. Мне правда очень стыдно. Николай Павлович, да мы уже ей по мозгам проехались. Надо ситуацию спасать, нам без клавиш никак. Мы уже с Платановым пробовали, но плохо получилось. Да, ставите вы меня в положение, честное слово. Вот я что, что теперь я... И выхода у меня другого получается нету. Я теперь должен идти к ее родителям, отпрашивать ее, обещать им, что она потом будет хорошо заниматься, что врать не будет. Так что ли? Так. Так, так. А потом ты скажешь, извините, Николай Павлович, так вышло, так получилось. А? Скажешь или нет? Не скажу. Я день и ночь буду в библиотеке заниматься. Ну ладно, я схожу в ваш кафе, поговорю с ними, все будет хорошо, я все улаживаю. Только смотрите на конкурс, так выступите, чтобы мне за вас краснеть не пришлось, ясно? Да. Сделаем. А, сделаете. Давайте, давайте на урок, быстро, экзамены никто не отменял. Светочка, а что с вами сделали? А что со мной? Вам что-то не нравится? Ну, я бы никогда не решился вам этого сказать, но это ваша розовая челка и черная одежда, это экстравагантно, так вызывающий. Моя прическа и одежда, уважаемый Мирослав Николаевич, выражает мое душевное состояние. Подождите, ну а как же раньше? Ваше душевное состояние, оно было таким возвышенным, ну, я бы сказал, ангельски чистым. Что с ним сделали? Несчастная любовь, и с ним вы со мной, мое сердце разбито, мои надежды завяли, так и не успев до конца развести. А когда из жизни уходит любовь, какой смысл жить дальше? Вы мне ответьте. Вот и получается, что не жизнь, а одно сплошное, большое страдание. Елена Петровна, сегодня почту приносили? Приносили. А вы все свои кроссворды никак не дождетесь? Душа горит. Да нет, Елена Петровна, у меня дело посерьезней. Ладно. Я играю. На гормышке? Блотерею. Сегодня должны прийти результаты тиража. Мне надо проверить. Федор Степанович, ну от вас-то я никак не ожидала, прям слов нет. Не знала, что вы настолько легкомысленный человек. Я легкомы... Елена Петровна, у нас таких пять миллионов. И что, все легкомысленные? Да, все. А лично вам деньги вообще девать некуда. Конечно, вы же ни за кого ответственности не несете. Сам себе хозяин, что хочу, то и делаю. Хочу сегодня в лоту играю, а завтра в казино пойду. Заботиться не о чем, неком. Только себя любимым потешать. И потешать, Елена Петровна. У нас в стране вообще-то демократия и свобода. Деньги тратите на разные глупости. Вы же человек не семейный, конечно. Ладно. Возьмите вашу газету, игроман. Только не там вы свою гривость проявляете. Вы и не там. О, здрасте. Здрасте, Николай Павлович. Здравствуйте, здравствуйте. Какими судьбами? Представьтесь. Да я... Вова, может быть, ты кофе принесешь, Николай Павлович, или чай? Нет, 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 не надо, не надо. Я на минуточку, на минуточку. Что, Женька что-то назварила? Нет, Женька все нормально, все нормально. Она у нас молодец, отличница. Знаете, мне так кажется, что она на медаль идет. Я вам скажу, наша гордость, да. А, что тогда? Да нет, все нормально. Вот, знаете, экзамен скоро, да? А я за Женьку нисколько не волнуюсь. Вот за нее спокоен. Николай Павлович, а мы следим, чтобы она готовилась. Да. Вот это чувствуется. Молодцы, молодцы. Вы, кстати, куда думаете поступать-то? Ну, мы в юридический планируем. Юридический? Да. Это очень хорошо. Это замечательно. У меня там есть кое-какие связи. Вот в этом случае с чистой совестью могу посодействовать. Николай Павлович, спасибо вам огромное. Да за что спасибо, что вы за что спасибо? Тут такой студентку любой вуз руками оторвет. Я вам клянусь. Ой, Николай Павлович, ваши бы слова, да богу в уши. Мы ведь с ним не зря волнуемся. Потому что Женька с этой музыкой совсем от рук отбилась. Учебе времени вообще не уделяет. И потом брать начинает. В ранетке нехорошо. А вы считаете, что это из-за музыки, да? Конечно. Из-за чего же еще? У нас что ни проблема? Ранетки. Ну да, ранетки, ранетки. Потом, понимаете, такой возраст. Я вот, кстати, как раз из-за этого и пришел. Понимаете, у нас сегодня конкурс музыкальный. И ранетки должны участвовать. Может, вы разрешите Жене сыграть сегодня? Честь школы. Нам, кроме ранеток, не на кого больше рассчитывать. Да, но учеба... Учеба, у нее все в порядке с учебой. С учебой, да. А честь школы? Ну что, Лиз, я так думаю, Женьку надо отпустить. Вова, а учеба? Елизавета, учеба. Случай исключительный, понимаете? А учеба у нас на первом месте. Ну что, отпустите, а? Женька будет играть, а? Ну, спасибо за понимание. Спасибо. Всего доброго. Я желаю вам удачи. Спасибо. Всего доброго. Блин, меня аж колбасит. Директор давно к Женькиным родителям пошел. Мне надо договориться. Анютки на уроках не было. Ее что, вообще в школе нет? Да в том-то и дело. Надо срочно ей позвонить. У меня телефона нет. У Анки есть. Но ее и ждать надо. Да у меня есть. Не надо никого ждать. Ну так звони скорее. И у нас концерт скоро. Сейчас. Алло. Директор. Ты спроси, что с Нютой? Здравствуйте, Антонина Григорьевна. Это Лена Кулемина из Ронеток. А Нюты сегодня в школе не было. Мы волнуемся. Как заболела. Ой, а вы не могли бы дать ей трубочку? Нам нужно с ней поговорить. Ага. Спасибо. Будем ждать. До свидания. Ну, что с ней? Заболела. Директриса говорит, что передаст ей. По идее, она должна нам потом перезвонить. Может быть, она сможет выступать, если ничего серьезного? Даже с Ангиной можно. Напиться чаю с малиной вперед. Ну, если высокой температуры нет. Да я не знаю. Она ничего не сказала. Обещала, что передаст. Будем ждать. Блин. Быстрее бы Нютка перезвонила. Кто так в невидении мучится. Это точно. Петр Степанович, что с вами? Я могу вам чем-нибудь помочь? Дайте нашатырь. Ага. Нашатырь, а зачем? Мне прийти в себя надо. Ага. Давай что? Его нельзя так принимать. Могут быть судороги дыхательных путей. У меня сейчас судороги. Всех моих путей будут. Да что случилось-то? Так. Вот газета. Ну? Вот билет. Ну? Посмотрите, совпадает? Кажется, да. Совпадает. Это значит, что я выиграл? А, видимо так. Теперь посмотрите на сумму. А то у меня в глазах троится. Пять миллионов рублей. Пять миллионов рублей. Ну да. Это значит, что я... Бильярдер! Николай Павлович! Николай Павлович, ну как? А, Женечка, все в порядке. Я договорился. Ты едешь на конкурс. Здорово. Спасибо вам большое. Что бы мы без вас делали? Только нютки еще нет. А что такое? Что с нютой? Почему ее нет? Вот и ждем от нее звонка. Ну, непонятно еще пока ничего. Ну, вы смотрите на конкурс. Не подведите. Я в вас верю. Фу. Ну, хоть с Женькой все в порядке. Да, просто камень из души. Ага, это точно. Если бы не Савченко, я даже не представляю, как мы выкрутились бы. Пойдем. Да-да. Софья Сергеевна. Здравствуйте, Мирослав Николаевич. Да-да. У меня к вам будет одна просьба, если позволите. Да, конечно. А давайте мы с вами сегодня позанимаемся подольше. Просто я чувствую, что темпы наших занятий, они несколько отстают от реальной жизни. Вы думаете? Да. Может быть, дело в том, что ситуация со Светланой несколько усугубилась. В каком смысле? Ну, как бы сказать, мне кажется, что Светлана, она совсем потеряла душевное равновесие. Она ведет себя несколько странно. Настолько странно, что мне кажется, что она близка к сумасшествию. Ничего не понимаю. Вы серьезно? А как это выражается? Вы ее видели? Нет. В общем, вот здесь вот такая вот челка розовая. Волосы черные. И сама она вся черная. Как будто в трауре. Вот. И говорит постоянно о смерти. Наверное, Нютку. Алло, да, Нют. Что случилось? Плохо себя чувствуешь? Подожди, а как же конкурс? Нют, ну ты же понимаешь, что для нас и для школы значит это выступление. А, ну, ладно, давай. Она заболела. Чем? Что с ней? Она не сказала. А она придет? Да, да, она придет и все расскажет. Ну, слава богу. Мы начнем каранты. О, так все не так уже страшно. Меня напугали. Она, наверное, Эмму. Эму? Страус? Да нет, при чем тут страус? Эму – это такое молодежное движение. Они выражают свои эмоции слишком ярко. Используют для этого розовые и черные цвета. Розовые – это безоблачное счастье, а вот черные – тоска беспросветная. Третьего не дано. Вообще, Эмма стремится к счастливой любви. И, соответственно, наряд Светланы выражает нам ее внутреннее чувство. Ну, скажем, сигнал, что она ищет единомышленников. Это не заразно? Рослав Николаевич, человек страдает, а вы... Да, и, кстати, их страдания многократно преувеличены, из-за чего Эмма склонна к самоубийству. К самоубийству? Так это ж надо срочно что-то делать, пока она с собой ничего... А может, вам стать Эмма? Она увидит вас и найдет родственную душу. Софь Сергеевна, я... мне стать Эмма? Ну, я даже не знаю, Софь Сергеевна. Давайте мы с вами сегодня репетицию совсем отменим. Да, потому что мне, наверное, надо подумать немного. Ну, да. Что? Пять миллионов? Чего? А что это вы какой-то странный? Чего, опять пост бросили? Я потому и бросил, Елена Петровна, что я пять миллионов рублей выиграл! Я миллиардер. Что вы сидите-то? Поздравляйте меня. Поздравляю вас, Петр Степанович. Радость-то какая. Чего теперь будет? А теперь будет... У меня жизнь-то по-другому пойдет. Все. Все. Пора степеняться. Новая жизнь начинается. Чистого листа. Ну что, Игорь? Мне сегодня вечер освободился. Может, сходим куда-нибудь? А... Никто не будет против. Кто, например? Ну, твой бойфренд, например. Кто? Ну, Милославский. Вы же с ним зажигаете. Бред какой-то. Я только учу его танцы. В смысле? Просто... Угу. А! Уроки танцев? Вот я болван. Тогда пойдем сегодня в кафе. М-м-м... Походи. Слыхали новость? Нет, не слыхала. Мой-то. Пять миллионов выиграл. Какой ваш? Ну, он у меня один. Петенька. Петра Степаныча. Радость-то какая. А в чем радость-то? Не, вы же выиграли. Да, не я. Но у нас с ним давно были намеки на отношения. Самое время их оформить. Он сам сказал, пора обустраивать жизнь. Так и сказал. Да. Начну, говорит, с чистого листа. Так что, надо брать быка с рога, пока железо горячо. Завтра с утра салон, чистка там, макияж. Приду, скажу. Петя, хватит бегать друг от друга. Давай поженимся. Купим квартиру или домик по морю. Заживем. Здорово, Надюха. Есть у нас пожрать что-нибудь? Все в холодильнике. А ты что это? Собралась куда-нибудь, красавица? На свидание иду. С одним клевым перцем встречаться. Ты помнишь, как я тебя учил, да? Сначала не горячись, почву прощупай. Узнай про него все. А что о нем можно узнать? Парень симпатичный. Одевается круто. Да вроде не дурак. Ты помнишь, как я тебе рассказывал, да? Вот останавливаю я Мерседес. Крутой. Последней модели, да? Думаю, сейчас хлопну его баксов на 300. А там водила сидит. Он за зарплату не шачет, понимаешь? И что я с него возьму? Вот так вот они нас вокруг пальца я вводят. Дядь, Паш, я все помню. Губы-то поярче намажь. Помню. О, Анютка пришла. Ну, наконец-то. Мы уж разпереживались, думали, ты не придешь. Что у тебя, грипп? Ты с температурой? Да нет, тут другие заморочки. Ну, так говори. Опять, что ли? Тебе опять эти козлы избили? Девчонки, да что же это такое? Какое право они вообще имеют человека мучить? Имеют. У нас там законы такие. Отбилась от стаи, получай. Ну, за что? Ты же ничего не сделала. Я не понимаю. Не поймешь, Ань. Этих козлов учить надо, а не понимать. Они говорят, зазвездилась. Я даже не знаю, как дальше играть. Ничего себе. Это за телек, за интервью. Ладно, девчонки, я постараюсь. Надо попробовать. Ну, а как ты так? Ладно, давайте попробуем. Игорь, я все выяснил. У Милославского с Софьей ничего нет. Ну, вообще-то я уже в курсе. В курсе? Откуда? Пока ты все тонко и деликатно выяснял, я просто поговорил с Софьей. И? И мы идем сегодня в кафе. Понятно. Наш пострел везде поспел. Я, значит, там стараюсь для друга, стараюсь. Три железных посоха изломал. Три пары железных кроссовок износил. А про Светочку ты тоже уже слышал? А что про Светочку? Так она нарядилась, хрен знает во что. И ходит теперь по школе, как клоун. Девчонки. Мне жалко на самом деле. У нее голову совсем снесло. Да. Ну, это же нереально. Ну, ты не сможешь. Женька, давай назначим ударный на клавишах, как в прошлый раз. Ну, клево же получилось. Ленка, там очень мощный солонударный. Ты представляешь, как-то без барабанов смотреться будет. А может, дядя Петя позовем? Ну, а что? Ну, у нас другого выхода нет. Савченко надо сходить, обсудить. Девчонки, простите меня, я вас так подвожу. Нют, ну ты чего? Перестань. Нют, ты еще извиняешься. Тебе и так ни за что досталось. Из этих уродов теперь такие проблемы. Что делать ты бы? Я думаю, надо к Савченко идти. Только не надо обо мне ничего говорить. Мне и так проблем хватает. Скажите, что я просто сильно заболела. Ладно, девчонки, я пошла. Мне отлежаться надо. Стой. Я тебя провожу. Все-таки все парни какие-то странные. Не давно ты это поняла? Только что. Вчера Стас ко мне прилип, как банный лист. Звал-звал гулять, а еле отмазалась. Сегодня меня в упор не видит. Как будто я для него пустое место. Да ты что? Наверное, он обиделся, что я его в гости не позвала. Запросто. Здрасте, Николай Павлович. Здравствуйте. Здрасте, девушки. Приятного аппетита. Николай Павлович, мы вас ищем. Здрасте, что случилось? Николай Павлович, мы не можем в конкурсе участвовать. О, Петр Никонорович, какими судьбами? Ну, шо ж ты, Виктор. Я уж неделю как из больницы выписался. А ты даже ни разу и не зашел. Нехорошо. Соавторов-то забывать. Прости, Петр Никонорович, все времени нет. Я чего звоню-то, я так понимаю, у тебя с Ленкой не очень ладно, да? Если честно, то да. Ну, так вот. Ее сегодня вечером дома не будет, она на каком-то конкурсе выступает. Так что ты заходи, мы обо всем поговорим. Хорошо. Обязательно зайду. Все, добро. Жень, что, родители твои опять? Что, родители, я же с ними договорился, что они же согласились. Да нет, Николай Павлович, не в Женькиных родителях дело. А в ком? У нас Нютка сильно заболела. И в школе ее не было. Да, и играть она не может, а сменить ее просто неким. Но нам может помочь дядя Петя, если вы его на один вечер от работы освободите. Какой дядя Петя? Ты хоть соображаешь, что ты говоришь, дядя Петя? Вы еще Герем Петровна завхоз нашим выпустите. Вот дуэтчик-то будет, споют они. Это конкурс школьников, понимаешь? Школьники должны соревноваться. А кой здесь петь школьник? Вырос давно и полосел. Ну, кто сможет выступать-то, а? А? Николай Павлович, а я знаю, кто может выступить за честь школы. Паш, ну ты представляешь? Выиграл пять миллионов рублей в лотерею, а? Блин, тут вкалываешь в поте лица, как Папа Карло. А кому-то деньги на голову сыплются прямо с неба. Вот козлы, блин, и все. Во-во, и я о том же. Но, в общем-то, можно сделать так, что эти денежки станут нашими. Люба, да ты что? Я представитель закона, наверное? Никакого криминала. Да какой криминал? Ловкость рук и никакого мошенства. Ага. Вот так вот он тебе за ловкость рук свои денежки-то и отдал. А вот увидишь, сначала я его охмурю быстренько, потом выйду за него замуж фиктивно, потом на эти деньги мы купим квартиру. Я там пропишусь, разведусь, и все, полквартиры нашей. Ты что говоришь-то, Любань, замуж выхожу? Тебе же с ним жить придется. Тебе же, наверное, ревную, Любань. Паш, ну а ты не ревной. Видишь, ты какой ревнивый нашелся, Пашечка. Я же это все ради нас. Ради нашего счастья. Чувства-то у меня к тебе. А это так, чисто бизнес. О, Николай Павлович, здрасте. Что будешь пить? Ты что, Игорь, ты с алкоголем работаешь? Ну, а почему нет? Я же его не пью, а коктейли из него делаю. Ладно, мы с тобой об этом поговорим. Я к тебе сейчас по другому вопросу. Вот Полина утверждает, что ты хорошо поешь. И что у тебя песни есть. Тут, понимаешь, такой случай. Ранетки-то у нас слетели, не могут выступать в конкурсе. Ты не мог бы их заменить? Конечно, сможет. Что значит заменить? Я вообще-то на работе. Ну, Гуцулчик, намеряки, ну, пожалуйста. Ну, ради меня. И ради школы тоже. Ну, я не знаю. После работы, конечно, смогу. Сейчас никак, нет. Да какое после работы? Ты понимаешь, выступление-то через час. Ну, кто же меня отпустит? На кого я борта ставлю? О, Господи. О, а это я сейчас попробую уладить. А я и не знала, что Гуцул поет. Интересно, что он там напоет, певец, блин. Жалко, что Савченко так быстро замену нашел. Хотя его тоже понять можно. Выступать-то надо кому-то. Да, Гуцулу. Вот это лажа будет. Он в червях даже не пел. Он только в диск крутил. Ладно. Скоро мы услышим, какой из него вокалист. Девчонки, а с нюткой-то что делать будем? Да. Если эти избиения продолжатся, то как-то страшно становится. Понимаете, мы хотим на конкурс выставить вместо ранеток Игоря Гуцулова. Вашего, так сказать, бармина и нашего ученика. Конкурс через час. Отпустите его с работы, а? Николай Павлович, ну вы нас тоже поймите. Просто сейчас такое время. Вот народ скоро пойдет. Кофе, коктейли. Это все его обязанности. А Савченко его на три дня отпросился. Его даже и в городе нет. Вов, ну скажи что-нибудь. Ну, вы понимаете, случай исключительный. Нам просто деться некуда. Ладно, Олес. Николай Павлович, забирать я его подменю. Правда, я в коктейлях ничего не смысл. Ну, что-нибудь, что-нибудь, да, придумаем. Ну, в конце концов, надо помочь родной школе. Спасибо. Олес, ну ты как думаешь? Спасибо, спасибо, ребят, спасибо. О, господи боже. Наверное, у нас с Ленкой ничего не получится. Ну почему, Виктор? Да потому что неправильно все это. У нас такая безумная разница в возрасте. Я и в отцы гожусь. Ну уж так уж и в отцы. Ну не в отцы, так старшие братья. Какая разница? Да вот именно, что никакой разницы. В любви возраст не имеет никакого значения. Вот у нас с Любовью Кирилловной был роман, а у нас какая разница? И чем этот роман закончился? Разбитым сердцем? Это так. Но дело-то тут не в возрасте, а дело совсем в другом. Кстати, вам врачи запретили волноваться? Не только волю дай, они не только волноваться, они еще и дышать запретят. А ты к чему это? А к тому, что ваша Любовь Кирилловна теперь у нас в школе поваром работает. Так что вам лучше в школу лишний раз не заходить, а то мало ли что. Да нет, ведь у нас с ней все кончено, так что мне там появляться никакого резона. Видишь, какая у тебя молодец. Твою песню на конкурс продвинула. Может, ты возьмешь меня к твоим продюсорам? Да, ты у меня умница. Блин! Что случилось? Слушай, я совсем забыл. А кто же у меня на звуке-то сидеть будет? Мне надо, чтобы мне фонограмму кто-то вовремя включил. Так, надо Стасу позвонить срочно. Алло. Здорово, слушай. А тут такая тема, меня на конкурс вместо ранеток послали. Оба-на! Нифига себе, как тебе это удалось? Да, блин, долго объяснять. Давай потом. Слушай, ты можешь меня выручить? Посиди у меня на звуке, а? Заодно поддерживай. Слушай, сегодня совсем не могу, дела. Извини, старик. Хотя так даже интереснее будет. Давай, говори адрес. Жалко, что у тебя с Леной не складывается. Очень жаль. Да уж. Я и с ней не могу, и без нее не могу. Хоть и вешайся. Все как-то закрутилось. Ни начала, ни конца не найти. Дедуль, ты дома? Здрасте, Виктор Михайлович. Лен, а ты чего не на концерте-то? Долгая история. Я, наверное, пойду. Ну, давай. До свидания. Зачем он заходил? Что ему надо? Ну, что, зачем заходил? Просто пришел навестить. Кстати, сказал, что Гущина в школе теперь работает. Вот, дурак. Тебе же волноваться нельзя. Лен, не держите меня за маленького мальчика. Я уже взрослый мужчина-то. Я надеюсь, ты к ней в школу не потащишься, взрослый мужчина. А то тебя при встрече с этой жабой, не дай бог, к Андрате хватит. Леночка, твой дед еще сохранил остатки гордости. Почему ты пригласил меня именно в это кафе? Ну, просто я это кафе хорошо знаю. Вот здесь у нас выступают наши ранетки. Я, кстати, их художественный руководитель. Здорово. Значит, ты музыку любишь. А я вот танцы обожаю. Я заметил. Я, кстати, хотела этим серьезно заниматься. Мечтала. И получалось у меня вроде бы неплохо. Но, увы. Кто же наступил на горло твоей песни? Родителям. Им показалось, что мое увлечение ерунда. Как можно какие-то танцы сделать в профессии. Это же не серьезно. Не правда. Я вот видел недавно по телевизору чемпионат Европы по бальным танцам. Так вот, там все достаточно серьезно. И вообще, мне кажется, скоро танцы войдут в программу олимпийских игр. Ну, к сожалению, для моей семьи это не аргумент. У нас династия ученых-химиков. Дед академик. Отец доктор наук. Я учитель химии. А вообще, у меня папа делает бензин из газа. Он диссертацию по каталису защитил. Вот теперь сравни, где наука и какие-то там танцы. Но я все равно чувствую, что работа в школе у меня ненадолго. Я танцы обожаю. Вот бы танцевать в каком-нибудь мюзикле. Понимаешь, у нас в жизни никого нет. Ни родителей, ни родственников. Поэтому мы и держимся друг за другом. И вдруг у меня новые друзья появились. А у них никого нет. Я же с вами больше общаюсь, чем с ними. А мы должны держаться вместе. Как волчи стаи. Чужаков не принимают. А если свои пытаются уйти, то точно загрызут. Ну, а почему ни директор, ни воспитатель ничего не заметили? Тут свое искусство. Они же меня по лицу не стали бить. Они же не идиоты, понимают, что потом скандал будет. А так ничего не видно. Ну, а почему ты сама ничего не сказала? И кто я после этого буду? Предатель? Ну уж нет, мы своих не подставляем. Хотя я по-любому для них предатель. С вами же больше общаюсь, чем с ними. Поэтому они меня и бьют. Ой, Анюта, привет. А ты почему так рано? Как ваш конкурс? А? Провалилось наше выступление. Метку побили. Как побили? Опять? Степа пошел ее провожать. А то мало ли что. Анютка, дело, конечно, не мое, но Степа все-таки твой молодой человек, а он ее так часто провожает. Ну, что ты такое говоришь? Во-первых, у нас со Степой все отлично, а во-вторых, сейчас такая ситуация, что мы Нюту одну отпустить не можем. Ну, смотри, смотри. Слушай, покажи мне этих уродов, которые до тебя накапнутся, я сам с ними разберусь. Ну уж нет, это мои проблемы. Тебя это не касается. Вообще, мне кажется, ты слишком много внимания мне уделяешь. Это уже мои проблемы. А как же Аня? Она моя подруга, тебе вообще не стыдно перед ней? А что в этом криминального? Ты мне нравишься, я просто хочу тебе помочь. Что в этом плохого? Тебе две девушки нравятся одновременно. Нифига себе! Аня моя подруга. Это вообще гадко и с моей, с твоей стороны. Слушай, Степ, отстань от меня. Не ходи дальше, я сама даю. А мне наука нравится. История. Я в школе уже начал ездить в археологические экспедиции. Романтика. Жили в палатках. Вечером песню костра. Утром ни свет, ни заря, пока не жарко на раскоп. И копаешь до седьмого пота. И вот, кажется, тонны земли просеял. А все ради какого-то осколочка. И вот, когда эта находка оказывается у тебя в руках, вот это чудо. Игорь, а разве археологи, они кисточками работают? Нет, ну в основном лопатами, как экскаваторы. И вот ни с чем не сравнимое вот это вот чувство, когда предмет оказывается у тебя в руках. Вот, например, мы нашли браслет бронзовый. И представь себе, человек вот жил, он там лет семьсот назад. Страдал, радовался, любил. И нет его. А браслет жив. И, кажется, еще хранит тепло человеческой руки. Удивительно. Я, кстати, докторскую защитил. Короче, наука – это то, ради чего стоит жить. А почему тогда ты в школу пошел работать? А, ну это так получилось. Предложили. У них историка не было. А у меня как раз закончились раскопки. Они же ведь летом. А рассказывать я всегда любил. Это тебе из-за фамилии? Ну да, точно. А потом, знаешь, представил, как я рассказываю ребятам про Наполеона, про Александра Великого, про Кира, про Тутанхамона. Они же для меня все живы. И как-то думаю, а дай попробую. И попробовал. Потом понравилось, втянулся. И тебе я советую не торопиться с выводами. И тебе понравится. Школа, она такая, затягивает. Ну что, Надюх, как свидание? Ой, дочь, а ты что, на свидание ходила? Да, ходила. Только сопли морозила. Ах, эти московские мажоры – козлы. Поступил со мной, как с идиоткой. Я его прождала целый час. А он не пришел. Солнышко ты мое. Мама, эти москвичи относятся к нам к приезжим, как к дурам каким-то. Дочь, а только не психуй. Паша! Надюх, а что ты его не пошлешь подальше, козла этого, а? Не дождется. Он еще за мной бегать будет. Я ему еще такое устрою. Теперь мне его еще легче окрутить будет. Ого, дочь, а ты что задумала? Я же обиженная сторона, мам. Буду из него веревки ведь. Он же благородный. Ну что, дочер, как конкурс-то? Выиграли? Не было никакого конкурса. Ну, он, конечно, был, но мы в нем не участвовали. Как не участвовали? Ну-ка, малыш, ну-ка давай рассказывай. Что рассказывать? Мне-то заболело, а от школы послали другого участника. Ну, ничего, бывает еще хуже. Выше нос. Потом один несостоявшийся конкурс. Это еще не конец карьеры. Ты, главное, девчонкам про учебу сказала? Какой там? Все в ауте были. Да не к месту. Настроение у всех ниже принца. Ну, вот и давай поднимем девчонкам настроение. Соберем всех в кафе и объявим, что вы все вместе будете учиться. Да не где-нибудь. О Музыкальном училище имени Снегина. КОНОКО. Да не где-нибудь. Игра. О Музыкальном училище имени Снегина. Субтитры сделал DimaTorzok Какая же у тебя экономная, да, Пашечка? Ой, создал же Бог такую красоту Так, я сегодня могу не вернуться? На всякий случай, не жди Какой это случай? Ты же говорила, что это только бизнес Ты смотри, деньги деньгами, а крутить с ними я тебе не позволю Так и скажи ему, до свадьбы ни-ни Паш, ну перестань, это же все несерьезно Несерьезно А то я так при ревную, знаешь, мало не покажется Какой же ты у меня горючий Ты еще не знаешь какой Ну ладно тебе, а, но мы же договорились, это все фиктивно Ну вот, чуть не забыла, соблазнялку-то главную Какую соблазнялку? Ну пирожки мои, они на кухне, без них ничего не выйдет Ведь мы не ангелы, живем мы на земле С дождем растаяли, как слезы на стекле Наши крылья растворились, улетят на небеса И, наверное, забыли, что не верим в чудеса По небу плыли мы не ведомо куда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья словно птицы улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не ангел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не ангел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Кстати, можно сыграть там партию? Ну, если она не очень сложная будет Ну, конечно Потому что он как бы ручкой маленькой дотянется тогда Привет, девчонки Привет, Нит Как ты? Все хорошо? Угу Знаем мы твое хорошо Что твое дедомские? Больше не лезли? Да нет, правда, все нормально Вы не переживайте Ничего себе не переживайте Мы с тебя каждый день волнуемся Не дай бог тебя опять изобьют Да я уже давно говорю Надо что-то делать Давайте вместе соберемся и устроим им Девчонки, не надо чего делать Еще хуже будет Ну, а что ты терпеть будешь? Да нет Скоро школу закончим Все прекратится Недолго осталось Пойдемте Здравствуйте, Петр Степанович Здравствуйте А что это вы сегодня? Такая Какая? Ну, какая, какая? Ну, без шапки Без шапки Просто я не хотела прическу пометь А, понятно Знаете, Петр Степанович Я решила, что я всегда так буду в школу ходить Все-таки я не просто завхоз Я женщина Да ладно А вы мужчина Петр Степанович, доброго утречка Доброе утро Я вижу, вы тоже сегодня Что тоже? Ну, без шапки Да, я женщина горячая Кстати, о горячем Я вам сегодня рогов напекла Что это вы? Ух ты Что это вы себе позволяете? А что такое? Принесла нашему сотруднику пироги Чтобы не голодал мужчина Любовь Кирилловна Пройдемте, пожалуйста, в мой кабинет У меня к вам разговор имеется С удовольствием Уж пожалуйста Как ты себя чувствуешь? Не заболела ли? Милы-то вчера в школе не было И занятия наши она пропустила Ну и что с ней? Не знаю Я что-то переживаю так за нее Как за родную Слушай, а может быть позвоните ей А вдруг что-то серьезное? Ну опять ты Вот и она Ну слава богу Слава богу Ну все равно надо будет ее спросить Что случилось? Может быть прогуляла дело Молодое Нет Нет, на нее это не похоже Она девочка серьезная Она просто так уроки пропустить не может Ты так за нее Волнуешься? Да Волнуюсь Она мне Очень нравится Прошу Любовь Кирилловна Да А что происходит? А что творится в среде бела дня? Ой, Елена Петровна Успокойтесь, успокойтесь Вы же сказали, что у вас есть свой мужчина Что же вы на моего-то бросаетесь? Ну, во-первых, он еще не ваш А во-вторых, многое изменилось А что изменилось-то? Ой, знаете, сердцу не прикажешь Вы мне про сердце-то не рассказывайте Выигрыш Петра Степановича покоя не дает Какой выигрыш? Ой, только не надо тут изображать Вы все прекрасно знаете А, вы что-то там говорили Да мне дела нет до его миллионов Вот и уберите руки с пирожками От моего Петра Степановича Он такой же и ваш, как и мой Я тоже имею право на счастье в личной жизни И почему я должна выступать? Я его три года окучиваю Вот и хватит Теперь моя очередь Значит, война? Война Эй, Ранетки Помогите мне плакат повесить А волшебное слово? Ну, хорошо, пожалуйста Мне Савченко поручил А, ну, раз Савченко Давайте поможем Лен, держи здесь Ну что, завидно? Съели? Да нет Врите больше Так что вы теперь не единственные музыкальные гении в нашей школе Спасибо за комплимент Ходили тут по школе Нос задирали Никого не замечали А вот, пожалуйста Тихий, скромный А в конкурсе победил Это Гуцул-то тихий да скромный Какую песню он пел? Получше ваших Да? А можно ее послушать? Разбежались Всему свое время Светлана, нам надо поговорить Говорите, Мирослав Николаевич Света, я вижу, как вам плохо Отчего же Мне очень хорошо Света Я не могу больше смотреть на ваши страдания В страданиях душа человеческая совершенствуется Я предлагаю вам руку и сердце Выходите за меня замуж Нет Ну почему? Я поняла, в чем мое призвание Это страдания Света, не говорите так, пожалуйста Вы еще совсем молодые Ах, Мирослав Николаевич Вы ничего не понимаете Вся жизнь наша Это одно сплошное страдание И вы Те, которые этого совсем не понимают Вы все такие глупцы Хорошо, Светочка А давайте вы выйдете за меня замуж Будем страдать вместе Ну что вы такое говорите Если я выйду замуж Я страдать не буду Да вы что? Я вам обещаю Будете страдать Еще как будете Нет Замужество это не для меня Как же вы хотите жить? Одна Буду несчастна до самой смерти Не в этом ли счастье, а? Ярослав Николаевич Игорь Гуцубова Я тебя везде ищу Ну спасибо Ну спасибо Ну талант Да не за что Что значит не за что? Я тебе скажу Я не ожидал Ты талант Талант Да ладно вам Да ладно Что ладно? Из министерства уже звонили Поздравляют Так что я передаю тебе Их поздравления Ну министерству тоже Спасибо Да Подожди, а что я хотел сказать-то? Да Ты значит на конкурсе победил Все уже знают А школа еще песню не слышала Это непорядок Конечно непорядок А давайте на перемене ее Парадио включим Правильно, Полина Молодец Так, вот Ты этим займись Может не надо? Как ты? Не перестань Все должны слышать Твою гениальную песню Даже ранеткам интересно Ранеткам? Все, все Закончили все споры Школа должна знать своих героев Давайте, давайте Полина Я на тебя надеюсь Вот, Петр Степанович Еще вам пирогов принесла Попробуйте Эти с мясом Эти с картошечкой Вот спасибо вам, Любовь А что это вы Школьными пирожками распоряжаетесь? Да еще бесплатно Школа, между прочим, Деньги тратила Не ваше дело Как не стыдно Детишек объедают Ну ладно вам Никто их не объедает Ну а как же Дети их по 10 рублей покупают Значит и вам платить надо Ничего подобного Да ничего, ничего Ну что ж Я заплачу Что ж У меня знаете сколько денег? Да я могу Полмиллиона пирожков купить Потом Несколько лет Одними пирожками питаться А потом еще выиграю Ничего Ну зачем же так, Петр? Степанович Нет, нет, не надо Я детей объедать не буду Положено платить Я заплатил Видите, Петр Степанович Какая меркантильная женщина Вы думаете Она к вам с душой? Что вы Там только товар На денежные отношения Да? Девчонки, вот видите Ничего страшного Что мы на конкурсы не поехали Почему? Ну, наша школа все равно выиграла Ну и где логика? Какая ты у нас наивная нютка Она просто человек хороший Не испорченный Я что-то не так сказала? Да не заморачивайся Потом поймешь Внимание! Вся школа поздравляет Ученика 11-го А-класса Игоря Гуцулова С победой в районном музыкальном конкурсе А сейчас прозвучит Песня победителя Весна Утро, вечер, день и ночь Больные сны Тлеет время Хорошая песня Ну да, ничего Лен, а вы с Гуцулова Ну, дружили? Ну, дружили и что? Слушай, Ленка А он тебе не говорил Что он песни пишет? Нет, он еще по этому ходу не говорил Полин, Полин, подожди А где Гуцулова эту песню взял? Кто ее написал? Он сам ее написал И мне посвятил Понятно? Понятно Весна Ну что, Любовь Кирилловна, чья взяла? Да неужели? Есть успехи? Да вот, мы сегодня с Петром Степановичем в ресторан идем Мангустов есть Ха-ха-ха-ха, деревня Лангустов Да какая разница? Лишь бы хорошо прожаренные были А что же вы тогда обедать пришли? Да так, размяться перед ужином Ну тогда, борща возьмите Милочка моя Как же вы теперь в ресторан-то пойдете, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Елен Петрович Мда Так Аня Морозова Тебя вчера в школе не было? Ты болела? Да, но я все выучила, я готова отвечать Ты уверена? Да Хорошо, иди к доске Что такое? Да рука болит, упала вчера Ну, я надеюсь, ничего серьезного? Ты к врачу обращалась? Нет, нет, все нормально Хорошо Садись, не будем беспокоить твою больную руку Ну, ну, конечно Бедным сироткам всегда по облажке Лебедева Что ты себе позволяешь? А что я такого сказала? Вижу, тебе поговорить хочется, да? Ну тогда выйди к доске, пожалуйста Пожалуйста, и поговори на заданную тему Что это такое, бодрый? Да вот, был вчера на свидании С химичкой, что ли? Да, с Софочкой Посидели так замечательно в кафе Она такой интересный человек Угу Послушай, я понимаю Я знаю, что ты в последнее время Не в настроении Но я на таком подъеме Вижу Аж тошнит Ну, прости, старик Мне просто не с кем поговорить Похоже Я влюбился Рад за тебя Послушай, ты в последнее время Похож на Светочку В смысле? Ну Прямо вылитый эмо Особенно по части настроения Может, Светочка, твоя судьба? Слушай, ты Рассказов Ты мне, конечно, друг Но я ведь и другу могу Испортить всю картину успеваемости Нюд, подожди, Нюд Мне надо с тобой поговорить Я подумал Все-таки ты мне очень нравишься И я обо всем скажу Ане Нет! Ну, я серьезно, я... Замолчи, не вздумай даже Ну, а как же тогда? Да никак Ты что, не понимаешь, что будет? Ты хочешь мне все испортить? Как испортить? Да так, мы же одна группа Девчонки обидятся Она неправильно поймет Я опять останусь одна Степа, прошу тебя Ради меня Не говори ничего, Аня Хорошо, я не хочу, чтобы тебе было плохо Не волнуйся Никто ничего не узнает Какая человеческая подлость Тетя Лида Ну, как мне теперь убрать С юбки этот борщ? Ложкой Очень смешно Вы посмотрите, какое пятно Может, хлоркой? Не, хлорка не поможет Только вещи испортишь Слушай, а можешь покрасить? Чем? Борщом Очень смешно Мы однажды так на военной базе Флаг красили Что, флаг? Красили борщом? Ага А потом этот флаг еще год не тускнел Нас даже начальство хвалило. Начальство хвалило. Может, правда? Достать побольше борща. Кинуть туда юбку. Красиво будет, а? Красиво. А как красиво будет пахнуть за километр? Нет уж, спасибо. Ой, слушай. А пятно-то, оно же ведь у тебя не такое высоко-то. А ты отрежь. Отрезать? Значит так, если Гуцул сам не может заработать денег, я ему в этом помогу. Это как? Пойдешь официанткой в его кафе? Очень смешно, Оля. Нет. У меня есть идея получше. Ну и какая? Я сделаю из него суперзвезду, и мы вместе будем звездами. Не поняла. Ну как? У моей бабули есть хорошие связи на радио, и меня там уже ждут. На радиостанции? Круто. А то. Слушай, а можно я с тобой пойду? Ну ладно, так уж и быть, пойдем вместе. А, подожди, а если Стас что-нибудь напишет, может твоя бабушка из-за него словечко замовить? Оля, какая ты шустренькая, а? Я сейчас волнуюсь, только за Гуцулу. Я вообще не лезла своим Стасом. Ладно, я же просто так спросила. На работу сейчас? Да. Я с тобой. Надо с Наденькой помириться. Ух ты как, у вас далеко отношения зашли. Уже даже поругались. Да не то, что поругались, скорее она на меня обиделась. А что? Договорился с ней вчера встретиться, а сам к тебе свалил. Понятно. Да ты не парься. Надька отхочила. Ну я-то знаю. Мне как раз такая нужна девушка, чтобы вертеть ей. Как захочется. Да. Ты страшный человек, Комаров. Ну что? Так нормально? Не то слово. А не слишком коротко? В самый раз. Мужики все глаза растеряют. Правильно. Главное, уверенность в себе. И чтобы больше не было никаких пятен с борщом. Точно. Только ты знаешь это, не наклоняйся. А зачем не наклоняться-то? Ну, кто тебя знает. На свидание же идешь. Ой, брось. Мечты, мечты. Ну все. Я пошла. Ну что, по домам? Нет. Идемте лучше в кафе. Есть повод. Ну, у папы для вас есть сюрприз. Какой сюрприз? Еще один концерт? Лучше. Ну, у меня ничего не спрашивайте. Вам все папа расскажет. Слушай, подруга, заинтриговала. Ну что, тогда пойдемте скорее в кафе. Угу. Елена Петровна, что это такое? Пойди. Вот это что это? Дети кругом. Что это за митя? Николай Павлович, я, может быть, в ресторан собралась. Вы знаете, вы мне эти рестораны бросите. Все это после работы. А в школу будьте любезны, приходите. Приличная девушка. Вот. Посмотрите на любовь Кирилла. Вот. Видите? Вот как надо одеваться на работу. Сразу видно, что человек в школе подошел к этому ответственно. А я вечно. Николай Павлович, вы что, намекаете, что у меня плохой вкус? Да при чем тут вкус? При чем тут вкус? Это ж какой-то муленруш, прости господи. Это мой лучший наряд. Вот что, Елена Петровна, сейчас же идите домой, и чтобы завтра без этих неприличностей. Николай Павлович, я не могу. Идите, слышать не хочу. Сейчас звонок будет. Дети могут у вас выйти. Идите. Идите, я сказал. Привет. А что это мы такие сердитые? Что будете заказывать? Надь, ну ты что? Ничего. Я вчера как дура два часа сопля морозила. Ну, извини. Понимаешь, такая фигня вышла. Гуцулу надо было выступать. Попросил помочь. Не могу же я друга бросить. А позвонить слабо было? Да ладно тебе. Ну, сама понимаешь, там тусовка, выступление. Замотался. Ну, ты же мне не сердишься. Ты же сама говорил, что ты за свободные отношения. При чем здесь свободные отношения? Ты на меня вчера тупо забил. Ну, вот все вы такие. Вечно у вас начинаются какие-то требования, обязательства. Как же я-то всего этого устал. Ну, вообще, я, конечно, за свободу. Я же девушка современная. Ну, вот и отлично. А разрешит мне свободная современная девушка ее сегодня проводить? Не знаю. Ну, если тебе так хочется. Можешь ждать конца рабочего дня. Ты без проблем. Только кофе мне принеси. Я посижу пока, попишу чего-нибудь. На тебя посмотрю. А что, Петр Степанович? Может, сходим как-нибудь в ресторан? Как вы насчет культурного отдыха? Нет, мне сейчас не до культуры. Что-то я столько пирожков съел. Больше в меня не влезет. А у меня еще блинчики остались. Нет. Надо остановиться. Вот не думал, что когда-нибудь смогу такое сказать. Ой, Елена Петровна, уже уходите? Да. Я ушла. Но я еще вернусь. Ну что, про 4 миллиона мы уже поговорили. А куда еще один? А, так это, подумать надо? Я вам помогу. Вы меня как-нибудь в ресторан пригласите. Посидим, все обстоятельно обсудим. Да-да-да, я люблю, когда обстоятельно. Так давайте прямо завтра. Вы только пирожков поменьше ешьте, чтобы резерв поставить для ресторана. Да-да-да, это можно. Амаров я давно не ел. Очень давно. Практически никогда. Ну вот и договорились. Я вам быстренько все по полочкам разложу. Мигом придумаем, куда ваши денежки девать. Ну что, я к себе, а вы давайте готовьтесь. Нагуливайте аппетит. Боря, ты мне скажи, а сами-то девчонки как? Они серьезно хотят учиться? Ну как ты думаешь? Ну конечно, серьезно. Ну ты меня прости, старик, но ты же понимаешь, что у нас конкурс-то. Ого-го какой. И если я беру на рот вне очереди, то это очень серьезно. Ты что, мне не веришь? Я девчонок сто лет знаю. Для них музыка – это жизнь. Вот как для нас с тобой. Ой, не знаю, не знаю. Вообще-то я такие вещи не практикую. Я тебе обещаю, не пожалеешь. О, смотри. Мама – одно из наших девчонок. Кстати, хозяйка этого кафе. Елизавета! Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас в нашем кафе. Ну вот и присоединяйтесь. Кстати, есть очень хороший повод. Повод? А вот сейчас девчонки придут, мы все и расскажем. Знакомьтесь, Юрий Романовский. Очень приятно, Елизавета Петровна. А вот и наши ранетки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Вирослав Николаевич, как продвигаются ваши дела? Да печально. Я сегодня опять сделал Светочке предложение. Она отказалась. Сочувствую. Но вы такой упорный, настойчивый. Я уверена, вы своего добьетесь. А вы знаете, я уже ни в чем не уверен. Но за поддержку вам спасибо. Не падайте духом. Все будет хорошо. А вы знаете, что вы моя последняя надежда? Ну, в смысле, ваши танцы. Я поняла. Вы знаете, я каждую ночь представляю себе, как я привожу Свету в какое-то, ну, очень хорошее заведение. А я, кстати, могу подсоветовать заведение. Да, спасибо. Там играет прекрасная музыка. Я беру Светлану за руку и говорю, Светочка, подарите мне последний танец. В нем я ей залью вам душу. И этот последний танец станет началом нашей новой, длинной жизни. Света растает и согласится выйти за меня. Давайте танцевать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не подскажете, где бы я мог найти гущену любовь? А вам зачем? Ну, хотел бы с ней поговорить. А в чем? Это мое личное дело. Знаете, свои личные дела решайте вне школы. Здесь личных дел нет. Здесь все меня касается. Хорошо, я вам скажу. У нас с ней отношения, и я попросил бы... Стоп, стоп, стоп. Как это отношения? Вы что-то путаете? Да почему это я путаю? Да потому... Хорошо, я тоже вам скажу. Любочка мне пирожки носит. Обхаживает меня. Намеки намекала. О! Люба, что же вы это самое, воду-то мутите? А о чем вы, Петр Степанович? Ну, как там, о чем? Вам тут жених пришел, а вы не предупреждаете? Можно вас на минуточку? Ужасная безответственность. Ужасная безответственность. Юрий Аркадьевич, а вы на чем играете? Да я в последнее время все больше преподаю. Как интересно. А где? В музыкальном училище имени Снегина. Вау! Девочки, я видел ваше выступление в клубе. Посмотрел на вас, послушал. Ну, и как? Ну как, очень неплохо. И у меня для вас есть одно предложение. Надеюсь, что оно вам понравится. Да не займи, ну они и так уже языки проглотили. Ну говори, не мучай девчат. Ну хорошо. Я, как будущий куратор будущего первого курса нашего музыкального училища, официально приглашаю всю вашу группу в полном составе, без экзаменов, учиться на своем курсе. Без экзаменов? Ну, выступление в клубе было в вашем экзамене, так что считаете, что вы уже приняты? Обалдеть! Ну, не может быть! Это же супер! Это же Снегинка! Круг! Ну, как вам сюрприз? Не помешаю. Не помешаю. Нет, ничего же, нет, это не это. Вы не смущайтесь так, Мирослав Николаевич, я все знаю. А что, 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 ничего же нет? Ну, нет, так и нет. Вы, главное, Софочку слушайте, она вам плохого не посоветует. Мирослав Николаевич, вам нужно расслабиться, а то вы зажаты, ну, как бревно, так не танцуют. А можно я попробую? Конечно. Софья, включайте музыку. Мирослав Николаевич, посмотрите, как Игорь Ильич танцует. Сразу видно, человек расслаблен. Как вы это делаете? Что? Ну, где вы научились так танцевать? Ну, нигде. Просто я очень хочу понравиться этой прекрасной девушке. Что, и все? И все. А ноги сами несут. Вы же хотите понравиться Светлане? Очень хочу. Тогда давайте с нами. Ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какого рожна вам надо, а? Сюбочка, моя любовь не угасла, и я не теряю надежды, что вы ответите на мои чувства. Да, да потеряете уже, наконец-то, и хватит за мной таскаться. Я вам ясно сказала, у меня есть другой. Вы же говорили, что у вас Жданов, а теперь еще и охранник. А вам какое дело? Захочу, у меня и третий будет. Какие вы женщины непостоянные. Да что вы понимаете? Я, может, любовь свою ищу. А как же я? А вы постыдились бы, интеллигентный человек, лезете в чужую душу. Значит, конец, между нами ничего нет? Дошло на конец. Нет и быть не может. И не смейте таскаться за мной в школу. Ну что, не скучно тебе? Песни пишутся? Пишутся, пишутся. Все окей. А что там за шума, раняток? Не в курсе? Ну, если тебе так интересно, пойди сам спроси. Не хочу я к ним подходить. Ну, а ты-то что, неужели не слышала? Я-то, думаю, профессиональная официантка. Да слышала, слышала. Их училище какое-то берут. Училище? Музыкальное, что ли? А название? Кажется, Снегинка. Снегинка? Ни фига себе. А что, грузое место? Еще бы. Повезло. Хм, повезло. Наверняка Наташин папа растарался. Вот москвичам везет. Везде у них связи, блат. Ничего. Не только ранятки связи имеют. А что, у тебя тоже есть? Типа кого? Ой, расскажи, а? Нет. Как-нибудь в другой раз. Чего изволите, мадемуазель? Песню твою сегодня слышала. Хотела сказать, что понравилась. Спасибо. Говорят, что ты ее Зеленовой посвятил? Зеленовой? Да ладно, не стесняйся. По-моему, круто. В наше время не каждой девушке песни посвящают. Потому что такие девушки редко встречаются. Как Зеленова? Да. Она сегодня не радовалась, аж до потолка прыгала. Так она что, всей школе объявила, что это для нее? Ну, по-моему, да. Уже все знают. Ты знаешь, Лен, я вообще-то эту песню давно написал. Еще когда мы с тобой вместе были. Ну, если ты ничего заказывать не будешь, я обслужу клиента, ладно? Как там твоя Нюта? Вызвал ее на уроке. А она на доске писать не может, представляешь? Почему? Ну, говорит, руку ударила. Серьезно? Сказала, ничего страшного, мол, заживет. Ну, раз ничего страшного, значит, заживет. Да я сама понимаю, может быть, ерунда. А вот если подумать... Не понимаю. Ну, вот придет она в свой детдом. И там о ней никто не позаботится. Люся, ну, ты даешь. У нее там друзья, педагоги, врачи, наконец. Нет, ты не понимаешь. Дома ее бы пожалели, сделали бы компресс, внимание бы окружили, лаской, а так... Люся, ты себя слышишь? А что? Ну, ты говоришь о ней так, как будто это твоя дочь. Витя. Витя, я хотела бы ее удочерить. Что? Если бы, конечно, была такая возможность. Люся, ты серьезно? Я, конечно, понимаю, что это невозможно. Она уже взрослая, она откажется. Я так к ней прикипела. Ладно, пойдем. Ну, так что, девочки, не забудьте, после экзаменов жду вас с документами. Хорошо, мы не забудем. Ну, нам пора. Наташка, прощайся. Дядь Борь, вы, конечно, умеете удивлять, но сегодня вы нас впечатлили. Дальше некуда. Спасибо вам большое. Мы просто в шоке. Ладно, ладно. Вы, главное, нас не подведите. Да вы что? Конечно же, мы вас не подведем. Мы будем учиться лучше всех. Правда, девчата? Ладно, нам пора. Пока. До завтра. Спасибо вам большое, Юрий Аркадьевич. И вам спасибо. Ну, до встречи. До свидания. Ладно, девчонки, я тоже пойду. А что торопиться? Мало задали. Ну, это у вас одни уроки. А у меня еще куча дополнительных занятий. Женька, а что ты кислая такая? Смотри, как все круто складывается. Угу. Сейчас я приду домой, и там у меня все очень круто сложится. А с какого перепугу? Лен, ты просто не видел, как мама на меня смотрела. Как будто я ей больше не дочь. Вот увидите, она мне запретит с вами поступать. Ладно, пойдем. Пока. Пока. Нют, ну а ты? Да я, наверное, тоже пойду. Ага, пошла она. Давай мы, Санька, тебя проводим. Еще чего. Не хватало, чтобы меня каждый день, как принцессу, провожаю. Пока. Пока. Слушай, Стас, а ты куда собираешься поступать? В МГИМО. Че, реально? Ну, а ты думала? А как ты тогда будешь поступать? У тебя что, блат есть? Ну, тот, о котором ты в кафе говорил? Знаете, ну, вообще-то я отличник. Ну, а если приспичит, папа поможет. А что, у тебя папа ректор? Не, но ректор папин друг. А папа у меня и бизнесмен. А, конечно, ври больше. В смысле? Ну, в смысле, мне Гуцул тоже рассказывал про то, что у него там особняки, бассейн. Ну, это Гуцул. Мне-то тебе какой смысл врать? Слушай, а ты чего так поздно-то? Забыла что? Дядя Петь, можно к вам? Ой, ё-моё. А ты в детдом-то не пошла, что ли? Нет. А зачем в школу явилась? Просто так. А, как это просто так? Ну, ладно, ладно. Давай-ка мы с тобой чайку с пирожками выпьем. Так. О! Дядя Петь, можно у вас сегодня остаться? В смысле? Ну, у вас же есть в школе, где поспать? Что-то ты сегодня раньше пришла. Да, день не задался. Что случилось-то? Накладочка вышла. И не одна. Ладно, дай по порядку разберемся. Представляешь, в завхозе халахудр тоже намылилась хомутать моего миллионера. Э, ты за словами-то следи. Какого моего? Этот старый хрыщ еще приперся. Какой? Писатель, что ли? Угу. Ему-то что надо? Пришел чувства свои изливать. Ну, слушай, ну давай я с ним разберусь, что ли? Не надо. Я уже разобралась. Точно? Точно. Думаю, он понял. Из-за вхозиха и разберусь. И на таких обламывали. Правильно. Нечего на чужое добро свою пасть разнимать. Сегодня не получилось миллионера крутить. Завтра кручу. Не все потеряно. Дед, что за дела? Почему, Бутылка, у тебя же сердце? Нет, я таки сходил к Любочке. И она меня не любит. Ты же обещал, что не пойдешь. Я не мог. Мне нужно было. Что нужно? Ну, посмотреть ей в глаза. После всего, что она тебе сделала? Расставить все точки над «и» и решить все окончательно. Решил? Да. Это из-за Степнова. Нафига он взболтнул? Степнов хороший человек. Да? Завтра этот хороший человек получишь по полной. Ложись спать. Женя, я в кафе ничего говорить не стала, чтобы девочкам праздник не портить. Ну, надеюсь, ты меня правильно поняла? Ну, они так обрадовались и все решили поступать. Да пусть себе поступают, куда хотят. Но ты-то не все. Я тут подумала... А что ты подумала? Надеюсь, никакой дури про музучилище? Ну, мам, мне очень хочется. И это такой шанс. Забудь, Жень. Выкини с головы. Ну, а что, я зря столько лет музыкалке училась? Не зря. А для общего развития. Ну, а что плохого в музыке? Потому что музыка – это не профессия. Это в лучшем случае хобби. А ты должна получить нормальное, хорошее образование. Ну, музыка – моя жизнь, моя судьба. Ах, вот ты как. Ну что, спасибо тебе. Значит, мы с папой работаем, как проклятые, чтобы тебе нормальное образование дать, чтобы жизнь у тебя хорошая была. А ты, значит... Ну, мам, ну прекрати. Ты прекрасно знаешь, что я вас люблю и сделаю для вас все. Что, не жалеешь ты меня. Ладно, все. Пошли спать. Поздно уже. Ну, может, все-таки... Все, Жень, тема закрыта. Женя, без глупостей, пожалуйста. Не хочу возвращаться в детдом. Почему? Это у нас там разборки постоянные. Всем не нравится то, что меня в ранетке взяли. А почему это не нравится-то? Ты что, плохо играешь? Хорошо? Да нет, дядь Петь, у нас законы другие. Вот вчера меня даже побили. Стоп. Как это – побили? Ну так, взяли и побили. И ты молчишь? Дядь Петь, ну, дядечка Петечка, ну, пожалуйста, не говорите никому, я вам по дружбе рассказываю. Вот добрая ты. Это мои проблемы, я сама разберусь. Ладно? Ладно. Поэтому я к вам и попросилась. Слушай, это тоже не жизнь. Ты что теперь, будешь каждую ночь в школе ночевать? Дядь Петь, если нельзя, значит, нельзя. Вы мне только скажите, я не хочу вас подводить. Слушай, ну как это нельзя? Нельзя. Слушай. Я к тебе медпункт открою. Там кушетка есть, так что поспишь с комфортом. Спасибо вам большое. Я потихонечку буду. Вы даже не беспокойтесь. Ну, хорошо. Слушай, только я тебя завтра пораньше разбужу. Перед занятиями, чтобы никто не заметил. Пошли. Продолжение следует... Вот дела. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя О, доброе утро Доброе утро Не замерзла? Не-а Выспалась? Да, сон хороший снился, даже просыпаться не хотелось Вот ключи, спасибо А что снилось-то? Ой, разное Самое главное, что детдом не снился Значит, можно считать, что день удался Слушай, а тебе в детдоме не хватится? Да не знаю, может и хватится, но я думать об этом не хочу Ну ладно, ты это, давай умываться, а то народ уже стал подтягиваться Спасибо вам, Петр Степанович Давай, давай Нет за что Торопишься куда? Новый день, новые заботы Ты сегодня какая-то такая знаешь? Какая? Ну, не знаю Кому ты сто долларов нашла? Ой, дядя Паш, вы, конечно, хороший психолог, но мыслите как-то узковато Ну, почему сто долларов? Может, я что-то получше нашла? Ну да Лучше сто долларов, что может быть? Только двести долларов Угу Или парень хороший Молодца Ну, рассказывай, кто такой Чем дышит? Есть ли у него сто долларов? У него все есть И деньги, и связи Папик с ректором ГИМО, Вась-Вась Это хорошо Только, слушай, со такими пацанами целая стая девиц убивается Слушай, без боя не пробьешься Не боишься А что бояться? Попытка не пытка? Молодец Хвалю Ладно, я пойду Слушай Если там тебе что-нибудь с этим пацаном надо будет Ну, хату там Ну, ты понимаешь Не мне тебе объяснять Мы там с мамиком свалим куда-нибудь в кино Дядь Паша Что, дядь Паша? Что-то стесняешься меня, что ли? Не, ну не с вами мне об этом говорить Знаешь что? Мы, наверное, люди не чужие с тобой Поэтому В общем, пацанам этим От тебя только одно надо Я все поняла Вот-вот ты и запомни это Доброе утро, Петр Степанович Доброе утро О чем задумались? Не знаете, куда потратить миллион? Да нет Вот слово в кроссворде Никак не могу вспомнить А, ну это не по моей части Ну, как вообще вы до вечера-то продержитесь без пирожков? Ну, почему это я должен держаться-то? Ну, что это совсем в облаках витаете? Вы что, забыли? Мы с вами идем в ресторан? Или вы передумали? Нет, я помню Только как же ваш вчерашний хахаль? Может, он против будет? Ну, он-то может и будет против Но нас-то это почему должно волновать? Как же? Ну, перестаньте Это мой старый поклонник Я бы даже сказала Чересчур старый для меня Разве по нему не видно? Вы не переживайте Я им уже объяснила Это место занято Догадываетесь, кем? Кем? Коя кем более достойно Ну что? До вечера? Да До вечера Вот так вот Кажется, я начинаю пользоваться популярностью Привет 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 Ну, а что ты такая грустная? Попробуй догадайся Что, не разрешили? Ни в какую Блин Твои-то понятны А что ваши родители? Мы и согласились Ну, я с вами еще не говорила Но, скорее всего, им пофиг По крайней мере, когда я говорила, что в спорт пойду Им было все равно А мои сказали, что я уже взрослая И сама могу выбирать Блин, везет тебе, Анька А мои никак не могут понять, что я уже выросла Они за меня все решают Они мое будущее расписали лет на сто вперед А музыка для них ерунда Блин, то одна напасть, то другая Все не слава богу в нашей группе Ань, попроси, пожалуйста, родителей Пусть они поговорят с моей Может, они хоть как-то на них повлияют Просто я не смогу жить Со сознанием того, что вы вместе учитесь в колледже А я в этом юридическом А что? Это мысль Взрослые лучше понимают друг друга Ну, я попробую Но я ничего не гарантирую Здравствуйте, Петр Степанович Здравствуйте, Елена Петровна А вы сегодня опять? Что опять? Опять без шапки? Ну да В новом образе Костюм у вас, как у депутата Просто я хочу сегодня пойти в ресторан Вот и оделась соответствующая Вам нравится? Да, мне нравится, очень нравится А с кем пойдете, если не секрет? Не секрет, с вами Со мной? Я сегодня не могу Я завтра могу Это почему? Я сегодня с Любовью Кирилловной в ресторан иду С Любовью Кирилловной? Очень интересно А вдруг она сегодня не сможет пойти? Как это она не сможет? А так вот По семейным обстоятельствам У нее же нет семьи А как знать, Петр Степанович, как знать Ключ дайте А, вот Ладно А на миллион Аппаратуру купите Какие у вас горячие руки, Людмила Федоровна А что ж вы шалите-то, а? Ты дурак Да я шучу, ну что ли Я, между прочим, тут бегаю, сучусь Твоим агентом выступаю, а ты Подожди-ка, каким еще агентом? Таким Я, между прочим, твою песню уже на радио отнесла И скоро у тебя придут брать интервью Интервью? Ты шутишь? Это только у тебя глупые шутки А я, между прочим, девушка серьезная Но ты не волнуйся, во время интервью я буду рядом с тобой Ну, конечно, никак, твой агент Подожди О каком интервью может идти речь? У меня всего одна песня Если был бы альбом, я понимаю, но... Да ладно, перестань Есть куча артистов, у которых всего одна песня И нормально не живут Ну, ладно Слушай, Стас А почему бы тебе свою песню не отправить на радиостанцию? Ты же рэп пишешь Ну, пишу, я читаю Вообще, меня это мало интересует Не мое это все Ладно, Ромео Хватит тут своей нежности лящить демонстрировать Пошли уже Ладно, я пошел Здравствуйте Здравствуйте Скажите, директор у себя? А вы точно к нам? Точно, точно О, простите, я вас не заметил Его нет Он в министерстве наук Э, образования Уехал на целый день И даже вечером не будет А Завуч тоже в министерстве? Нет, она тут Значит, пойдет сейчас по коридору Налево, потом направо Не забудьте подняться на второй этаж Тут же направо, а там уже не заблудитесь Ну, тогда к Завучу Пойдемте Черт Ну, нашел что-нибудь? Угу Может, ты что-то пропустил? Ничего не пропустил И камеру проверил Работает исправно А баланс опять не сходится И разница все больше становится Значит, все-таки кто-то ворует Ну, кто? Касса у меня все время на виду Подсобка, по твоим словам Под полным контролем Мистика какая-то Здравия желаю Вы Завуч? Я Завуч Что-нибудь случилось? Здравствуйте Меня зовут Антонина Григорьевна Решетникова Борзова Людмила Федоровна Завуч Я директор детского дома Воспитанницей которого является Одна из ваших учениц Морозова Анна Владимировна Знаете такую? Конечно Прекрасная девочка Очень хорошо учится Она что-нибудь натворила? Натворила Эта прекрасная девочка Сбежала вчера из интерната И на ночь не явилась Вы видели ее сегодня? Сегодня еще не видела Вчера она точно была на занятиях Как же так? Вы Завуч И не знаете, где ваши ученики? Я не могу контролировать Каждого ученика в отдельности Впрочем, насколько я понимаю Вы тоже Ой, извините Ой, Лидия Семеновна Как кстати Не в службу, а в дружбу Попросите кого-нибудь Позвать сюда Аню Морозову Из 11-2 У них сейчас кажется география Это новенькой, что ли? Да-да-да-да Ее Сейчас Привет 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 Ты извини меня Пробки Черный кофе, пожалуйста Да ладно Я сам только пять минут назад пришел Ну так и чего ты хотел мне сказать? А-а-а Ну я послушал записи группы еще разок Скажи, я правильно понимаю Что раньше в группе играла другая девочка? Ну да, другая Она недавно от них ушла Да-а-а И куда? Поехал учиться в Англию Ой-ой-ой-ой Жаль, жаль Понимаешь, и вокал у нее был, играла Просто отменно А как думаешь, вернуть ее не получится? Ну это навряд ли Понимаешь, с ней я бы взял девчонок просто с закрытыми глазами А теперь вот что-то засомневался Ты что? Они же уже рассчитывали Ты пойми меня Я как педагог заинтересован в том, чтобы взять уже сыгранную группу А вот эта вот новая ударница, ну она, ну мягко говоря, не дотягивает В результате чего в США наступила так называемая Великая депрессия И современная экономическая наука на тот момент показала свое истинное лицо Молодой человек, что вы желаете? Извините, Мороза Ваня есть? Ну есть Да, есть здесь Ее в учительскую вызывают, срочно Ну, раз срочно Итак, какое решение? Ну что случилось-то? Я, конечно, догадываюсь, но я потом вам все расскажу Вы не волнуйтесь, все нормально Кризис затронул абсолютно все страны, в том числе и самые богатые Слушай, а может мы зря на поваров грешим, а? Да кого еще? Не на детей же Тем более, что они у меня все время на виду Ну ты же не заметишь, если они, допустим, чек в кассе не пробьют Вова, это дети Да видел я этих детей недавно, в записи Поглядывай, если будет возможность Можно не заводить Спасибо за помощь Не за что В следующий раз лучше следите за детьми Всего хорошего Ну что, Морозова? Поговорим Может, расскажешь нам, где ты провела эту ночь и почему не вернулась в интернат? Потому что я ночевала здесь, в школе Как в школе? Понимаете? У нас в интернате сложилась не очень хорошая ситуация Они повздорили с ребятами, ну В общем, не повздорили, а просто подрались Да вы что? Нюта, это правда? Ну, а как вы это допустили? Послушайте, Людмила Федоровна Мне не хотелось бы вас обидеть, но у нас учатся не дети, а академиков Сами должны понимать, всякое бывает Но это не повод сбегать из интерната Ты знаешь, что мы несем за тебя ответственность И что, все равно, какая я буду, хоть с переломными ребрами, лишь бы была? Нет, не все равно Я поговорила с ребятами, и они больше не будут тебя трогать Со своей стороны, ты мне должна пообещать, что больше такого не повторится, да? Да Антонина Григорьевна Ну, может, мы девочку отпустим учиться, а сами побеседуем? Если Нюта мне сейчас при вас пообещает вечером вернуться в интернат, пусть идет Нюта, ну ты же вернешься вечером в интернат? Вернусь Ну, это хорошо, беги Да вы что? Опять за старое? Что такое, Елена Петровна? За пирожками пришли, а? Или бошь мой вчерашний понравился? Так вот, ходите ближе, у меня сегодня щи тоже очень вкусные Вы что, опять за свое? В чем дело? Угу, будто не понимаете Представьте себе А кто собрался в ресторан с Петром Степановичем? Уж не вы, Лена? Ой, вы об этом? Да мы еще вчера договорились Надо же мне помочь ему миллионы страть А как же гаишник Жданов? Я вам уже объясняла На меня нахлынуло чувство А Жданова придется, как это ни прискорбно, выставить за дверь У меня теперь охранник будет А что-то мне не верится Мне кажется, вам нужен и охранник, и гаишник, и еще кто-нибудь для кучи Вам не жирно ли будет? Ой, завидуйте Да чтобы вы успокоились Могу вам Жданова сосватать Хотите, познакомлю? Ты здесь? Мы, может, собрались в учительскую идти, тебя спасали Че вызывали-то? Да директриса из интерната приходила Зачем? Ну, я сегодня ночевать не пришла Вот тебе на А где ты ночевала? На улице? Да нет, здесь, в школе Меня дядя Петя пустил Это из-за детдомовских, да? Ну, конечно, из-за кого еще? Девочки, я их боюсь Вдруг они в следующий раз мне пальцы сломают, чтобы я барабанные палочки не могла держать Слушай, ну, хочешь, поживи пока у меня Спасибо Спасибо, но нам нигде нельзя ночевать, кроме интерната Это я сглупила, не подумала о последствиях Ну, ничего, немножко осталось Директриса сказала, мол, она там все вставила И трогать не будут А откуда она знает? Слава богу, не от меня Плохо она, конечно, поступила, но я ее могу понять Остальные дети ей завидуют, вот и бьют Антонина Григорьевна А мог бы кто-нибудь удочерить Нюту? Конечно, это вообще был бы идеальный вариант Я всем детям этого желаю Но на моем веку такого не было Какого? Ну, такого, чтобы усыновляли практически совершеннолетних детей Обычно в семьи берут самых маленьких Тех, которых можно по-своему воспитать А если устраивает воспитание? Не знаю, но люди обычно даже не интересуются детьми такого возраста, когда приходят Самый старший ребенок, которого при мне взяли, это был мальчик десяти лет Но это было всего один раз Антонина Григорьевна Я хочу удочерить Нюту Вы? Да Я хорошо подумала Ну, для того, чтобы это сделать, вам нужно выполнить огромное количество формальностей И потом я хочу вас предупредить, что это процесс нелегкий и утомительный Но ведь это не тяжелее, чем жить в детском доме Итак, давайте начнем Сегодня и еще несколько следующих занятий Мы на примере прошлогодних вопросов ЭГЭ по истории Будем повторять одну такую глобальную тему Я бы даже сказал, целый раздел истории А именно, историю СССР А ты что, ко мне охладел? Для вас эта тема будет действительно... Чего ты взяла? Ну что, не говорю, тебе не нравится Сам мне ничего не говоришь и не зовешь, куда? Я тебя звал Ты не пошла Да знаю я, зачем ты меня звал Ну, а в настоящих отношениях все должно быть В том числе и то, зачем звал Развала Союза Советских Социалистических Республик Я вам обязательно позвоню Давайте я сама вас наберу Как только соберу все необходимые документы и наберу Просто для этого потребуется некоторое время Что же вы... Петр Степанович Что же вы не следите за вашей школой? Ученики у вас тут, оказывается, ночуют А у нас детский дом весь на ушах стоял Я всю ночь не спала Мы девочку искали по всем больницам Да, Петр Степанович, это безобразие Я поставлю вопрос на педсовете В унесении вам строгого выговора Совершенно верно Людмила Федоровна, нельзя уступать вопросах безопасности Ну, ладно Рада была с вами познакомиться Да, до свидания, Антонина Григорьевна Жду вашего звонка Да, всего доброго До свидания Легко вам, Людмила Федоровна, во всем меня винить А как бы вы поступили, когда... Да успокойтесь, Петр Степанович Я на вашем месте поступила бы точно так же Вы молодец Слава Богу Я уж подумал, что вы серьезно насчет выговора-то Нютка-то, она же замечательная девчонка, правда? Правда Я бы даже ее усыновил, как дочь Только это так, из области фантастики Почему? Ну как же, я понимаю, что для этого семья должна быть полной А я, как известно, холостяк Пока Да Действительно О, привет А что это ты за телевизор взялся? Сам недавно ругался, что я его смотрю Это я от безысходности От какой такой безысходности? Час назад ты вышел из дома в прекрасном настроении Да я опять с Романовским встречался И что? Ну послушал на девчонок еще раз В общем, хочет, чтобы они у него на курсе были прежним составом С Лерой? Ага Ну ты сказал ему, что это невозможно Сказал, конечно И про Англию сказал И про то, что она в ближайшее время не может вернуться И что? Он теперь не хочет девчонок брать? Да нет, ну Куда ему деваться? Он же обещал Возьмет, скорее всего Но хочет, чтобы у него был все-таки другой состав Кого-нибудь посильнее вместо этой новенькой Господи, ну А как ей сказать об этом? Это ее просто убьет Нет, ну я на ее месте вообще удар бы схватила В том-то и дело Слушай, а давай вообще никому ничего не говорить Подумаем еще, что можно сделать Виктор Любович, стой Ой, хорошо, что я тебя поймала Что ты бегаешь, как первогласница? Нам надо бежать Я бегать не умею, я старенький, я... Мне не до шуток, беги со мной Ну ты что, у меня урок Какое там урок? Нам надо Срочно ЗАГС Эээ... А что за срочно? Нет, я конечно не против Ах, беги от меня урок Я тебе там по дороге все объясню А то ЗАГС скоро закроется Я им звонила Они сегодня работают И принимают только до трех Хорошо Жди меня здесь Привет А, привет Как дела? Да какие дела? Вервотрепка спашная Так с Ленкой что у вас? Так и не наладился? Когда бы Ты бы первый узнал Или второй После нее А, слушай, так ты, наверное, не знаешь Девчонок всех вместе В Снегинку пригласили, без экзамена Как всех? И Ленку? Ну, всех, значит, всех, и Ленку Хм Ну, она, конечно же, отказалась Она, конечно же, согласилась Хм Да ладно Ты врешь, что ли? Она же спортсменка до мозга костей Зачем мне врать? Хочешь, спроси у нее сам Да уж Я с ней поговорю Надо что-то делать Надо что-то делать А что делать? Я ума не приложу Да Были бы вы мужиками Можно было просто морду набить Морду набить Это хорошо Только мы не мужики А может, позвонить ее Жданову И все рассказать про нее? Ну, не знаю Это как-то мелко Мелко? Ха-ха Придумайте что-нибудь покрупнее А может, позвонить ей? Ну, якобы из больницы И сказать, что гаишника на посту сбила машина Да вы что? Да вы что? Это перебор Лично я звонить не буду Да и я могу Моего голоса-то она все равно не слышала никогда Ты телефон-то знаешь ее? Да знаю Все сотрудники А как звать-то ее полностью? Гущина Любовь Кирилловна Она хотела войны? Она ее получит Алло? Алло? Мне нужна Гущина Любовь Кирилловна Это я? Вас беспокоит из реанимации института имени Склифосовского Ваш муж сейчас на операции в очень тяжелом состоянии У меня нет никакого мужа Как нет мужа? Инспектор ГИБДД был на посту, когда его сбила машина Он сам сказал ваш номер и имя Ну собственно это было последнее, что он успел сказать Сейчас врачи борются за его жизнь Вы можете еще успеть подъехать О господи, а он выживет? Я не могу вам этого сказать Подъезжайте в регистратуру института Склифосовского Это метро Сухаревская Паша Слушай, ты ничего особенного за Стасом не замечала? Нет, а что такое? Мне кажется, что он меня избегает Я раньше думала, что он обиделся на что-то А теперь ясно вижу, что он на ровном буксует Может у него другая появилась Да нет, откуда? Он все время в школе на виду А я ни с кем другим его не видела А если на стороне? Может за ним проследить? Проследить? Коль, ты чего? Если он заметит, вообще конец А что ты прикажешь делать? Я не хочу его терять Я не знаю, но следить это последнее дело Если придумаешь в течение часа что-то получше, скажи мне Ну хорошо Лена Подожди Поговорить надо Ну наконец-то Я думала, уже никогда не решитесь Слушай, ты правда решила в музыкальном училище учиться? Что? В училище? Ну собралась, и вам какое дело? Как какое? Я беспокоюсь У тебя же такие спортивные данные Ты же совсем о другом мечтал Раньше о другом, сейчас об этом Могла бы сначала у меня спросить А с чего я ты вообще должна с вами советоваться, а? Вы мне кто? Кум? Сват? Или брат? Чего вы вообще лезете в мою жизнь и в жизнь моей семьи? Зачем вы деду рассказали про Гущину? Он, между прочим, после этого пить начал А ему волноваться нельзя От вас одни неприятности, а знаете почему? Да потому что вы ведете себя как пацан Еще носом меня тыщите в то, что я младше вас Ничего не понимаю Алло, Любань? Паша, ты вышел из наркоза, а? Ты в каком отделении? В каком отделении я на работе То есть, с тобой все нормально? Да более чем нормально, слушай, у меня сегодня двойная норма И под машину ты не попадал? Слушай, какая машина? Типун тебе на язык Вообще нельзя так говорить, когда я на дороге стою Перегрелась там у своих сковородок? Перегрелась Ладно, что звонил-то? Я так, дома расскажу Пока Ну, держись Софья Сергеевна? Я за нее А не пойти ли нам, Софья Сергеевна, куда-нибудь погулять? Не могу, Игорь Ильич У меня опять вечером танцы с Милославским Да что же это такое? Когда же это кончится? Когда Светлану ему вернем Что-то у вас это как-то затянулось Ну, стараемся как можем Есть успехи Помочь вам, что ли? Да и себе заодно Что? Да нет, ничего, просто говорю Может, вам помочь надо А то без меня вы не справитесь Будешь учить Милославского танца? Нет Я зайду с противоположного фланга И проведу со Светланой воспитательную работу Анька Ты поговори с родителями, ладно? Конечно Так приду домой, я сразу же поговорю Не понимаю тех, кто не хочет школу заканчивать У вас столько проблем, сразу уйдет Во-во А, согласна Невозможно уже Девчонки, ну что за пессимизм? Вот именно Нужно уметь радоваться всему Тем более мы же банда Конечно, банды Банда Банда? Что? Банда, банды Ань, ты только не забудь с родителями поговорить, ладно? А то им плевать на нашу банду Ладно 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 Девчонки, друг, надо миленькое выручать, а? Миленькое? А что случилось? Слушайте, мне на час оплучиться нужно Посидите за меня, а? В долгу не останусь Лавлю на слове Только потом ресторан Ресторан, ресторан, конечно ресторан Ну хорошо, идите Спасибо! На часок, не больше Через час, как штык! Вот, дело сделано Это мы только заявление подали Нет, но все равно Процесс пошел Параллельно будем оформлять документы на усыновление А когда распишемся, уже все будет готово Мы не до себе заберем Или ты против? Нет, не против Она может быть против Ты с ней хоть говорила? Нет, я пока не говорила Но мне кажется, почему-то, что она не откажет Ну так поговори с ней, обязательно Все, обязательно, конечно Завтра же поговорю Ладно, молодая, пойдем Тебе еще преданное шутить Здравствуйте, Светлана Михайловна Здравствуйте Все, страдаете? А что еще остается делать? Я хочу рассказать вам одну историю Знаете, почему мы расстались с Ириной? Она полюбила вашего брата И уехала на встречу своей любви Грустная история, не правда ли? Представляете, как я к ним обоим теперь отношусь Наверное, ненавидите их, лютая ненависть А вот и не угадали Я им благодарен За что? За прошлое, которое останется в воспоминаниях И за настоящее Ведь благодаря им я познакомился с прекрасной девушкой Так что нужно искать хорошие моменты Нечего страдать Нужно наслаждаться жизнью Я, кажется, понимаю, к чему вы клоните Вот Мне нужно снова добиваться Витеньку Ай, да при чем здесь Степнов? Вы посмотрите вокруг Сколько прекрасных мужчин Интересных А? Субтитры подогнал «Симон» Извините, что залегаю Можно чуть-чуть попозже Не хотелось бы прерываться Да ладно, нет, ничего страшного Я пока один потренируюсь Хорошо Ну как, поговорил? Да можно сказать, что и не говорил Ну не совсем к крыше съехало Слышит только то, что хочет слышать На Степнове зацикляет Понятно Ну тогда будем продолжать тренироваться Ну что, сегодня пораньше свадиться Получится? Ну тогда успехов тебе в твоем нелегком деле Спасибо И что это вы мне в глаза не смотрите? А что я там не видела? В ваших глазах бесстыжих А может потому не смотрите, что сами свой стыд прячете? Я стыд прячу? Вы меня ни с кем не путаете Хотите сказать, что это не ваши проделки С мужем в реанимации? Реанимация? Господи, а что случилось? Да хватит комедию ломать И вообще, где Петр Степанович? Я за него Ах вы Вот и отлично Тогда мы с Петром Степановичем Пойдем сейчас в ресторан Ты телефончик-то свой убери Что ты себе позволяешь? Грымза старая Ты кого это Грымзой назвала? А? Кошелка потрепанная Ты что в школу приперлась? Она закрытая У тебя здесь назначено свидание Нет, с чего ты взяла? Тогда я присяду Ну, вообще-то я занят Ты вообще как меня нашла? А может я за тобой следила? Ты серьезно? Представь себе Оленька, что это за шпионские страсти? Мы вообще так не договаривались Я хочу знать С кем ты встречаешься, кроме меня? Да ни с кем я не встречаюсь Чего ты пристала? Хочешь сказать, ты один сюда пришел Посмотреть? Слушай, я не собираюсь встречать А все вот эти твои дебильные вопросы Тоже мне следовательно нашлась Ты мне еще лампы в лицо посвети Что-то случилось? У тебя какие-то вопросы? Так я на них отвечу Он встречается со мной Ах ты гадюка подколотная И мета бесстыжие А ну прекратите! Да вы что прекратите! Что тут происходит-то? Да вот, змею поймала Эта гадина хотела в нашу школу приползти Да ты сама гадина! Да хватит вам! Девки, не ссорьтесь Что случилось-то? Хватит! Слушайте, я вас в ресторан приглашаю Ресторан! Я готова! Я согласна! Замечательно! Нужно, так сказать, события вспрыснуть Какое событие? Я только что Все деньги В детский дом перевел Ну, те, которые в лотерею выиграли Немного осталось Так что на ресторан хватит Что? Вы? Серьезно? Серьезно! Вот только сейчас бегал Получал вместе с директором детдома Ну, так что Я не хотел, чтобы деньги Долго у меня задерживались Соблазнов много А детям-то они нужнее Так ведь? Да вы Да ладно! Я в ресторан не пойду с вами У меня муж В больнице Елена Петровна Ну, а вы? А я тоже не пойду Раз вам все равно С кем в ресторан ходить Вот и поищите себе Кого-нибудь Бабник А я с бабниками Не ложусь И ты мне врал, что ты ни с кем не встречаешься И какой ты после этого мужик Настоящий он после этого мужик Только не всем дано это понять Разве что настоящим женщинам Ох, это у нас ты настоящая женщина А ты сомневаешься? Нет Ты же каждому встречному вешаешься на шею Вот после этого и становишься настоящими женщинами Знаешь, я понимаю твое раздражение Поэтому не буду слушать твои глупые оскорбления Но все-таки Во избежание недоразумений Советуйте скорее отсюда убраться Да пошли вы оба А ты Пожалеешь еще об этом Что, ты меня теперь будешь каждый раз от нее отмазать? Ну что, я не против А ты? Я тоже Ну так может повторим? Привет О, привет Анюта Иди ужинать Папа пришел Привет, пап Привет Как успехи? Тебя еще и в консерваторию приняли? Не в консерваторию, а в училище имени Снегина Мам, пап Мне нужно с вами серьезно поговорить Не пугай нас Что случилось? Помните, вы говорили, что во всем меня поддержите? Ну? Ну, кажется, пришло время Не томи, не томи, Аня У тебя какие-то проблемы? Да не у меня У Женьки, у нашей Ее родители не хотят, чтобы она поступила в музыкальное училище Они хотят, чтобы она была юристом Ну, а мы же все-таки одна группа Если я правильно тебя понял Ну, ты хочешь, чтобы мы поговорили с Жениной мамой, Лисой Угу Так я не вижу никакой проблемы Можно поговорить, почему нет Ну, в общем-то, да Единственное, как-то Получится странно Мало того, что заявились, еще и поучаем Мне бы, честно говоря, такое не понравилось Ну, вообще-то, да Вот если бы повод какой-нибудь придумать Ну, чтобы Вроде бы разговор невзначай начать Повод есть Какой? Через два дня Годовщина нашей свадьбы Можно отметить ее в кафе Гень! Эх! Ну, почему, почему мне в голову не пришла та же идея, а? Какие же вы у меня молодцы Ну, конечно, молодцы Привет! Привет! Слушай, что ты там сегодня по телефону мне несла про какую-то больницу? И вид у тебя какой-то убитый Жизнь меня потрепала, Паша А про больницу это все козни бабские Ой! Нет сил рассказывать Так Я вижу, что тут все серьезно Ну, рассказывай Что случилось? Что-что? Уплыли наши денюжки Вот что! Не понял Тебя кто-то перещеголял? Ага Глупость человеческая меня перещеголяла Он все деньги отдал В детский дом, представляешь? Куда? Вот я тоже думаю Зачем в детском доме деньги? Они и так живут За государственный счет И потом еще и квартиры им выдают За красивые глаза Вот я знал, что в России две беды Дураки и дороги Одно я как-то прикрываю еще Но ведь за всем не уследишь? Ну ладно, что ты, не расстраивайся Пошечка, что бы я без тебя делала? Слушай А ведь ты когда с Леркой дружил Ты вообще меня, наверное, презирал Ну, если быть честным Ну, в общем-то, меня немного раздражало А ты мне сразу понравился Я вообще тебя, когда увидела Прям голову потеряла И еще ты мне снишься иногда Ого! И что же я делаю в твоих снах? Ты бы хотел спросить Что мы делаем в моих снах? Даже так? Ну, может, когда-нибудь эти сны станут реальностью? Ну, может быть, может быть Если ты захочешь Обо мне сейчас узнать Я буду рядом с тобой Может, слишком поздно Может, рано опоздать Или бежать за тобой А теперь все мысли А теперь все слезы Для тебя Все песни до последнего дня Поэтому я и прошу тебя, Наташа Поговори с Нютой А вдруг у нее другие планы Какие другие планы, пап? Она с Негинкой бредит А ты все равно поговори с ней Только аккуратно Ну, она же собиралась куда-то поступать До Ронеток Не знаю Ну, а вдруг обойдется? Я понимаю, но это вряд ли Вряд ли Если Романовский начал сомневаться Все, пиши, пропало Скорее всего, он ее на курс не возьмет Ну, он же обещал, пап Ну, что обещал Ты пойми Наташа Романовский Это Это Марка Фирма Престиж Он не может делать ставку На слабых музыкантов Я прошу тебя Поговори С ней Каким образом? Ну, не знаю Ну, намекни как-нибудь Ну, мол, Романовский сомневается Так, мол, и так Ну, не знаю Посоветуйся с девчонками Нюту это убьет Ну, ты что, хочешь, чтобы он и сам это сказал При поступлении? Это же нормальный вариант Блин А, это, Таш Я и сам уже и спереживался Конетели-то затеял Ладно Что-нибудь придумаем Не переживай Ну, это хорошо Только Сама тоже не переживай У тебя все получится Ну Попробуем Узнать, где Где я хотела учиться Нюту Там, может, и Романовский передумает Все, конечно Раз в году и палка стреляет Ведь мы не ангелы Живем мы на земле Дождем растаяли Как слезы на стекле Наши крылья растворились Улетят на небеса И, наверное, забыли Что не верим в чудеса По небу плыли мы Не ведомо куда И растворились мы Наверно, в облаках Ночью крылья Словно птицы Улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не отъел Но я хочу быть с тобой И ты тоже не отъел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Дед, ну мы договорились Договорились Так, держи себя в руках В школе больше не появляешься И коньяк не пьешь Все, все В школу вашу больше ни ногой Да, ты мне уже 10 раз сказал, что все Все, теперь все Путь заказан Ты уверен? Я взял себя в руки Даю тебе слово И коньяк Что коньяк? Коньяк не пить Ах, да, конечно Коньяк не пить Смотри у меня То врачам нажалуюсь Вот, врачам ни в коем случае Потому что пристанут опять с рыбалкой Да Да Может, мы поторопились Заявление ЗАГС подавать Мне, ну ты не захочешь Чтобы мы ее удочерили Ну и что? Зато я рад, что мы с тобой распишемся Правда? Люсь, по-моему, ты в своих волнениях Вообще ни о чем другом не думаешь О чем другом? Ну, например, о том, что Я тебя люблю Вить Ну, у нас Я хочу, чтобы мы всегда были вместе И никогда не расставались Пойдем Ты представляешь Я же вчера проследила за Стасом Последила за Стасом? Фу Сама ты фу Ты знаешь, к кому он пошел? Ну давай, удиви меня К Надьке К Надьке? К этой официантке из кафе? Да И знаешь, что они мне заявили? Что они встречаются Подожди, ты думаешь, что Новикова передала Своей сестре парню по эстафете? Перестань, Оля Они специально рассказали, чтобы тебя разозлить Да они при мне целовались Да ладно Вот Стас, козел Еще он все время меня динамил А ты знаешь, я думаю, ты сама виноват Я? Интересно, в чем? А что тут удивляться? Отношения у вас были несерьезные Что значит несерьезные? Ты на что намекаешь? На то и намекаю Что, видимо, Надька оказалась умнее Предложила Стасу то, что ему было нужно Так что это не Стас, козел Ты просто дура То есть у меня проблемы с парнями Потому что я с ними не сплю А у тебя проблем нет Потому что ты соглашаешься на эти отношения Оля, аккуратнее на поворот Если ты не заметила У нас с Гуцулом любовь Хотя что ты можешь в этом понимать? Знаешь, я заметила Что ты прекрасно разбираешься в этом Внишь себя королева, я сама дешевка А ты просто дура Ребята, я вчера был в министерстве Там обсуждался очень важный вопрос В этом году вы заканчиваете школу Вот это новость Комаров, поспокойно Я думаю, что вам надо поскорее определиться Кем быть Мальчиком или девочкой А ты с этим вопросом еще не определился Вот, я попросил бы вас поговорить с родителями Пусть они, кто может Придут в школу С целью Ну цель какая? Рассказать о своей профессии Поделиться опытом Я думаю, что это вам очень поможет с выбором, а? Угу, особенно Стасяну А начнем мы прямо сегодня Я тут позвонил дедушке Лене Кулеминой И попросил его прийти к нам Все вы знаете, что Петр Неконорович известный писатель Кстати, такой скромный, такой стеснительный Я его еле уговорил, правда Приплыли Пройдется опять по врачам бегать Почему? Дед с гучей не встретится Нервный срыв обеспечен Может, обойдется? Да нет Кстати, я сам с удовольствием приду его послушать Николай Павлович А у вас что, тоже проблема с выбором профессии? Буцулов Я когда на тебя смотрю Мне очень хочется поменять профессию Стать писателем, кстати, никогда не поздно Правда, надо стать хорошим писателем А потом, вообще, это большая удача Пообщаться с таким интересным человеком, как Петр Неконорович Что это вы, Елена Петровна, нос-то воротите? А в чем дело? Ну, как в чем? Вчера убежали, в ресторан не пошли Ходите нынче, как неродная А неужели непонятно, Петр Степанович? А вы у нас бабник ветреный Кто? Кто-кто? Вы? На гущину запали Чего? Кого? На повариху нашу новую Как ты запал? Ничего не запал У нее хахаль есть Так вы знали? Конечно, знал Он приходил сюда недавно Кто? Гаишник? Что гаишник-то? Гражданский, такой, знаете, солидный мужчина В годах В годах? О! Он идет Добрый день! Здравствуйте! 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 И смех, и грех Гущина И дедушка-фантаст Что вы говорите? Чудор Степанович Да вы что? Это же дедушка нашей Лены Кулеминой Петр Никонорович Кулемин Как вы, следопыт Ну что? Как я тебе? Ну, рубашечка ничего Так, с джинсами потянет А это что? Как? Кеды Что? Ну ты болта Надо было туфли купить Туфли? На туфли у меня денег не хватило Извини Ну ладно Знаешь, ничего страшного В принципе, они же тебя снимать будут не в полный рост, да? И так тоже неплохо А ты чего не приоделась? Игорек, ты чего? Ты знаешь, из чьей коллекции это платье? Не знаю Ты правда такой глупый? Или только пытаешься им казаться? Ты понимаешь, что у меня вообще все вещи брендовые? Я никогда не выгляжу просто так Всегда как с обложки Ну да, есть такое Так что учись, мальчик Дед Лен, честное слово, я не хотел приходить Это все ваш директор Он так уговаривал, так уговаривал Я не мог отказаться Я в курсе Ты не мог отмазаться? Что? Отказаться! Причину серьезную придумать? Конечно не мог Это мой гражданский долг Дед Что мне с тобой делать, а? Тебя просили дома сидеть Ты слово дал Что ты себе позволяешь? Я старше тебя и мудрее тебя Ты разговариваешь со мной Как с мальчишкой Да потому что ты ведешь себя как мальчишка Ты меня позоришь Меня пригласили как солидного человека Дед Это я тебе дома, дед? А здесь я тебе Писатель-фантаст И требую к себе уважения Так, короче, писатель-фантаст После лекции сразу домой Писатель-фантаст Все над своими борщами колдуете? Нет Сегодня на соли Желаете? Нет, спасибо Я даже пробовать не стану У меня есть жога на вашу стряпню Кстати, там к вам ваш хахаль пришел Че-то вы его не встречаете Какой такой хахаль? Ну, известно какой Дедушка Лена Кулеминой Фантастический любовник Опять приперся Старый пень А че-то вы так неласково Приперся Я ему говорила здесь не появляться Сейчас я ему устрою Стас? Ну и как поживает обслуга? Да уж получше некоторых Стас, тебе самому-то не смешно? В смысле? Ну, дружить с такой дешевкой Неужели приличных девушек вокруг не осталось? И что же ты в Наде нашла неприличного? Ну, как будто сам не знаешь Она же официантка Ты бы еще с техничкой замутил А что, в кафе работать Это теперь у нас так позорно, да? Ты сама ешь целыми днями То, что ее мама готовит И ничего Вроде не давишься Чего? Того Ее мама в нашей столовой работает У нее теперь еще мать-повариха Ну ты, Стас, вообще Я не пойму, а что ты имеешь против? Вот у меня мама работает Технологом общественного питания И что я теперь? Тоже из касты неприкасаем? Да У тебя? Че, так противно, да? Ну, а что ты тут круги-то наворачиваешь? Шла бы ты мимо, а? Не поняла, что? Катись, говорю, отсюда Так понятней Что же вы за человек такой? Я вам сколько раз говорила, чтобы духа у вашего здесь не было? Что вы кричите? Я вовсе не к вам пришел Да что вы говорите не ко мне? Перестаньте меня компроментировать уже Ничего подобного, я пришел на лех Ну что вам не имется, а? Пожилой человек Не надоело вам, а? Нигде от вас житья нет Постыдились вы уже? Я сейчас вам все объясню Не надо мне ваших объяснений Хватит уже, наобъяснялись Вот, директор идет Я сейчас его пожалую Николай Павлович Прошу вас, посмотрите на этого типа Любовь Кирилловна, что вы кричите? Уроки идут, это школа Что за истерика? Николай Павлович Вы посмотрите на его Он меня преследует, представляете? Кто вас преследует? Ну вот этот тип прохода мне не дает Да вы что? Да Что? Житья не дает Петр Николаевич, да вы с ума сошли Да? Саня совершенно сбрендил Представляете, что только не выгодный бы Чтобы на меня посмотреть Вот, какую-то лекцию приплел Это известный писатель Известный писатель Как вы с ним разговариваете? Опомнитесь Да как заслуживает? Так и разговариваю Ворвался в школу И еще врет, что не ко мне Не к вам Не к вам Это я его пригласил Здрасте, Петр Николаевич Я же говорил, что я лекцию пришел читать Что, не ко мне? Да, не к вам Ой, Николай Павлович Такая ошибочка вышла Извините Идите, идите Идите Не позорьте меня перед людьми Идите Иду, идем Господи, какой стиль Ой, Бог, простите Петр Николаевич Вы знаете У нас, Людмила Кирилл Она женщина Впечатлительная Ей могло показаться Ну что, пойдемте У меня как раз сейчас урок начинается Вот я право не знаю А детям это будет интересно? Да вы что? Конечно будет Конечно будет интересно Вы знаете Я и сам-то хочу послушать Я буду присутствовать Если вы Если вы Берещ Ты знаешь Меня все-таки смущает Один момент Какой? Помнишь, когда мы В кафе обедали Нам тогда чек не принесли Миш Ну ты и вспомнил Наша официантка Просто забегалась И все Не знаю Не знаю Мне и тогда уже показалось Что-то у них там не чисто Ну нельзя же так сразу О людях плохо думать Помнишь, что мы к ним с миссией С какой миссией? С какой-с какой Мы пообещали Ане Что поговорим с Жениными родителями А, да-да Нужно помочь человеку, да Слушай, у меня идея Давай пригласим всех родителей Наших ранеток Ну ты у меня стратег Ну да, тем более Девчонки учиться будут вместе А родителям Дружить домами не помешает Вот все вместе И постараемся Уболтать Жениных родителей Правильно? Ммм Ховарный стратег У нас замечательный будет юбилей Буду, видишь? Дорогие ребята Сегодня у нас в местной физике Будет урок Профориентации Чтобы вам помочь определиться С будущей профессией Между прочим, это очень важный вопрос Так А где Зеленова? А ей профориентация не нужна Она уже определилась в профессии Да, Полина у нас теперь в продюсеры подалась Будет раскручивать юные дарования Вот как? Молодец Молодец Представляете, за такой короткий срок Уже такой карьерный рост Но, между прочим, это не повод Для того, чтобы пропускать занятия Ну, хорошо Вернемся к нашей теме У кого есть вопросы по существу? А какие вообще профессии нужны? Степан, ну что за вопрос? Все профессии нужны Все А всех родителей будут приглашать? Ну, конечно, всех Конечно, всех Если кто-то захочет рассказать о своей профессии Пусть придут, расскажут Это вам очень поможет Пятник Амич Прошу вас А сегодня у нас в гостях Известный на всю страну писатель Петр Николаевич Кулемин Давайте его поприветствуем Если кто-то не знает Петр Николаевич Дедушка Нашей ученицы Лены Кулеминой Петр Николаевич Прошу вам слова Ну, в общем, по своей первой профессии Я геолог Геолог, как интересно Ребята, а кто знает Чем занимаются геологи? Да это все знают Лазит по горам И камешки разные собирают Ну, в целом, вы правый молодой человек Так вот, я конкретно геолог-глициолог Для чего? Тихо, тихо, тихо Семенов, Семенов Ну, не надо демонстрировать всем свое плоское остроумие Конкретно я занимался проблемами абляции А что, есть такое слово? Да, это одно из подразделений глициологии Ну, проще говоря, абляция – это уменьшение массы ледников Сами понимаете, в наш век глобального потепления весьма актуальная проблема Так Сегодня будем отрабатывать бросок со средней дистанции Лена вам покажет, как надо делать А что сразу я? Может, я не хочу? Лен, перестань Ты же лучше всех играешь И что? Я вообще со спортом завязала, музыкально поступаю Поступай куда хочешь А если педагог сказал, надо делать Мы что, в казарме? Я не обязана вам подчиняться Кулемина, ты с кем разговариваешь? Прояви уважение к педагогу Не вижу причин Ну-ка, пошла вон из зала Сегодня будем отрабатывать отжимания Обросок в кольцо Я тебе сейчас самого заброшу в кольцо Я сказал, отжимания Всем отжиматься! Что встали? Упор лежа принять? Бегом! И в общем, вся наша работа Это тайга Свежий воздух Песни у костра И когда этим занимаешься То понимаешь, что планета наша Она живая Да? А если все так круто Что же вы тогда фантастику пишете, а? Ну, поначалу я честно работал геологом И в свободное время сочинял романы А потом пришлось полностью отказаться От первой профессии А я пойду на завод работать Все равно все, кто сейчас в вузы поступают Потом по специальности не работают Так что все это ваше образование Никому не нужно Нет, Семенов, ты тут не прав Не прав, я не хочу сейчас с тобой спорить Но, знаешь, вот мы для этого проводим Уроки профориентации Чтобы вы могли как можно быстрее Определиться с профессией На всю жизнь Да-да, на всю жизнь Лен, ну чего ты? Да ничего Что он тебе такого сказал? Достал он меня уже Постоянно докапывать Поссорились, да? А что ты таким тоном говоришь? Каким тоном? Такое ощущение, что мы со Степновым Жених и невеста Нечего нам ссориться Между нами вообще ничего нет Ну, нет так нет Я просто скользала Ну вот и все Про Степнова больше ни слова Не могу больше о нем слышать Отлично Я очень рада, что вы решили Отмечать вниз Обслужим по высшему разряду Держите Ирочка Посмотри Это специальное банкетное меню Если что, можем нести изменения Вы же у нас Вем-клиенты Слушай Самое главное Чуть не забыла Мы бы очень хотели Чтобы на нашей годовщине Играли ранетки Ты знаешь, я сейчас Не очень поощряю Это Женино увлечение А почему Ну, потому что Надо готовиться к экзамену Она же у нас В юридический будет выступать Это знаешь, какие там требования Ну, сделайте для нас исключение Пусть это будет наша Большая семейная просьба Ну, ранетки ведь для нас Как родные Лиз Кстати, как и их родители тоже Пожалуйста Пусть они сыграют На нашем юбилее Ну, сделайте нам подарок Ну, хорошо Раз вам это так нужно Раз вы так этого хотите Пожалуйста Пусть играет Ну В последний раз Молодые люди Вы к кому? О, это, наверное, ко мне Надо же Не успел из дома выйти Они уже тут, как тут Лизнесущие журналисты Ну, что ж Я готов Здравствуйте Здравствуйте Так это вы? Да, это я Странно А мы вас несколько моложе представляли Ну, я молод Душой Ну, голосом А не душой А при чем тут голос? Ну, мы ведь только вашу песню слышали Простите Не пойму Какую песню? Песня весна Ваша песня Нам Гуцулов нужен А Так вы Гуцулову ищите Игорь на уроке Он сейчас подойдет Вы подождите его Пирс Испанович Пройдемте Кто-то я смотрю Что это, наверное, не мои журналисты Мои все-таки Более солидные люди Ну, что ж Я в таком случае пойду Всего доброго Спасибо вам большое Спасибо, что Нашли время Ну, что вы, что вы Я сам пришел с удовольствием Школа все-таки От начала жизни У вас такая бурная она Всего доброго еще раз Всего доброго До свидания До свидания Витя Мне надо с Нютой поговорить Я не знаю, что сказать Я просто вся прессусь Как-то у меня Такая нравится Не до шуток сейчас А я не шучу Давай я сделаю это сам Нет, не волнуйся Как сам Ну, я поговорю с Нютой А ты будешь стоять рядом Что? Просто стоять? Ну, если я скажу Что-нибудь не так Ты скажешь свое веское слово Пойдем Пойдем Стены казенные Скукота А может быть во двор выйдем? А во дворе что? Красота? Фанов нет Кадров нет Вы знаете, вообще У меня большой опыт съемок И у меня к вам Очень хорошее предложение Ну? Давайте снимем Такую красивую историю Дело в том, что он работает барменом Барменом? А где? В кафе Ну, кафе это уже интереснее Так вот Мы приходим туда И вы в кафе Берете у меня интервью У тебя? О, конечно И я рассказываю вам Как мой парень Посвятил мне песню А песня Тоже про тебя А вы сомневались? Отлично Едем в кафе Поехали Пойдем Берите пирожки Только что испекла Еще горячие Спасибо Вы знаете Я у вас каждый день обедаю А как вас зовут Так и не знаю Меня Оля А вас? Любовь Кирилловна Вы мне сразу же понравились Так вот Я хочу вас предупредить Что ваша дочь Связалась С очень опасным человеком Что-что? С каким человеком? Я знаю С кем она дружит Он очень Легкомысленный Да еще бабник Ни одной юбки не пропустит Да что ты По матросе Вашу дочку И бросит А еще Он специально врет Про родителей богатых А на самом деле У него мать Технолог Общественного питания А отец А отец? Отец Отец их вообще бросил И вот он специально врет Про своих родителей Чтобы девчонки повелись А потом их бросает Ну? Что ну? Ну и зачем ты мне все это говоришь? Потому что он меня тоже бросил Знаешь что девочка Если он тебя бросил Ушел к моей доченьке А тебя зависть душит Так ты сама дура Что? А то что слышала А дочь моя дружит С кем надо И давай девочка Иди отсюда Быстренько Быстренько По добру По здорову ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 мама невеста. Кстати, по поводу вечеринки. Ты уже девчонкам сказала, что Женина мама очень рассчитывает на ваше выступление. Да ты что, она все-таки согласилась? Здорово! Девчонки так рады будут. Да, вы уж постарайтесь. Знаешь, когда все на свадьбу не каждый день случаются, у тебя не хухры-мухры. Знаешь, сколько людей будет? Ань, а может быть, пригласить родителей твоего Степки, а? Он не мой, Степка. Ну хорошо, твоего убилу-то. Какая разница? А ты что скисла? Мам, ты знаешь, в общем, Степка мне сказал, что ему нюта нравится. Ты моя малышка дорогая. Ну что ж ты что ж ты мне ничего не рассказываешь-то, а? Ну что тут рассказывать? Не всем же свадьбу празднуется. Доченька, только ты не волнуйся, ладно? Все устроится. Ничего не устроится. Да я особо не переживаю. А вот это плохо. Очень плохо. Это значит, подружки будут у тебя парней твоих отбивать, а ты будешь молчать, как смирная овечка. Мам, ну что мне им волосы, что ли, обоим выдирать? Да ну их. Может, они и правда друг другу больше подходят. Волосы, конечно, выдирать не нужно, но за свое счастье, я считаю, нужно бороться. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы, не бедом, а куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Мам, пап, а вы не видели мои ноты? Ноты? Какие ноты? Шопен? Вон он лежит. Бедный запалился весь без дела. Да какой Шопен? Мы вчера с девчонками написали новую аранжировку к песне. И я куда-то потеряла свою партию. Она опять за свое. Ты когда последний раз классику разбирала? А за учебники когда садилась? Пап, не начинай, пожалуйста. Да нет, Жень. Я начну, я и закончу. А ты уж будь любезна, выслушай. Женя, это будет последнее выступление. Да, Жень, мы согласились на это выступление в виде исключения. Потому что Анина мама очень просила. И после этой вечеринки чтоб я в твоих руках, кроме учебников, больше ничего не видел. Я поняла. Ничего, кроме учебников. И Шопена. Ничего, кроме учебников и Шопена. Правильно. Умница. Ну, все же, где мои ноты? У нас с девчонками репетиция сегодня. И все-таки, Анюта, ждать, конечно, своего принца для девушки дело привычное, но неблагодарное. И это я тебе как бывшая девушка говорю. Ну, и что мне делать? Не отпускать свое счастье. Мам, ну что мне, ему в ноги, что ли, упасть? С криками, Степа, не уходи. А почему сразу в ноги падать? Нужно было хотя бы понять, почему он так поступил. Мам, ну это же дураку понятно. Ему просто нравится другая девушка. Вот и все. Ну, а вдруг она ему не нравится? Ну, зачем тогда все это? Может, он тебя проверяет? Может быть, он хотел посмотреть? Как ты на это отреагируешь? И что он увидел? Что ты сразу все бросила и отпустила его? Проверка? Ну, это же подло. Правда? Ты помнишь, как ты своих мальчиков на честность проверяла? Что ты устроила Матвею с Антоном, а? Там все совсем по-другому было. Да неужели? А, по-моему, точно так же. Мальчишки старались тебе доказать свою любовь. Может быть, и Степа. Ждет, не дождется. И когда ты хоть как-нибудь себя проявишь? Мам, знаешь, ждет, значит, никогда не дождется. Нравится другая, так пусть катит на все четыре стороны. Какая же ты у меня все-таки упертая, а? Всяк от тебя. Да? Ну, вообще, знаешь, дядя Кенн с тобой тоже бегает. Однако же ты ему в ноги не падаешь. Ань, ты что говоришь? Ты что, с ума сошла? Там вообще совсем другая история. Вот и у меня, мам, совсем другая история. Степа меня не любит. Она сильно мил, не будешь. На работе целый день у плиты. И дома целый день готовишь без продуху. Хочешь, я дома останусь? Больша наварю. Ой, а работать за тебя кто будет? Мам, у меня сегодня выходной. Выходной? Так что ты расселась? А я смотрю, не торопишься никуда. Одета в какую-то за трапезу. Ну, что, домашний халат? Чего мне еще ходить? Ты теперь штучка столичная. У тебя и парень имеется. С Москвы. Так что давай, иди рожа намалюй, и шуруй. В город культурно развивайся. В библиотеку, что ли, идти? Ну, хоть туда. Или в музей какой. Ну, и еще куда-то. А, нет. Да не волнуйся, без тебя справлюсь. Твоя задача Стаса возле себя удержать. А то он и решит. И вот зачем мне вот эта вот клуша Сызранская нужна? Ты уже на облушку журнал попала? Ну, так давай, сходи к ним еще раз. Да будут они меня второй раз снимать, ага. Ну, эти не будут, другие сфотографируют. А вот будешь так вот дома киснуть. Так вот Стас тебя точно бросит. Свинтит от тебя и правильно сделает. Им же какие девки нравятся. Веселые, модные. Так что давай, шуруй, соответствуй. И хватит трескать. А то раздашься поперек тебя шире. А стилист говорит, что я фактурная. Ну, так вот и иди, фактурься. Люсь, ну не мучай себя. Всю ночь не спала. Сейчас, как зверь в предке мечется. Успокойся. У меня душа не на месте. Я очень хочу увидеть Нюту, не зная, что она нам скажет. Все будет хорошо. Нет, я вообще-то, в принципе, уже готова ко всему. Лишь бы побыстрее все это разрешилось. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы к вам. Вы, наверное, меня не ждали, но я хочу понять, что здесь происходит. Нюта второй день сама не своя. Вещи собирает с ребятами, прощается. Так ты согласна? Да, конечно. Так, подождите. Без меня меня женили. Я все-таки за нее несу ответственность. Вы все формальности уладили, о которых мы с вами говорили, Людмила Федоровна? Почти. Нет, мы с мужем еще официально не расписано, но заявление в ЗАГС уже подали. Дело не только в этом. Вы представляете, сколько нужно пройти инстанции и сколько собрать документов? А что, меня могут не разрешить забрать из детдома? Что ты, деточка? Мы сделаем все возможное. Главное, что ты согласна. Ты же переедешь к нам жить? Да. Ну, вот и хорошо. А формальности все мы уладим. О, и кто это тут у нас такой распупыренный, а? Ну, не мешай, помаду размажем. Слушай, и для кого это мы так намазались? Я ведь ревнивый. Здрасте, приехали. Ты что, забыл? Мы вчера с тобой договорились разыграть спектакль перед завхозихой. Ну, конечно, с тобой аппетитной женщиной. Только смотри, ладно? Не пережми, все должно быть как в жизни. Ну, давай тогда проведем рекогностировочку. Че? Ну, то есть объяснить дислокацию. Слушай, что делать, говори? А, ты стоишь у школы. Я выманиваю Петровну в холл и звоню тебе. Понятно, тут вырываюсь я с пистолетом. Всем на бал, всем лежать, демоксексуальный маньяк. Петя, Петя, моляться, стоять! Ну, перестань. Не пережми, все должно быть как в жизни. Да ты что, я же как у этого, помнишь, писал Некрасов, по-моему? Весь мир театр, и начинается он с вешалки. Или это Карамзин? Паша, какой же ты у меня умный. Миш, представляешь, Анька со Степкой расстались. Вот это да. Что случилось? Ему понравилась другая девочка. Вот тебе на, ну, детки, а. Ну, тут ничего не поделаешь. О, еще один фаталист. Чуть что не так, голову в песок, и все. А я этого так не оставлю. Что, ты к ней привяжешь его, что ли? Нет. Пойду в школу и поговорю. Вот этого не надо делать. Сами разберутся. За ручку водить, мирить их. Ну, не нашего ума это дело, Ира. Ты бы на дочку свою посмотрел. Глаза пустые, лицо зеленое. И, по-моему, всю ночь не спала. Это еще ничего не значит, чтобы за нее мы все решали. Ты вспомни историю с Матвеем. Рисовали парня, бегали за ним. А он и за нас чуть в тюрьму не угодил. Понятно. Понятно мне теперь, в кого Анечка такая пассивная. Ну, уж нет. Я с ними живенько разберусь. Устроили, понимаешь, тут мыльную оперу. Девчонки, все круто. Ну, удиви нас. Женька, а ты что грустная такая? Все же складывается прямо по плану. Мы будем выступать на годовщине свадьбе моих родителей. Мои родители сегодня об этом все утро нудели. Почему нудели? Они не хотят, чтобы мы играли? Группа-то им нравится, но они не хотят, чтобы я занималась ерундой. Да ладно, у них это вечная песня. Жене, тебе надо учиться. Вот именно. Женька, не переживай, зажжем как надо, они расслабятся, подобреют. А еще с моими родителями поговорят, вообще все здорово будет. Сомневаюсь, мне сейчас отец все утром мозг клевал, сказал, что я с вами последний раз. Да он каждый день тебе такое говорит. В этот раз их ничто не переубедит. Ладно, не переживай. Вот увидишь, посмотрят на наш концерт и растают. Согласились на маленькую вечеринку, согласятся на большой концерт. Ну, легко вам говорить. Тебе как представили, что мне экзамены заваливают, меня же в пот бросает. Они с меня три шкуры спустят. Женька, ну я считаю, что эти тройки получать не надо, мало ли как это обернемся. Точно, давай все по-честному. Главное, что мы все вместе и снова играем. Девчонки, у меня для вас тоже новость есть. Хорошая, я надеюсь. Еще бы, я до сих пор в нее поверить не могу. Здравствуйте, Светочка. Добрый день, Виктор Михайлович. О, кому-то сегодня повезло. В смысле? Кто-то получит шикарный букет от шикарного мужчины. А кто-то до вечера будет лить слеты над томиком японской лирики. А вы будете лить? Ну, не вы же. Ах, зачем только эти страдания? Зачем эта несчастная любовь? Я, кстати, по этому поводу и пришел. Светочка, мне кажется, вы раньше ко мне были неравнодушны. Спелый плод не надкусил возлюбленный. Перезревшее яблоко сохнет на ветру. Что вы говорите? Это японская поэзия. А я говорю, было да всплыло. То есть, вы меня сейчас не любите? Вы можете быть спокойны, я вас больше не потревожу. Очень жаль. Отчего же? Ну, потому что эти цветы вам. Я хотел вам сделать предложение. И что же вы мне хотели предложить? Ну, как? Руку и сердце. Светочка, вы хотите за меня замуж? Нютка, вот это новость. Слушайте, я в это поверить не могу. Шинский и Борзова будут твоими папой и мамой. Ну, получается так. Вот это дают старики. Ну, конечно, не особо они старики. Вот это Борзова дает. Я думал, она лютая, как зверь. Ой, Нютка, прости. Да вы их даже не знаете. Они очень милые и добрые. Слушайте, а правда, в последнее время Людмила Федоровна очень изменилась. А Шинский, он вообще мировой дядька. Так ты согласилась с ним жить? Конечно. Они мне понравились, мы подружились. Девчонки, это же классно. У Нютки теперь будет семья настоящая. Ура! Ура! Муки много положили? Норма. Так все и вычитывали. А тесто сдобное? Конечно. С яичками, с маслицем. А что у нас с начинкой? Все по раскладке. Сегодня у нас пирожки с тушеной капустой, а сладкие с яблоками. Смотрите у меня, Любовь Кирилловна. Вот принесу весы и заново все продукты взвешу и пересчитаю. Ой, Елена Петровна, что же вы мне так не доверяете, а? А почему я должна вам доверять? Вы же врете на каждом шагу. Да когда я вам врала? Про жениха своего наврали. Нет у вас никакого ухажера. Чего вы взяли? Был бы свой мужик, вы бы перед Петром Степанычем-то своим хвостом-то не вертели. Гаишник у него, видите ли. То дед пенсионер шастает, то он на чужих мужиков бросается. Да дался мне ваш Петр Степаныч. У меня у самой мужик красавец. Ну тогда не морочьте моему Петру Степанычу голову. Ну хотите, я прямо сейчас пойду и скажу Петру Степанычу. Я дома серьезная, замужняя. А вот хочу. Хочу. Хорошо. Договорились. И сейчас прямо разберемся. Я руки только отмою и следом за вами. А вы идите первая. Осмотрим. Паша, алло. Готовность 60 секунд. Ага. Хватит, хватит. Простите, я просто подумал, вам плохо. Я говорю, хватит надо мной издеваться. И да, мне плохо, мне ужасно. Или вы думаете, я вот это вот от хорошей жизни надела? Так я думал, это модно. Нет. Эта одежда скрывает мой хрупкий внутренний мир от таких вандалов, как вы. Мы, макиды, прячем за темными одеждами свои светлые души. Зачем же красоту прятать? А чтобы в душу не плевали. Зачем вы так жестоко надо мной издеваетесь? Замуж он меня зовет. Нет, я не шучу. Я правда-правда. Просто я понял, что лучше вас мне никого не найти. Светочка, вы такая, такая искренняя, такая хорошая. Вы так преданы своему чувству ко мне. Светочка, я... Я правда, я уважаю ваши чувства, вашу преданность. Все вокруг такие вертихвостки. То им одно, то им другое. А вы не такая. Вы хотите за меня замуж? Это так неожиданно. Я должна подумать. Все, я подумала. Я согласна. Виктор, я буду вашей женой. Ну, 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 ну. Так это... Теперь надо в ЗАГС. Тогда? Ну, не знаю, что тянуть-то. Пойдемте завтра. Это... Спасибо вам, Светочка. Значит, до завтра, Виктор. Завтра я зайду за вами. Вот. И, Светочка, вам, наверное, теперь не нужно, как это, прятать себя за одеждой. Давайте пойдемте в ЗАГС завтра, вот без всего этого. А мне это больше ни к чему. Давай, колись. Да все нормально. Да не все нормально, Ань. Я же вижу и прекрасно тебя, между прочим, знаю. Просто Белута вчера мне сказал, что ему нюта нравится. Да ладно. Ну, нюта, гадина. Мы там нюта то, нюта сё. Помочь надо подруга. Да ладно, может, она вообще не при делах. Угу. Увела у подруги парня и не при делах. Может, она не знает, что Белута со мной говорила. Или она не знает, что она ему нравится. Ань, девушки это всегда чувствуют, поверь. Ну, а ты-то как вчера? Плакала? Да нет, Наташа. Я даже не плакала. Просто у меня такое чувство, что внутри что-то лопнуло и... И стало очень пусто. Это плохо. Лучше бы поплакала. Лягче бы стало. Да ладно, брась. Все нормально. Не нормально, Ань. У тебя шок, и ты не знаешь, что кому сказать. А я прекрасно знаю и скажу. Ладно, пойдем. Что-то вы приуныли, Петр Степанович? Скучно стало без пирожков-то. А вам-то какое дело? Да так, смотрю на вас. Чахните, досохните. Ну, поговорка такая есть. А цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла, наконец. Да. Не доведет вас до добра вашей любвеобильности-то. Вот и летите отсюда, не каркайте. А, что вы меня так зыркаете-то? Придет скоро ваша зазноба. У ней к вам разговор имеется. Здрасте. Здрасте, желаю. Здрасте, вы к кому? К нам, к нам. К кому же еще? Что ты ко мне? У меня прав нету. Вот именно. Нет у вас таких прав чужих женщин отбивать. Стоп, стоп, стоп. Каких это женщин? А к любящим моей, к любимой золотой единственной, кто приставал, а? Я не приставал. Она меня всего пару раз пирожками угостила. С чем пирожки были? С мясом. Вот. Я думаю, куда мои пирожки с мясом деваются? Почему она перестала меня ими кормить? Неверная? Горе мне. Ну, слушай, верная, верная. Всего пару раз. Что? Пирожками угостила. Так, тема сегодняшнего урока. Мифы древнего Египта. Нюта, я хочу с тобой кое-что обсудить. Давай после уроков. Тема интересная про Египет. У меня тоже очень интересная тема. О тебе и Белуте. А что такое? При чем тут Степа? Он тебе не Степа. Наташ, я правда ничего не понимаю, что случилось. Хватит прикидываться. Он вчера все Ане рассказал. Что рассказал? О ваших с ним отношениях. Наташ, нет у меня никаких отношений. Тем более с Белутой. Он же Анин парень. Как хорошо, что ты вспомнила. Вот раз он Анин парень, так и держись от него подальше. Поняла? Девочки, может быть вы лучше меня знаете эту тему? Мы с удовольствием вас послушаем. Скажите, Липатова, какие явления природы описываются в мифе об Ассирисе? Извините, я отвлеклась. Я поняла. Паша! Паша, ты откуда здесь? Кто тебя обидел? Да вот этот вот все пироги мои с мясом сожрал. Ну пойдем домой, пойдем. А пирогов мне напечешь? Я? Да нет, да не вы. Напеку, напеку. С мясом? С чем захочешь. А этому больше, чтобы не крошки. Да не нужен он нам, не нужен. И у меня любимый, и единственный. Льва, ты самая лучшая. Тормоед. Вот, как умеет чувствовать мужчина. Ну надо же, каишника переживают. Совсем как человек. Учитесь, Петр Степанович, учитесь. Да. О, наша кавер-бел пришла. Как дела, крошка? Да ничего, вроде все хорошо. Не свалилась на тебя Глория Мунди? Мунди? Нет, все в порядке, спасибо. А что это? Ха-ха, святая простота. Я говорю, продюсеры тебе телефон еще не обрывают после выхода журнала. На съемки зовут? Нет, никто не зовет. Вот я к вам и пришла. Вам модели не нужны? Нет, для твоей фактуры сейчас заказов нет. Что? Топ-модели снимаете, да? Да нет, эти костлявые суповые наборы вот уже где всем. У нас сейчас другой тренд. Рэперская тема, понимаешь? Ну, понимаю, конечно, я же не лохушка какая-то. Мы сейчас делаем серию рекламных плакатов для линии одежды в стиле хип-хопа. Вот, ищу аутентичных моделей. У тебя нет, например, типа рэнка-рэпера? Да есть, у меня как раз друг рэп читает. Но это не медийное. Нам нужны люди с улицы. Да, он как раз и есть с улицы. Да? Отлично. Приводи его к нам. А можно я вместе с ним снимусь? Ну, как девушка рэпера. Ты его приведи, а там посмотрим. Вот. Зоя Семеновна, извините, побеспокоим. Вы совсем недавно замуж выходили. Вы в курсе? Что, простите? У нас тема деликатная. Мы с Людмилой Федоровной хотели расписаться в ускоренном режиме. Ну, и, может быть, вы можете нам подсказать, как это быстро сделать? Ну, во-первых, я вас поздравляю. А во-вторых, я, честно сказать, не в курсе. Нам ведь с Андрюшей помогли это дело быстро провернуть. Ну, может быть, у него есть связи, и я спрошу. Ой, спасибо вам большое. Простите за нескромный вопрос. А что за спешка? А, мы просто хотели официально нюточку усыновить. А это очень непростая процедура. Мы, к сожалению, еще не расписаны. Ой, новость-то какая, Людмила Федоровна. Вы знаете, мы с Андрюшей сделаем все, что от нас зависит. Кстати, он сегодня в школу придет лекцию ребятам читать. Вот обо всем в школе договоримся. Поздравляю вас еще раз. Привет, Нилт, как дела? Хреново. Ты че? Это ты че? Давай признавайся, что ты там Аньке наплел. Ты правду сказал про нас с тобой? Какую правду? Про каких нас с тобой? Я же просила тебя ничего не говорить. Девчонки для меня это все. А ты лезешь. Девчонки, значит, все, а я ничего. А я думал, я тебе нравлюсь. Нравишься? И что с того? Пирожные мне тоже нравятся, но у меня на них аллергия. Че за ерунда? Какие пирожные? При чем тут пирожные? А при том, не все, что нам нравится, нам подходит. Я с тобой быть не могу. Ладно, не кипятись. Потом поговорим. Подорог домой. Нет, хватит. Наговорились. Провожать ты меня сегодня не идешь. К тому же у меня сегодня репетиция. Ну вот, как раз я тебя и провожу. Уже поздно будет. Нет уж. Ты уже сделал все, что мог. Теперь мне все расхлеб. Привет, Надь. Че звонила? Нет, Стасик, застегнись, а то простудишься. Да я на минуту. У нас уже урок начинается. Нет, в школу ты не вернешься. У меня для тебя сюрприз. Пойдем. Друзья, куда мы идем? Ну, слушай, если я тебе скажу, то сюрпризы не получатся. Ого. Ну что, сегодня романтическое свидание? Практически. Даже лучше. А если Борзова меня засечет? Слушай, последний урок. Кто тебя будет проверять? Вообще-то права. Говорила. Надеюсь, твой сюрприз того стоит. Может, не сомневаться, тебе понравится. Пойдем, Скай. Ну что, Елена Петровна, пришли продукты перевешивать? Вот, пожалуйста. Раскладка, выпечка, а там оставшиеся продукты. Ну что, Любовь Кирилловна, глупости все это. Да нет, почему же? Считайте. А вдруг я наших детишек объедаю? Вы проверьте. Ну, будет вам. Но наговорила многого лишнего. Ну, с кем не бывает. Вы же меня простите. Да ладно, Елена Петровна. Я вас, как женщина, очень хорошо понимаю. Вы же это расстраиваетесь из-за Петра Степановича. Ну, есть такой грех. Но теперь вижу, что напрасно. Может, у вас какой. Золото. Ой, да. Хороший человек. А как вас любит. Прям убивался. Ой, он такой ревнивый. А какой чувствительный. Это почти плакал. Да, он у меня такой. Бывало, штраф выпишет, а сам весь изведется, испереживается. Угу. Повезла вам, Любовь Кирилловна. А мне, видимо, суждено обхаживать этого чербана черстого. Елена Петровна, все уладится, не переживайте. Хотите, я вам свой рецепт пирожков расскажу, а? Он мне непростой, секретом. Ну, конечно, хочу. Ребята, сегодня в рамках наших рассказов о профессии перед вами выступит полковник милиции Андрей Васильевич Новиков. Папа нашей Леры Новиковой. Прошу вас, Андрей Васильевич. Спасибо. Ну, что же, ребята, как говорится, наша служба... О, нам сейчас, походу, песню петь будет вместо лекции. Купкин. Нет, не бойтесь, петь я вам не буду. Потому что песня известная, а вот про реалии нашей профессии известно мало. Ну, как-то наша работа остается в тени. Это ведь не сериал про бандитов, ежедневный кропотливый труд. Да и спецэффектов у нас не имеется. Просто мы каждый день пресекаем преступления. А служить в милиции, это опасно? Ну, как сказать. Только за этот год по городу Москве при исполнении служебных обязанностей погибло 38 сотрудников милиции. Вот это да. Нет уже, я лучше фотомодели пойду. Хотя мне, наверное, очень бы пошла милицейская форма. Между прочим, зря смеетесь. Наши корбы девушкам очень идет. И красавец милиции хватает. Даже конкурс есть, мисс милиция. Так что наши девушки и глазками стрелять умеют. И с пистолета Макарова не промахнулся. Вот вы милиционерша нахваливаете. Хотя сами, наверное, ни за что бы не пустили Леру в милицию служить. Ну, чего же. Между прочим, Лера, когда маленькой была, твердо мне заявила. Буду милиционером, как ты. Ну, что же она теперь в школу милиции пойдет? Да нет. У нее жизнь сложилась иначе. Музыкой увлеклась, стало получаться. Вон даже в Англию пригласили учиться. Кстати, Андрей Васильевич, а как там Лерка? Звонит, пишет. Кстати, между прочим, вчера звонила. Довольно всем, счастливо. А по-английски шпарит. Прямо как Шерлок Олмс. Значит, возвращаться не думает? Пока нет. У нее там планов громадье. Да, это на Лерку похоже. Нам не хватает ее. Вы передайте, что мы ее помним. Да, и что она честная и искренняя. Спасибо. Ну, вот такие дела, Николай. Хорошо, что Нюта согласилась. А все остальное прорвемся. Вот и поэтому надо, чтобы ты помог нам. Ребята, у меня слова нет. Виктор Львович, Людмила Федоровна, вы такие молодцы. Так, Николай Павлович, вы поможете? Ну, о чем ты говоришь? Я позвоню в министерство образования, я их там всех на уши поставлю. Их не надо трогать. Главное, чтобы органы опеки шевелились. Витя, ты меня послушай. Если в органы опеки позвонят из министерства образования, знаешь, как они там зашевелятся? Да, все сделаем. Я же все награды свои, все регалии. Не волнуйтесь, все будет нормально. Все нормально, я вам клянусь. Спасибо вам большое. Перестань. Это вам спасибо. Слова какие-то все банальные за теплоту, за... Спасибо. Раз. Два. Больше прогиб. Три. Раз. Повторяйте за мной. На счет. И раз. И раз. Два. Три. И раз. Ипчаторс. Два. Софья Сергеевна, можно отвлечь вашего партнера на минутку? Да я сам с тобой с ним отвлекусь. Ведь прогибы дело непростое. Да. Только вот удовольствия от разговора будет немного, Мирослав Николаевич. Эээ, что такое? Дело в том, что я сейчас разговаривал со Светочкой, сделал ей предложение, и она согласилась. Да нет, этого быть не может. Может, завтра мы идем в ЗАГС. Нет. Вы, наверное, что-нибудь напутали. Светочка вас не так поняла. Да и потом, зачем вам это? Вы же не сами говорили, что вы к ней абсолютно равнодушны. Так уж сложилось. Как? Как сложилось? Значит, бред какой-то, абсурд, нонсенс. Если я должен поговорить немедленно, Света! Свет, Лада, Светочка! Зачем вы так? Как? Это же правда. Я втихаря действовать не привык. Нельзя же так в лоб. Он мягкий, ранимый человек. Любит ее, в конце концов. Вы что, не понимаете, для него это шок. Для меня самого это шок. Тогда зачем все это? Просто я понял, что это единственно верный выход. Для вас? Для всех. А почему девчонка мне сказала, что Лера скоро приезжает? Так она сама просила. Сюрприз хотела сделать. А вот и наши молодожены. О, поздравляю и спасибо вам за это непростое решение. Зоя обрисовала мне ситуацию. Вам ведь помощь нужна? Ну да, представь, большая волокита с бумагами. Мы еще наш брак не оформили. Хотелось бы все это сделать поскорее. Сделаю все, что в моих силах. Связи кое-какие имеются. Подключу нужных людей. Спасибо вам большое. Да не за что. Вот, неужели ради такого дела не поможем двум хорошим людям? Дрем людям. Тем более. Вот, это Стас. Здрасте. Здрасте. Значит, вот он. Наш герой с улицы. Ну а что? Вполне подходит. Значит так. Сейчас на грим. И на съемки. А мне тоже на грим? Ну что, и тебя впишем в концепцию. Ну давайте, идуйте к стилистам. Вторая дверь по коридору направо. Увидимся. Какие стилисты? Зачем нам грим? Да радуйся. Нас в рекламе снимать будут. Что-то там прострит культуру и рэперов. Да какая реклама? Что ты себе напридумывала? Я потом и на фотомодель похож. Не, ну слушай, ну а почему Гуцелова вон во все снимают? А ты чем хуже? Ну я-то как-то далек от всего этого. Да ты что? Ты же это, фактурный. Ну нас поснимают часок. И еще бабло заплатят. Ну ты снимайся сама за это бабло. Стас, меня без тебя не возьмут. Тебе что, очень сложно что ли? Ладно, надеюсь, не долго. Светочка! Это правда, что вы выходите замуж за Степнова? Да. Вы разговариваете с без пяти минут Светланой Степновой. А как же я? Вы тоже когда-нибудь встретите свою без пяти минут госпожу Милославскую? Светочка, прошу вас, пожалуйста, одумайтесь, откажитесь от Степнова. Давайте уедем с вами, будем жить в изгнании, забыты всеми, но счастливые. Не хочу я в изгнании. Я хочу покоя и простого женского счастья. Да, Светочка, что же вы со мной делаете? Вы же мне сердце разбиваете. Ну я же вам, кажется, ничего не обещала. Света, а вы пригласите меня на свадьбу. Ну, на вашу свадьбу. Надо будет с женихом посоветоваться. Может быть, и пригласим. Я прошу вас. Вы вас об одном. Подарите мне первый танец. А вы танцуете? Ну что же, хорошо, первый танец за вами. Теперь глаза смеются. А теперь больше агрессии. Агрессивно смотрим друг на друга. Больше агрессии, да. Есть. А теперь больше страсти. Еще больше. Снято. Ну что, отработали вроде неплохо. Теперь прозвучку будем голову греть. А вы что еще, и видеоролик будете снимать? Будем. Вот только паренька найдем, который нам в хип-хоп стиле слоган начитает. Так это что сможет сделать? Он же рэпер. А ты что, и слова, и музыку сам пишешь? Так, балуюсь понемногу. Ну-ка сбацай что-нибудь на вольную тему. А какова с фамилия? Лосев. Лосев. Отлично. В русском шоу-бизе все решают связи. Знаешь Лосева, выйдешь из грязи в князе. Молодца. Да ты просто находка. Ну вот что, звезды, топайте домой, я с вами свяжусь. Угу. Аня, мне нужно с тобой поговорить. Не стоит, Лют. Мне Степа уже все про вас рассказал. Я не сержусь. Так о том-то и речь. У нас со Степой ничего нет. Я не понимаю, почему он с этим разговором к тебе подошел. Потому что он честный. Потому что ты ему нравишься. Потому что он хочет, чтобы вы были вместе. А я этого не хочу. Для меня важнее ты и Ранетки. Ой, Нют, ну ладно, никто тебя за это кошмарить не станет. Дело-то житейское. Мой парень влюбился в мою подругу. Аня, ну перестань так говорить. Хочешь, я вообще разговаривать не буду с ним? Здороваться перестану. Не нужно мне таких жертв. Да при чем тут жертвы? Он не нужен мне такой ценой. Для меня главное, ты девчонки. Ранетки. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а почему еще ничего не готово? Наши съемки на сегодня назначены. А вы на рекламу? Да. Так мы отстрелялись уже. Ребята сегодня снимались просто супер. А директор от них в полном восторге. Подождите, а как же мы? У нас же с вами договор. Вот как раз никакого договора и не было. У нас сроки горят, а у вас занятия в школе. Не переживай, будут у тебя еще съемки. Простите, пожалуйста, а вот это вот сегодняшняя фотосессия? Да. Можешь посмотреть. Вот все. Посмотри-ка. Опа. Знакомые лица. Угу. То есть, пока мы с тобой торчали на этих семинарах, Стас и свои официантки нас просто обскакали. Вот гадина, а. Слушай, Стасик, ну как тебе сюрприз? Вообще супер. Никогда не думал, что столько адреналина можно получить. Всего лишь фотографируюсь. Ну ты вообще молодец, он лету схватывает. Мне просто интересно стало. Представляешь, мы с тобой на всех рекламных счетах будем по всему городу. Да, он Гуцула будет корчить от зависти. Да, и Шуцу. Он же у нас местная знаменитость. Да ты его переплюнешь. Ты же сам пишешь, сам поешь. Вот и раскрутишься. Да ладно. Там всего-то пару строчек нужно. Зато мы в портфолио такого накатаем. Композитор и исполнитель Стас Комаров. Смешно. А вообще правильно мыслишь. Мне отец всегда говорил, у человека в жизни должна быть цель. И ты такой человек и есть. Клевая ты, девчонка. Нравишься мне все больше и больше. Спасибо, Стас. Ты мне тоже очень нравишься. Девчонки, а где остальные? Отношения объясняют. Я-то у Ани белую-то отбила. Ты шутишь? Нет. Степа сам сказал Ани, что ньют им и нравится. Ну и все такое. Стремно как-то у подруги парня отбивать. И как нам теперь с ней общаться? Никак. Пусть знает. А мне ее жалко. Девка жизни не видела. Мало ли что можно накосячиться по неопытности. Ты прости, Лин. Ну не знаю. По-моему, все эти амурные дела группе мешать не должны. Разлюбила, полюбила. Какая разница? Мы музыканты. Мы вместе играем. Это точка. Точно. Пусть девки сами раздерутся. Разберутся. Ну что, все с Борей. Начинаем? Что-то ты, Витенька, стал редким у нас гостем. Раньше, нет-нет, да бывало и заглянешь к нам с Ленкой на огонек-то. Так незваный гость хуже татарин. Это ты брось. Мы тебе всегда рады. Это раньше. Сейчас все изменится. Женюсь я, Петр Никонорович? Как так? На ком? На библиотекарше нашей. На Светочке. Что-то ты не больно, радостный жених. Эх, а я грешным делом думал, вот, закончит, Ленка, школу и выскочит за тебя замуж. Не нужен я ей. У нее своя жизнь. А у меня своя. Так-то оно так. Да больно вы друг другу подходите. Ну да что теперь об этом говорить. Поздравляю. А мне сегодня на съемках такой грим сделали. Обалдеть. И комбинезон надели рыперский, такой широкий, с карманами. А деньги вам со Стасом обоим заплатили? Да, конечно. Вот. Молодец, Надюха. Вот это я понимаю. Каждую копеечку в семью, в дом. Актриса. Да вот кто у нас артист, Пашенька, так это ты. Надежда, если б ты видела, какой он концерт сегодня в школе дал. Чистый Голливуд. А что такое? Ну, пришлось там кое-что сыграть. Рад любимой женщине. Присаживайся, доченька. Соскучился по тебе страшно. В кои-то веки вместе за столом. Слушай, а ты что такая квелая? Что, устала что ли? Да, и уроков было много. Потом еще репетировали до посинения. А что, нельзя было перенести? Не-е-е. Мы же завтра играем в кафе. Концерт у нас. А, ну это другое дело. Ну и как ваша новая барабанщица? Справляется? Занимается, наверное, много. Фигню она занимается. Вон у Аньки Белута отбила. Что она Аньке отбила? Парня увела у Ани. А как же Аня? Счастья им желает. Хорохорится. А вот Вольтер, если кандид, говорил, что все, что не делается, то к лучшему. Угу. К лучшему. Как же. Ну ладно. Наташка, ну не злись. В конце концов, Нюта вас выручила. Из меня она, кто бы на барабанах играл. Лучше бы Верка осталась. Играла она лучшее. И подруга настоящая была. Привет, дедуль. Ты как? Да хорошо. Вот Степнов ко мне заходил. Посидели, поболтали. Кофейку попили. Понятно. Ну, как у него дела? Да все нормально. Только усталый он какой-то. Правда, новости поделился. Что за новость? Женится наш Степнов. Ой, да ладно. Слушай его больше. Знаешь, как языком трепать умеет? А вот и нет. Перешел он к решительным действиям. И предложение уже сделала. Этой, как ее, Светочке, библиотекарше вашей. А он тебе сам сказал? Не, я же такое придумал. Я хоть и фантаст, но не до такой же степени. Дед, я пошла. Да, я устала. Я устала. Дочь. Мам, правда, не хочется. Ну и как я после этого должна на вашу эту нюту злосчастную завтра смотреть, а? Ну, при чем здесь нюта? А кто у тебя Степу увел? Степа сам ушел. И вообще нюта сказала, что она ради меня со Степкой общаться не будет. А я же вижу, что он ей нравится. Что, прям так и сказала? Вот видишь, все-таки у нее есть совесть. Да при чем здесь совесть? По-моему, это глупо. Если люди нравятся друг другу, они должны быть вместе. Вот скажите мне, кому легче будет, если они не будут общаться? Правильно. Молодец, доченька. Кто виноват, что стало вдруг одиноко? Кто виноват, что за окном холода? Дождь снегом стал и стали мы так далеки. Виной тому она, 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 зима, зима. Субтитры сделал DimaTorzok Ну надо же, как-то быстро. Вообще в первый раз, по-моему, намного дольше все это было. Ну мы же без гостей, без поздравлений, пошли на 200 рублей, платили. Платили. Согласны быть мужем, женой? Согласны, распишитесь. Или тебе больше романтики захотелось? Какая там романтика в нашем возрасте? Ну самое, что ни на есть, настоящее. Ну ладно, пойдем быстрее, а не успеем дурок по нашей свадьбе объявить. Ты что? Там Шинский с Борзовой. Где? Да ладно, тебе показалось. Слушай, я, конечно, понимаю, очень волнительный момент, но нельзя же так нервничать. Я не нервничаю. Просто не хочу ничего афишировать раньше времени. Слушай, я же тебе обещал, никто ничего не узнает. А для меня желание невесты – это закон. Пойдем. Ну ладно. Пошли. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы, не ведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, Но я хочу быть с тобой И ты тоже не ангел Но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Привет Кто? Привет Как дела? Как спала? Если честно, то не очень спокойно. И то, и другое. А что случилось? Это ты мне расскажи, что случилось. Зачем ты насоветовал своему другу сделать предложение библиотекарше? Предложение? Я ничего такого не советовал. Я так... Так? А про Милославского ты подумал? Твой Степнов Светлана все равно не любит. А Мирослав любит ее по-настоящему. Я очень хотела ему помочь. А сейчас мне его искренне жаль. Ну, согласись, в данной ситуации помочь можно было только кому-то одному. Но почему нужно помогать тому, кому Светлана абсолютно до лампочки? Да потому что Степнов мой друг. И к тому же я ровным счетом ничего не говорил про Светочку. Мы говорили абсолютно абстрактно. Это он сам уже так решил. Мы тебя так приодели, ты даже манее, чем я выглядишь. Да ладно тебе перестань. Это только потому, что все новое. Может, мне тоже хочется что-нибудь новенькое? Тебе-то куда? У тебя столько шмоток за год не переносишь. Знаешь, вот если бы ты не был моим парнем, я бы прямо сейчас развернулась и ушла. Но раз уж мы вместе, я буду тебя воспитывать. Запомни, так девушке говорить нельзя. Ну, а как надо говорить? Ну, например, вот так. Дорогая, ты, наверное, рассчитывала на гонорар от съемок. Уже выбрала всем магазин. А это Надька со Стасом. Да не переживай, не расстраивайся. На тебе там денег, купи себе что-нибудь. Понятно. В общем, ты, наверное, рассчитывала на гонорар, а его нет. В общем, на тебе денег, купи себе что-нибудь. Ну, или как там, я забыл. Ничего. Это вполне достаточно. Ты сходишь со мной? Нет, я не могу. Я сегодня вечером работаю. Вот тебе не валь. Здрасте. Ну что, вас можно уже поздравить? Да. Мы теперь, Юночка, полноценная семейная пара. Вы даже не представляете, как я за вас рада. Спасибо. А я-то думал, что я забыл подавить невесте цветы. Да ладно, ладно, это я виновата. Я его торопилась все утро. Ничего, ты мой. Главное, цветочек. Ладно, Нюн, ты беги, а то я сейчас расплачусь буду потом ходить видеть с красными глазами. Здравствуйте. 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 Ой, да вы никак решили нам признаться во всем, а? Раскрытой сквозь карты. Ну, что же, вам слово. Дорогие коллеги, я давно говорил Людмиле Федоровне, что шил в мешке не утаишь и, очевидно, вы тоже давно догадывались, что у нас больше, чем дружба между нами. И, ну, в общем, час назад мы официально зарегистрировали свой брак во дворце бракосочетания. Ура! Ура! Молодцы! Николай Атолич, ну, может, вы, как самый главный, скажете какую-нибудь речь? Конечно, конечно, конечно. Дорогие, многоуважаемые Людмила Федоровна и Виктор Львович, вероятно, вы в связи с состоявшимся событием попросите меня, чтобы я отпустил вас с уроков. Так вот, не дождетесь. Нет, ну, а если серьезно, у нас в школе есть свои правила бракосочетания, Людмила Федоровна как старожил знает о них. И вот, что я вам должен сказать. Пока мы вас здесь не поженим, вы не будете считаться мужем и женой. Ладно, я согласна. Правильно. И без официальной церемонии отпускать не будем. Да, 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 да. Будет все в порядке, все в порядке. Да и что за правила? Да ничего страшного, это то же самое, что в ЗАГСе. Только нам надо будет расписаться в школьном журнале регистрации браков. Эй, Нют, у тебя что, урока нет? Есть. Привет. Эй, ты чего? У тебя что-то случилось? Тебе кто-то обидел? Да нет, нет, это я от радости. Вот какой? Сегодня Виктор Львович и Людмила Федоровна поженились и совсем скоро я уеду из детдома. Они у меня подочерят. Нют, это же здорово, ты же всю жизнь об этом мечтала. Если честно, я даже уже давно об этом не мечтала. Слушай, так раз Борзов и Шинский станут Нюткиными родителями, так может их тоже в кафе пригласить? Конечно, нужно пригласить. Ну что, идем на урак? Ты идешь? Да, да, я сейчас только успокоюсь, пойду. Может быть, тебя подождать? Да нет, нет, уедите, все нормально. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Здравствуйте, Лен. Прости, у меня урок, я очень тороплюсь, звонок уже был. А я у вас много времени не отниму. Я слышала, вы женитесь, это правда? Ишь ты, как земля слухами дополняется. Да, это правда, а что? И давно вы решили? Давно. Тебя это удивляет? Ну, а как же окончание школы? Ну, ты же сама обвиняла меня в том, что я веду себя как маленький вод, решил подвзрослеть. Но вы же не от чистого сердца это делаете. Не тебе судить. Не надо лист в мои взрослые отношения. Кстати, у меня урок и у тебя тоже. А летом что вы делать собираетесь? Как что? Работать. Это у вас у всех отпуск. А у вас разве нет? Школа-то ведь пустая. Если честно, у меня не только лето, у меня вообще выходных не бывает. А что ж тут летом делать? Тихого ведь нет. Да вы не представляете, что за год может сделать эта орда. Парты разрисованы, стены исцарапаны, шторы порваны. Думаете, кто все это справляет? Да неужели вы одна? Ну, не только я что-то делаю я, а что-то рабочие красят, белят. за ними же нужно глаз да глаз. Это то ведро с краской и сопрут, то еще что-нибудь. Работилка-то из легких. Мало кто согласится. Ну, не знаю, как вы. А мне кажется, я прям родилась для такой работы. Ну, вот видите, где справедливость? Я, может быть, тоже хочу замуж, а не целый год в школе торчать. Я за границей ни разу не была. Елена Петровна, ну, зачем же дело стало? Собирайтесь в отпуск и поезжайте. У вас, наверное, и дней уже много скопилось. Полгода будет. Да, кто меня отпустит летом в отпуск? Мне же нет замены. А я вам что, просто так говорю? Я вас могу подменить хотите? Серьезно? Конечно. Работа с гастарбайтерами это мое призвание. Между прочим, в Сызрани, прорабом, я 10 частных домов построила. Не знаю, не знаю. Да соглашайтесь, Лена Петровна, мы же с вами подруги. Пока я не передумала. Ну, хорошо, я подумаю. Так что, со времен Шарля де Голля в Америке, ну, вот такая экономика. Ну, собственно, это все, что я сегодня хотел вам рассказать. А это точно все? А что ты, Женя, еще хотела узнать? Ну, то, что вы с Людмилой Федоровной поженились. Поздравляем! У-у-у! Что же вы раньше-то не сказали? Так, успогодите. У нас с Людмилой Федоровной это второй брак у нас, взрослая дочь, так что, это формальность. Ничего себе формальности. Это вы, мужчины, только так думаете. Наверняка, для Людмилы Федоровны это целый праздник. Ну, ладно, ладно. Пусть будет так. Спасибо за поздравление. Все свободны. Удачи вам. Виктор Львович, а у моих родителей сегодня годовщина свадьбы. Мы с девчонками в кафе играем. Ну, прекрасно. А зачем ты мне об этом говоришь? А мои мамы с папой приглашают всех родителей наших девчонок. Я думаю, что вы с Людмилой Федоровной тоже должны там быть. Нютки приятны будет. Ну, хорошо. Спасибо. Мы с Людмилой Федоровной обязательно придем. Хорошо. Будем ждать. Оль, я хочу с тобой поговорить. Ну, послушай меня хотя бы. Я признаюсь, что была не права. Стас действительно козел. Слава Богу, хоть на это ума у тебя хватило. Ну, прости меня, правда. Я вчера действительно тебе кучу лишнего наговорила. Лишнего? Да ты меня оскорбила. Ну, я готова исправиться. Хочешь, давай вместе в магазин сходим. У меня деньги есть. Ну, мир? Ну, ладно, мир. А что Стас-то вытворил? Ты представляешь, он у Буцума заказ увел. Я такого от него не ожидал. Я думала, он нормальный мужик, а он так со своим другом поступил. Вот-вот, в следующий раз будешь меня слушать. Девчонки, привет. Здрасте, привет. Говорят, у вас сегодня выступление? Да. А что, вы своего любимого художественного руководителя не позвали на концерт и Степанова заодно? Слушайте, у вас там свои дела, взрослые. Вот и занимайтесь своими взрослыми делами, чего вы к нам лезете? Ладно, как знаете. Вы не обижайтесь на Лену Игоревич и на концерт к нам приходите. Хорошо, я подумаю. Лен, ну что ты, что он тебе сделал? Он ничего. Степнова сюда приплетать не обязательно было. Вот я и психанула. А Степнова что? Жениться он собрался. На библиотекарше. На Светолане Михайловне? Представь себе, еще какие-нибудь подробности в моем поведении тебя интересуют? Вот и все, закрыли тему. А я пошла отсюда, надо перед концертом домой забежать. Если хочешь, жди девчонок сама. Ну что, может музыку принести? Ученики как раз все ушли. Николай Павлович, мы готовы. Давно уже? Давно уже. Друзья мои, давайте все это перенесем на полчасика. Ладно, Людмила Федоровна, Виктор, там один человек пришел, по поводу нюты. Пойдемте ко мне в кабинет, прошу вас. По поводу нюты? А что такое? Ну, я вам по дороге расскажу, сами увидите. Пойдемте. На полчаса. Ну вот. А я только на торт настроилась. Зоя Семеновна, давайте пока сходим за цветами. А давайте сходим, только вы без нас не начинайте. Мы пока по своим делам сходим. Может, порепетируем, а? А вы собираетесь продолжить? Да, у меня есть план. у меня есть план. Ну что, где жить-то будем? У тебя или у меня? тобой хоть в шалаше? Я серьезно. Мы же не дети, какой шалаш? Знаешь, Вить, я до сих пор вообще не могу поверить своему счастью. Поэтому давай до свадьбы не будем говорить о таких вещах. Ну, если не говорить, то получается, что до свадьбы мы должны жить отдельно? Получается, что так. Мы уже твердо решили. все равно, ну, чтобы не сглазить. Давай пока пусть каждый поживет сам у себя. Ну, это же, хотя, может быть, оно и к лучшему. Это здорово. А, еще, помнишь, до свадьбы никому ни слова. Помню. Только мне кажется, у этих стен есть уши. Все давным-давно уже все знают. Прошу вас, пожалуйста, проходите. Виктор, присаживайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Федоровна, Виктор Львович, вот, позвольте вам представить это мать нюты биологическая. Так, вот не надо, вот не надо мне тут вот это, вот приставочки ваши вот эти, не надо. Просто мама Ани Морозовой. Софья Сергеевна, а как вы с Игорем Ильичом познакомились? Мы в клубе. Игорь Ильич так зажигательно танцевал, этим меня и покорил. А что же вы говорите мне, что нужно прекратить тренироваться? Нет, я не это сказала, я просто приятно удивлена, что вы не опускаете руки. Правильно. А чего вынывать-то? Между прочим, уныние один из страшнейших грехов. К тому же, предложение это еще не свадьба, правда? К тому же, она еще не видела, как я танцую. Я, кстати, тоже не видел. Я все, как ни зайду, вы прекращаете. Ну, тогда я сейчас включу музыку и Мирослав Николаевич покажет, чем он научился. Чего вы вообще лезете, а в чужую жизнь? А почему вы считаете, что жизнь ребенка в детдоме должна для нас быть чужой? А потому что это мой ребенок, ясно тебе, а не твой. Тогда скажите, а где вы были раньше? Неподалеку была. Я все время знала, что с моей дочкой, где она. Я наблюдала за ней. Всегда. Вы считаете, что это нормально для матери вот так вот со стороны наблюдать за дочерью, которая мучается среди чужих людей и как любому ребенку. Ее необходимо материнское тепло. Мне надо немножечко времени. Чуть-чуть надо. Какое время? Да я дождаться должна, когда она квартиру получит. ну надо дождаться, понимаете, а потом мы бросимся с ней в объятии с дочкой моей, моего, девочка моя. И заживем такой, наконец-то, семейной, нормальной, счастливой жизнью, Господи. подождите, вы хотите сказать, что у вас это было заранее все спланировано и Аня знала об этом? Да, нет. Ну, что ты несешь, стоишь? Ну, нет. Зачем я буду ребенка маленького втягивать в такую историю, в махинации? Нет, пусть она живет, девочка моя. Пусть живет нормально. Вырастет, все поймет, все узнает. Ну, и что вы ей скажете при встрече? Я скажу, дочка, потерпеть надо немножечко, потерпеть, и квартирка будет тогда. Ну, то все лучше, чем по общагам мотаться, да по разным углам. Ну, вот, кто-то все-таки узнал, что мы заявление подали. Ты кому-нибудь говорил? Да кому я скажу-то? целый день в спортзале даже обедать не ходил. Ну, вот, теперь можешь съесть немножечко. Что это немножечко-то? Торт-то для нас? Ну, как-то без всех неудобно. Да где они, эти все? Ну, может, за цветами пошли? Я съем все-таки немножко, но то при виде еды мне подложечка засосала. Что это вы думаете, что я вдруг и не могу претендовать на квартиру? А почему вы думаете, что это ваша квартира, а не Анюты? Так, короче, тебя не должно это волновать, ясно? Это мое дело и моя дочь, ясно? Это я рожал ее, я мучилась, я мать, понимаете? А ты вообще, мужик тут, стоишь, ты что не знаешь про это дело-то? Ничего не знаешь. И не суй свой нос, куда не надо, отвали вообще. Кто вам дал право так со мной разговаривать? Потому что у меня есть право, понятно? Делать то, что я хочу. И не надо тут всем вот вам лечить меня, ясно? Подождите минуточку, вы не можете просто так уйти, мы еще не закончили с вами разговаривать. А я, если кто не понял, уже все сказала, понятно? Кстати, если вы будете настаивать на своемсе, то ваша любимая ученица, она лишится своей матери настоящей. Она лишится, как ты правильно сказал, ботанической матери настоящей. До свидания. Нормально мы закупились, да? Теперь на целый месяц хватит. Оказывается, даже от ссоры может быть выгода. Только знаешь что, для полного счастья надо сейчас пойти к Надьке и все ей высказать. Согласна. Она по сути всем дорогу перешла. Некоторым не один раз. Давай в этот раз ей ставим по-серьезски. Пить ее что ли будем? Да ну, существуют и другие методы. Знаешь, можно и словами уделать еще похлеще. Я за. Где она сейчас? В кафе с вами, небось? Где еще быть этой посудомойки? Тогда пошли машину ловить. Пойдем, и раз на себя дай покажем, где ее место. Людмила Федоровна, честное слово, да успокойтесь, вы эта женщина, ну понятно, это не стыдание совести. Ну стоит ли из-за нее нервы тратить, а? Вы не имеете права так говорить, Николай Павлович про Аню, маму. Простите. Людмила, ну неужели ты не понимаешь, что ей не дочка нужна, а квартира? И что из-за этого теперь ее защищать? Не надо, вы мужчины вообще в этом ничего не понимаете. мы мужчины бессердечные. Выпей. Успокойся. Подумай еще раз и оцени эту ситуацию трезво. Успокоилась? Да. Ну и что? Значит, если мы собираемся удочерить Нюту, мы не имеем права от нее ничего скрывать, мы должны ей сказать все как есть. Вот это правильно. Вот это правильно. Ну что, вас долго ждать? Да, Елена Петровна, вы извините, у нас тут кое-какие дела нарисовались. Вы начинайте без нас. Съешьте там для меня кусочек торта. Пожалуйста. А что вы делаете? Как что? Торт едим? А почему молодоженов не дождались? Что значит не дождались? А мы кто? Ну это же для Шинского с Борзовой. Они сегодня поженились. Вам что, не сказал никто? Я же говорила тебе утром. Это они. А ты показалась, показалась. Просто мы сегодня тоже заявление в ЗАГС подали. Мы думали, вы нас хотите поздравить? Да что вы. Поздравляем. А знаете что? Все равно Шинский и Борзова задержались у Савченко и прийти не смогут. Так что давайте отмечать праздник и не пропадать же тортику. И то верно. А что у них там случилось? Да не знаю, но сказали их не ждать. Ну, ну, рассказывайте, рассказывайте. Хочешь, можем домой пойти? Нет. Мы обещали прийти. Мы говорили, что придем в учительскую. Ну, тут пришли. Это другое дело. Коллеги наши, хоть я их очень уважаю, им не очень важно, придем мы или нет. Торт они без нас могут съесть. А вот нюта ждать будет. Я надеюсь. Ну, будет. Даже не сомневаюсь. Вот только все налаживаться стало. Пришла беда откуда не ждали. Ну, да, говори мамашу. Мы о ней не уйти когда расскажем? Сегодня? Что ты? Что ты? Ты что, ей хочешь настроение испортить? Подожди. Если это не мы сделаем, скажешь кто-то другое, слухи быстро расходятся. Ну, хорошо. Ну, давай тогда по крайней мере после концерта. Ну, вот. Я же говорил, ждать никто не будет. Ну, ладно. Торта еще достаточно. А где молодые? А у нас теперь новые молодые. Вот они. Как? А вы что, тоже уже поженились? Нет. Они только подали заявление. Но поскольку Людмила Федоровна с Шинским не придут, мы решили чествовать их. А почему они не придут? Что случилось? Да не знаю. Савченко меня в кабинет не пустил. Сказали, что праздновали без них. Завтра все узнаем. А можно мне тоже кусочек побольше? Елена Петровна. Да, пожалуйста. А то мне сил надо набираться. Так, вновь прибывший с вас тост за новый брачный союз. Нет, нет, спасибо. Можно ваш чай? Конечно. Ну, главное, чтоб не последний. В каком смысле? Главное, чтоб это был не последний наш брачный союз в этой школе. Елена Петровна, в чай не кличи? Настойок нет больше? Угу. Ну, будем здоровы. Привет вам. Привет, девчонки. Здравствуйте, Лиза. Ну что, пойдем со мной в подсобку, я вас там брошу, а то у меня еще не все готово. Пойду суетиться дальше. Вы едите, мы сейчас. Елена, что тут такое? Наташа, а что, мне надо улыбаться и на столе плясать от радости? Нет, но хоть не убиваться. Вот хороший способ не убиваться. Ты это будешь пить? Нет. По голове себе ударю. Пойдем. Не надо, Лия. Лень, Лен, ты чего делаешь? Спокойно. Все будет нормально. Мне просто нужно выкинуть из головы кое-какие ненужные вещи. А ты уверена, что вот это поможет? Не знаю. Деду помогает. Кстати, никто не хочет. Нет. Пойдем, научился на сцену инструменты настраивать. Идите, я вас не понял. Только ты не задерживайся, ладно? И не пей больше, ладно? Ладно, ладно. Дорогие друзья, я хочу от имени заведения поприветствовать вас на этом вечере и передать бразды правления банкетам в руки виновников торжества Иры и Миши Прокопьевых. Спасибо, Лиза. Спасибо всем, что пришли нас сегодня поздравить. Надеюсь, вечер будет веселым, потому что собралась такая замечательная компания. А обязаны мы этим нашим детям, потому что именно они нас всех соединили. Спасибо им. Прошу садиться. Спасибо, пап. Мы поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам с мамой прожить еще как минимум три раза постолька же. Эта песня специально для вас. Если ты всегда будешь рядом, будет все хорошо. Гуцов, привет. А что это деньги-то зрелые делают? Да у Прокопьева сегодня годовщина свадьбы отмечают. А вы ко мне? Кофе будете? Да, кофе-то будем, но нам надо поговорить с одной местной официанткой. С Наденькой, что ли? Она как раз сейчас банкет обслуживает. Я могу ее, в принципе, на секунду позвать, но... А, вот она сама идет. Ой, привет, девчонки. А вы что, вещички принесли, да? Кофе сделал? Только у меня сегодня времени совсем нет. Давайте завтра. Слышишь ты, официантка, ты что, вообще обордела? А что случилось? А ты не понимаешь. У моей подруги парня отбила, у нас с Гуцовым заказ увела, а так ничего. Ты сейчас забыла, кто ты, чучело деревенское? Я это помню. А вот вы, кажется, себя переоцениваете. Если меня просто считают ваши парни и фотографы, то значит, вы куда хуже деревенского чучела. Не так ли? А здесь с молоком? С молоком. А ты что, улыбишься? Смешно? Нет, нет, ты что, я вспомнил просто кое-что. А, кое-что вспомнил, да? А ты заступиться за меня не мог? Просто стоял и слушал, как меня обливают грязью. Спасибо. Так вы же сами начали. Зачем я буду вмешиваться? Тем более, подумаешь, заказ убили. Горе какой. Я думала, ты на моей стороне, а ты, оказывается, просто трус. И меня обидел. Понятно? Оля, пойдем отчего. Пошли. Я надеюсь, разборки с Полиной не повеляют на наши деловые отношения. Нет, меня ваши бабские терки не интересуют. А бизнес есть бизнес. Смешно и правильно. Правильно. Только сегодня надо поднапрячься. А то я Полине сегодня все деньги отдал на шмотки. Завтра надо вину свою заглаживать. Какую? Ну как какую? Я же не заступился за нее, когда он тут. Рамси. Хочу, что ты не заступился. Я же говорю, я не лезу в ваши бабские разборки. Ну и дурак. Столько мог сил и денег сэкономить. Не уходи. А теперь мы принимаем заявку на песню. Вдруг кому-нибудь хочется послушать какую-нибудь конкретную песню. Лен, ты куда? Сейчас вернусь. Лен, стой. Не надо. А чего? Ну, только хуже ведь будет. Кому хуже, Наташа? Мне или вам? Лен, ну переживаем же все-таки. Наташа, что за меня переживать? Да поздно уже переживать. К тому же, мне уже лучше. Пошли. Сегодня мы опавшие листья. Сегодня мы огни побережья. И то, что завтра может присниться, уже не повторится, как прежде. Мы будем трогать хрупкие звезды Теплом своим согревая так нежно Забыть, понять, что не поздно Боять, вот так... Правда здоровые девчонки играют, да? У них большое будущее. Особенно после этого музыкального училища, куда их всех берут. Да, играть они, конечно, хорошо. Но вы, наверное, не в курсе, что наша Женя не собирается поступать в это музыкальное училище. Как это, Лиз? А вот так. Она будет поступать на юридический. Угу, хорошо. Ловочка, пойдем поможешь мне привезти горячий. Извините, мы вас ненадолго покинем. Мы скоро вернемся. Володя! Губы не имеют. Как жаль, что мы от чего-то зависим. Но звезды так любить не умею. Тебя изсыют капли на стеклах. И реки с неба льют бесконечно. Но я, поверь, совсем не промокла. Твоя любовь остается надеждой. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на На-на-на-на-на, на-на-на-на-на На-на-на-на-на, на-на-на-на-на На-на-на-на-на, на-на-на-на-на Сегодня мы опавшие листья А теперь я хочу представить наших сегодняшних опоздавших Это наши любимые учителя, Людмила Федоровна и Виктор Львович. Добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Мы не очень опоздали. Спасибо большое. Нет, совсем не опоздали, все нормально. Совсем скоро они станут новыми родителями нашей Нюты, которая является полноценным членом нашего коллектива. Именно поэтому они сегодня здесь вместе с нами. Садись. Анечка, подожди, можно я скажу? Конечно. Да. Между прочим, это очень символично. Дело в том, что Людмила Федоровна и Виктор Львович сегодня поженились. Я предлагаю поздравить их с этим замечательным событием и попросить наших девочек сыграть для них следующую песню. Согласны? Согласны. Дело в том, что Людмила Федоровна и Виктор Львович. Да. Жалко, что это все будет только до конца школы. Ничего не закончится. Не до конца школы. Вы что, не знаете, что девочек всей группой пригласили в музыкальное училище? Да. Только некоторые родители против. Вы что ли? Хозяева заведения. Женя на родителей? Ну как же так? Ну как можно давить на девочку? Каждый человек волен заниматься своим любимым делом. Вот мы об этом же. А ты согласна, что Анюта пойдет в музыкальное училище? Конечно же. Ну раньше ты, по-моему, так бы не сказала. Нет, ну раньше я действительно, действительно была бы против. А теперь наоборот. Наоборот я даже приветствую. И вообще, я сама поговорю с Алёхиной. Ну да. Старичок, а тебе не кажется, что ты погорячился? Почему? Нормальный ход? Да нет, я по поводу Светочки. Милославский ее любит, а ты так. Ну знаешь, любит так разлюбит. Это все высокие материи. Надо мыслить реальными вещами. Я вот, например, сейчас твоего слона съем. Уверен? Конечно. Вот, Ленка, любила меня, любила, и что? Чем дело кончилось? Если об этом задумываться, то личную жизнь никогда не устроишь. Да нет. Я про слона. А что такое? Да нет, ничего. Я вот у тебя за слона пешку возьму. А, кстати, раз любовь это временно, то чего ты взял, что Свет тебя не разлюбит, как Лена? Потому что я рассчитываю, что здесь будет все по-другому. Я же ее не люблю. А через какое-то время полюблю. Будем защищаться. Ты уверен, что сможешь? Почему нет? Фигур хватает. Да я про тебя. Ты сможешь? Без любви ты. А? Ты просто не знаешь, какая у спортсменов сила воли. Ну, может, про силу воли я чего-то. Я не знаю, действительно. А вот с аналитикой у тебя проблемы. Шах. А следующий ход будет мат. Кому горячее? Мне. Прошу. Ой, зря бы я сейчас ушли. Девчонки так здорово тут играли. Да? Ну, я надеюсь, они еще сегодня сыграют. Ну, сыграть-то они и сыграют. А вот то, что вы после окончания школы запрещаете Жене продолжить образование, вот это я как музыкант со стажем считаю неправильным. Господи, да что вы все как сговорились? У нас праздник сегодня. А вы все подходите по одному и уговариваете нас в музыкалке учиться. Слушайте, давайте от греха подальше закроем эту тему. И не будем портить друг другу настроение. Да, тяжеловат-то будет. Тут без допинга не обойтись. Пойду-ка я к барчику. Оформление документов еще займет какое-то время? Ну, надеюсь, что недельки через две все это закончится. И мы сможем нюточку забрать к себе. Вы такие молодцы, что решили ее удочерить. Можно я за вас выпью? Спасибо. Знаете, я кое-что хочу вам рассказать. Только не обижайтесь, да? Выслушайте меня до конца, хорошо? Конечно, конечно. Только давайте не будем говорить о Жене, да? Нет, 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 нет. Я совсем не буду говорить про нее. Это ваша дочь. И воспитание ее, это ваша личная жизнь. И я вам расскажу историю про себя. Знаете, почему я решилась удочерить эту девочку? Ну, почему? Потому что она вам нравится и вам ее жалко, да? Да. Да, отчасти вы совершенно правы. Но, с другой стороны, я вдруг поняла, что я могу ей дать то, чего она хочет. Я могу сделать ее счастливой. Когда-то, очень давно, мне не хватало жизненного опыта, и я многому не понимала, что каждый человек – это отдельная личность. Я пыталась свою дочь воспитать под себя. Знаете, что в результате получилось? Конфликт. Она уехала и жила в другую страну. И в результате мы начали общаться спустя много лет. Вы же обещали, что мы не будем говорить о Жене. А, судя по всему, весь разговор ведется именно к этому. Нет, я совершенно не собираюсь вас уговаривать. Я вас только прошу прислушаться. Людмила Федоровна, при всем моем к вам уважении, давайте прекратим этот разговор. Знаете, мы сами решим, как нам поступать Жене, и ни в чьих советах мы не нуждаемся. Спасибо. Извините. Любим мы с тобой. Блин, она в Бауте. Что ж нам теперь с ней делать, а? Хорошо, что ее еще никто не видел. Мои родители точно рано или поздно заметят. Господи, Гуцул напугал. А что у вас тут такого секретного? Понятно. Так. Так. Алло, гараж, прием. База. У нас связи, нет? Игорек, что ты здесь делаешь? Так, ясно. В общем, девчонки, давайте валите отсюда, пока родители сюда не пришли, а я ее сам через черный ход выведу и домой отведу. Спасибо тебе большое, Игорек. Что бы мы без тебя делали? Ладно, давайте, идите. Они уже собрались там почти. Игорек. 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 Все, прошу, девчонки. Игорек, Игорек. Ну, спасибо большое. Все было, как всегда, очень душевно. Спасибо. Вам спасибо. Жаль только, что вы решили использовать сегодняшний вечер для своей гид-компании. Нет, вы не поняли, мы совсем не хотели, ребят. Ну, может, и не хотели, но, к сожалению, получилось так, но... Да. Нам было не очень приятно. А в остальном вечер удался. Был прекрасный и повод отличный. Да, вы же подарки забыли. Я сейчас принесу. А, подарки. Лиз, простите нас, пожалуйста, если мы вас обидели. Правда, даже без вопросов. Панечка, ты с нами? Нет, я вас потом догоню. Нам еще инструменты собрать нужно. Хорошо. Пока. Пока. Девчонки, спасибо. Спасибо большое. Ну, вот. Счастливо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Видели, какие у них лица были? Да, напряженные какие-то. Ну, вдруг они устали? Ну, как Ленка. Да ладно. Мои вообще не пьют. Видимо, они плохо с вашими поговорили. Твои родители вообще почти сразу свинтили. Хотя Наташка, твой папа, может в компании часами брагозить. Да. Что-то тут не так. Даже со мной не попрощались. Надеюсь, что Борзова с Шинским не полезли. А то и на них бы озлобились. Ладно. Что за пессимизм? Давайте инструменты соберем, а потом все выясним. А вы что, не уехали до сих пор? Ага. Мы уже машину поймали. И выяснилось, что у нас просто нет денег. Оказалось, что последний за коньяк отдал. А возвращаться назад что-то не очень хочется. Особенно после сегодняшних разговоров. Да. Наверное, зря мы это все затеяли. Похоже, что Лиза с Володей жестко настроены сделать из своей дочери юриста. Да, ничего у них не получится. Неужели они сами не понимают? Может, и понимают. День в глубине души. Но пока боятся себе в этом признаться. Ничего, ничего. Время нас рассудит. Пойдем до петра. Я замерзла ужасно. Да, а вы в какую сторону? Туда. Да, ну, а мы... А может быть, у вас рублей 500 дойдется? Сейчас, конечно. Взаймы, а через детей потом отдадим. Конечно. 500, вот, хватит. Все, все, спасибо. Ну, еще раз поздравляем. Удачи вам. Спасибо, счастливо. Бегите, то замерзнете. Подожди, что он сказал? За коньяк отдал? Да, кажется, а что? Да нет, ничего. Просто я тоже за коньяк заплатил. Похоже, нас в этом кафе еще и обсчитали. Миленько. Слушай, ты что, бросила девчонок, чтобы они собирали инструменты? Да нет, я напрашивалась. Они меня сами вытолкали. Сказали, что сами справятся. Ну, ладно. Как жалко, что ты не можешь с нами пойти домой. Да, мне тоже очень жаль. А может быть, ты не будешь сегодня тут ночевать? Ну, посидели бы, отметили нашу свадьбу в теплом семейном кругу. Да меня директриса убьет. Да знаю. Я ничего с собой поделать не могу. Вот мой забор. Нюточка, я тебе сказать кое-что хотела. Что? Да ничего. Просто я буду скучать по тебе очень-очень до завтра. Я тоже буду очень-очень скучать по вам. Ну, ничего. Скоро настанет момент, когда мы все вместе будем праздновать все-все-все праздники. Конечно. Леша, ну не плачь. Ну, я прошу тебя. Ну, не плачь. Нет, 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 нет. Не буду. Ну, ты же видел, я... Я не могла это тут сказать. А в ресторане она была такая счастлива. Ладно. Завтра другой день, надо много сил. Все образуется. Ну, не плачь. Все будет. Все будет. Может, слишком поздно. Может, рано опоздать. Или бежать за тобой. А теперь все мысли. А теперь все слезы для тебя. Все песни до последнего дня. Может быть, не поздно. Может быть, не вместе. Может быть, забуду и уйду навсегда. А теперь... Субтитры создавал DimaTorzok Гусул. Вставай. Гусул, подъем. Гусул. Что ты здесь делаешь? Откуда ты взялся? А ты что? Вообще ничего не помнишь? Если честно, то нет. Слушай, я это... Никому не вывезла вчера? Нет. Ну, а та же гладкулемна по полной. Уважаю. Ай, так жить не хочется. Слушай, расскажи, что было, только без подколов. Ладно, ладно, без подколов. Пришли. Ты сразу вырубилась. Все. Правда? Угу. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы, не ведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Ну и вечеринка вчера получилась. У меня аж голова разболелась. Потому что нам покоя не давали. Если честно, я в какой-то момент даже злиться начала. Все ведь лезут со своими советами. Ну ладно про родители, но и Борзова туда же. Да просто заговор какой-то. Была бы не в своем кафе, ушла бы сразу. И все ведь почему-то считают, что они лучше знают, что нужно для нашей собственной дочери. Знаешь, Вов, а я не удивлюсь. Конечно, под таким давлением Женя с пути сбиваться начала. Да может, хватит уже, а? Ни с какого пути меня никто не сбивает. У меня есть свое личное мнение. Ты знаешь, такой осадок неприятный после вчерашнего остался. Я что-то всю ночь не спала. Переживала, переживала. А ведь я предупреждал. Я же чувствовал. Не надо, не надо там праздновать. Даже не представляю, как мне теперь с Лизой встречаться. Так дружишь, дружишь с человеком. Да, и не знаешь, с кем общаешься. Теперь понятно, почему у них с дочерью такие проблемы. Нет, я, честно говоря, думала, что, ну, знаешь, самодурство такое. Мол, будет по-нашему и никак по-другому. Да уж. Я вчера даже ушам своим не поверил. Ну, Женька же взрослый человек. Она сама может решать свою судьбу. Совершенно с тобой согласна. А знаешь, они мне как-то с самого начала не понравились. Ну, вспомни ты вся ситуация. Володя попал в тюрьму, Лиза потом от него ушла. Ну, это ты тут при чем, Миш? Знаешь, дыма без огня не бывает. Надо было сразу задуматься. Особенно после того, как Лиза тебя в дом и работница взяла. А вот тут я с тобой не согласна. Совсем не согласна. Ты вспомни, какая у нас ситуация была. Она с Лизкой этой работой просто спасла. Угу. Как она с тобой потом вела себя? Как она... Ну, вспомни, вспомни. Ну, это правда. Было неприятно. Ну, мы почему-то об этом забыли. Потому что верили, что родители Анины и подруги люди приличные. Слушай, я до сих пор в себя прийти не могу. А посчитать нас на собственном празднике. Все, короче, больше в их кафе мы не пойдем. Во всяком случае, с меня достаточно. А, как мне плохо. Я до школы не дойду, у меня круги в глазах. Ну, еще бы. Ты бы себя в зеркало видел. Какая школа? Иди, ложись спать. Лена, как это понимать? Что происходит? Дед, я опаздываю в школу. Буцул падел. Подожди, я должен тебя спросить. Потом, дед, я опаздываю. Я настаиваю. Слышь, Паш, оказывается, самое прибыльное время в школе это лето. М-м-м. Очень интересно. Летом ремонт. Ремонт это клондайк. А то ж. Сам считай. Стройматериалы. Рабочие. Полная неучтенка. Это ж сколько унести можно, а? Да. Нам бы туда присоседиться. Золотились бы. Так и я о том же. Я уже выяснила. Всем этим завхозиха рулит. И бюджетом тоже она заправляет. Любань, я смотрю, ты уже все придумала, как это провернуть, а? Естественно. Надо завхозиху на лето заменить, а ее сбагрить куда-нибудь по-тихому. Ну так давай. ДТП и в больницу. Да зачем в больницу? Ее замуж надо выдать. Ну ты загнула. А что? Отправим Петровну в свадебное путешествие. Сами наваримся. И ей хорошо, и нам. Ну, ты конечно это верно говоришь. Только вот эта Петька-то ее, как он, на ней жениться собирается, дед подлец. Да сама не пойму. Вот ходят кругами вокруг да около. И никакого толку. Надо разъедать. Вот сегодня этим и займусь. Ну и куда тебя понесло-то? Че тебе дома-то не сиделось? Да дед там. Устроил бы сейчас допрос, а я сегодня не могу. Ладно. Ну давай тогда колись, что у тебя произошло. Гуцу. Ну че ты пристал, а? Как будто у тебя никогда такого не было. Да кто я? Ну, чтобы Гулемина напилась, я не знаю, что должно произойти. Чемпионат мира надо проиграть, наверное. Скажешь ты же. Просто расстроилась. Просто расстроилась? Да ты на ногах не стояла вообще. Просто расстроилась. Степнов сделал светочке предложение. Чего? Наши библиотекарши? Да ты гонишь. Гуцу, не начинай. У меня нет настроения обсуждать ту радостную новость. Ладно, понятно. Слушай, Лена, а ты... Любишь? Уже нет. Все? Прошла любовь, завели помидоры. Вот именно. Так что, видишь, был повод отпраздновать. Знаешь, Вов, мне кажется, что мы вчера не очень красиво попрощались с Прокупьевым. Да ладно, сами, да ладно. Лес не в свое дело. Ну, все равно получилось грубо. Все-таки у них годовщина свадьба была. Ну, да. Скажи еще, что они наши клиенты, а клиент всегда прав. И скажу. А еще они наши друзья. И конец вечера мы им испортили. Ну, конечно, а нам? Нам вечер не испортили? Слушай, ты чего разошелся? Твой праздник, что ли, был? В конце концов, мы на этом вечере неплохо заработали. И ты уверена, что ты разошелся-то. В конце концов, действительно, банкет реально прибыльным оказался. Просто мы устали от давления со всех сторон. Вот и высказались жестко. Ну, знаешь, мне все равно как-то неловко. Ну, ладно, ладно. Убедила. Что ты предлагаешь? Ну, я думаю, надо Ире позвонить и извиниться за вчерашнее. Привет, девчонки. Привет, Женька. Ну, и что, как дела? Родители передумали? Нет. Их так просто не переубедишь. Блин. Я думала, перегорит. Странно, ведь с ними и мои родители разговаривали, и он, и Наташкин. Это что? С ними даже Борзова поговорила. Бесполезно. Ответ отрицательный. О-о-о. Ну, уж если они и Борзова не послушали, это все. Надежды нет. Они никого не слушать не хотят. Ни других, ни меня. Хоть ты лбом об стенку бейся. Вот я что-нибудь им доустрою. Я возьму и звалю им ЭГЭ. Жень. Привет. Жень, ну не надо так расстраиваться. У меня есть несколько идей. Девчонки, попросите нас, ладно? Ну, что тут разговаривать? Они мне жизни не дают. Я их уже ненавижу. Жень, ну нельзя так говорить. Ну, пойдем с глазу на глаз поговорим. Пойдем, я тебе расскажу, пожалуйста. Лиза. Алло? Ирочка, здравствуй, это Лиза. Здравствуй, Лиза. Ты знаешь, хочу извиниться за вчерашнее. Что ты имеешь в виду? Мне кажется, мы вчера как-то резко поговорили. Просто все эти разговоры про Женьку, про это музыкальное училище. Ну, вы нас тоже поймите? Просто со всех сторон напали. Вот и пришлось держать так называемую круговую оборону. Я тебя поняла. Ну, что значит, без обид? Лиза, скажи, а это все, за что вы хотели извиниться? Прости, ты о чем? Ну, хорошо, я тебе объясню. Дело в том, что нас вчера обсчитали. А в прошлый раз, когда мы были в вашем кафе, нам даже чек не принесли. Поэтому у нас вообще сложилось впечатление, что это уже не первый раз. Ира, ты что, ты меня обвиняешь? Нет, я честно даже подумать не могла, что вы на нашей годовщине навариваться будете. И вообще, я надеялась, что с друзьями как-то по-другому поступают. Да ты ошибаешься, этого быть просто не может. Наташин отец вчера сам расплатился за коньяк. А нам его потом в счет включили. Ну, это еще не все. Вот тот коньяк, который мы заказали, его вообще на стол не поставили. Ну, мы же не дети. Ну, элементарные-то махинации мы можем увидеть. Ты абсолютно в этом уверена? И Борис может это подтвердить? Да может, конечно, может. Знаешь, Лиз, лучше бы вы процент за обслуживание включили в счет, а вот так вот нагло обсчитывать. Я все-таки была... А тебе другого мнения? Я тебе перезвоню. Лиза! Что случилось? На тебе лица нет? Подожди, дай, я с мыслями соберусь. Ну что, Лен, на тебя смотреть больно, вся зеленая. Совсем плохо? Да вообще ужас. Что вы еще когда-нибудь хоть каплю? Вот видишь, опыт сын ошибок трудных. Я же тебе говорил, надо было отсыпаться. Может, домой? Не. Там дед разборки не. А тут, в школе, уроки, люди. Сейчас еще к доске вызовут. Нормально? А правда, если вызовут, у меня так голова трещит, вообще не соображает. Слушай, Лен, может, ты побежишь, пока тебя не спалили, а? А мы тебя прикроем, скажем, ну, приболела там. Вызвал? Ну, так только хуже будет. Да? Куда уж хуже-то? Оль, мне показалось, что Легуцил сегодня нет. Был на уроке? Нет, не видела. Странно. Может, он заболел? Ты ничего такого не слышала? Здоров, твой Гуцу. Он нарисовался. Нифига себе! А с кем это он? С Кулеминой. А ей-то чего нужно? Может, они просто встретились по дороге в школу? И оба опоздали. Оль, не смеши меня. Не верю таким совпадениям. Ты думаешь, у них что-то есть? Не знаю. Но это очень подозрительно. Тем более, что они раньше встречались. Слушай, а может, он опять решил к ней подкатить? Так, ну-ка, пойдем. Жень, я думаю, что тебе стоит начать играть в открытую. Расскажи все родителям. Ничего не утаивай. Да я говорила, бесполезно. У них свет клином сошелся на этом юридическом. А ты говорила, что как тебе достало их давление? Как тебе важно в Снегинку поступить? Или что ты ЕГЭ решил завалить? Говорила? Нет, конечно. Ты что, с ума сошел? Твои родители даже не подозревают, на что ты способен ради своей мечты. И вообще, Жень, я думаю, что если им все рассказать, они все поймут. Они же не звери. Коль, ты их не знаешь. Если я им расскажу, это будет кошмар. Мне страшно. А ЕГЭ завалить тебе не страшно? Ты вообще подумала, что тогда будет? Да плевать я хотела. Потом мы посмотрим. Устала я, Коль. Жень, да это будет гораздо страшнее. Я даже представить не могу, что с тобой родители сделают. Да они тебя из дома выгонят, Жень. Да пусть выгоняют. Я бы и сама ушла. Лиза, надо срочно со всем этим разобраться. Конечно. Мы ведь давно подозревали, что у нас нечисто. Значит так, давай, что у нас происходит? Воруют не продукты. Да. Тогда что? Как это происходит? Я думаю так. Кто-то из обслуги обсчитывает клиентов. Черт, дожили, а? Позор на всю жизнь. Должны немедленно положить этому конец. Ты знаешь, я так больше не потерплю. В конце концов, это моя репутация. Так, Лиза, давай-ка спокойно во всем разберемся. Ну. Вспоминай. Кто вчера обслуживал Иру? Надя. Надя. Точно, Надя. Ну, пойдем. Поговорим с ней. Хотя то будет и непросто. Да, беседа будет не из приятных. О, какие люди. Привет. Привет, Валеночка. Хорошо выглядишь? Ты мне зубы не заговаривай. Что это значит? Тебе что? Двойку поставим? Что такая злая? Игорь, я все видела. Ты шел с Кулеминой. Ну, шел и что? Что значит что? Или скажешь, это случайное совпадение. Так, вместе прогуляли урок, да? Да нет, не скажу. Встретились у ворот. Я, например, проспал. Проспал? Как мило. А мы вместе с ней проспали? Послушай, ты что, цепи сорвалась, что ли? Что ты на меня второй день наезжаешь? Что я сделал? А потому что не надо давать мне повод. Ты знаешь, вот тебе злиться совсем не к лицу. У тебя даже вон морщинка появилась. Что там появилось? Да ничего не появилось. Я шучу. На, вот, возьми. Что это? Ну, это деньги. Я для тебя заработал вчера. Купи себе что-нибудь. Я надеюсь, я заслужил прощения? Ладно, заслужил. Только смотри. Еще раз и в глаз. Понятно? Понятно. Девчонки, Лена так и не появлялась. Вы ее не видели? Нет. Может, у нее что-нибудь серьезное случилось? Странно. Она даже урок прогуляла. Может, она заболела? Давайте позвоним. Наташа, ты знаешь, что с Ленкой? Она вчера так сильно напилась. Знаю. Степнов женится. Как? Подожди. Степнов? Женится на ком? На Уткиной. Ты что, серьезно? На Светочке? Ну что, с ума сошел? Теперь все ясно. Вот дела. Ленка идет. Ни слова при ней. Наташа, подожди, я ничего не поняла. А что у Ленки со Степновым? Они поругались навсегда? Ничего у Ленки не спрашивайте. Захочет, скажет. Нет, нет. Не лезьте. Что замолчали-то? Меня обсуждали? Да ладно, я в порядке. Тогда на физру? Я не иду. Точно? Тогда и я тоже. А я форму забыла. А вот чего? А мы с тобой вместе. Елена Петровна, дайте что-нибудь для мытья посуды. У меня все закончилось. Пожалуйста. Так. Выбирайте. Вам какое, жидкое или порошок? Жидкое. Я к жидкому больше привыкла. Елена Петровна, какая же вы молодец. Все-то у вас есть. Все по своим местам. Люба дорого посмотреть. Ну, у меня работа такая. У меня положено. Ну, не скажите, не скажите. Вот сразу видно хорошую хозяйку. Повезет мужику, который на вас женится. А, ваши бы слова, да богу в уши. Где же такого мужика отнайти? Да где угодно. Разве что-то проблема? А что такое? Чем это вам Петр Степанович не жених? Чем это он вдруг вам плохо стал? А, Петр Степанович? А что такое? Есть сомнения? Вы же сами говорили, у вас с ним отношения серьезные. Но как бы там ни было, он к вам неравнодушен. У меня на это глаз алмаз. Ну, не знаю, скажите тоже. Но только никак не пойму. Почему у вас никак не заладится, а? Вы же этого хотите? Что тогда? Он что ли не хочет? Да я сама третий год гадаю. Ну, а почему вы у него не спросите? Что он себе думает? Да вы что? Да вы что? Как я могу спросить? А вдруг это какая-то тайна? Или по мужской части? Нет, 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 ни в коем случае. Значит, тогда с ним должен поговорить мужчина. В тайной мужской обстановке. Да? А это идея. А кто бы это мог быть? Ну, тут уж вы лучше меня знаете. Коллектив для меня незнакомый. Ага. Так. Милославский испугается. Савченко. Тут я испугаюсь. Рассказов? Точно, рассказов. А, это ваш историк такой в очках, да? Очень серьезный мужчина. Мне кажется, он справится. Тишина! Замолчали все. Я сказал, замолчали. Кого сегодня нет? Кулеминой, Морозовой и Лепатовой. Что это с ними? Все одним махом заболели? Они были на уроках. Может, случилось что? А я их в коридоре видела. Так, понятно. Бойкот. Но я им тоже устрою. Каждая по единице. Правильно, Виктор Михайлович. Так, разговорчики в строю. Начинаем урок. Налево. Бегом, марш. Я сама не знаю, как так получилось. Мне вчера так плохо было. Лен, ты расслабься. Ведь мы знаем, что тебе тяжело. Тяжело, это мягко сказано. Прикиньте, мне даже больно. Вот здесь. А ведь я сама так старалась выкинуть его из головы, вообще из жизни. А он нет. Прикиньте, радостно в ЗАГС побежал. Какой, оказывается, Виктор Михайлович быстрый. Раз-два, уже чей-то муж. И правильно, чего тянуть, блин. Может, он еще передумает? Лен, не понимаешь, что ли? Он же тебе на зло это сделал. Тут меня и заколбасило. Понимаете? Это уже все серьезно. Это навсегда. А если он отменит эту свадьбу? Ты его простишь? Конечно, прощу. Только этого не будет. Никогда. Ты вчера обслуживала банкет. Да. А что-то случилось? Наши гости взяли коньяк в баре. Там же за него заплатили. В баре чека нет. Его включили в этот счет. Ты можешь это как-то объяснить? Ну, как же. Ну, мне Гуцул сказал включить. Я и включила. Он мне сказал, что это гости с банкета коньяк заказали. То есть, это не ты? Не, я. Ты? Ну, как? Не, ну, у него бармен сказал, что надо это все включить. Ну, я и включила. Ну, а вы что думаете, что я ворую? Не, ну, как же я могу? Ну, я же никогда. Хорошо, хорошо. Все, спокойно. Успокойся, не плачь. Не, ну, Елизавета Петровна, вы же знаете, ну, я честная слава. Мы же девушки честные, из провинции. Надя, 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 извини нас. Извини, мы не хотели. Извини нас. Ой. Ой, можно я домой пойду? Иди домой. Иди и прости нас, пожалуйста. Давай. Давай, давай. Вот не надо было ее объединять вот так сразу, не разобравшись. Кстати, я сегодня куплю ту штучку, на которую вчера не хватило денег. Смотри, Стас. Так, пойдемте-ка, сейчас я его устрою. Комаров, ты что себе позволяешь? Полина, я тоже очень рад тебя видеть. Ты понимаешь, это был наш заказ с Гуцулом. Мы должны были сниматься. Коуфи, кто полез, кто тебя звал. Фотосессия, это еще что. Я сегодня у них буду рэп читать на записи. Рэп? Ты обнаглел. Я могу понять, а почему ты молчишь? Что мне надо сказать? Между прочим, он только что меня оскорбил. У тебя увел работу, а тебе сказать нечего. Или скажешь, это опять бабская разборка? Ладно. Стас, слушай, ну ты это, поаккуратнее на поворотах притормаживай и разговаривай там уважительно с моей девушкой. Он, наверное, с Наденькой со своей вежей был. Да вам просто стрёмно признать, что Надя реально круче. Кто? Это колхозница деревенская круче нас? Прикинь, да. Колхозница деревенская, а вас обскакала. А вы? Две макаки крашеные. Ну и подкаблучник. Одна штука. Хорошо, Стас. Хорошо. Мы с тобой потом поговорим. В другой обстановке. Сейчас звонок будет где-нибудь уда. Ну я к Борзовой с Шинским пошла. Скоро будет. Девчонки, у нас сейчас физкультура, и мы тоже решили не идти. Так, одиннадцатая. Что забудут на кораблях? Почему у вас единицы по физкультуре? Прогуляли. И вообще на физкультуру больше ходить не будем. Понятно. Только этим девушке вы ничего не докажете. А вы не собираемся ей что доказывать? На носу годовые оценки. А вы себе аттеста отпортите. Ну и пусть. Исключайте. Нам все равно. Понятно. Так, а у вас, батя, невидимого фронта, что за предмет? У нас химия. Отлично. Кругом. Шагом марш. Ладно, пойдем, Жень. А у вас сейчас что? У нас физика, но мы Нюту ждем. Нюта сама себе дорогу найдет. Вперед. Ну что, документы уже все собрали? Мы теперь семья? Не совсем. Нюта, ты сядь, пожалуйста. А что еще нужно сделать? Возникло одно обстоятельство. Вы передумали? Нет, нет, что-то. Дело совсем в другом. Мы не знаем, как ты к этому отнесешься. Мы не знаем, как на это реагировать. Но мы обязаны тебе это сообщить. В общем, вчера мы встретились с твоей матерью. О, Петр Никонорович. Какими судьбами вы ко мне? К тебе. К кому же еще? Повод, я смотрю, не самый радостный. Чему прикажешь радоваться? Ты вот жениться собрался, а о Лене ты подумал? Петр Никонорович, этот разговор ни к чему. Я все решил, и изменить ничего нельзя. Да что ты говоришь? Значит, одной ты голову задурил, а женишься на другой? Да никому я ничего не дурил. А Лене вашей все равно все по барабанам. Да что ты знаешь? Бедная девочка, она сегодня из-за тебя со своим бывшим парнем ночевала. А если бы не ты... Да при чем тут я? Это ваши семейные проблемы. После вашей Лене, она чуя с кем угодно. У меня своя личная жизнь есть. Витя, какая чушь. Ты хоть сам-то веришь в то, что ты говоришь? Так верю, верю. Это все правда. Петр Никонорович, лучше по-хорошему уходите. Уходите. Убираться можно? Да убирайтесь! Пошли все отсюда! Моя мать? Ну может быть, как вы ее нашли? Она нас нашла. Почему она меня не искала? Она просила нас не торопиться. И поскольку она твоя мать, мы обязаны тебе об этом рассказать. А ты должна принять решение сама. Да я не понимаю, почему она пришла к вам, а не ко мне? Она говорит, что не наступило все время. Да ерунда какая-то! Какое время? Нюта, мы понимаем, что ты в шоке. Ну, успокойся. Теперь у меня есть вы. Я даже не знаю, хочу ли я видеть ее. Скорее всего, нет. Я подумать должна. Здравствуйте. А, Петр Никонорович, добрый день. Проходите, прошу вас. Я хотел бы спросить вас. Это правда, что вы собирались замуж за Виктора Степнова? Ну да. А почему собиралась? Я и сейчас собираюсь. Да он же не любит вас. Неужели вы сами не видите? Что вы такое говорите? Вы что, с ума сошли? Он вас использует. Откуда вы это знаете? Это неправда. Да что неправда? Это же очевидно. Он любит Лену. И всегда будет любить ее. И она его любит. Нет, нет, перестаньте. Я не хочу этого слышать. Он ей назло на вас женится, чтобы забыть ее. Вы все врете. Я вам не верю. Он меня любит по-настоящему. Мы уже заявление подали. Да он от себя бежит. А вас использует. Вы же пешка в его игре. Нет, нет. Вы врете. Я умоляю вас. Не будьте слепы. И не дайте ему сломать жизнь и себе, и вам. Вон уходите. Вон. Вон отсюда. Убраться можно. Убирайтесь вам. Уходите отсюда. Все уходите. Уйдите. Нюд. Ты все еще обижаешься на меня? Нет. А что такое, опять не расскажешь? Расскажу. Больше некому. А молчать еще хуже. Мать моя нашлась. Ну, поздравляю. Так это же хорошо. Я и так ждала. Потом перестала. А теперь еще размечталась, что Людмила Федоровна и ее муж мои родители. Ну, вот видишь, то ничего, то сразу все. Зачем она только объявилась? Я ее даже видеть не хочу. Лучше бы она куда-нибудь сгинула. Нюд, ну, ты так не горячись. Я тоже своего отца сначала ненавидел. А потом решил. Встретился с ним. И не испугался? Да нет. Я даже не знал, что смогу, ну, такого полюбить. Ведь родной человек он никогда не лишний. Спасибо тебе, Степ. Такие слова нашел. Ты мне очень помог. Здрасте. Игорь. А? Можешь не торопиться. Мы в твоих услугах больше не нуждаемся. А, а можно спросить, почему? Ты обсчитал клиента. Я? Коньяк. Вчера ты продал? Продал. Деньги себе взял? Взял. Можешь что-нибудь сказать в оправдание? Нет. Бучу мы поднимать не будем. Нам скандал ни к чему. Ну, а тебе, Игорь, скажу. Нам очень жаль, что ты пошел по другой дороге. Пойдем. Здорово, Димон. Здорово. Надька была сегодня? Да. Что, уволили? Да нет. Домой отпустили. Она плохо себя чувствует. У Лизаветы отпросилась. Вот как. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Ильич, а у вас уже полы помыли? Полы? Да, мне кажется, нет. Впрочем, могу ошибаться. Мне тоже кажется, что нет. А что вы читаете? Да вот, статейку прочел, любопытную. В 11 веке в Ирландии издали закон, по которому женщина могла сделать предложение мужчине. Но это только 29 февраля. Ну, надо же. Да. А у нас не високосный год. Да. У нас весна уже, собственно говоря. Да и не в Ирландии мы. Зато у нас сплошные свадьбы. Ну, я имею в виду в нашей школе. Да, что правда, то правда. Год урожайный. Свадьба. Это прекрасно. Только не у всех получается. Ну, нет. Почему не получается? Я имела в виду себя и Петра Степановича. Да. Я же вижу, что я ему глубоко симпатична. Только он, он чего-то боится и что-то ему мешает. Простите, вы к чему это мне говорите? Ну, понимаете, Игорь Ильич, не могли бы вы по-дружески, по-мужески узнать? А что ему, собственно, мешать-то? Ну, не знаю, Петровна, какая-то странная просьба. Я могу, конечно, попробовать. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Ну, хорошо, я попробую, поговорю с ним. Теперь-то убираться можно? Можно. Ну, слава богу. А то куда не придешь, отоксюду гонят. Простите, тетя Лида, сорвался я. Нервно все пошли. Ладно уж, прощаю. А кто у вас еще будет? Да, Светка, он сидит в библиотеке, сама не своя, ревмя ревет. С чего это? Обидел кто? А бог ее знает. А муж с писателем, с Энтим, ничего не поделила. Какой писатель? Ну, с фантастом. Я в дверь, а он как выскочит, чуть с ног не сбил, окаянный. Степ, спасибо тебе. Да ладно, что-то такого. Всегда пожалуйста. Да нет, правда. Я тебе так благодарна. Просто я не думала, что кому-то это смогу рассказать. Просто тяжело так. Да я понимаю, такая тема. Говоришь, как будто ножом себя на кусочки режешь. Да, ты прав. Просто я привыкла по жизни быть одна, секреты никому не говорить. Нет, ну, ты же знаешь, что я всегда хочу быть с тобой. Степ, мы же договаривались. Перестань, пожалуйста. Я смогу тебя поддержать, защитить, помочь. Мы же это обсуждали, давай не будем. Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь. Господи, да хватит меня благодарить. Хорошо. Ну, просто не понимаю эту тему больше. И знаешь, что у нас с тобой ничего не может быть. Скажите. Скажите только честно. Это ведь неправда. Не надо плакать. Что он сказал? Что вы... Что вы Лену любите. Да он с ума сошел. Я ее не люблю. Вы не обманываете? Ну, конечно. Верь мне. Я же твой будущий муж. Я верю. Ну, вот и хорошо. А с этими Кулюминами я еще разберусь. Ну что, Лиз, какие наши действия? Надо идти извиняться. Сначала к Лагуткину, потом к Прокопьевну. Согласен. Идем вместе. Что, прямо сейчас? Да. Я пойду отнесу деньги Лагуткину, а ты к Элис Миши, пожалуйста. Ой, Лиз, можно оборот. Все-таки Ирка твоя подруга. Вот поэтому и не могу. Мне в глаза и стыдно смотреть. Она со мной так холодно по телефону разговаривает. Лизок, выше нос. Твоей вины тут нет. Пойдем. Кулюмин, стой. Подожди. Поговорить надо. Диктор Михайлович. Чего ты улыбаешься? Лена, передай своему деду, чтобы он больше не лез не в свои дела. И не пытался нас смирить. Дед, а при чем тут дед, вы о чем? Скажи ему, пусть он сидит дома и романы свои пишет. Прошел сегодня в школу и Светки наплел там с три короба. Да как вы можете это говорить про моего деда? Скажи ему, видеть его больше не желаю. И пусть он оставит в покое мою невесту. Вашу невесту? Да. А ты можешь делать все, что хочешь. Спи с кем хочешь, ешь с кем хочешь. Не до тебя дела нет. Понятно? Лиза, что случилось? С девочками все в порядке? С девочками все в порядке. Все нормально. Проходи, проходи. Ну так, что же вас к нам привело? Вчера вроде виделись. Я пришла извиниться и отдать вам деньги. Это за что? За коньяк, который вы вчера в баре брали. Зачем? Ну я же его выпил. Здравствуй, Ира. Можно зайти? Заходи. Я должен извиниться перед вами, объяснить ситуацию. И еще поблагодарить вас за то, что с вашей помощью удалось выявить в рабство в нашем кафе. Поэтому получилось, что за коньяк вы заплатили два раза. Я смотрю, у вас прибыльный бизнес. А как же так получилось? Ну, вот так. А мы с Володей тоже ничего не знали. Узнали об этом только сегодня. Но вы знаете, виновным оказался человек из обслуживающего персонала. Я приношу вам извинения от имени нашего кафе. И от нас лично. Ну и... Как говорится, в качестве моральной компенсации. Володь. И нам крайне неприятно, что это произошло с близкими и дорогими для нас людьми. Поэтому приняты меры. И такое больше никогда не повторится. А можно все-таки узнать, кто это был? Вы же все свои. Мы же всех знаем. Угу. Ну теперь это уже не имеет значения. Поэтому просто давайте забудем этот глупый инцидент. Конечно, конечно. Извини, что плохо о вас подумали. Мы обязательно будем наведываться в ваше кафе. О, Игорь Ильич. А что так поздно-то? В школе-то уже никого нет. Да куда торопиться? Дело холостое. Дома-то никто не ждет. Это точно. Как поэт сказал, и грустно, и пусто, и некому. А? А может, чайку тогда попьем, раз такое дело? Здорово. Давай чайку попьем, а то мне тоже как-то грустно в одного-то. Держи-ка. Ой, Федор Степанович. Скажите вот мне, что же у нас так как-то все сложилось? Вроде мы мужчины видны, а как-то одинокую жизнь проводим. Да видно, судьба такая. Не, ну у меня-то понятно. Я вроде и жениться готов, но вот как-то не получается у меня все. А у вас вроде Елена Петровна есть. Угу. Это точно есть. Ну, и симпатия у вас вроде взаимная, и ничего не мешает. Да вот так все, как ты говоришь. Только есть одна проблема. Да? Вы меня извините, может, это с организмом что-то не так? С организмом все в порядке. Проблема вот здесь. Боитесь серьезных отношений? Да не боюсь я. Она забоится, если выйдет за меня. В смысле? Дело в том, по ночам я становлюсь другим человеком. Так, я не догоняю. Как тебе удалось соскочить? Игорь, давайте чай налью. Да подожди ты, ты мне лучше объясни. Меня они поперли. Я тебя не сдал. И они думают, что я один все воровал. Нет, ну слушай. Они у меня, конечно, спросили. Но я тебя не выдавала. А, ты стояла и спокойно молчала, да? Угу. Нет, ну а что мне надо было кричать на всю округу? И я тоже, я тоже воровала. Ну пойди, сдай меня, хорошо, конечно. Пусть мне тоже будет плохо. Никуда я не пойду. Ну что, думаешь, это я тебя выдала? Не знаю, вполне возможно, что и ты. Чтоб себя помочь. Неправда. Ты знаешь, ты не переживай. Сейчас все уляжется, я что-нибудь придумаю. Ой, не надо, уже допридумывались. Тем более, что ты можешь сделать? Ну попробую тебя вернуть обратно. Ну, может, мне все еще потеряно. Анечка, у тебя все в порядке? Вот же на свете жестокие люди. У меня прям зла на них не хватает. Ты о чем, доченька? Я о Женькиных родителях. Они вообще ее загнобили. Нельзя взрослых так говорить. Мам, ты просто не видела, в каком состоянии Женька в школу приходит. У нее чуть ли не каждый день истерики. Женины родители честные и порядочные люди. И они очень о ней заботятся, доченька. И уж наверняка знают лучше, что делают. И не тебе их судить, доченька. Мам, ну, я же просила вас с ними поговорить. А вы взяли и встали на их сторону. Аня, мы погорячились. Мы не должны вмешиваться в их жизнь. Воспитание дочери – это их законное право. Я вас вообще не понимаю. Ну, может быть, и не надо. Иногда нужно верить родителям просто на слово. Ты нас поймешь, когда вырастешь. Да какие вампиры? Ну, что ты такое говоришь-то? Насмотрелся всякой ерунды. Я просто... Просто я хожу по ночам, понимаешь ты? Хожу. Ну, смотри, как-то... Куда? Зачем? Да никуда, незачем. Ну, что ж ты? Хожу я во сне, понимаешь ты? По школе хожу. А дома по квартире. Ну, и что тут такого? Андрей, чего такого? Лунатик я, понимаешь ты? Лунатик. Не, понимаешь, это в некотором смысле... В профессиональном смысле это даже очень неплохо. Как, знаешь, я про себя шучу, знаешь. Солдат спит, а служба идет. Ну, так в таком случае, можно сказать, вам повезло. Это, конечно, да. Но... Женщина, это же не работа. Это же совсем другое дело. Это все сложнее. Ну да, логично. Но все равно не понимаю. Да что ты не понимаешь-то? Ну вот представь себе. Поженились мы, да? Живем душа в душу. Все замечательно. Пироги, варенье, ну, все вот это, все и прекрасно. Ложимся мы спать. А я вдруг встаю и пошел. По потолку, по подоконникам. А? Да, страшное дело. Вот вон-то дело. Аж бедная посидеет со страху, как увидит. Ну, тогда, может, вам к психологу обратиться? Может, вас вылечит? Зачем? Вот скажи мне, зачем? Я же тебе говорю, мне помогает это в профессиональном смысле. Ну, кто будет ночью по школе ходить? Тогда, может, ее предупредить? Дело в том. Угу. Ты представь только. Вот я ей скажу об этом все. Все, она после этого не захочет. Не, брат, это надо скрывать. Скрывай. Так что, слушай, я тебя по-человечески прошу, никому не слово. Ну, что, Фёдор Степанович? Я могила. Ты что вытворяешь? Леночка, послушай, я тебе сейчас все объясню. Ты что в школе устроил? Кто тебя просил, что ты лезешь? Ну, я же не могу сидеть, сложа руки. Это тебя не касается. Это мои личные проблемы. Ну, я твой родной дед, в конце концов. Так если ты мне родной, не делай из меня посмешище. Я тебя очень прошу, как родного. Леночка, ну как ты могла подумать? Я же хотел как лучше. Ну, тогда помоги мне. Чем? Я для тебя все, что угодно. Ну, не лезь в мои дела. Это будет неоценимая помощь. Ну, я же вижу, как ты страдаешь. И боюсь, что ты наделаешь глупостей. Нам твоих глупостей мало. Дед, не парься. Сама наделаю, сама исправлю. В моем возрасте, в конце концов, какая-то норма глупости положена. Но у меня же сердце кровью обливается. Вова, побереги себя. Тебе нервничать нельзя. Все нормально, все прошло. Все нормально. Родители, мне нужно с вами поговорить. Это очень важно. Поэтому, пожалуйста, выслушайте меня. Ну, так ты все уже знаешь. Прекрасно. Мне придется сообщать тебе эту ужасную новость. И, кстати, даже не вздумай начать его выгораживать. Кого выгораживать? Я ничего не понимаю. Подожди, ты разве не о Гуцелуеве пришла поговорить? Нет. А что с Игорем такое? Какие проблемы? О-о-о, так ты не в курсе. Он воровал у нас в кафе. Мы с папой просто в шоке. Игорь воровал? Да будь такого не может. Вы чего? Знаешь, милая, твои родители тоже не вчера родились. Мы целое расследование провели. И у нас, кстати, есть свидетель. Надя Гущина. Кто? Наденька? Да от нее слова правды не дождешься. Нашли кому верить. Ну, это уже не важно. Самое главное, что Игорь сам сознался. И сам подтвердил, что воровал. А вот папа свидетель. Вов, ну скажи. Пап, он сам тебе признался, что он воровал? Да, Женечка. Гуцул действительно воровал в кафе деньги. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы, не ведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. А чего к тебе этот вчера долговец приходил, на ночь глядя? Что, на два фронта работаешь? Да не, мам. Гуцул по делу приходил. Его из кафе выпили. С какого перепугу? Да все с того же. Рухнул мой грандиозный план. Столько денег можно было прикарманить. А тебя-то не выгнали? А то эта Женькина мама такая стерва. Да не, меня не так легко выгнать. А в чем тогда дело? Да хозяева наконец доперли, что у них деньги пропадают. Стали меня допрашивать. А почему сразу тебя? У них что, никого кроме тебя там не работает? Паш, ты представляешь, чуть-чуть что, сразу на мою бедную девочку накидываются. Ой, да я-то отмазалась. А вот бармена уволили. Он глупый, сразу признался. Правильно, потому что не нашел по шибу. Знаешь, правильно отъехать тоже нужно уметь. Молодец, Надюха, молодец. А что молодец-то? Без него я не справлюсь. Одно сложно. Паша дело говорит, грамотно отъехать, это тоже надо уметь. Доча, не расстраивайся, что-нибудь придумаем. А может и не надо будет ничего придумывать. А что, хамутов Стас? У него папа влиятельный, меня куда-нибудь застроят. А ты не боишься, что Стас про ваши делишки в кафе узнает, а? Долговязый ему донесет? И что тогда делать будешь? Пусть докладывает. У меня про запас есть план. Посмотрим, кому он поверит. Мне или Гурцову. Привет, Нютка. Привет. Как дела? Да так себе. Все ночью спала. Думала о том, что ты мне сказал. Ну и какие мысли? Да разные. Знаешь, я уже привыкла думать о том, что Людмила Федоровна и Виктор Львович станут моими родителями. Уже успела полюбить их по-настоящему. Ну, ясен пень. Они мне тоже нравятся. Борзову вообще последнее время не узнать. Хорошая тетка? Да. Но с другой стороны, ты прав. Это же моя родная мать. Мы... Я должна ее как-то выслушать. Это точно. Всегда надо дать человеку последний шанс, чтобы локти себя потом не кусать. Ты уж мне поверь. Да. Вот я и решила с ней встретиться. Посмотреть друг на друга. Правильно. Ведь никто же тебя не заставляет с ней жить, если ты не хочешь. Может, она тебе даже понравится. Думаешь? Знаешь, на какой-то сон похожа. Вот я прямо сейчас решила к Савченко пойти и узнать, может, у него какие-то координаты от нее остались. Ну что, Жень, выслушали тебя предки твои наконец? Нет. Я честно пыталась все сказать, но они мне выдали такое, что мне из головы все вылицало. Что, опять наорали и слушать не стали? Ну, вроде нормальные люди с первого взгляда, а? Нет, тут дело в другом. Гуцула выгнали из кафе. Заворовство. Чего? А знаешь, кто его сдал моим родителям? Наденька. Наденька? Да это точно лажа какая-то. Ей же верить нельзя, твои родители прекрасно об этом знают. Тут все гораздо серьезнее. Гуцул сам во всем сознался. Что? Не знаю, Жень, мне кажется, тут какая-то лажа. Я тоже думаю, что все это как-то подозрительно. Жень, ты сама посуди. Гуцул работал же до Натике в кафе. Он раньше не воровал? Да, я об этом не подумала. Тут надо разбираться. Игорь Ильич, ну что, вы поговорили с Петром Степановичем? Поговорил. Он вам объяснил, почему не хочет жениться? Объяснил. Но, Елена Петровна, тут такое дело. Я дал ему честное слово, что никому не скажу. Ну и правильно, никому не говорите. Вы только мне скажите. А другим знать незачем. Елена Петровна, вы не понимаете? Я пообещал. Это не моя тайна. Ну вы мне первое обещали. Ну ладно, ладно, перестаньте эти ваши интриги. У меня судьба решается, ну. Ну какие интриги? Я вам открытым текстом говорю. Я не имею права рассказывать. Ну что вы за человек? Издеваетесь над одинокой женщиной. Вы так и хотите, чтобы я умерла, никогда не выйдя замуж? Елена Петровна, ну давайте без слез. Ну я вас умоляю. Вы без ножа меня режете. Ну хорошо. Я вам скажу. Только обещайте мне. Никому никогда унесу с собой в могилу. Видишь ли, твоя мама знала, где ты живешь. Но она не встречалась с тобой. Потому что ждала, когда ты получишь квартиру. И после этого она готова заключить тебя в свои объятия. Что ты ничего не понимаешь, чего она ждет? А она что, не собирается меня удочерять? Ну вот если она сейчас заявит свои права на тебя, то квартиры не будет. Николай Павлович, а она может удочерить меня? Без моего согласия. Нет. Нет, нет, нет. Не может, не может. Честно говоря, я сам не понимаю, как она собирается завоевать твою любовь. Почему напротив того, что меня хотят удочерить другие люди? Видишь ли, если тебя удочерят Людмила Федоровна и Виктор Львович, они пропишут тебя к себе, в свою квартиру. Ну, и в чем проблема? Тогда ты автоматически лишаешься права на жилплощадь, которую тебе предоставляет государство. Я совсем запуталась. А при чем тут моя мама? Так вот, у него сомнобулизм. Чего? Лунатизм. Дядя Петя лунатик. Что за шуточки такие? Это не шуточки. Я вам серьезно говорю. Действительно, есть такая болезнь. Это какая-то ерунда. Вы сами-то лунатиков-то видели? Нет, не видел. Но я читал. Такие люди существуют. Они во сне ходят. И даже делают что-то. И разговаривают. Нет, вы точно издеваетесь. Просто цирк какой-то. В конце концов, я требую к себе уважения. Елена Петровна, дядя Петя мне сам сказал. Я все поняла. Это он вас подговорил. Я вам душу открыла. А вы в нее блеете. Твоя мама сказала, что эта квартира для нее очень важна. Ты прости меня. Прости, я тебя больно сделал. И я подумал, что если я скрою правду, ведь будет еще хуже. Правда? Да уж. И ты все равно хочешь с ней встретиться. Да, я хочу с ней встретиться. Я прошу вас, позвоните и назначите встречу. Ну, как бы от вашего имени. А сама почему ты не хочешь позвонить? Она же не захочет меня видеть. Я же еще без квартиры. Ну, 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 я позвоню. Я позвоню. Ну что, все выяснил? Даже не знаю, как тебе сказать. Вот ты говорил, что родные родители лучше приемных, чтобы там родные не натворили. Ну, да, говорил, было дело. А что такое? По-моему, я исключение. Ну, моя ситуация. Я и хочу с этой теткой встретиться. И боюсь. А что боишься-то? Ну, хотя это нормально. Я помню, в свое время тоже чуть от страха не помер. Мне про нее Савченко такое рассказал. Да ладно, Нют, не бери в голову. Всякое в жизни бывает. Все ошибки совершают. Может, она уже сто раз раскаялась. Ну, да. По словам Савченко, что-то не похоже. По словам судить нельзя. Ты же ведь не знаешь, как ее жизнь помотала? Вон у меня отец полжизни в тюрьме просидел. А тем не менее человеком остался. Ну, твой отец исключение. Знаешь, Степ, мне реально страшно. Не дрейфь. Бери меня с собой и вперед. Обещаю хулиганить и ни во что вмешиваться не буду. Буду как настоящий телохранитель. Как идея? О, Елена Петровна, здравствуйте. Что, новенького? Удалось что-нибудь выяснить? Да ужас. Понадеялась, рассказывая как на человека. А у нее все такую ерунду даже повторять стыдно. А что он говорит? Он с кем надо пообщался? Да лучше бы и не общался. Представляете, говорят, что Петр Степанович лунатик. Надо что такое придумать? Ничего себе. Вы считаете, он врет? Да, конечно, просто издевается. Что за детские страшилки? За кого он меня принимает? Ну, не расстраивайтесь вы так. Вообще-то, ваш этот рассказов показался мне человеком очень серьезным. Не похоже, чтобы он так ради смеха. Да и вы туда же. Ладно, ладно, не сердитесь. К тому же, ваши страшилки эти очень легко проверить. Ну, я тоже так решила. Пора брать ситуацию в свои руки. Рассказывала Надежды мало. Правильно. Сегодня вечером задерживаемся в школе. Ваш Петенька уснет, а мы за ним проследим. Да вы что за идиотизм? Сейчас я еще буду по ночам бегать, за мужчинами подглядывать. Никто же не узнает. Мы тихонечко посмотрим, ходит он во сне или нет. А вдруг это правда? Гуцу, я офигею. И тебе Надька мозги промыла. Я вот только одно понять не могу. Как ей удается всегда оставаться не при делах? Платонов, пожалуйста, ты меня не грузи. И так тошно. Ты представляешь, если в школе сейчас об этом узнают? Да не узнают. Но, по крайней мере, не от меня. Слушай, ты мне одно скажи. Как ты вообще на эту подставу повелся? Ну ты ведь Полину знаешь, какие у нее запросы? У меня зарплата копейки. Где мне еще деньги надо было убрать? Ты что, ради нее воровать стал, что ли? Что ты орешь? Да, представь себе. И не пялься на меня. Ты сам прекрасно знаешь, где я и где она. Да кому такая любовь нужна, если она любит тебя только за эти тряпки и за пабликушки? О, Гуцу, а я тебя везде ищу. Смотри, какая прелесть, правда? О. Пока. Ну и что, Полина, у меня на твою прелесть денег нет и в ближайшее время не предвидится, ясно? Почему ты со мной так разговариваешь? А потому что меня из-за тебя уволили с работы. По твоей милости из кафе вышвырнули. Теперь у меня тон нормальный. Все понятно. Ты почему на меня орешь? Это что, я тебя уволила? Ты можешь нормально объяснить, за что тебя уволили? За воровство. Представь себе, а где я, по-твоему, деньги брал? На все эти бутики, рестораны, шмотки твои, а? Ну, вообще-то я тебя не просила. А, то есть воровать ты меня не просила. А деньги, по-твоему, у меня с неба падали, да? Ты ради меня воровал? Ну, ничего страшного, Гуцу. Я тебя прощаю. Чего? Да пошла ты. То есть тебе действительно от меня только деньги нужны, а я пустое место? Да перестань, Гуцу, подожди. Куда ты идешь? Все совсем... Ну, иди от меня. Иди к олигархам своим. Светочка, лебедь ты наша белая. Как живешь-уживаешь? Здрасте, Варвара Никитична. Спасибо, хорошо. А скажи-ка ты мне, красная девица, а что у нас слышно про свадебку? А то из моего Мирослава слова не вытянешь. Скоро свадьба. Сразу после выпускных экзаменов. А что же ты тогда, мой сокол-то ясный? То бишь, Мирославчик-то молчит. Уж как рыба об лед. Зашла бы хоть ты ко мне. Ну, сели предком, поговорили лотком. А что именно вы хотите узнать? Я первый танец пообещала Мирославу Николаевичу. Ну, это ясное дело. Жениху всегда первый танец. Я, деточка моя, столько свадьбы провела. Так что все законы-то знаю. Подождите. Вы не поняли. Я вашему сыну только танец пообещала, а жених у меня Степнов Виктор Михайлович. Да Гуцул скотина просто, понимаешь? Его выгнали из кафе, а я, видите ли, в этом виновата. Гуцула выгнали из-за тебя? Ничего не понимаю. Типа он деньги там взял и говорит, что мне на подарки. А я во всем в этом виновата. Зашибись просто. А что нет? Кто с этими журнальчиками к нему лез? Посмотри, какое колечко, посмотри, какая юбочка. Оля, можно подумать, ты с этими журнальчиками не носилась. Ношусь. Но я, в отличие от тебя, понимаю, что твой Гуцул обыкновенный школьник. Где ему денег на такую жизнь взять? Это тут при чем? И вообще, это его проблема. Я тебе сто раз уже говорила. Найди себе нормального мужика, который будет соответствовать твоим запросам. Ну и стерва же ты, Зеленова. Из-за твоих понтов хороший человек пострадал. А ты сидишь и уехаешь. А ты что вообще подслушиваешь, а? Хватит, ты рассиделась мне тоже. Иди, места тебе что ли не хватает? Просилась тоже мне. Мне легко тебе уговорить. Брось его, найди другого. Я, может, привыкла к нему, привязалась. Как привязалась, так и отвяжешься. Я вообще не понимаю, что ты свое время теряешь. Знаешь, а мне вообще кажется, что я... Что я влюбилась в него. Ой, да смешила. Ты же мужиков меняешь, как в перчатке. Улюбилась она. Значит, раньше не влюблялась по-настоящему. Да перестань, найдешь себе другого. Может, мне никто не нужен другой? Стас, Стас, погоди, стой. Слушай, ты меня вчера назвал подкаблучником. Ну, назвал. Обратно слова забирать не буду. Да нет, не надо ничего. Забирать, ты был прав. Я идиот. Потрясающий эффект. Из чего бы это. Ну, ты понимаешь, на меня столько всего свалилось, и я все понял. Отлично. Своей головы не хватило. Когда тебе друг пытался помочь, ты его не слушал. Что-то выступал, строил у себя. Ты тоже молодец, догадался. Мог другой момент выбрать? Котелок-то варит вообще? Какой еще момент? Да как какой момент? Когда я один буду. А ты меня перед Зеленовой опозорил. Она же все-таки моя девушка была. Да ты же за ней шляешься время, как хвост. Она тебя ни на шаг не отпускает. Я что ли в этом виноват? Слушай, как вы меня все задолбали, а? Все учат, учат. Достали. Так. И почему я узнаю обо всем этом от Светочки? М? Свадьба отменяется, а он как воды в рот набрал. Мама, я не отступлюсь, я буду ее добиваться. Интересно, каким же это образом? Я учусь танцевать. Когда я загружу ее в танце, ее сердце дрогнет. Боже праведный. Когда я видела, как ты танцевал, у меня тоже внутри все дрожало. Только совсем по другой причине. Ты же танцуешь, как слон в посудной лавке. Да, как права была бабушка. Всяк сверчок, знай свой шесток. Мама, вы можете хотя бы сейчас по-человечески говорить? А я по-каковски говорю, а? Хорошо, перевожу на русский язык. Обрати внимание на свои сильные стороны. А если у меня их нет? А вот тогда надо использовать свои недостатки. Вот ты мне лучше скажи, вот чем Степнов ее взял? Ну, новым плащом. Боже праведный, каким плащом? Каким плащом? Он же артист! У него натура поэтическая, страстная. Вот и бери с него пример. Меня сниматься не приглашают. А нам и не надо. На сцену мы всегда можем выйти. Да, кстати, а какие у вас в ближайшее время в школе праздники-то намечаются? Ну, последний звонок, кажется. Так. Ну, что тебе Гуцул сказал? Ой, Жень, ты же говорить не хочешь. Слушай, меня лично интересует одно. Он действительно сам воровал? Жень, ты же знаешь, к как я к Гуцулу отношусь. И выгораживать его совершенно не собираюсь. Но я тебе серьезно говорю, без Нади тут не обошлось. Блин, ты Наденька всем в жизни испортила. Это ее рук дело, да? Ну, ясен пень. Гуцул курчит из себя одинокого рейнджера и выгораживает Надьку. Она его подставила. Просто он попался, а она нет. Ну, знаю своих родителей. Нет, чтобы во всем разобраться. Они вешают на одного человека клеймо, и все. Жень, давай я с ними переговорю, а? Но они должны выслушать. Должны же во всем разобраться. Они никого слушать не станут. Они даже мне не дают рта раскрыть. Уперлись в свои юридические. Как будто больше нет приличных мест для учебы. Жень, ну вот поэтому ты должна с ними поговорить. Но объясни им все. Ты же не чужой им человек. Они выслушают тебя. Терпение мое реально кончилось. Сегодня же вечером с ними поговорю. Жень, только я тебя прошу. Без лишних эмоций, ладно? Не знаю, как получится. Я за себя больше не отвечаю. Жень, Николай Павлович, вы говорили, что на последний звонок от учителей нужны номера? Совершенно верно, Мирославович. Совершенно верно. Вы же понимаете, как это сейчас важно. Да, конечно. Последний звонок раз в жизни бывает. Вот, вот. Понимаете, ребята запомнят наше выступление на всю жизнь. Потом, через много лет, они будут это вспоминать. Будут грустить о своем детстве. О своих наставниках будут грустить. Да, да. Дети будут... Хотя какие дети? Они же будут уже взрослыми людьми. Но ничего, будут рассказывать своим детям, своим внукам. Ну, ребятишкам своим будут рассказывать. Да. Я вот, например, отлично помню свой собственный последний звонок. Да. Нам учителя подготовили литературную викторину. Вот. Видите, какие молодцы ваши учителя? А я вот от наших что-то инициативу пока не дождался. Так я готов проявить инициативу. Если нужно, конечно. Ну, конечно нужно. Это похвально, похвально. Что вы предлагаете? Куплеты, фокусы, цирк, что? Нет. Николай Павлович, я бы хотел сыграть отрывок из пьесы «Гамлет». Ну, по Вильяму Шекспиру. Гамлет. Гамлет – хорошая пьеса. Ну, и там в конце всех убивают. Закалывают, травят. Чему эта пьеса может научить молодежь, а? А как же быть или не быть? То есть? Ну, проблема выбора. Например, выбора профессии. Это же сейчас очень актуально для нынешних выпускников. Да. А что, это вы неплохо придумали. Гуцул, подожди. Я все знаю. Что все? У меня много новостей. Вот, например, облажался, работу потерял, Зеленовый поругался, с другом поссорился. Продолжать? И вот, Ленок, остался я совсем один. Никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает. И молча гибнуть я должна. Вот не думала, что ты письмо Татьяне учил. Ну да, ну так, случайно получилось. Красиво просто. Лена, помнишь время, когда мы с тобой дружили? Классное было время, да? Как-то все легко, правильно, что ли? Да, я иногда вспоминаю. Извини. Алло. Да, я. Сегодня? Могу. Хорошо, я приеду. С радио звонили. Интервью хотят взять. Слушай, Лена, а ты не составишь меня компанию? Нет, спасибо, Гуцул. Я домой. Ну что ж, слушай меня тогда в прямом эфире. Ну что, Надежда, идем завтра в ролики сниматься? Конечно, идем. А ты текст написал? Само собой. Ты же знаешь, что меня с этим делом просто. Главное, тему придумать. Слушай, ну здорово мы Гуцулу обскакали, а. Значит, пришли бы чуть попозже. Не видать нам ни съемки в журнале, ни ролика. Да, повезло. Это ты клево придумал. Слушай, они, наверное, Деленова и локти кусают. А еще тебя увидят, когда в журнале вообще обзавидуются. Не знаю, что они там кусают. Я с ним больше не общаюсь. Мы поругались. Я тебе точно говорю. Да Гуцулу-то может еще и все равно. А вот Зеленова точно умрет от зависти. А что случилось? Да, Зеленова там что-то выпендривался. Мне в сущности пофиг. А вот Гуцулу реально достает. Совсем человек себя вести не умеет. А, понятно. Слушай, ну ему сейчас вообще, конечно, не весело. Колбасит его не по-детски. Его же с кафе выгнали. Чего? Выгнали? Сейчас расскажу. За что? Давай, ничего не бойся, я с тобой. Здравствуйте, Инна Александровна. Ой, доченька моя. Ой, как же я долго тебя искала. Ой, какое счастье, что я нашла-то тебя. А мне сказали, что ты меня видеть не хочешь. Ждешь, пока я квартиру получу, да? А ты не слушай ее, дочка. Они ж злые люди все. Они ж нашему с тобой счастью завидуют. А почему ты тогда сама не пришла? Так я не хотела, доченька, чтобы давить на тебя. Я ждала, пока ты школу закончишь. Почему ты тогда меня не забрала? А к чему вот эти всякие формальности? Зачем они? Я думаю, ты вырастешь, сама решишь. Будешь ты жить с матерью, не будешь. Я 16 лет ждала. Надеялась, что ты меня найдешь. А ты боялась каких-то формальностей? Слушай, ты. Ты вообще спросила у своей родной матери, сколько она горя хлебнула, а? Ты знаешь, сколько я мыкалась, сколько скиталась вообще? А я-то тут при чем что-то мыкалась? Все понятно. Никому до меня дела нет. Только все о себе и думают. Я скиталась, понимаешь? Я голодала, мне жить негде было. Куда б я тебя взяла-то? В коммуналку, что ли, свою? Угу. Значит, квартирка-то вам все-таки нужна? Дождь, ты серьезно? Это все как-то очень странно. Гуцул, конечно, в последнее время страдает редким идиотизмом. Ну, чтобы воровать. А вот я не удивляюсь. Ты же ничего не знаешь. Он и меня пытался подбить. Правда? Ну, Гуцул вообще краев не видит. Ладно, сам замарался. Других-то зачем-то подбивать. Ну, я сразу ему отказала. Ну, чего бы ты согласилась? Я к тебе близко бы не подошел. Почему? Ну, ты придуриваешься. Запомни. Для человека, который ставит перед собой серьезные цели, репутация – это первое дело. Да, конечно, я понимаю. Мы, девушки из провинции, всегда бережем свое честное имя. Причем репутация окружающих людей не менее важна. Так что смотри у меня. Ну, Стас, ну что, я не понимаю, что ли, ничего? А это кто тут такой? Да, я друг Нюты. И хочу заметить, что у нас все серьезно. Ух ты, какой важный господин-то от горшка двовершка. Это на что ты тут намекаешь сидишь? Да нет, я не на что намекаю. Просто хочу сказать, что если кто-то захочет объединить Нюту, то будет иметь дело со мной. Так, Нюта, доченька, а зачем ты привела вот этого хама малолетнего сюда, а? Это не хам. Это мой друг. Ну, ничего себе друзья пошли. Он оскорбляет родную мать при дочери. А дочь ей не стесняется совсем. Между прочим, это я уговорил Нюту сюда прийти. Но теперь вижу, что зря. Вам только до себя дело есть, а на дочь вам наплевать. Да все с тобой понятно. Ты знаешь, зачем тебе дочь моя нужна? Квартирку хочешь захапать быстрее, да? Вот, видал, понятно тебе? Ясно все с вами. Не было у меня матери, и не надо. Пошли, Степ. Родители, утром поговорить не получилось. Слушай, поэтому я хочу вам сейчас сказать то, что я больше... Если это по поводу поступления, то тема закрыта. А вам не кажется, что вы слишком рано закрыли? Меня вы послушать не хотите? Мы уже все решили. Да вот именно, что это вы решили. Вы всегда за всех решаете. А мое мнение вас не интересует? Да это бред. Бред твое мнение. Вы мне рта не даете раскрыть. Да потому что ты маленькая, понимаешь, маленькая. Еще ничего не понимаешь. Мы тебя учим, потом спасибо скажешь. И правда, хватит в воду вступить, Талович. И делу сейчас занимайся. Да не буду я заниматься больше. Завалю я ваше ЕГЭ. С ума сошла? Что ты несешь? Получается, статы, пойду с девочками в Снегингу учиться. Да не смей при ней произносить даже это название. Сильно расстроилась? Если честно, немного. Правда, я сейчас в таком шопе, что ничего не соображаю. Знаешь, ты на нее не похожа. Даже не знаю. Врезать тебе сейчас или спасибо сказать? Тетенька, не бейте меня. Я буду вести себя хорошо. Ладно, на самом деле, больше не буду. Пойдем, я тебя провожу. Да нет, мне Виктору Львовичу надо сходить. И Людмиле Федоровне. Они уже извелись, наверное. Ты что, прямо сейчас собралась? Посмотри, какая темень. Ты представляешь, в каком мне сейчас состоянии? Думают, что я эту тетку выберу. Ну, ты знаешь, на их месте я бы не волновался. Они же ведь ее видели, знают, что она стоит. Все равно, на завтра нельзя откладывать. Они, наверное, сейчас с ума сходят. Надо сегодня сходить. Ну, тогда пойдем, провожу. Нечего одной по темноте шариться. Пошли. А дома? А, поздно придешь. А, очень. А, на дежурстве. Понятно. Ну, ладно, все хорошо. Да, пока. Стас, а что ты сегодня вечером делаешь? Да ничего особенного. Уроков немного задали. Да я их никогда не учусь, в школе запоминаю. Угу. Слушай, просто у меня сегодня родители вечером дома не будет. А так скучно одной. Ну, может, мы ко мне зайдем? Тебе. Интересно. Родители не будут. Угу. И что же мы будем делать? Ну, не, ну, как что? Ну, как все нормальные люди. Что там? Ну, кино посмотрим. Гульф попьем. Ну, все такое. Вот все такое? Меня особенно интересует. Ну, что ж, мадамазель, с удовольствием принимаю ваше приглашение. Тогда подождишь меня до конца работы. Скоро смена закончится. Договорились. Пока поработаю-то у вас. Как вы думаете, лунатики не опасны? А кто его знает? Вам рассказов объяснил? Да нет, я на него так набросила, что он до речи потерял. Ничего, сейчас все выясним. Ну, да. Осторожно посмотреть, спит он или нет. Дрыхнет без задних ног. Я же говорила, Враньева, зачем так обманывать? Тихо, тихо, не надо торопиться. Надо подождать часок, а вдруг он еще разгуляется. А что ждать-то? Он спит, как сурок. А может, лунатики не сразу ходят? Откуда вы знаете? А, правда? Ему нужно поглубже лоснуть. Чего вы предлагаете? Для чистоты эксперимента надо еще подождать. Да, конечно. Что, мы зря в засаде стояли? Может, пойдем ко мне чек попьем? Вот это правильно. Мы все равно ничего не теряем. Ребята, да ну почему так поздно? Одни. Это же опасно. Ну, подожди, Нюта, что случилось? Когда уже документы будут готовы? Я хочу домой, к маме и папе. Ниточка, если ты согласна, мы тоже. И ничего не помешает нам жить вместе. Вот именно, ничего. Подожди, но есть проблема. Я не тебе говорю. Это женщина, которая меня родила? Ну да, я это имел в виду. Ну и как же она? Да видела я эту матрешку. Она чужая мне. А моя настоящая семья – это вы. О, молодежь. Привет. Здрасте. Дядь Паша, а я вообще думала, что вы на дежурстве. Так, Надюх, ну надо же иногда отдыхать. Трудов-то праведных, а? А это, наверное, тот самый Стас, да? Надюха про тебя много рассказывала. Надеюсь, хорошего. Да уж не сомневайся. Давай садись, чаю выпьем. Надюха вообще мне не родная дочь, но живем мы дружно. Правда, Надюх? Да. Ну, расскажи о себе. Фамилия твоя Комаров, Надюха говорила, да? А отец у тебя кто? А это так важно? Он вообще-то не живет с нами. Это плохо. Это плохо, когда отца рядом нет. Особенно пацану. Ну, а так вообще он ничего? Семье помогает? Да не жалуемся. Он у меня мэн обеспеченный. Ну, крупный бизнес, все такое. Ну, и личность довольно известная. Вот что-то я не слыхал никогда про олигарха такого, про Комарова, ты уж извини. А, так у отца фамилия другая. Пономарев. Такого знаете? Пономарев. Как не знать Пономарев? Пономарев. А ты, значит, его сын, да? Так точно. Единственный неповторимый. Угу. Чай у меня хороший, замечательный. Правда, дорогющий. Из Индии. Урожай из самого асрама. Хм. Никогда не слышала. Ну, просто вы не фанатка. А я чай очень уважаю. Вот вы попробуйте, и ничего другого пить не станете. Надо же. Как интересно. Надо запомнить. Ой, как спать хочу. Ужасно. Я полночи не спала, все переживала, что там рассказов разведает. Ну, вы чайку-то попейте. Крепкий чай хорошо, если спать хочется. Говорят, даже лучше, чем кофе. Угу. Это точно. Правда, у меня к чаю ничего нет. С этими переживаниями про себя любимое совсем забыла. Ой, а у меня на кухне пирожки остались. Сейчас принесу, а то еще неизвестно, сколько нам тут сторожить. Я сейчас мигом. Ой, ой. Алло, Ань, извини, что так поздно. Женька, что случилось? Что у тебя с голосом? Слушай, мне очень срочно нужно с тобой поговорить. Слушай, а может, утром, а то я уже сплю? Ань, нет, утром нельзя. Это правда очень срочно. Жень, ты что, плачешь? Можно я к тебе приду? Если родители спят, то минут через десять, если нет, то чуть-чуть попозже. Просто не за что предки меня видят. Жень, ну, конечно, я тебя дождусь. Ты только там осторожней, ладно? Спасибо, я скоро приду. Так не хочется в детдом возвращаться. Ничего, скоро все изменится. Ты вообще забудешь это слово, я обещаю. Ну, что? Отобрали у матери родную дочь. И рады. Что вы здесь делаете? Доченька, ну, разве ты ко мне ничего не чувствуешь? Мы с тобой не чужие дочь. Да вы мне никто, я вас видеть не хочу. О, настроили уже, да? Ну, ничего, я этого так не оставлю. А я знаю, что вам нужно от моего ребенка квартирку хотим получить поскорее, да? Что вы себе позволяете ведите себя прилично. О, тихо, сговорились уже все. О, молодцы какие. О, шайга, лейга. Ухожу, ухожу. Я уйду сейчас, уйду. Я и все вернусь. У отца строительный бизнес, дом на Рублевке. Я обычно на выходных у него тусуюсь. Серьезный человек. Надюх, тебе повезло. Смотри, какой папаша солидный у твоего пацана. А и дом в Майами. Мы там летом отдыхаем. И вообще мы с отцом как друзья. Это правильно, правильно. Отец, он и опора, и надежда. Кто же тебя еще жизнь-то научит? Как тебе отец? Он мою любую проблему вообще на раз лишает. Вот так. У него вообще ничего невозможно. Дядь Паш, а я вот смотрю, у нас хлеба нет. Так может вы в магазин сходите, а? Куда на ночь глядя-то, а? Какой магазин? Вон печенье поешь. Слушай, а машина у него какая? А у него их три. Дядь Паш, ну это вот ближайший магазин закрыт, а там в конце улицы у нас есть круглосуточный. Ну на завтра хлеба нет, ну как же так? Вот и сходи сама. Я не могу, у меня гости. А мне поговорить надо. Стой, кто идет, стрелять буду. Петр Степанович? это вы? Фу, напугали. Я? А ты кто? Чего шляешься по ночам по госучреждению? Да Господь с вами, Петр Степанович, это же я, Любовь Кирилловна, повариха. Кто-то пирогами пахнет. Угу. Куда несете? Ну так это мы с Еленой Петровной решили чайку попить. Тогда я с вами. А вы почему не спите, а, Петр Степанович? Вот еще выдумали. Я на послу не сплю. Ну что, идем чай пить? Ну, конечно. Идемте, Петр Степанович. Елена Петровна обрадуется. Ты прости, что так вышло. Я не знала, что дядя Паша дома будет. Мама сказала, они на работе задержатся. Ну да, жаль, конечно. Но от отчим у тебя здравый мужик. Ладно, пойду. Давай. А Стасу у тебя ничего. Завидный хахаль. Со связями. Молодец, что познакомила. Я вообще-то его не для вас приглашала. Я думала, что вы на дежурстве будете. Так ты чего? С ним наединишь, что-то хотел остаться? Тогда было как-то, не знаю, намекнуть незаметно. Да я сто раз намекала. Только вы языками сцепились, слово не вставишь. Да ладно. Я знаю, что мне только моргни. Все на лету схватываю. А, ну и видно. Ну, не знаю, сказала бы, мол, дядя Паша, у нас картошка закончилась. Мол, сходите за картошкой. Я бы тут же и свалил. Надюха, ну, тебя всему учить надо. Елена Петровна, смотрите, кого я к вам привела. Петр Степанович, заходите. Присаживайтесь, Петр Степанович. Сейчас чайку попьем. С пирожками. Вот радость какая. Я люблю к Елене Петровне заходить. Всегда есть что-то вкусное. Это хорошо. Это разве хорошо? Вот женитесь на ней, и будет вам счастье. Разносолы каждый день. Я готов. Елена Петровна, женщина замечательная во всех отношениях. И я буду рада. Петр Степанович, мужчина солидный, серьезный. Мечтал, а не муж. Ой, как же у вас все хорошо складывается, а? Так женитесь поскорее. А летом в отпуск, свадебное путешествие. Семейная жизнь, это сплошной праздник. Давно мечтал об этом празднике. Хватит мечтать. Надо уже жить и радоваться. Правда, Елена Петровна? Правда. Я только об этом и думаю. Ну, вы тут поваркуйте, голубки, а я вам не буду мешать. Побежала. А то уже ночь на дворе. Меня уже дома заждались. Да. Ну и мамаша у тебя. Никогда в жизни ее не забуду. Не называй ее моей матерью. Даже слышать о ней не хочу. Прости, вырвалась. А знаешь, я сейчас только поняла, что я самый счастливый человек в мире. И у меня прекрасная жизнь. Ну, ты что, где, в детдоме, что ли? Ты шутишь? Да нет. Знаешь, вот говорят, что родители не выбирают. А я могу. Степ, спасибо тебе. В трудные моменты в моей жизни ты всегда был рядом. Пока. Женька, ну что случилось, а? Дома что-то? Ну, говори. Анька, я так больше не могу. Они меня за человека не считают. Они даже меня не понимают. Меня мама ударила. Как? За что? Поругались с ней за поступление. Я дома больше жить не могу. Женька, ну не плачь. Ну вот увидишь, она уже сто раз об этом пожалела. Сейчас придешь домой, она тебе прощения попросит. Ты чего? Ты ее не знаешь просто. Они теперь за мной следить будут, за школой провожать. Женька, а знаешь что? Оставайся у меня, а? Ну, живи, сколько влезет. Как? Это все равно на них не подействует. Ну, они хотя бы задумаются. Увидят, как тебе плохо и подумают. Давай, раздевайся, спать уже пора. Любовь, ты вообще в своем уме? Ты вообще знаешь, который час? Ну что ты раскричался, весь дом перебудешь? Все в порядке. Что все в порядке? За окном темно, я весь извелся, у нее все в порядке. Прости меня. Мне пришлось отключить мобильный телефон, чтобы нам не помешали. Это кому это нам? Успокойся. Все нормально, время провела не зря, свела-таки завхозиху с Петром. И что, ты хочешь сказать, что план удался? И что он прямо вот предложение что ли сделал? Практически. Оба заявили, что согласны, так что свадьба на нас, сын. Любаня. Ты просто удивительный человек, да? За что не возьмешься, все у тебя получается. Это точно. Так что, чувствую, лето будет жарким, придется потрудиться. Ну, а чего? Значит, у молодых свадьба на путешествие? Сама за ремонт в школе. Да, теперь мне прямая дорожка на место завхозихи. И буду трудиться на влагу нашей семьи. Ну, пойдем. Дедуль, спасибо, очень вкусно. Обожаю твой плов, хоть его и сто лет пришлось ждать. Слушай, Лен, а тот парень, с которым вы раньше дружили, вы что, опять с ним встречаетесь? С Гуцулом? Не, с чего ты взял? У него вообще другая девушка. Да. А мне показалось. Он вообще хороший мальчишка, да? Как ты думаешь? Хороший. Я иногда жалею, что у нас так получилось. Ну, может, вам еще раз попробовать? Дед, ну, что ты такое говоришь? Я же тебе не штангист, что у меня три подхода было. Да, если бы в жизни на все давалось три попытки, мы бы жили совсем в другом мире. Ладно, давай не будем о грустном. Сейчас, кстати, по радио его интервью будет. Включи, будь добр. Игорь, я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам в гости. You're welcome. Нашим слушателям очень понравилась ваша песня и всех заинтересовала история ее создания. Мы слышали, вы посвятили ее девушке, Да, ее зовут Лена. Постойте, а у меня информация, что ее имя Полина. Нет, на самом деле Лена. Кстати, она нас слушает. Можно я ей привет передам? Ленка, привет тебе. И дедушке твоему тоже привет. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Спрашивать должна. А в ее комнате пусто. И куртки в прихожей нет. Да. Ушла с утра пораньше. Интересно, когда? Я ничего не слышал. А дурное дело не хитрое. Собралась потихоньку и ушла в школу, пока мы спали. Характер она мне свой показывать будет. Ну, знаешь, я бы на ее месте тоже обиделся. Зря ты вчера все-таки. Ничего, ничего. На обиженных воду возит. Смотри, не перестарайся с воспитанием. Думаешь, она просто так в такую рань из дома ушла? Она нас видеть не хочет. Да просто стыдно. Вот и прячется. Ничего. Вернется, я с ней поговорю как следует. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. С дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы не бедом, а куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Всем доброе утро. Привет. Доброе утро. Давай шуруем и ваться и быстро за стол, а то гренки остывают. Сейчас я только Женьку позову. Жень! Жень, иди сюда! Ань, а у нас что, Женя в гостях? А когда она пришла, что-то я не заметила. Ну, вы уже спали, мы не хотели вас беспокоить. Доброе утро. Здрасте. Доброе утро, Женечка. Как же тебя родители так поздно отпустили? Ты же вчера пришла после 11, если я не ошибаюсь, а? Ну, мама не знает, что я здесь. Вот это новости. Как это не знают? Они что, не знают, что ты у нас ночевала? Жень, да ты что творишь? Они же, наверное, там переживают за тебя. С ума сходят, а? Нет, я с ними поругалась и ушла из дома. Они спать легали. А чего повздорили? Опять говорили о твоем светлом юридическом будущем? Да. Они вообще меня не слушают. Даже за человека не считают. Неправда. Они тебя очень любят и волнуются. И уж если сказали, что они сгоряча, то это не повод уходить из дому. А разве можно кричать на человека, унижать его, оскорблять? Так, стоп. Я знаю, твоих родителей это вполне нормальные люди. Повздорили, чего-то сказали сгоряча. С кем не бывает. Надо сейчас позвонить им и просто спокойно поговорить. Все уладится. Нет, вы только не вмешивайтесь, пожалуйста. Я лучше сама. Ладно, сама так сама. Слушай, вчера Надюхиного пацана видел. Гарный хлопец, скажу я тебе. Где видел-то? Где-где? В Караганде. Домой она его приводила. Ну и что меня не предупредила? Я блинов напекла. Так она и меня не предупредила. Представляешь, пришла с ним, а я дома торчу. Они ведь тут хотели Шуры-Муры развезти, а я помешал, представляешь? Паш, какая же ты бестолковка. Надо было свинтить по-быстрому из дома, чтобы дочь личную жизнь устраивала. Знаешь что, мне, может, тоже было интересно с человеком пообщаться. Да что тут интересного? Он тебе что, Петросян или Якубович? Пацан пацаном и есть. Не скажи. Знаешь, что у него отец? Ну? Пономарёв. Ну и кто это такой? Тёмный ты человек, Любовь Кирилловна. Пономарёва не знаешь. Легче сказать, чем он не владнеет, чем перечислить то, что у него есть. Значит, на Рублёвке два дома, на Майами три. Частный самолёт и машинштаба. Вон, Надюха, даёт, а? Вот именно даёт правильным пацанам. Ну ладно, в следующий раз повнимательнее буду. Свалю из дома куда-нибудь подальше. Вот мой, Наденький, с этим Стасиком всё получилось, а? С буршуями породнимся. Да, Любань, заживём на Рублёвке. Свежий воздух, сосны, кабриолеты открытые, а? Да что, я сосен, что ли, не видела? Нафига мне эта деревня? Сама ты деревня. Рублёвка – это государство в государстве. Привет. Что? Поговорила с родителями? Да. Что, плохо совсем? Пёрлись, как бараны. Говорят, не позволит мне портить моё будущее. Ну, а ты чего? А я сказала, что я назло завалю ЕГЭ, и тогда мама меня ударила. Ударила? Как ударила? Да, дала мне пощёчины. Первый раз. Надеюсь, что последний. Видеть их больше не хочу. Я дождалась, пока они уснут, и сбежала к Ане. Ой, Жень, что ж ты наделала-то, а? Я, что ли, виновата? Ты мне советовал с ними всё обсудить. Да в том-то и дело, Жень, что обсудить, а не ультиматуму ставить. Нужно было спокойно сесть и сказать, что я не хочу всю жизнь за бумажками просидеть. А ты всё испортила. Отлично. Я ещё и виновата. Я полночи ревела, ждала утра, чтобы тебе всё рассказать, а ты ещё и за родителей. Да не за родителей я. За здравый смысл. Я думала, ты мне друг. Жень, конечно. А кто тебе ещё скажет, что ты совсем одурела? Ах, я ещё и дура. Знаешь что, иди-ка ты со своим здравым смыслом. И с моими родителями. Слушай, Алёхина, ну только на мне злость свою не надо срывать. Никто на тебя ничего не срывает. Просто я в тебя действительно разочаровалась. Да тебе просто правду слышать неохота. Посмотрите на неё. Маленькая девочка. На маму она обиделась. Слушай, пошёл ты. Елена Петровна, доброе утро. Какое ж оно доброе. Шею свело, поясницу прищемило. Батюшки, что случилось? Случилось. С вами тоже бы случилось, если бы всю ночь на стуле проспали. Подруга называется, не могли разбудить? Сказали бы, Елена Петровна, засада отменяется, идите спать домой. Что значит разбудить? Что значит отменяется? Да вы чай пить собирались, когда я уходила. Вы что, городец-то? Какой чай? Индийский. С пирожками и с Петром Степановичем, с дядей Петей. Да вы что несёте-то? Какие ещё пирожки с дядей Петей? Да как, какие? К вам вчера Пётр Степанович на огонёк заглянул. Ну вот я и свинтила по-быстрому, чтобы не мешать. Не помню. Ничего не помню. И как жениться на вас решил? Тоже не помните? Жениться? Куцул. Привет. Ну ты вчера отжёг. Ты о чём? На радио. Прикольно пошутил, что песня мне посвящена. Или это ты типа мне так привет передал? Да я вообще-то не шутил. Я в кафе тебе об этом говорил ещё, помнишь? Куцул, хватит, не смешно. Я реально тебе её посвятил, когда мы ещё вместе с тобой были. Понимаешь? А вчера просто решил, чтобы все узнали, кто на самом деле меня вдохновил. Ну, неожиданно. Спасибо. А что это вдруг ты решил расколоться? Потому что Зеленовы разошлись? Причём тут Зеленова? Просто время пришло, понимаешь? Ещё, когда мы вчера с тобой после уроков во дворе болтали, я ещё кое о чём тебя спросил. О чём? Ну, о том, что когда мы были вместе, нам было хорошо. И что ты тоже иногда об этом думаешь. Ну, да, нам с тобой было весело. Ну, почему было? Я и сейчас вполне могу веселить. Лен, давай общаться, как раньше. Ну, по-дружески. Мне без тебя плохо. Ну, давай. Я тоже по тебе скучала. Ну, что ж. Кажется, все бумаги в норме, осталось только расписаться. На всех экземплярах? Да. Антонина Григорьевна, мы вам так благодарны. Вы думали, оформление займёт гораздо больше времени. Ну, так оно обычно и бывает. Ну, сами понимаете, мы не можем передать ребёнка непроверенным людям. Но в вашем случае хлопотали всем миром. Из Министерства образования позвонили и в органы опеки нужным людям просигналили. Большое вам спасибо. Мне не за что. Вы вот Николая Павловича благодарите. Ну, и к тому же вы оба педагоги. Это тоже сыграло свою роль. Ну, вот, смотрите, все бумаги подписали. Скажите, а мы мюточку можем сегодня забрать? Хорошо бы, но осталась одна маленькая формальность. В органах опеки регистрацию провести нужно. Жалко как. А мы вот комнату подготовили. Я торт испекла. А, знаете что, давайте так, я закончу оформление сегодня, а вы девочку заберёте завтра утром. Ну, а порадовать вы её можете прямо сейчас. Люся, действительно? Да. Мы пойдём. Спасибо вам огромное. Ну, что вам. Благодарим вас, до свидания. Удачи. Всего доброго. Ну, что, твой мириться к тебе ещё не подвалил? Да нет, рабеет мальчик. Ну, ничего страшного. Так уж и быть, помогу ему. Пусть подойдёт и сам попросит прощения. Слушай, а может, он того решил, умерла, так умерла. Ты что, дура? Чего это я умерла? Ну, так говорится. Может, он и не собирается с тобой умереться. Оль, перестань. Я, конечно, понимаю, что Гуцул простой парень, но он же не дурак. Понимаешь, такие, как я, на дороге не валяются. Вот. И я про то же говорю. Может, ты для него слишком хорошая? Перестань, Оль, ты ничего не понимаешь в мужиках. Сегодня же он будет бегать до мной, как собачка. Да ну, конечно. Пару слов, сказанные в нужное время, в нужном месте, и он снова мой. Доброго утречка, Петр Степанович. Как отдежурили? Доброе утро. На обверенном мне объекте никаких происшествий не зафиксировано. Значит, ночь прошла спокойно. Ага. Я, честно говоря, не знаю. Спал, как с уроком. Что, всю ночь проспали? Ничего не помните, ничего не видели? Нет. Да я вечером вырубился, только сейчас вот в себя пришел. А вы почему спрашиваете-то? Да так. Говорят, буря сегодня магнитные. Вот я, например, глаз не замкнула. Что вы говорите? Думаете, в буре в дело? А что такое? Странность какая-то, Любовь Кирилловна. Дело в том, что я всегда просыпаюсь и первым делом, вот проснулся, сразу за бутерброд хватаюсь. А тут просыпаюсь, как будто сытый. С сытым выходит, проснулись. Ну да, как будто всю ночь пирожки трескал. Думаете, в бурях дело? Не знаю, Петр Степанович, вообще уже ничего не знаю. Не похоже на меня. Но не могу я просыпаться сытым. А вы точно ничего не помните. Ну, может, ночью ходили куда-нибудь, там, разговаривали с кем-нибудь. Вы что это, Любовь Кирилловна? Думаете, что я лунатик, что ли? Нет, так странно, знаете, как-то. И волки сытые, и овцы целы. Какие овцы? Да есть там одна овца. Ладно, пойду посмотрю, как там она. Лен, слушай, а можно я с тобой сяду? Валяй. Наташ, ты не против? Не против. Так, сели, сели все, угомонились. Угомонились. Сегодня, тихо, вы должны будете продемонстрировать мне ваши знания по стереометрии. Пишем контрольную на два варианта. О, Гуцулов уже подсуетился, пересел на другое место. Игорь, ты что думаешь, что второй вариант легче первого? Да нет, я так не думаю, просто я не законтрольный, я вообще насовсем пересел. Насовсем? Ну ладно, если Кулемина или Патова не возражают. Нет, мы не возражаем. Хорошо, от переменной мест слагаемых сумма не меняется. Да, это в математике не меняется. В жизни все совсем наоборот. ты знаешь, Игорь, здесь я с тобой соглашусь. Ну ладно, перейдем к контрольной. Пожалуйста, раздайте кратки. Ну что? Помнит Петр Степанович, как со мной чей гонял? Ничего он не помнит. Говорит, спал всю ночь, как убитый. Ну вот, и я спала. Так что, Любовь Кирилловна, это вам все причудилось? Наверное, причудилось. О, а тарелочка эта тоже мне причудилась. А? Да что тарелочка-то? Тарелочка в самом деле, что я только я у себя такую не помню. Откуда она взялась? А я вам сейчас скажу, откуда. На ней пирожки лежали. Какие пирожки? С яблоками. Вот и крошки на тарелке. И вот чашки две чай выпили. Вот видите, все грязные. А на одной ваша помада. А? Так кому это из нас что причудилось? Помада моя. И чай мой. Сама заваривала. Господи, да неужели ж вы ничего не помните? Чувашеньки. О-о-о. Так вы, это самое со мной было? Какая была? Да лунать тебе всю ночь. А утром ничего не помните. Ни как чай пили, ни как пирожки трескали. Батюшки, горе-то какое. А что горевать-то? Так кто ж теперь меня такую богу замуж-то возьмет? Женихи-то все разбегутся и испугаются. Но один-то точно не испугается. Он с вами всю ночь лунатил, не помнит ничего. Значит, Петр Степанович вправду сам нам был. да еще какой. Вот так Варочка. Тракторист надоярочка. Редан. Софья Сергеевна, можно к вам? Брянслав Николаевич. Ну что, примемся сегодня за аргентинское танго? Нет, я бы хотел вас попросить ненадолго отложить наше занятие. А что, вам надоело? Нет, что вы, Софья Сергеевна, вы прекрасный педагог, и я только вошел во вкус ритма и пластики, но у меня появилась другая идея. Так, на этот раз вы хотите научиться петь для Светочки серенады? Ну, почти. Это действительно касается Светочки, но серенады это так несовременно, к тому же со слухом у меня не очень. Вот я, собственно, как раз хотел поделиться с вами своими дерзкими планами. Делитесь, что за идея? Понимаете, Степнов привлек внимание Светочки на чаплице действовать. Женщина склонна влюбляться в актеров. Вы хотите заняться актерским мастерством? В некотором роде. Я хотел поставить спектакль. Ну, точнее всего одну сцену из спектакля Гамлета Шекспира. Какую сцену вы хотите поставить? Монолог Гамлета или сцену на кладбище? Нет, я хочу поставить финальную схватку Гамлета с Лаэртом, и поэтому мне очень нужен партнер. Так возьмите, рассказываю. У него живость, темперамент, Софья Сергеевна, это невозможно. Игорь Ильич, понимаете ли, по ту сторону баррикад. Он дружен со Степновым. Глупости. Ради искусства и Светланы он бы пошел на это. Ну, или я бы его об этом попросила. Как следует. Софья Сергеевна, вы мой ангел-хранитель. Петр Степанович, я должна вам кое в чем признаться. Дело в том, что я лунатик. Со мной было. Что вы говорите? Как интересно. Значит, вы от лунных фаз зависите? На утро ничего не помните, да? Я не знаю. Я недавно лунатик. Елена Петровна, а я давно признаюсь вам как товарищу по несчастью. Но я не хотел бы, чтобы этот факт получил огласку. Понимаете? Почему? Неужели вы стыдитесь? Ну, конечно, стыжусь. Охранник, лунатик, это же куром на смех. Что в этом смешного? Да не скажите. Елена Петровна, я однажды полуголым в подъезде троллей посетал три часа. соседку до смерти напугал. Но это еще не самое страшное. Однажды я абсолютно... Страсти-то какие. Ого. Так что, если кто узнает, мне не жить. Ну, во-первых, вы сами понимаете, уважения никакого. Ну, во-вторых, жениться не смогу. Стыдно. Мне-то вы сказали, значит, доверяете. Елена Петровна, вам я сказал, как лунатик лунатику. Значит, все-таки, наверное, возможно наше совместное счастье. Это вот сейчас вы мне про женитьбу намекаете, да? Думать забудьте. Ни за что. Почему? Нам лунатиком жениться нельзя. Елена Петровна, это же опасно для жизни. Ну, как там мой гуцульчик? Гуцульчик твой пересел к Улеминой и ворковал с ней довольный, как слон. Ну, может быть, он списать у нее хотел? Да вряд ли. Его Борзова в этом заподозрила, а он ей я сюда навсегда пересел. Вот сволочь, а. Ты знаешь, по ходу дела он специально на меня наехал, чтобы со мной поссориться и вернуться к этой Кулеминой. Да ну, парень, нафига ему Кулемина? Хотя нет, ты знаешь, я думаю, что это она специально начала проявлять к нему активность. Ты подумай, конечно, такого парня упустила, поет, по телеку снимается, вот она и решила его вернуть. Все, война Кулеминой, пойдешь ей морду царапать. Ага, разбежалась, буду я из-за Кулеминой себе маникюр порчить. Правильно, к тому же Кулеминой кикбоксингом занималась, с ней драться себе дороже. Вот именно, умные девушки до драки не опустятся, у нас есть оружие пострашнее. Знаешь, злой язык, похлеще пистолетов. Как так? А вот там, ну, представьте себе, поженились мы с вами, живем замечательно, откушали мы с вами вечернего чаю, ну, и в постельку засыпаем. И тут мне приходит в голову мысль по карнизам пройтись. Ну, вы, конечно, составите мне компанию, так ведь? Ну, идем мы с вами по карнизу вдвоем. Тишина. Ночь, луна светит. Как романтично. Травмоопасно, Елена Петровна. Почему? Ну, хорошо, Елена Петровна, идем мы с вами по карнизу, и тут вам приходит мысль в голову, крикнут мне, Петя посуду помыл? Да, Елена Петровна, я, конечно, весь просыпаюсь и о землю шмяк. Спасибо вам, Елена Петровна. Нас, лунатиков, будить нельзя, все знают. А что ж теперь делать-то? Выход только один, жениться на нормальных, чтобы они нас на карниз не пускали гулять. Ну, и тут есть нюанс. Какой? Я нормальным людям о своем лунатизме признаваться не буду. Стесняюсь. А что ж получается? На лунатиках жениться опасно, на нормальных стыдно. Получается, Елена Петровна, замкнутый круг. Я? Шекспира? Да вы что? Я даже колобкам не смог сыграть. А я говорю, сможешь. Нет, ну, колобка еще, наверное, смогу. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Браво, Игорь Ильич, шедеврально. Только не надо, вот, грубые лести. Игорь, ну ты правда, очень артистичен. А потом подумай, это такая яркая и сложенная роль, как там, Ярослав Николаевич, прочтить что-нибудь. И поделом сам приготовил он отраву эту. Простим друг друга, благородный Гамлет. Смерть моего отца. Твоя же на меня да не падет. Знаете, я, пожалуй, не смогу все это запомнить. У меня с детства были проблемы с запоминанием текста, даже четверку в аттестате по литературе в связи с этим. Игорь Ильич, это же стихи, их просто запомнить. Игорь, ну у тебя непременно получится. Нет, Гамлета я сыграть не смогу. Елена Петровна, что это вы тут сырость разводите, а? Петр Степанович сказал, что я его потащу на карниз и мы разобьемся. Что, что? А ну-ка говорите, что у вас там опять? Он сказал, что нужно жениться на нормальных. Так, понятно. Клиент соскочил. Значит, свадьба отменяется, я вас правильно поняла? Да. Ну и замечательно. И в гробу мы этого дядю Петю видели. На карнизе в белых тапочках. Вам легко говорить. Я замуж хочу. Да никуда ваш замуж не денется. Приступаем к плану Б. Какому плану Б? Про дядю Петю забываем, на дядю Петю забиваем. Да вы что думаете? Один ваш вахтер в жениха ходит. Да на такую завидную невесту мужики толпами бросаться будут. Да подождите, при чем здесь Гамлет? Гамлета буду играть я, а ты будешь играть Лаэрта. О, да, а может я хочу сыграть именно Гамлета. наш сын одержит верх. Он толст и трудно дышит. Вот Гамлет мой платок, утри свое лицо. Толст и трудно дышит. Да, это не моя фактура. Да, но сила моего героя не в физическом превосходстве, а совсем в другом. И это я смогу показать со сцены. Игорь, миленький, ну соглашайся, я так хочу видеть тебя на сцене. Только представь себе эти сражения, рапиры, схватки, эмоции. Мм, сражения? Ха, рапиры? Что, ей оружие дадут? Хм, я согласен. Только я не помню, а кого из нас убьют? Обоих. А, а, а где вы возьмете рапиры? Точно! Вот я растяпать, тюфяк, балбес! Нам же нужны рапиры или шпаги, этот реквизит, костюмы. Фу, как же я мог забыть? Спокойно, оружие я вам достану. У моего деда в кабинете на стене висят старинные шпаги. О, то, что нужно. Да, еще у меня подруга костюмером в театре работает, так что симпатичненькие панталоны и бархатные камзолы я вам тоже обеспечу. А можно я вместо панталона надену джинсы? Нет, ради искусства и Светочки придется потерпеть. Ну что, на сладенькое потянуло, да? Зеленова, ты че? Ты дуру-то не включай. Ты думаешь, если мы с Гуцулом поцапались, можно чужого парня кадрить? Ты посмотри, куда ты с своим свиным рылом суешься. На что ты надеешься? Я пока надеюсь на то, что ты прекратишь орать, плеваться и свалишь отсюда по-хорошему. По-хорошему или по-плохому это будет видно. А я знаешь, что хочу тебе сказать? Гуцул с тобой общается. Просто мне назло, у нас с ним все серьезно. Серьезно? Да, а ты как думала? Посмотри, чувак вкалывает днем и ночью, подарки мне дарит. И между прочим, песни написал. Какую песню? Весна? Да, Весна. Ту, которую он для меня написал, когда мы были вместе. Ты гонишь. Это ты гонишь, Зеленова, и аппетит мне портишь. Не веришь? У Гуцула спроси. Сделай должение, свали с горизонта. Нюта, деточка моя, у нас все получилось. Ну что, идем домой? Да, сегодня вечером, ты собираешь свои вещи, попрощайся с ребятами, завтра утром и мы поможем тебе переехать. Так здорово, значит, я последний раз там ночью. Да, да, самый-самый последний. Девчонки, устраиваем пир на весь мир. Домой? Да, теперь у тебя есть свой дом. А можно я друга позову? Он так за меня рад будет. Да хоть весь класс. Да не, зачем мне весь класс. Я только Степку позову. Нет, не надо нас спрашивать. Ты можешь звать, кого хочешь. Это твой дом. Даже не верится. Ну что, Гуцу, когда еще жить-то будем? Долго и счастливо. Как начитный человек к тебе гонит. И умрем в один день, да? Ну, умирать в планах не стоит. Какие мы оптимисты, да? А я вот слышала, что ты кулемин начал подкатывать. Мелковато, Гуцу. Понимаешь, она же просто тупая швабра. Ой, фу, Полина, ну как грубо, особенно для такой красивой девушки, как ты. Зато правда. Между прочим, это белобрысы ходят и всем говорят, что ты для нее весну написал. Ну, правильно говорит. Так и есть. Подожди, а как же этот вечер? Получается, что ты мне наврал? Да, прости, так вышло. Не знаю, на меня нашло. А я вот думала, что это нашло, называется влюбился. Ну, я тоже так думал, но потом понял, что зря на тебя столько сил потратил. Силы много потратил, бедненький, не надорвался? Ну, конечно, можешь меня обвинять, имеешь право. Угу, спасибо. Я вот знаешь, только одного не пойму, а что ты вкалывал-то днем и ночью? Ну, я просто не понимал тогда, что нам не суждено с тобой вместе быть и пытался тебя удержать. Подожди, подожди, а вот эта свеча на столе, вечер, музыка, то есть, получается, весь этот спектакль был только для того, чтобы затащить меня в койку? Ну, типа того. Тебе же тоже понравилось, разве нет? Козел-то гудсул, понял? Просто мразь. Привет. О, привет, Стасик. Ну что, идем? Идем. Нам нужно классный рэп написать. Вот буду смотреть на тебя и вдохновляться. Ну, что ты говоришь? Тоже мне вдохновлял, понашел. Ну, а что, выглядишь ты просто супер. Глаза аж светятся. Это они от счастья светятся. Я же до сих пор не могу поверить, что ты со мной. Нашла счастье кусок. Правда? Да кто я до этого была? Так, простая лохушка из Сизына. А теперь девушка московского рэпера талантливого, симпатичного. Засмущаюсь. Не наговаривай на себя, никогда-то лохушка не была. Да и стал бы я с дурочкой общаться. Ну что, ты своим звонила сегодня? Нет. Не хочу с ним разговаривать. Зря это так. Они, наверное, волнуются, переживают. Да и пусть переживают. Слушай, можно я сегодня опять у тебя переночую? Ну, можно, наверное. Только ты учти, мама с папой опять к тебе лезть начнут. Ну, чтобы ты со своими помирилась. Да и пусть лезут. Твои родители по сравнению с моими просто ангелы. Слушай, Анька, может быть, они мне разрешат у тебя пожить немного? Пожить? А ты что, с родителями мириться вообще не собираешься? Не знаю я. Видела бы ты лицо моей мамы перед тем, как она меня ударила. Не смогу я ее простить. Да и не хочу, понимаешь? О, наверное, мамочка звонит. Заметила, видимо, что я дома не ночевала. Или нотации читать некому, или по лицу съездить. Не буду я трубку брать. Пусть что хотят, ты и думай. Коля, Коленька, а где Женя? Она сегодня в школе была. Здрасте, тетя Лиза. Да, в школе была. А сейчас либо домой пошла, либо к Ане Прокопе. Мы поссорились с ней вчера. А сегодня она трубку не берет и ушла из дома ни свет, ни заря. Да она не сегодня ушла. Она еще вчера ушла. Ночью. И ночевала у Ани дома. И сказала, что раз вы ее не понимаете, то она вообще из дома уйдет навсегда. Господи, Коля, неужели это правда? Тетя Лиза, хотите честно? Ну? Мне самому эта история не нравится. Женя не права. Да и вы тоже не правы, что ее прессуете. Мы даже с ней сегодня поругались из-за этого. Но я все-таки считаю, что с родителями так нельзя. Поэтому пришел к вам правду рассказать. Спасибо тебе, мой родной. А что же делать-то теперь, а? Поговорите с ней еще раз. Она наверняка сегодня опять в Рокопе вам ушла. Могли вы, кстати, и сами догадаться. А ты семейка. Сбили-таки девчонку с понталыку. Ну что, где клиенты? На работе поди еще. Мы что, тут до вечера будем торчать? Что до вечера-то? Они учителями работают, а учителя рано с работы возвращаются. Где рано? Шестой час. Я с утра сухой. Короче, ты здесь торчи, карауль. А я пивка накачиваю. Васька, Васька, идут. Слышь, идут, идут. Вон, видишь, идут. Слушай, только их там это, целый выводок. И дочка моя с ними. Нам при дочери нельзя эти разборки учинять. Вась, давай еще немножко подождем, ага? Что, еще ждать? Да черт ты, лысый, ты, короче, здесь сиди, я пошел. За пивосиком. Стоять, я сказала. Ты что, не соображаешь, какая карта разыгрывается? Не три рубля на кону стоять. Сиди, не переломишься. Пожалуйста. Мам, пап, привет. Привет, девчонки, давайте руки мыть быстро к столу. Мам, пап, а ничего, если Женька у нас немножко поживет, ладно? Так, значит, с родителями не помирилась? Нет, они все равно меня не поймут. Женечка, я к тебе очень хорошо отношусь, но остаться у нас не разрешаю. Ну, мам. И не ной, и не проси. Это неправильно. Я категорически против. Дети должны жить со своими родителями. Тем более, уйти из дому, не разобравшись, не поговорив. Нет. Так. Так, Евгения, шагом марш, одеваться, мы идем домой. А вам, дорогие мои, должно быть стыдно? Мы же извелись и сдергались. Как же вам не стыдно ребенка от родителей прятать? Так, подождите, подождите, вы взволнованы, мы это понимаем, но это еще не повод обвинять нас, черт знает в чем. Да никто от вас вашу жену не прятал. Вон мы ее уговариваем, пинками домой выгоняем, идти не хочет. Ну, мы как-нибудь сами разберемся с нашей дочерью, чего она хочет, а чего нет. Ну, вот и доразбирались. Да она уже взрослый человек, в конце-то концов, пора это понять. Ира опять-то за свое. Ну, хватит лезть в нашу семью. Ну, мы сами разберемся. Задурили девчонке голову? Она из-за вас из дома ушла. Из-за нас? Из-за вас. Это уже слишком. Женя ушла из дома, потому что ей там плохо, потому что вы на нее давите. Слышишь, как заговорили, а? Глаза одно, за глаза другое, но и семья. Двуличные, жестокие люди. Это же просто отвратительно. Мам, да прекрати. Аня, родители здесь ни при чем. Я сама из дома. А тебе вообще никто слова не давал. Живо деваться. Дома поговорим. Здрасте. О, юные дарования явились. Ну что, звезды, готовы ко всемирной славе? Всегда готовы. Молодец. Люблю бойких мальчиков. Текст принес? Как договаривались. Мы его с Надей вместе писали. Да хоть с Зиной. Лишь бы форматный был. Дикая пати, прикид будет. Кстати, кульная маза, найдете все сразу. Угу. Уважуха, респект. Рекламный проспект. Ну как, потянет? Еще как. Уважуха тебе, Стасян. Иди переодевайся. А вы, девушка, подождите его пока здесь. У нас в кадре только читающий мальчик. Подождите, мы, кажется, вместе должны сниматься. Ну, концепция изменилась. В рекламе такое часто бывает. Малыши. Ладно, Стас, ты иди, а я тебя подожду. Нет уж. Мы кастинг вместе проходили. Вот и сниматься будем вместе. Как договаривались? Ай-яй-яй. Какой невнимательный малыш. Я тебе еще раз говорю. Иди на грим. Работать в кадре будешь один. Один сниматься я не буду. Извините. Пойдем. Счастливо оставаться, малыш. Йоу. Вот что бывает, мои дорогие, когда лезешь в чужой монастырь со своим уставом. Обидно, что и не лезли никуда. Угу. Ну, чего. Пусть теперь со своей дочкой сами разбираются. Бедная Женька, ей сейчас так достанется. Да уж. Так просто. Они от нее теперь не отстанут. Так что, Анюта, объясни все девчонкам. Видимо, вам надо будет новую клавишницу искать. Ты чего? Мы без Женьки никуда. Да ты пойми, добром эта история все равно не закончится. Ну, хорошо. А слушается Женя родителей. Поступит она в Снегинку. Только представь, во что ее жизнь превратится. Да сожрут они ее вместе с нотами. Вот именно. Что же это такое, а? Ну, только у нас все налаживаться началось, а? Ну, как вот мы теперь без Женьки? Ну, другую клавишницу искать, это же предательство. Ну, не придумывай, пожалуйста, Ань. Как дружили, так и будете дружить. Ну, только играть вместе не будете. Вот так, значит, теперь проблемы решаем, да? Из дома к подруге убегаем. Жень, я понимаю, я погорячилась вчера, была неправа. Ты меня прости. Да ты несла такое околесице, что моих сил терпеть это не было. Сниматься любимым делом это околесице? Вы мне всю жизнь испортили. Что? То. Зачем мы пошли к Аниным родителям и начали там скандалить? Как я теперь им в глаза смотреть буду? Да никак не смотреть. Ты к ним теперь шагу не сделаешь. Женя, я запрещаю. Да, папа прав. У вас, Аня, теперь разные дороги. У нее своя, у тебя своя. Да не моя эта дорога. Дорога на каторгу. И вы меня туда пихаете в кандалах из этого вашего уголовного кодекса. Хорошо, кстати, говоришь. Красноречиво. На занятиях по ораторскому искусству пригодится. А теперь давай-ка за учебники. Два дня не занималась. А еще лучше спать. Утро вечера мудренее. И чтобы никаких глупостей. И вот решила я пирог испечь. Сто лет ничего подобного не готовила и забыла все напрочь. Перепутала пропорции. Приготовила тесто на целую рот. Значит, значит, я его в кастрюлю уминаю. Оно лезет и лезет. Лезет и лезет. А, извиняюсь. Алло. Ммм, привет, дорогая. Как ты там? Нет. Все дома. Да, мы все дома. Хорошо, передаю. Тебя. Меня? Алло. Привет. Ух ты. Хорошо. Ладно, да. До свидания. У меня сестра есть. Ну, Рина, конечно, постарше будет. Но я думаю, вы поладите. Она меня к себе в гости на лето пригласила. Раз приглашает, надо ехать. Там здорово. Диснейленд. А где она живет? В Америке. Ого. Ого. Любань, ты что такая? Не узнать тебя. Задумчивая какая-то. Задумаешься тут. Извели меня эти дяди Пети. Сил моих нет. А что такое? Да никак не срастается у меня их свадьба. Ничего не получается. Да ладно, что-нибудь придумаешь. А я уже придумала, Пашечка. Теперь дело за тобой. А я-то здесь при чем? Охмурею. Кого? За входику? Ты что, обалдела? Я столько не выпью. Иду, да поснись ты, Боров. Я тебе говорила, не пей. Да не шутерись ты, мать. Че ты? Все нормально. Так, короче, пасем вот. Все, пасем. Сейчас они нютку проводят. А на обратной дороге ты этого мужика ссапаешь. Ясно? Там место хорошее возле детского дома. Тихо и спокойно. Вот это хорошо. А то здесь побазарить по-хорошему не дадут. Запалят. Ты только это пожестче с ним. Ясно? Кончи трещать. Айда за ними. Пошли. Слышь, Стас, а ты на меня не сердишься? Ты чего это вдруг? Ну, что съемка из-за меня сорвалась? Знаете, съемка сорвалась из-за этих уродов, которые говорят одно, делают другое. Думают вообще третье. Ты здесь ни при чем. Просто я не захотел сниматься без своей девушки. Вот и все. Ради меня никто еще так не поступал. Слушай. А давай в кафе пойдем? Это кафе закрыто давно. Ну и что? Нам никто и не нужен. Посидим, поболтаем. Ну, пойдем. Поболтаем. План у меня такой. Подваливаешь ты к Петровне. Так, мол, и так люблю не могу. А да? А она глазками хлоп-хлоп. А как же Люба? А ты была Люба, да вся вышла. Одна ты у меня, Елена Петровна. Любовь и надежда осталась. Тут она и растает. Ну, а я? А ты ее цап. И уговариваешь жениться. Понарошку. А потом увозишь куда-нибудь в свадебное путешествие. Куда? Да куда-нибудь подальше. А там говоришь, все, жениться я передумал. У меня другая. И сваливаешь по-быстренькому. Ну что, слезы, скандал. И завхозих остается страдать на чужбине. Так, а ты? А я на ее место быстро прыг. И в должности залхоза. Пытаюсь понравиться изо всех сил директору. Ты смотри, понравится директору. Я ж, наверное, ревную. Паша, я ж тебе не ревную к Петровне. Потому что я тебе доверяю. И ты мне верь. Любань, ну ты придумала чистый сериал. Потому что ты у меня талантливый. И не в таких сериалах сыграть сможешь. За тебя, любимый. Кто здесь? А мы... А ты что здесь делаешь? Я тут сплю. Жень, а ты что, из дома выперешь, что ли? Не ваше дело. А вы что здесь делаете? А я... Я телефон забыла. Где-то вот здесь вот... А, вот он. А ключи у вас откуда? У официантов всегда есть ключи. На всякий случай. А у тебя откуда? Я у мамы стащила. Вы только не говорите никому, ладно? Да мне это какое дело. Твои родители. Ты с ними разбирайся. Я с ними больше разбираться не буду. Я из дома ушла. Степа, по-моему, она тебе нравится. Да, она всем нравится. А мне особенно. Вы не против, если мы будем дружить? Ну, а чего там противиться? Дружба-то прекрасна. Ну, мало ли, про меня слухи ходят, что я оторван. Степа, я слухам не верю. Я больше людям верю. А ты мне нравишься. Папаша. Перетереть надо. Ну? Ну, слушай, Чмо, тебе русским языком сказали, оставь юнчиху в покое. Извините, но мне кажется, что вы меня с кем-то перепутали. Я не знаю, никакой юнчих. Кончай дурачка включай. Девчонка эта Аня. Она тебе кто? Она тебе не дочь. Ты ей никто. У нее своя мамаша имеется. Родная. Понял? Виктор Львович, все нормально? Да-да-да. А ты сявка не вякай, когда взрослые дядьки базарят. Ну, старичок, ты меня понял? Извините, не совсем. Не, ну я устал порожняки от тебя слышать. Ты что, хочешь, чтобы с тобой по-другому поговорили? Ну, давай по-другому с тобой поговорим. Что ты? Ты что, скотина? Я тебя порезаю. Обломно. Да. Я уже настроился на серьезный разговор с тобой. Да мышь наговоримся, Стас. Все будет. А ты приходи ко мне завтра. Я родителям скажу, чтобы они куда-нибудь свалили. Ага, конечно. Так они прям тебе и свалили сразу. Ну, а что? Куда они денутся? Я тебя буду завтра ждать. Да вы что, сволочи, наделали, а? Человека убили, покалечили. Это мы ему так для начала. Ты что, Анна Лидовна? Ты угрожаешь ты еще, а? А я вам не угрожаю. Дружочек ваш, меня ножиком порезают. А пера приедут, повяжут. А это уголовочка. Так, а я и знать ничего не знаю. Ни сном, ни духом не знаю ничего. Вы не суетитесь, не суетитесь. Я в травмпункт схожу, а свидетельственное сделаю. А заявлять пока не буду. Еще раз сунетесь, заявлю. Понятно? Ну что, парень, сейчас... Лежать! Слушай, мальчик. Вася! Вася, вставай, Вася! Ты что, не слышал, курсы? Сказали лежать, значит, лежать! Ты что? Давай Женьку на ночь поцелуем? Да и помириться уже давно пора. А то мне тошно, когда она дуется на нас. Смотри, свет не горит. Неужели уже спать улеглась? Жень, ты спишь? А я здесь нет. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и ночка. Никогда бы не подумал, что буду искать свою дочь с милицией. Да от них никакого толку. Сколько времени в отделении просидели, а результат? Так ничего и не узнали? Ну, надо было что-то делать. Не могли же мы спокойно лечь спать. Не могли. Ну, где ее теперь искать, Вов? Ну, куда она могла пойти? Давай немножко передохнем и спокойно подумаем. Я не могу спокойно. Вдруг с ней что-то случилось. Я тут сижу, отдыхаю спокойно. Это кафе еще. Вов, ну что с кафе делать? Мы про него совсем забыли. Лиз, успокойся. Объявим сегодня выходной. Надо будет сотрудников предупредить. Слушай, а ключи от кафе у тебя? Нет. Ты же вчера закрывала. Ключи нет. Приехали. Вов, я знаю, где Женька. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. С дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы не ведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, Но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, Но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Ну, теперь это твой родной дом. А это ключи от твоей квартиры. Может быть, что-нибудь еще нужно? Хочешь, мы перестановку сделаем? Обои переклеим? Нет, нет, мне здесь так нравится. Ну, нам окажется, что все необходимое для тебя здесь есть. Ну, если чего-то не хватает, ты скажи, не стесняйся. Да я всю жизнь в детдоме прожила, у меня никогда ничего своего не было. А теперь у меня целая комната. Это самая лучшая в мире комната. А хочешь, сегодня останемся дома? А как же школа? А что школа? Отдохни сегодня, привыкни к новой обстановке. А уроки? А что уроки? Я твой завуч, и я тебя сегодня отпускаю по семейным обстоятельствам. Согласна? Как здорово. Я такая счастливая. Только Степа обещал прийти, почему-то не пришел. Я сейчас все расскажу. Мам, дядь Паш, вас сегодня дома быть не должно. О, дожили. Родная дочь из дому выставляет. Нам как, пожитки сразу собирать? Мам, ну что ты начинаешь? Ну, я серьезно, мне действительно надо. Ну, задержитесь где-нибудь, желательно надолго. Ну, и куда же нам, бедным, податься, а? Ну, я, допустим, в школе отсидеться могу. А Пашенька куда денется? Знаешь что, дядя Паша все решит. У дяди Паши, наверное, комнаты есть в ведомственной общаге. О, и правда. А я совсем забыла. Ну что ж, если дочь опросит, перебьемся как-нибудь в общежитие. Для начала с тобой в ресторанчик сходим, культурно отдохнем. Ну, зачем же на ресторан деньги тратить? Я тебе ужин где угодно сварганю, хоть в общаге. Ну, спокойно, что я не могу лишний раз палкой махнуть ради ресторанчика, знаешь? А потом кого-нибудь в общагу заночуем, а? Не, ну зачем же ночевать, вы можете и домой вернуться. Ну, что ж, с ума-то сходить. Знаешь что, охота была на ночам по улице шляться. Наверное, любыми в общаге заночуем, а? В тесноте? Да не в обиде, а? Ой, как здорово, что вы у меня все понимаете. Ладно, я побежала на работу. Всем спасибо, все свободны. А, доча выросла? Так что, если твой Степан меня бы тогда не защитил, я даже не знаю, чем бы все это закончилось. Когда Белута пришел в школу, признаться, я к нему отнеслась весьма настороженно. Почему? Он же очень хороший. Он настоящий друг. Нюточка, ну, конечно, он замечательный. И вообще нам повезло, что он вовремя оказался в трудную минуту рядом. А где он сейчас? С ним все в порядке? Да, рано не опасно, ему наложили швы. Сегодня рано утром он должен был прийти на перевязку. И, по-моему, сейчас он даже в школе. А мы дома собрались сидеть. Надо обязательно с ним увидеться. А, ну, хорошо тогда. Давайте все вместе пойдем в школу. Дома еще успеем побыть. Господи. Ты что себе позволяешь? Мы тебя всю ночь искали. Мать чуть с ума не сошла, а она тут на диване дрыхнет. Пап, я сейчас все объясню. Ну, что ты объяснишь? Что? Ты о нас подумала, эгоистка, а? Я не знала, что вы будете так переживать. Что ты вообще знаешь? Ты когда-нибудь пойдешь о других? Думаешь? Ты на мать посмотри, на ней лица нет. Да что я говорю? Тебе когда-нибудь бывает кому-нибудь жалко, а? Не могу разговаривать. Мне нужно в школу. Что? Какая школа? Подожди. Что ты тут изображаешь? Ты смотри. Она об учебе вспомнила. В тебе же ни капли ответственности нет. Я слушать это не хочу. А ну сядь. Сядь, я сказал. Так. Спокойно. Ты сейчас помолчишь и выслушаешь меня. А потом мы решим, куда ты пойдешь. Слушай, я придумала, как тебе половче нашу Елену Светы Петровну охмурить. Сам понимаешь, в школу ведь не перейдешь просто так, без повода. Подозрительно. Ну, я могу около школы стоять. Ну, будто бы на посту. Машины там останавливать. И что? Нашу пешеходную завхозиху поймаешь? Послушай меня, ты должен устроиться к нам охранником. Да. А куда мы нашего Петю денем? Да никуда. Пойдешь к нему в напарники. И так плавно вольешься в трудовой коллектив. Слушай, охранником. А это не опасно? Это ж объект надо охранять. А вдруг что случится? Что опасно? В школе? Я тебя умоляю. Ты же не банк охранять нанимаешься. Знаешь что? Я вообще не люблю, когда опасно. А потом, на кого я свой любимый перекресток брошу? Да что ж вы мужик такой пошел, а? Что не попросишь, сразу нытье. Скажи честно, ты будешь мне помогать или нет? Ну буду, буду помогать. Значит так, возьмешь отпуск и устроишься в школу. А я там договорюсь. И что? Как долго мне этих ваших раздолбаев охранять? Ну пока не хмуришь нашу зазнобу. А перекресток твой без себя никуда не денется. Первое. Все разговоры о музыке и о твоем поступлении в эту... Снегинку! Запрещается. Все без возражений. Тема закрыта. Раз и навсегда. Второе. Ты заканчиваешь школу с медалью. И поступаешь в юридические. Я сказала, что ни в какой юридический я поступать не буду. Женя, ты собираешься слушать папу или нет? Третье. Все время, помимо школы, ты будешь сидеть за учебниками. И каждый вечер на семейном совете отчитываться о том, что тебе удалось сделать за день. Сейчас я вам отчитаюсь. Я вас больше слушать не собираюсь. А ну сядь. А если вы и дальше мне будете портить жизнь, то я... Я... Что? Я себе вену вскрою. Лиза. 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 Что с тобой? Лиза. Лиза. Девчонки, представляете, теперь у меня есть свой дом. Ты переехала к Борзовой? Да, теперь у меня есть родители. И даже своя комната, представляете? Здорово. Мы с тебя очень рады, правда, девчонки? Да. Поздравляем, Ньют. Теперь у тебя будут хорошие родаки. Самые лучшие. Я такая счастливая. Как тебе в новом доме? Нравится? Да это не новый, это самый первый дом в моей жизни. Ой, подождите. Нормально. Ань, ты как вообще? Видела? Я все знаю. Ты как? Как рукава? Сильно болит? Да нет, нормально. Так, пару шов наложили, я даже не заметил. А что врачи сказали? Опасно? Да нет, сказали. А свадьба заживет. Да не переживай, это все ерунда. Как там Виктор Львович? Да Виктор Львович нормально. Ты герой просто. Я думала, он только в книжках такой может быть. Спасибо тебе, Степ. Да ладно, что ты такого? Вломил дураку пару раз. Любой нормальный мужик в моем месте так же бы сделал. Не скажи. Виктор Львович сказал, что если бы не ты, он бы пропал. А ты молодец, даже не напугался. Ты знаешь, что меня очень радует? То, что ты сейчас стоишь со мной и не шугаешься. Ты же ведь не будешь больше от меня бегать? Не буду. Петр Степанович, бедный вы мой. Э-э-э, почему я бедный-то? Все знаю. Вы только не волнуйтесь, вам нельзя. Я никому не скажу. Ни единой душе. Да в чем дело-то? Я видела, как вы ночью по школе ходите. Я задержалась, еду к выходу, и тут вы такой. Из темноты. Вы все видели? Ага. Все. Все пропало. Все пропало. Плакала моя работа. Столько лет честным трудом. Да успокойтесь. Вы же знаете, я к вам со всей душой. Я даже со специалистами проконсультировалась. И знаете, от чего это у вас? Знаю я это от чего. От луны это. От переутомления. Вот этот ваш ночной образ жизни до добра не доведет. Какой ночной-то? Круглосуточный, можно сказать. Вас необходимо срочно спасать. Вам нужен отдых и полное обследование. Какой отдых? Я же работаю круглые сутки. Я материально ответственное лицо, понимаете ли? А кто за меня на вахте будет сидеть? Кто? Нет, на это я пойти не могу. Положитесь на меня. Я вам сменщика найду. И отдохнуйтесь. И к специалистам сходите. И здоровье поправите. Нет, 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 нет. Сменщик. Кто на эту зарплату пойдет? Да с моим графиком. А Савченко мне столько лет доверяет. Нет, нет. Вот Николай Павлович, это вообще не проблема. Давайте сходим к нему на большой перемене. Я все устрою. Очень уж я за ваше здоровье переживаю. Ух ты. Я не понимаю, как можно спокойно на это смотреть? Наташ, ну прекрати, что ты завелась? Аня, это предательство, ты понимаешь? Дай без громких слов. Нюта обещала, что общаться с ним больше не будет. А теперь, видела? На шее при всех вишется. Хорошо. Если бы Белуток к тебе вернулся, ты бы стала с ним встречаться? Какой смысл это обсуждать? Да, встречалась бы, что? Что-то меняет. Ань, бороться надо, понимаешь? Наташ, мы это миллион раз уже обсуждали. Я так не считаю. Пусть они будут счастливы, пусть у них все будет хорошо. А от меня отстаньте. Я не понимаю, как с ней пообщаться после этого? Наташа, вот тебе-то какое дело? Аня решила, что ты лезешь. Лен, у подруги отбили парня, а вам все равно. Ну, ладно, буду бороться сама. Мне не все равно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, неужели все так серьезно? Николай Павлович, да вы сами подумайте. Человек уже сколько не отдыхал, у докторов не был. У него ответственность уже в манию переросла. Вот посмотрите. Он сейчас сидит, а сам все переживает. Как там у него на вахте? В отдыхе себе отказывал. Здоровье подорвал. Да, да, это нехорошо, нехорошо. Нехорошо. Песня Павлович, вы-то что молчали? Ну, скажите мне на мелкий день, перезамену вам найду в конце года. А, это же проблема. А у меня уже есть одна кандидатура на примете. Сотрудник милиции, очень ответственный человек. Любовь Кирилл, так вы ему скажите, пусть он приходит побыстрее. Боже мой, позвольте мне вам выразить благодарность от всего коллектива, честное слово. Ой, ну что меня в краску вгоняете? Да что я такого сделала? Ну-ну-ну-ну. За заботу вам спасибо, за внимание. Вы знаете, я-то виноват. Замотался, закрутился, вообще не думаю о здоровье сотрудников. Да мы понимаем. Да. А здоровье сотрудников, это очень важно. Спасибо вам еще раз. Значит так, Оль, как только Куцул появляется, ты быстро сматываешься, потому что мне нужно остаться с ним наедине. Ты хорошо подумала? Ты уверена, что тебе это надо? Я уверена, потому что я всегда поступаю правильно. У меня просто нет другого выхода. Понимаешь, я всю ночь думала и поняла, что я просто обязана бороться за свое счастье. Тебе нужно такое счастье-то, я сомневаюсь. Тебя не спросила. Так, посмотри, если он идет, иди. Куцу. Ты знаешь, я подумала и решила. В принципе, я тебя прощаю. А с чего ты взяла, что мне нужно твое прощение? Игорь, подожди. Как-то ты меня прости. Полина. Зачем нужны все эти извинения? Мы не подходим друг к другу, понимаешь? Наши отношения были ошибкой. И никто в этом не виноват. Игорь, я ничего не понимаю. Ты то бегаешь за мной, идешь на преступление, то просто меня отшиваешь. Объясни, что происходит? Да ничего не происходит, Полина. Просто тебе нужен олигарх с бабками. А я простой парень. Вот Кулемина мой вариант. Чем она лучше, чем я? Да ничем. Вас нельзя сравнивать, вы абсолютно разные. Просто мы не можем быть вместе. Все. Пашенька, это я. Ты можешь говорить сейчас? С тобой всегда. Я тут на ресторан уже заработал. Так что готовься. Молодец. Я тоже все уладила. Приходи в школу прямо сейчас. У тебя уже прямо сейчас работы? Почему так быстро-то? Слушай, я не могу. Я на дороге стою. Да успокойся. Пока только познакомишься. Прикинешься, что хочешь обсудить с Петром свою работу. А что ты им обсуждать-то? Встал на вахту и не пускай никого. Работа, блин. Ты меня слышишь? Я тебе говорю, прикинешься. У тебя сейчас задача за входе хоть встретиться. За зновы своей будущей. Алло. Да, вот еще что. Обойди в школу. И я тебя проведу через столовую. Понял? Ок. Кулина, стой. Иди сюда, разговор есть. Что тебе зимово? Ты когда от Уцула отстанешь? М-м-м. Разбежалась. А ты с кем? Так, 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 так. Слушай, не вякай, звонок. Все, девочка. Ты что? Павелик, что такое? Павелик, она ее ударила изо всех сил. Ну, Кулина. Ну, Кулина. Родители срочно в школу. Что я говорю? Каких родителей? Дедушку немедленно в школу. Немедленно дедушку. Ну, как ты? Отведи ее в медпункт. Да, да, да. Медпункт, отведи ее. Ну, Кулина. Ну, Кулина. Ну, Кулина. Добрый день. Вот опять нас с вами судьба свела. Так, а если бы опять насчет Любови Кирилловны, у нас с ней ничего не было. Так что, пожалуйста, без нервов. Да нет, ну что вы. Что старое поменит тому? Глаз вон. Я по-другому делу. Я к вам работать пришел. Смельщиком, что ли? Ага. А у нас с вами проблем не будет? Злат, на меня не держи. Да вот не настолько. Ты что? Мне у вас в школе так понравилось, что я здесь работать хочу. Ну, да. Вообще-то работа не сахар. Ответственности много. Знаешь что, мне не привыкать я гаишник. И в снег, и в зной. Понимаешь, на посту стою. Я понимаю. Понимаю. Ну, вообще-то я, знаешь, всегда уважаю людей в форме. Так что могу доверить свой пост, что называется. То, знаешь, здоровье уже не то, весь день на ногах. Это тяжело. Знаешь что, здоровье беречь надо. А то как же Родину защищать, когда здоровья нету? Ага. Да. Ну, Жень, а директор ваш меня возьмет, а? Ну, знаешь, я ему шепнул, он в курсе. Так что можешь заступать. Спасибо. О! Ой, вы знаете, вы знаете, я вас помню. Вы такая яркая женщина, я вас сразу запомнил. Меня Павел Павлович зовут, а вас? Елена Петровна, очень приятно. А вы что же, к нам работаете? Если вы, конечно, не против, я всегда готов с такой приятной женщиной работать. Кстати, мы же сегодня с Павлом Павловичем идем в ресторан. Елена Петровна, вы обязательно должны пойти с нами. Я не знаю, мне право неловко, неудобно. Вы, наверное, хотите побыть вдвоем? Да нам, чем больше народу, тем веселее. Правда же? Пойдемте. Павел Павлович такой благур, куча историй смешных знает. Не соскучитесь? Пап, я ужасный человек. Я поняла, что ты наделала. И как мне только это могло в голову влететь? Ну, конечно, ты ж, наверное, думала, что мы вечные. Пап, ну я не права была. Если бы нужно было все вернуть назад, я бы никогда так не сказала. Что теперь с мамой будет? Раньше надо было думать. Теперь уже ничего не поправишь. Да, наделала дел. Пап, я все поняла. Я поступлю куда вы хотите. Лишь бы с мамой все нормально было. Здравствуйте. Здравствуйте. Кризис миновал. Ага. Состояние стабилизировалось. Поводов для опасений никаких. Ага. Значит, я могу забрать свою жену, да? Нет. Возможно, рецидивы. Ваша жена должна хотя бы пару дней побыть здесь у нас под нашим наблюдением. Понятно. Скажите, доктор, а повидать ее хотя бы можно? Я бы не рекомендовал. Лучше завтра. Ага. Нанька, стой. Привет. Женьку видела сегодня? А ты знаешь, по-моему, она сегодня вообще в школу не приходила. То есть как? А где она? Мне кажется, ее под домашний арест посадили. Ну, нормально. С чего вдруг? Ну, просто вчера ее родители приходили к нам и устроили очень большой скандал. Ее забрали. Только я одно не понимаю. Как они узнали, что она у меня? Слушай, Аня, это я сказал. Зачем, Коль? Ты что, дурак, что ли? Зачем? Ну, а что лучше, чтобы они по больницам и ментовкам всю ночь пробегали? Не знаю, но ты ее очень сильно подставил. Ты же видишь, ее даже в школу сегодня не пустили. Вижу. Ань, ты не переживай. Я к ней домой схожу, обо всем поговорю. Ну, сам кашу заварил, сами расклевывать будут. Я даже не знаю, что сказать. У нас вот мальчишки. И те почти не дерутся. Нет, правда. А вы уверены, что именно так все и было? Я лично никогда не поверю, что моя Лена может просто так ударить человека. Да я бы тоже не поверил. Но я видел все собственными глазами. Это драка. Драка. Ладно, какие-нибудь там второклассницы. А то ведь выпускницы. Барышни, можно сказать. Хорошо, я с этим разберусь. Но я хотел бы знать точно, как было все на самом деле. Да я бы тоже хотел знать. Я ведь знаю ровно столько, сколько вы. Ведь они обе молчат. Молчат. Лен. Ну, и должна же быть какая-то причина, чтобы девушка полезла в драку. А? Ты представляешь, если это все дойдет до бабушки Полины Зеленовой. Она же от школы камня на камне не оставит. Я надеюсь только на одно, что Полина простит Лену. И тогда все обойдется. А если не простит? Тогда я вынужден буду поставить неуд по поведению. А это в личное дело пойдет. Это же пятно на всю жизнь. Лен, ну что ты молчишь? Ты же понимаешь, как дело обернулось серьезно. Ну, я надеюсь, что все обойдется. Извините теперь Полиной Зеленовой. Попросишь у нее прощения. И надо этот детский поступок решить по-взрослому. Конечно, мы сейчас же пойдем и извинимся. Ну, здесь же столько народу. Где мы возьмем актеров? Мы подсократим. Все равно нужны помощники. Ну, смотри, например, Горацио мы можем вычеркнуть. Ну да, без короля и королевы нам никак не обойтись. О, Софочка пришла. Ой, ну что это за жизнь такая? Дай мне скорее шпагу. Пойду заколю себя. Или кого-то другого. А я шпагу сегодня не принесла. Я вижу, правильно сделала. Зато вот, держите костюмы. Здесь полный комплект. И все можно использовать. А вместо шпага сегодня линейки. Нравится? Отличный, по-моему. Софья Сергеевна, я что-то не понимаю. Здесь, по-моему, только панталоны. Но они довольно короткие. Что ж, мы будем в панталонах с голыми ногами? Нет, нет, мы так не договаривались. Это уже не спектакль, а цирк какой-то. У Мирослава вон ноги волосатые. У меня, кстати, тоже. Мы своими ногами весь спектакль испортим. Нет, ну с голыми ногами, конечно, нельзя. Нам нужны колготки. Ну, там, по-моему, нет никаких колготок. Ну, знаете ли, это вещь такая индивидуальная. Пойдем в магазин и купим. Вон она, Полина зовут. Полиночка, можно вас на минутку? Лена, иди сюда. Полина, мы должны перед вами извиниться. Мне перед ней извиняться не за что. Полина, пожалуйста, не сердитесь на нее. Вы можете поговорить? Сядьте со мной. Вы знаете, я уже ничему не удивляюсь. Понимаете, я сам не очень понимаю. Лена очень хорошая девочка. Я, правда, не знаю, что у вас там произошло, но поверьте, мне искренне жаль. А мне так и жаль. Но вы можете ее простить? Конечно. Только если она отстанет от Гуцула. От Игоря? А он тут при чем? Понимаете, Гуцул мой парень. Он с Ленкой связался только для того, чтобы меня разозлить. Он ей нафиг не нужен. У меня даже чувств к нему нет. А я страдаю. Ну, видишь ли, раз такое дело... Ну, я люблю его, понимаете? Люблю. Хорошо. Я обещаю попробовать с Леной поговорить. Я, правда, знаю по опыту, что встревать в сердечные дела – плохое дело. Но я обещаю. Ну, что вы, смотрю, беседуете, примирение состоялось? Ничего не состоялось. Понимаете, Николай Павлович, девушки все еще под воздействием эмоций. Но я до завтра все улажу. Ну, хорошо. Я до завтра подожду. Если не получится, то мне придется вмешиваться. А сами понимаете, мне бы этого очень не хотелось. Я на вас очень надеюсь. Да, да, да. Очень. Ну, так что, ты с девчонками-то поговорил? Объяснил им ситуацию? И что они решили с этой ударницей? Они за нее тут горой стоят. Говорят, что будут заниматься с ней там. Хотят подтянуть ее до своего уровня. Ай-ай-ай, жаль-жаль-жаль. По вере моему опыту, они только время зря теряют. И свое, и, боюсь, мой друг. Мое тоже. Их же не переведишь. Утертые, дружные. Такие будут идти до конца. Да ладно, что я говорю. Вспомни, какие мы были в их годы. Да я помню, помню, я помню. Но речь-то идет о будущем группы. Понимаешь, я видел потенциал этой девочки. Да, конечно, она очень старательная. Она многого добилась за короткое время. Но, увы. Это ее потолок. Здравствуйте. Здравствуй. Садись. Рассказывай нам, старикам, какие новости у наших ранеток. Да. Ну, экзамены скоро. Так все хорошо. А когда у вас следующее выступление? Ну, хочу еще раз посмотреть на вашу группу. Ну, я же имею право знать, как у вас тут дела, как вы развиваетесь. Слушай, у вас же ведь скоро последний звонок. Вас включили в программу? Включили. Ну вот, приходи и посмотришь. А, ну отлично. Обязательно приду. Давайте же третий раз лаят. Ты словно шутишь. Я нападать прошу изо всех сил. Ты потешаешься, буду себя надо мною. Ну, вы полагаете, давайте. Что это у вас? Это что? Опять драка? Нет, Николай Павлович, мы просто репетируем сцену из Гамлета для праздника. А-а-а. Молодцы, молодцы. Это хорошо. Игорь Ильич, типичный Гамлет. Это хорошо. Нет, Николай Павлович, Гамлет я. Да? Ну, я как-то думал, что Гамлет, он такой более худощавый, поджарый. Я-то почему-то считал, что от рассказов больше похож на Смоктуновского. Мне так кажется. А Шекспир думал иначе. Вот сами посмотрите. Ага. Королева говорит, он толстый, трудно дышит. И сердце с ним, и все мои молитвы. Видите? Вы меня поразили. Вы знаете, я не знал. Ну что, молодцы. Видите, Николай Павлович, ну, получается, я больше на эту роль подхожу? Ну, возможно. Возможно. Ну, молодцы. Все у вас тут продумано. Вот. А вы у нас сыграете короля. Короля? Да. Это вроде как самый главный, да? Как директор. А что я должен делать? Да вообще почти ничего. А в конце вас отравят? Нет. Вы знаете, я вспомнил, у меня там дела так, что травите кого-нибудь другого. Вы работайте, работайте. А, Коля, привет. Заходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы слушайте меня, пожалуйста. Мне нужно с вами поговорить. Ну, ты пройди хотя бы, что-то встал на пороге. Нет. Я очень переживаю за вас и за Женю. И мне хочется, чтобы вы нашли общий язык. Спасибо, конечно. На самом деле мы с Женей уже все обсудили, и она... Я знаю. Женя бывает не права. Может сказать лишнее. Но вы ее поймите тоже. Решается ее судьба. Коля, да хоть слово сказать. Я знаю, что я тоже виноват. Но вы просто очень строго. Очень строго... Коль. Коль, успокойся. Мои родители абсолютно правы. А я нет. Ну, вот, короче, я его отпускаю. И даже денег с этого чуть не беру. Я пойду носик припудрю. Я скоро. Так, она сейчас вернется. А ты слиняй куда-нибудь по-быстрому, понял? Только предлог придумай убедительный. Какой предлог-то? Может, живот заболел, пошел в туалет? Паша, какой живот? Какой туалет? Ну, кто так женщину охмуряет? И тебе надолго надо уйти. Так. О! Деньги дома забыл. Давай, давай. Угу. Черт. А я правда деньги дома забыл? Да ты что? Быстро мотай за деньгами. Хотя нет, не торопись. Подольше побудь. Мне тут надо почву подготовить. Ну, давай, давай. Угу. Я выяснил, что ссора-то произошла из-за этого мальчика, с которым ты раньше встречалась. Ну и что? Это дело не меняет. Я думаю, Лен, тебе надо извиниться перед этой девочкой. Перед Зеленовой? Да никогда. Лена, я вынужден настаивать. Дело в том, что я думаю, что Полина действительно искренне любит. А у тебя к этому мальчику чувства неглубокие. Слушай, давай я сама решу, какие мне там чувства. Глубокие или неглубокие. Ну хорошо, а запись в личном деле? А не, вот ты должна думать о своем будущем. Да мне пофиг. Меня в Сегинку берут без экзаменов и прочих предварительных осмотров. Ну хорошо, а если ты будешь поступать в другое заведение? Да без разницы. В институт благородных девиц я не собираюсь. Ты уж не по барабану. А мне нет. Я за тебя отвечаю перед родителями. Сразу видно, дорогой местечко. Вы частенько здесь бываете? Или сегодня какой-то особенный случай? Да. У нас сегодня с Пашей прощальный ужин. Мы решили расстаться. Как? Не может быть. А он мне так понравился. Да он мне тоже нравится. Паша хороший, честный, добрый. Но вот они сошлись с характерами. А зачем вы тогда в ресторан пошли? Ну мы же интеллигентные люди. Расставаться тоже нужно. Культурно. Какая жалость. У вас такая любовь. Я даже вам завидовала немного. Но по-доброму. Ну что делать? Не сложилось. У вас же с Петенькой тоже все хорошо. Но вот и складывается. Ну ничего. И он свою половинку найдет. И я. Да. Чего только в жизни не бывает. А мне даже расстаться не с кем. Елена Петровна. Ну вот пока мы с вами вдвоем. Скажите, какого бы жениха вы хотели? Ну не знаю. Ну наверное, чтобы был хозяйственный. Понимаю. Вот Пашенька очень хозяйственный. Знаете, чтобы был непременно добрый. Да, добрый. И чтобы детишек любил. Господи, Паша очень добрый человек. А как он детей любит. Просто обожает. Знаете, Елена Петровна, я бы так хотела, чтобы ему досталась какая-нибудь, ну очень хорошая женщина. Ведь золотой души человек. Вас послушать так, ваш Пашенька, просто сокровище. Так он и есть сокровище. Ну вот жаль не мое. А завтра мой драгоценный будет совершенно свободен. За вас. Иду. Слушай, извини, я ключ дома забыл. Вы вообще обалдели, что ли, а? Стас звонил, будешь минуту на минуту, а? Да я только чайник возьму, понимаешь? У меня всякий чайника нет. Даже чайку холебнуть не из чего. Блин. Это он, что делать? Так, вы в общем сидите здесь и никуда не ходите. Только очень-очень тихо. Мы быстро пролим в комнату, и вы уйдете. Хорошо, хорошо, хорошо. Слушай, я так быстро поскользну, вы не заметите даже, понимаешь? Да я же все понимаю. Это мне? Тебе. Что это? А это родители что-то забыли. Не дома, что ли? Да нет, но они только что ушли, ты же сам слышал. Ты уверена? Их вообще сегодня дома не было. Совсем. Вот, смотри, вот это мы в Ялте. Вот, вот это ботанический сад. А вот это ласточкино гнездо. Помнишь, там наверху был чудный такой ресторан? А это дельфинари. Там Октябрина, вот в Белках, как они бананы называли, да? Да-да-да, помню. Значит, мы подходим к воде, руки вытягиваем, а дельфины как выскочат. О, Боже, как она тогда испугалась. А мы еще не смотрели фотографии, где она взрослая. Ну, после школы. Видишь ли, Нюта, у меня был очень сложный период в жизни, и мы с Октябриной много лет не общались. Правда? Почему? То есть я хотела сказать, если это секрет, то я не буду спрашивать. Нет. У нас от тебя секретов нет. Но она в то время занималась рок-музыкой, а я была против. Мне рок-музыка тоже очень нравится. И что мне теперь делать? Уня, ты можешь заниматься чем хочешь, и не думай, что это я иду на уступки. Правда не против? Просто рок-музыка для меня – это практически вся моя жизнь. Ой, Нюта, у меня было достаточно времени в жизни переосмыслить и пересмотреть свои взгляды. Я считаю, что человек должен заниматься тем делом, к чему у него лежит душа. Как мне повезло. Вот Женьке родители не разрешают в Снегинку поступать. А ты можешь поступать, куда захочешь. Мы будем только рады. Я считаю, что никто не вправе навязывать человеку свое мнение. Жень, ну я же говорил, что нужно было обсудить все спокойно. Без лишних движений, без обвинений. А то, получается, вы друг друга так и не услышали. Типа того. Я тогда ничего не понимала. Послушайте, я вас очень прошу. Давайте при мне скажите все еще раз. Жень, только спокойно, ладно? Ладно. Но, по-моему, уже и так все решили. А ты не торопись с выводами. Я почему-то уверен, что вам всем еще есть, что сказать друг другу. Ладно, я начну. Женя, я, конечно, погорячился. Ты можешь заниматься музыкой. Но я хочу объяснить, почему ты должна получить серьезное, базовое образование. Пап, я уже ни на чем не настаиваю. Я просто хочу, чтобы мама не волновалась. Угу. А потом тебя опять накроют. Женя, тебя прошу, послушай отца. Ну, ты представь на секундочку. Вам всем по сорок. Можешь представить сорокалетних ранеток, яблочек? Звучит смешно. Ну, а теперь нарисуй мне свою дальнейшую жизнь. Ну, я, честно говоря, еще не задумывалась об этом. А вот сейчас как раз то самое время, когда надо задуматься. Мы с мамой именно это хотели тебе сказать. Я вас не понимала. Значит, плохо объясняли. Хочешь, что и наша вина тут есть. Теперь-то ты видишь, что мы прежде всего о тебе заботились. Да, теперь вижу. Ну что, учишься? Учусь. Пап, а что Романовский-то сказал? Переживает. Говорит, что такая ударница всю группу назад тянет. Это он, конечно, посмотрит вас еще раз. Ну, у вас-то как успехи? Занимаетесь с Нютой? Я бы от Нюты, честно, избавилась. Что еще за настроение такое? Я тебя не узнаю, Наташка. Ты все-таки помягче. Девочка из детдома с трудной судьбой. И мама у нее теперь есть, и папа есть. Так что, как все теперь она. И нечего ее жалеть. Что ж такая сердитая? Раньше ты ее защищала. Подлая она, пап. И двуличная. Да что случилось-то? У Ани парня от Бела. Носимся с ней. В училище пытаемся пристроить. А она... Ну да, с виду такая приятная девочка. Скромная, тихая. Все так думают, пап. Лучше бы Лерка вернулась. Ну да. Вам что-нибудь подсказать? Да. Мне нужны колготки. Какой размер? Ну, на меня. На меня. Голубые. Да нет, что вы. Мы нормальные. Я имею в виду, какой вам цвет нужен? То есть, черный, наверное. Сколько, Дэн? Дэн, простите. Тут совершенно нечего стесняться. У нас каждый день мужчины колготки покупают. А. А, тоже, наверное, Гамлетов играют. Ага. Гамлетов. Можно и так сказать. Пройдемте. Спасибо. Ты был прав. Надо было просто расставить все точки над «э». Да, это точно. Иначе потом непонятки начинаются. А с вас, по-моему, и так хватило. Вот, Жень, запомни. Так поступают настоящие друзья. Тебе повезло. Спасибо тебе, Коль, большое. У меня хоть мозги на место встали. Ну, это хорошо. Ну, честно, я поняла, что ранетки – это детское увлечение. Оно и должно остаться увлечением. А мне пора выбирать серьезную профессию. О, Боже. Моя дочь заговорила, как взрослый человек. Правда, не смейтесь. У меня такое ощущение, что я чуть-чуть повзрослела. Нужно понять, чего я хочу от жизни. Ну, в таком случае не буду вам мешать. Правда, пойду домой. До свидания. Счастливо. А в свою очередь, надеюсь, что все-таки не перестану нравиться своей уже серьезной девушке. Пока. До свидания. Деньги дома забыл. Сбегал. Ну, и замечательно. Ты как раз вовремя. А нам счет принесли, надо рассчитаться. И, как говорится, поели-попили. Пора и чей знать. Подождите, а как же я… Ну, мы же должны с Сереной Петровной как-то поговорить. Да вы теперь в школе будете каждый день видеться. Успеете еще наговориться. Подымем кубок за любовь, что подоражит нашу кровь. Чего? Мне сказали, что вам стихи нравятся. Да? А стихи, да, нравятся. Просто вы так неожиданно. Я же думал, вы про ресторан, что, типа, мы вот тут и не поужинали совсем. Дед, ну ты мне веришь или как? Я не виновата, мне не за что просить прощения. Отдавать Гуцулу за оценку по поведению я не собираюсь. Ну, хорошо. Тогда скажи, ты его любишь? Ну, мне хорошо с ним, удобно. Весело. Может, это и есть любовь. Нет, родная. Когда хорошо, это не любовь. Любовь – это когда без человека дышать не можешь. Ну, знаешь, дед, любовь бывает разная. Это, Лен, придумали те, кто никогда не любил. А я видел в глазах Полины подлинное чувство. Чувство? Не смеши меня. Зеленого никогда никого не любила. Откуда ты знаешь? А тебе было бы приятно, если бы про тебя такое сказали. И я тебе клянусь, я вижу, что у нее любовь к этому парню. Дед, ты просто романтик. И, кстати, у тебя были такие же глаза, правда, не с Гуцулом. И что ты предлагаешь? Подойти к Степнову и сказать, не женись на Светочке. И испортить ему всю личную жизнь. Да нет, конечно. Ты меня неправильно поняла. Ну, если нет, то тема закрыта. Все, я спать. Знаешь, а ведь ты недавно нравишься. Помнишь наше первое знакомство? Разговор тогда не очень получился. Не мало ли, что раньше было. Главное, что сейчас. Тебе ведь со мной хорошо. Да, конечно. А тебе? Слышала, опять дверь. Да, ну и что? Ну как что, пришел кто-то? Ну, наверное, родители забыли что-нибудь. Вот я попал. Да лежи, не дергайся. Ты же сказал, их не будет. Да не волнуйся, они сюда не сунутся. Не нравится мне все, это проходной двор прям. Да сейчас они уйдут. Какой-то у меня робкий. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. С дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу были мы не бедом, а куда. И растворились мы... Папочка! Привет, лягушка-путешественница. Что ж ты не предупредил, что пролетаешь? Мы тебя только через неделю ждали. А под сюрприз. Хороший сюрприз. Даже подготовиться не успели. Ну что ж подготавливаться, я же не английская королева. Так, ну и какие планы составила культурную программу? Да что, какая программа? Я приехала сдавать ЕГЭ, получать аттестат. Я же не зря 11 лет в школе протарабанила. Точно, а я и забыл, что у тебя экзамен на носу. Вот, видишь, хорошо, что я у тебя сама такая ответственная. Это точно. А почему не захотела у нас с Зой пожить? Все-таки с нами поуютнее, да и поспокойнее. Да ты что, зачем же я вам буду мешать? Тем более дом мой здесь. И комната моя тоже здесь. Лер, я понимаю. Просто подумал, свалишься на местных обитателей, как снег на голову. А у них на сюрприз реакции неадекватные. Ну и ничего. Мне все их реакции по барабану. И даже хорошо, что им как снег на голову свалилось. Много нового узнала. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. С дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы, не ведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Пап, ты в больницу? Нет, туда еще рано. А когда ты к маме поедешь? Я звонил в больницу. Прием посетителей только после обеда. Жалко. И, наверное, там очень грустно одной. Да уж не весело. Слушай, Жень, ты не видела вот такую же папку, только зеленую, с договорами? Мама еще с ними работала. Нет, а что, ты собираешь договора на кафе? Да. Ладно, я сейчас по-быстрому сбегаю в кафе. Завтра нужно открыться, а то так чего доброго мы всех клиентов растерим. Конечно, а я помогу тебе. Да нет уж, милая моя, я сам. А ты давай иду и в школу, тебе учиться надо. Слушай, как ты думаешь, мама простит меня? Это же ее дочка, в конце концов. Мне кажется, она никогда меня не простит. Ну, это будет зависеть от тебя самой. Как ты сама себя поведешь, так и будет. Ты тогда к ней без меня не езди, ладно? Конечно. Созвонимся и поедем вместе. И я надеюсь, ты найдешь нужные слова. Я все сделаю, лишь бы она меня простила. Ладно. Слушай, Лен, мне кажется, или ты сегодня слишком серьезная? Кажется. Да. Ладно, Лен, давай, колись. Я же вижу, что-то случилось. Да ничего особенного, просто день будет сегодня дурацкий. Ух ты, захватывающее начало. Давай, Лена, рассказывай. Блин, я не хотела тебе говорить. Ну, ты же не отвяжешься. Правильно. Поэтому в партизанов играть нет смысла. Короче, Савченко обещал мне сегодня не вот по поведению вкатать. Ого, ничего себе. Что ж такого натворила? Собиралась заложить бомбу в кастрюлю со щами в столовке, да? Очень смешно. Зеленова вчера истерику устроила. Пришлось ее успокоить. Зеленова? Да. И из какой-то радости в темя шелось, что я тебя у нее отбила, понимаешь? Вот это да. Какие из-за меня происходят страсти. Юные барышни выходят на ресталище за право обладать моим мускулистым телом. Разговорчики в строю. Иначе твое тело сейчас огребет. Не, Лен, серьезно. Я просто думал, что Зеленова придуривается, а у нее, оказывается, реально чердак снесло. Короче, если я сегодня перед ней не извинюсь, мое личное дело подпортит. Ну, а ты извиняешься? С ума сошел. Нет, конечно. Она первая полезла, чего я извиняться буду. Как же твое личное дело? Ничего. Переживу как-нибудь. Кстати, пап, я вообще-то думала, что квартира пустая. Думала, поживу как нормальный белый человек, безо всяких соседей. Ты любишь, Наденька? Лер, мы договорились, они поживут до сентября, а потом съедут. Нормально. Надеюсь, не бесплатно договорились? Лер, но они же наши родственники. Я помню. И как эти родственники квартиру нашу оттяпать хотели, я тоже помню. Пап, тебе не кажется, что они просто и сейчас тянут время? Лера, мы с Любой обо всем договорились. Успокойся. Кстати, а где они? Ты что, их выгнал? Да, этих-то выгонишь. Надя в комнате торчит, нос не высовывает. Чуть Любы с вечера не было. Ясно. Ну, ладно. Раз никакого криминала нет, поеду на работу. Да, там-то у тебя криминала хватает. Это точно. Да, вот еще что. Если вдруг захочешь переехать, в любое время, мы Зои Семеной будем только рады. Да я просто не хочу, чтобы тут некоторые расслаблялись без присмотра. А то совсем себя тут хозяевами почувствуют, потом не выгонишь. Ладно, мое дело предложить. Ну, давай, закрой за мной дверь. Ну что, стоишь и ждешь, что я перед тобой извиняться буду? А куда ты денешься? Иначе тебе Савченко бошку открутит. Оль, я сама разберусь, ладно? Я себя перед тобой виновата не чувствую. И поэтому извиняться я не буду. Если хочешь, можешь прямо сейчас к Савченко идти. А вот она идет, кстати. Здрасте. Здрасте, Николай Павлович. Здрасте, здрасте. Здрасте. Доброе утро. Ну что, разобрались? Да, Николай Павлович, все в порядке. Мы с Кулеминой разобрались, так что никого наказывать не надо. Вот молодцы. Тут по-взрослому, и мне проблем меньше. Вот видишь, Кулемин, все можно решить переговорами. И совсем не обязательно для этого распускать руки. В следующий раз подумай. Алина, ты зачем ее отпустила? Оль, ты ничего не понимаешь. Если я буду вести себя как последняя стерва, то это его еще больше оттолкнет. А отомстить Кулеминой? Отомстить ей, чтобы оттолкнуть Игоря. И в чем здесь логика? А что это вы, Елена Петровна, вдруг Цветаевой заинтересовались? Длинные книги мне читать некогда, а стихи как раз мой формат. Ясно. Если вдруг не успеете прочесть, через две недели нужно будет продлить. Хорошо. Слушай, Светочка, все время забываю спросить, а как вы со Степного вечера проводите? Никак. Мы до свадьбы решили отдельно жить друг от друга. О, как романтично. И что, у вас свидания, как в старые добрые времена, розы и стихи? Елена Петровна, я, наверное, неправильно выразилась. Не жить мы решили отдельно, а все у нас будет отдельно до свадьбы. И свидания, и розы, и поэзии. Все? Милая моя, после свадьбы у тебя будет тряпка и кастрюля, никакой романтики. Где ты видела, чтобы мужчина ухаживал за пойманной женщиной? А я думала... Ой. А что же теперь делать? Что делать, что делать? Побольше общаться, пока в невестах ходишь. Ближе узнать друг друга нужно. Наладить, так сказать, контакт для совместной и счастливой жизни. Контакт? Угу. Но общаться-то он не предлагает. Ну что, удивительно. У нас время такое. От мужчин никаких предложений не дождешься. Нужно брать инициативу в свои руки. Инициативу в свои руки. Ба! Кого мы видим? В гости к нам решила заехать? Как же? В отличие от некоторых, я приехала к себе домой. Мы с своим отцом договорились. Мы живем здесь до сентября, поняла? Вы что, деньги платите? Нет. Вот и сидите тихо в своем уголочке, раз папа такой добрый. А я не такая. И ко мне в комнату соваться не советую. Ишь, что выдумала. Надежда отсюда никуда не уедет. И будет жить, где привыкла. Надя! Надя! Я серьезно говорю. И не думайте, что я шучу. Привет. Как у тебя дела? Нормально. А как у тебя? Она мои вещи из комнаты в коридор вынесла. Вот хабалка. Что, не можешь сестрой по-нормальному пожить в одной комнате? Какая она мне сестра? Одно название. Сегодня же замок поставлю. Только попробуй. Я милицию вызову. Если договориться не можем по-человечески. Вот отлично. Вызывайте милицию. Покажем паспорта, прописочки. И они нам объяснят, кто и что здесь имеет право делать. Вот, не было печали. Не переживай, доча. Это только она на словах такая грозная. А когда дело дойдет, эта интеллигенция ничего не может. Думаешь? Конечно. Если б не так, мы тут с тобой не продержались. Крадимушка моя. Бой Зеленова дает, а? Я от нее не ожидала. Просто смирение какое-то. Знаешь, Лен, а мне даже обидно. Как она на тебя с кулаками полезла, я не видел. Как вы в словесную перепалку вступили, тоже не видел. Ну, может, вы хоть бег в мешках устроите, а? Слушай, иди в пень со своими шуточками. Говорю, не похоже это на Зеленова. Может быть, дед был прав? В чем? Ну, может, она по-настоящему в тебя влюблена? Слушай, хоть сто тысяч раз по-настоящему. Мы с Зеленовой из разных галактик. Я ее вот эти штучки не понимаю, поэтому и свинтил. Ну, сейчас-то она нормально себя повела. Ты понимаешь, что Зеленова и нормально, это настолько несовместимые вещи, как, например, сиреневый цвет в весенне-летней коллекции от Диора. Это очередной ее финт какой-то придуманный. Ну, чтобы своего добиться. Вот и все. Девчонки, у меня для вас не очень хорошая новость. Я все решила, я поступаю в юридический. Здрасте. А группа? Наташа, группа – это не самое главное в жизни. Самое главное – это, чтобы родители были здоровы. Мы же все в Снегинку собирались поступать. Ты еще вчера грозилась все экзамены завалить. Что случилось-то? Из-за моего упрямства мама в больницу попала. Что, серьезно? Да. Не волнуйся, сейчас уже все нормально. Просто я очень много передумывала за это время. Ее, когда на скорую везли, я вдруг представила. Добьюсь я своего, поступлю в Снегинку, буду на клавишах брякать. А мама не будет. Это того не стоит. Женька, ну как нам без клавишника-то? Я не знаю. Извините меня, но в группе я играть не буду. Ты точно решила? Точно. Я понимаю, что я очень сильно вас подставляю, а клавиши можете себе оставить. Да при чем здесь клавиши? Да-да. Здравствуйте. Доброе утречко, Елена Петровна. А я вам пирожки принесла. Нет-нет, я не буду, я берегу фигуру. Раньше, мне кажется, вы на это особого внимания не обращали. На пирожки, в смысле. Все меняется. Да? С чего бы это? Любовь Кирилловна, буду с вами предельно откровенна. Я хочу поближе познакомиться с вашим бывшим. Вы ведь вроде бы расстались. Я буду только счастлива. У меня ведь за него прямо все сердце избалилось. Кому, думаю, мой Пашенька достанется? Хорошо, а ты переживала. Не переживайте. Вы и умница, и красавица, и готовите не хуже меня. Вы ему будете пирожки готовить, а он вам стихи читать. Идеальная пара. Че-то я прям разволновалась как-то. Ну хорошо, дайте один пирожок. Последний. Ну, и как мы без Женьки? Без нее мы не группа. Надо разговаривать с Романовским. Возьмет ли он нас без клавишника или нет? Может, найдем еще кого? Может. Но, Нюта, знаешь, что тебя он тоже не хотел брать. Наташ! Что? Но ведь мы сказали же ему, что потянем Нюту на репетиции. Ну да. А без Женьки нет смысла. Зашибись. Получается, уже двоих не хватает. Девчонки, простите, я вам всю группу развалила. Ну, в принципе, можно встретиться с Романовским, и будет все ясно. Уесть меня решила? Чего мне тебя есть-то? Просто я не хочу, чтобы ты у меня под ногами путалась. А, по-моему, ты это только потому делаешь, что Стас теперь не тебя, а меня любит. Вот пусть он тебя любит где-нибудь в другом месте, но не на моей кровати. Все никак успокоится, не может, что ты у него была так, для развлечения. А, ко мне у него серьезные чувства. Угу. Я видела. Такие чувства на Ярославке за сотню продаются. Извините, вы скоро закончите? Последний шуруп остался. Вот хозяйка. Проверить бы надо. Я с той стороны проверю. Держите, спасибо вам большое. Вас Надя проводит. Даже в тех европейских странах, где этот процесс проходил медленно, ну, скажем, в Англии, в Германии, к концу 11 века основная масса крестьян стали крепостные. Знаешь, когда Наденька в Москве появилась, она все тряпки у меня тырила. А теперь, получается, еще одну тряпку присвоила. Тебя. И что, спрашивается, ты из себя Супермена корчил? Такого разборчивого. Тебе, оказывается, все равно, кого в койку тащить. Слушай, какая тебе разница, что у меня с Наденькой? И вообще, есть мне с ней что-то или нет? Живешь в своей Англии? Ну, жри спокойно. Ой, какие мы гордые и невинные. Наверное, ты просто зашел чаю к ней попить. И уснул случайно. В постели прям. Ну, чего молчишь, Стасик? Нечего сказать. Эх, Стасик, Стасик. Стас? Стас? Да? Ты что, спишь? Нет, извините, Виктор Львович. Задумался. Ага. Ну, хорошо. Я тогда приглашаю тебя к доске тоже, ну, подумать. Добрый день. Вы ко мне? Кому же еще? Кроме вас здесь больше никого нет. Ну, и потом... Да, конечно. Проходи. Я, собственно, вот что хочу сказать. Мне тут намекают, что мы с вами мало общаемся. Кто это мы? А, мы... Да? Не пересекаемся совсем. Ну, мы же вроде как-то договорились, что до свадьбы ни-ни. Не совсем. Понимаете, жить отдельно, это еще не значит не общаться духовно. Должны же у нас с вами быть какие-то общие интересы. Может, сходить куда-нибудь вместе можно? Куда, например? Не знаю. Хоть кафе. Кафе? Ну, ладно. Пусть будет кафе. Вот и хорошо. Как бы свидание, да? Игорь, подожди. Я хочу, чтобы ты знал, что я это сделала только ради тебя. Я не такая уж плохая. Фига себе. Ты сама сначала заварила эту кашу, устроила драку, подставила Лену, потом сделала вид, что ее простила. Молодец. Очень благородно. Как ты не понимаешь, что это все только эмоции? Просто мне было очень обидно, что ты со мной так поступил. Я действительно тебя люблю. Ой, Полин, перестань. Я тебе не верю. Почему? Да потому что только один этот поступок показывает, что тебе соврать расплюнуть. Только я не понимаю, зачем тебе это нужно? Меня уволили из кафе. И денег я наворовать для тебя просто не смогу. Так что ищи себе другого спонсора. Понятно? Где-нибудь в другом месте. Ясно? Все. Игорь! Ну, как твое благородство? Оправдала себя? Вот этого ты хотела? Нет, не этого. Ну, я еще использовала не все аргументы. Ну-ну, посмотрим. А я просто так не сдамся. Игорь никому не отдам. Так, а вот и реквизит. О, настоящий. Нет, конечно. Театральный реквизит. Серьезно? А весь-то как настоящий. Я думал, у бутафорских клинок из чего-то другого делали. Игорь, иногда ты меня сильно удивляешь. Слушай, ну мы ж поубиваем друг друга. Ну так для этого и существуют репетиции, чтобы не поранить соперника на спектакле. Понятно. Я готов. А я нет. Это же холодное оружие, хоть и бутафорское. Нужно как-то тренироваться, поучиться. Да ладно, чему учиться-то? Ну не знаю. Ну, может, Степнов умеет? Не-не-не, только не он. А может, мы к Петру Степановичу сходим? Он помнится, меня зам самообороны обучал. Может, он и со шпагами умеет? А? Может быть. Давайте спросим. Мам, прости меня, пожалуйста. Я была такая глупая. Мне аж самой стыдно. Ну что ты, что ты, все хорошо. Ты знаешь, я буду поступать в юридический, или куда ты скажешь. Лишь бы ты поскорее выздоравливала. Скажи, а ты так решила только потому, что я сюда попала? Нет. Просто мы не могли с тобой друг друга услышать и понять. А Коля мне помог. Теперь я знаю, что мне нужно делать то, что вы говорите, потому что так будет лучше для меня. Да хорошо. Так вот ты не думаешь, что мы такие черствые, что мы тебя ломаем, хотим тебе жизнь испортить, ладно? Да нет, мама, это я черствая и глупая. Прости меня, пожалуйста, что тебя руку подняла. Ну все, 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 девочки. Прекратите тут болото разводить. Маме нужно силы экономить, чтобы быстрее выздороветь и вернуться домой. Да? Девчонки, все у нас будет хорошо. Нормально. Так, против нападающего с холодным оружием есть масса приемов. Первое, это, конечно, пистолет. Это хорошо, но он нам не подходит. Ага. Второе, это можно убежать. Петр Степанович, ну мы серьезно, у нас спектакль. А, спектакль. То есть так все? Не взаправду, что ли? Нет, им бы только несколько движений показать. Милая моя, если я им покажу пару движений, здесь знаешь, что будет? Ха! Биф Строганов. Так вы понарошку? Понарошку. О, держите сабли. Стучите, чтобы звук был побольше. Ну, может покажется что-нибудь профессиональное? Профессиональное. Слушайте, если я вам профессиональную драку поставлю, а у вас что-то потом пойдет не так, я же первый буду отвечать. Так, все удары можно разделить. На защиту. Держи крепко. И на атаку. И сюда. Замах. А можно наоборот? Ну давай наоборот. И... Продолжайте. Медленно. Только вы это, одновременно не атакуйте. А то поубивают друг друга, как чертовы бабушки. Всем привет. Здорово, что ты дома, Павел. Конечно, здорово. А там мама уже заканчивает что-то феерическое с мясом. Пахнет обалдеть. Пообедаешь с нами? Пока нет. Слушай, папа, а возможно устроить встречу с Романовским? А вы что, с Нью-то уже поговорили? Да, но у нас Женька уходит. Как уходит? Вот так. Значит, родители все-таки настояли на юридическом. Ну да. И возьмут ли нас без Женьки или нет? Ну, даже если Романовский не захочет вас брать, ты можешь сдать экзамен сама. На конкурсной основе. Нужно это и выяснить. Ладно. Попробую вас с ним свести. Спасибо, папа. Наташа! А посмотри, кто к нам пришел. Привет! 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 Я так соскучилась. Давай. Будем вовну радостью выражать. А я как соскучилась. Медленно. Стоп, стоп, стоп. Давайте медленно, как в армии. Подсчет. И раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Петр Степанович, вы чего в вакту бросили? Елена Петровна, мы тут серьезными вещами занимаемся. Спектакль репетируем. Ну, а при чем с Петром Степановичем? А у нас постановщик труковых сцен. Кстати, нам же еще король нужен. Может, Петр Степанович согласится? Король? Угу. Ну, это мне подходит. А что делать-то надо? А, да ничего особенного. Вино из кубка выпить и умереть в конце. Что, серьезно? Да. Ну, это я смогу. А так умру, что весь зал рыдать будет. А я тоже умею красиво умирать. У вас там случайно для меня никакой королевы не найдется? Королева как раз есть. Ну, что, здорово. Король и королева нашлись. Слушай, а где роль-то моя? О! А. Удушлив, смрад, злодейство. Слушай, а ничего тут сократить нельзя? Нельзя. Мы и так уже Горацио вырезали. Я же говорил, нужно быть осторожнее с холодным оружием. Петр Степанович, мы его из текста вырезали. А. Вы берите пока текст и идите там, у вас сцены отдельные репетируйте. А мы тут как-нибудь сами. А считать нам кто будет? Я посчитаю. Готовы? А. И раз. Ой, привет. А мы тебя не ждали. Думали, ты еще с девчонками задержишься. Я тоже так думала. Только у девчонок настроения общаться сегодня нет. А что случилось? Вы что, поссорились? Да нет. Женя сказала, что уходит из группы. Так. Все-таки родители против. Да. Нас в Снегинку в неполном составе не возьмут. Мы завтра с этим, как его, Романовским встречаемся. И он точно скажет, что без Женьки никак. Ну подожди, а самой поступать это же открытый колледж. Можно, конечно, но я туда в жизни никогда не поступлю. А почему ты так считаешь? Ну как, я никто. Девочка сидит дома. И до девчонок я уж точно не дотягиваю. Милочка. Ну, во-первых, ты уже не девочка из детдома. Во-вторых, если бы ты не дотягивала, девчонки бы тебя в группу не взяли. Точно. Вы правда так думаете? Конечно. Конечно. Ну ладно. Спасибо. Слушай, еда там на столе поешь, а мы потом все вместе попьем чай. Хорошо? Хорошо. Позвони Октябрине. Она ж там училась. Может быть, какие-то, ну, связи остались. Да, да, да. Ты знаешь, я тоже об этом подумала. Алло, Риночка. Да, здравствуй, дорогая. Ну, как дела? Да, да. У нас, знаешь, тоже со вчерашнего дня ничего не переменилось. Ты знаешь, в общем, по какому поводу я звоню? Вот ты когда в Снегинке училась, вот тогда был, ну, знаешь ли ты, или помнишь, такой Романовский. Да? Замечательно. Нам может понадобиться твоя помощь. Сейчас, 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 сейчас. А, он выиграет, королева. Вот. Че, милечи-то? Че? Да вы хоть одну строчку выучить можете? Тут написано, наш сын одержит верх, а не он выиграет, королева. Ну, какая разница, одно и то же. Да вы что? Это классика. Ее нельзя пересочинять. Как вы свои рэп-то читали? Если ничего выучить не можете. Там я по бумажке читал. Слушай, надо что-то придумать. А давайте я вот сяду в уголке, открою газету. Никто и внимания не обратит. А? Угу. Зато я помру лучше всех. Вы вот, вот это свое зато уберите. Выучите, пожалуйста, несколько строк. Ну, не могу я, понимаете, вы не могу. Меня даже в пионеры не хотели принимать, потому что я текст клятвы не мог запомнить. Ну, а что тогда играть и согласились? Я думал, там текста мало. А тут... Может, я пьяный? А? Я пьяный. А с пьяного и взятки гладкие. Какой пьяный? Вы в своем уме? Ну, посмотрите, посмотрите. Тут написано. Поднимает кубок. Поди уже не первый. А в средневековье, знаете как? Не стеснялись. Так что нормально. Пьяный может и текст забыть. Нет, вы точно придуривайтесь. Я с вами с пьяным играть не буду. Не буду, это неправильно. Знаете, я в этом спектакле все трюковые сцены ставил. Поэтому я знаю, что правильно, а что нет. А если вы не разбираетесь в драматическом искусстве, не лезьте. Это вы не разбираетесь. И вообще, играйте как хотите. А меня здесь нет. Нет. Так. Жень, иди ужинать. Пап, ты не против, что я Коля провела? Да нет, конечно. Привет, Коля. Здравствуйте. Давайте к столу. Владимир Петрович, а Елизавета Петровна когда выписывает? Завтра обещали. Ого. Пап, слушай, а давай праздничный ужин сделаем. Ну, стол закроем, цветы поставим, приберемся, подарок купим. А по-моему, Женька, лучшим подарком знаешь, что будет? Что? Если ты клавиши из школы заберешь, тогда она совсем успокоится. Да, 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 да. Тогда уж мы точно будем знать, что если ты и задерживаешься, то уж не на репетиции. И правда, как я сама не догадалась. Нам только у девчонок спросить, вдруг они им еще нужны. К столу. Любушка, забыла вас спросить, а когда Павел выходит к нам на работу? Ну, если ничего не случится, то завтра должен. А что, уже не терпится с ним увидеться? Да нет, дело не в этом. Вы говорили, он поэзию любит? Да, еще как. Так вот, я хочу, чтобы он был моим королем. В каком смысле? В смысле? В школьной театральной постановке. Я там королеву играю, а мне все-таки королей подсовывают. Просто ужас. Ой, в этом смысле? Ну что вы, вы можете на него положиться. Это хорошо. А то я волновалась. Вдруг он стеснительный или театр не любит. Да что вы! И с Пашей король хоть куда. А театр он просто без ума. Даром, что гаишник. Ну ладно, Елена Петровна пойду я. А то у меня там сухари в духовке сушатся. Елена Петровна, один. Последний. Ну, пока он на работу не вышел. Ну? Спасибо. Вот так и живу. Но я ненадолго вернулась. Егэс дам корочку, получу и обратно. Там же ведь тоже учеба. Много не пропустишь. Нам так не хватало тебя. Особенно сейчас. Ну вы же вроде нашли ударницу. Нашли. Из детского дома. Потом ее Борзову с Шинским удочерили. А, мне папа говорил, что Людмила Федоровна кого-то там взяла. Но я не думала, что это та самая. Ну и что, она плохо играет? Может, не Ринго Стар. Ну это бог с ним. Она у Ани Белуту отбила. Да ты что? А Анька что? Делает вид, что ей все равно. Да, похоже, я много пропустила. А еще нас в Снегинку позвали. Без экзаменов. Серьезно? Это же здорово. Эх! Любаня! Любаня! Ты чего? Чего? Ты что, забыл, блин? Так что, нет никого же. Угу. У Сену домов тоже есть уши. Давай дома. Все дома. Может, я вообще зря приехал, а? Да ты что, Паш? Ты знаешь, какие у меня сумки тяжелые, а? Я без тебя не справилась. Да, кстати, Паш, ты договорился там, как там? Все нормально? Видишь, как нас школа кормит? Ну да, отпуск мне дали. Удивлялись, правда, очень. Но я наврал, что уезжаю. Ну и молодец. Потому что завтра ты начинаешь активную школьную жизнь. Так. Ну-ка с этого момента поподробней. Что еще, кроме шашни, с этой завхозихой? Паш, ты будешь играть в школьном театре. Ха-ха-ха! Кого? Минта, что ли? Да бери выше. Куда еще выше-то? Ну, я сказала, что ты заядлый театрал, будешь играть короля. Ха-ха! Много я из себя узнаю. Сначала стихи, Ахматова, Цветаева, теперь вот театр. Паш, ну не бухти, а? Это же все для дела, для нас с тобой. Любань, а стоит ли того это дело-то, а? Стоит, любовь моя, стоит. Ну ладно, поехали на вокзал, пристроим школьный хавчик твоей проводнице, ну и домой. Паш, у нас там дома небольшие неприятности, но ничего страшного. Ну ладно, поехали, по дороге расскажу. Спасибо. Ой, как романтично. Я так давно не была на свидании. О, Игореха, я так боялся, что ты не придешь. Садись давай. Только у нас два меню. Возьми вон у нас соседнем столбик. Так мы же договорились, что у нас будет романтическое свидание. Конечно, свидание. А он? Игореха-то, а че мы помешаем? Слушайте, у вас тут такая романтическая обстановка. Даже не знаю, нужен я вам или нет. Неловко. Да брось ты, ты нам абсолютно не мешаешь. Ну что, я для начала буду салат из свежих овощей и фахитос. А вы? Вот, и за Женьки нас теперь могут в Снегинку не взять. А когда выяснится? Мы завтра с куратором встречаемся. Будет понятно. А можно я с вами поеду? Конечно. И девчонки будут рады. Стас просто опупеет. Он уже опупел. Мы еще вчера с ним встретились. Да ладно, где? Не поверишь, у меня дома в моей собственной комнате с Наденькой. С Наденькой? Мне что он сказал? А что он скажет? Присоединяйся, говорит. Да ладно. Нет, конечно. Глаза прятал. Козел. Честно говоря, я не думала, что он так быстро меня забудет. Представляешь, Паша, эта гадина малолетняя таки вставила замок в свою дверь. Я думала, у нее духу не хватит. Так может, давай я дверь вышиву, а? Нет, не надо. Но это же совсем будет перебор. Мы же тут на птичьих правах. Если дело до разбирательства дойдет, нас отсюда вообще выставят. Надюха, а ты что такая грустная? Найдем мы, куда тебя приткнуть. Слушай, он в общагу МВД со всеми удобствами, а? Да я не из-за квартиры переживаю. Я из-за Стаса. Они вчера с Леркой случайно встретились. А Лерка же это его бывшая девушка. Вот я и боюсь, вдруг воспоминания нагрянут. Ну и бог с ним. Зачем нам нужен этот голодранец? Слушай, денег у самого на портке нет, туда же он. Девок заводить. Че? Почему голодранец? Слушай, Гуцул, ну раз группа развалилась, может мне тогда физкультурный ломануться? Подожди ты, дуреха. Не паникуй раньше времени. Ну а что здесь можно сделать? Группу все равно не вернуть. Знаешь, Лен, китайские мудрецы рекомендуют, что во время перемен нужно вести себя как можно спокойнее. Ну, так просто меньше вероятности, что тебя сломают. Тьфу, раз так, тогда проще лечь на пол и лежать. Тоже спокойно получится. Ну, ты знаешь, это тоже не вариант. Мы с тобой не настолько китайцы. Ну, а что тогда делать? Ну, Лен, есть у меня одна идея. Слушай, пойдем к тебе. Я все тебе покажу и расскажу. Кстати, как дед к этому отнесется. Ну, смотря что ты покажешь. Тю, мадемуазель, все в рамках приличия. Клянусь своей треуголкой. Паш, ну, может, ты перестанешь жевать и объяснишь нам, почему ты надежденного хахаля голодранцем назвал? Да, вот мне тоже интересно. Потому что пробила сегодня его батю по всем базам. И узнал, кто он такой и чем он дышит. Ну, и что? Наврал, Стас? Наврал, не наврал. Сами судите. Сегодня, как в программе «Счастливый случай», останавливаю его батю за превышение скорости на 13 км в час. Это серьезное административное нарушение правил дорожного движения. Ну, поругался с ним сначала для порядка. А потом и говорю. Слушайте, я вашего сына знаю. Он с моей дочкой встречается. Ну? А он говорит, знаешь что? Не знаю никакого сына. Стас, оказывается, это сын его бывшей жены, причем от ее первого брака. А был он ему только отчимом. А сейчас он его знать не знает. Вот так. А зачем же тогда нам Стас рассказывал? Он там про Мальдивы эти, про тачки заливал. А догадайся с трех раз, а? Вот гаденыш. Так что, Надюха, бросай его, да побыстрее. Пацан нулевой, никаких перспектив. Это вы просто ничего не понимаете в перспективах. Важно не то, кто его отец, а кто он сам. Вот Стас сам всего может добиться. Ой-ой-ой-ой. Знаешь что, сами только кошки родятся. Паш. Вить, зачем ты меня пригласил, если у вас тут свидание? Не могу я с ней один на один. И к чему тогда этот спектакль со свадьбой? Что теперь-то уж? Как, что? Жить тебе с ней придется один на один? Или ты меня тоже собираешься позвать с молодой женой жить? Я думал, стерпится и слюбится. Да что-то как-то не выходит. Смотрит на меня своими коровьими глазами. А я не знаю, как сказать. Может, все-таки погорячился, а женить бы. О чем говорили? Да так. Ни о чем. А почему тогда такой грустный? Ты это, краем уха услышал, как любимая команда чемпионат продала. Ой, а я терпеть не могу эти дурацкие разговоры про чемпионат. По-моему, ерунда одна. Правда, Игорь Ильич? Стас, ты ничего не хочешь мне сказать? К чему я-то? Ты же меня позвала. Ну ладно. Стас, скажи, зачем ты мне врал? Я? А ты? Ну вот зачем ты все это придумал про отца? Чтобы я клюнула, и ты меня в постель затащил? Нет. Конечно, я сама тоже хороша могла бы догадаться. Ведь если бы у тебя был такой папаша, как ты рассказывал, то зачем ты тогда учишься, как проклятый? Да ты бы мог в любой вуз поступить, вообще ничего не делая. Что молчишь? Даже не хочешь поотпираться? Или сказать, что ты мне не врал? Нет, не хочу. Я действительно соврал про отца. Погода какая выдалась, а? А мы просидели в ресторане все это время, да. Ладно. Мне домой, наверное, пора. Да, мне тоже. Футбол сегодня. Пойдешься сегодня ко мне в футбол смотреть? Ну, что ж, а что бы не пойти? Конечно, пойду. А пока ты, Светочка, провожаешь, я в магазин заскочу. Ну, да. Давай я тебя провожу. Привет, лирок. Заходи на войне, стесняйся. А вы кто? Это Пал Палыч. Так еще Пал Палыч, вы что здесь, табор решили развести? Не табор. Гостей нам никто не запрещал водить. К тому же, это не просто гости. Это моя судьба. Вы бы свою судьбу на своей жилплощади строили. А то развели тут небрачные отношения. Слышь, Паша, я же тебе говорила, что она хабалка. Да. Крайне невоспитанная девочка. Я сейчас позвоню папе, и он вам объяснит, кто здесь невоспитанный. Можешь не утруждаться. Андрей в курсе. С ним согласовано. И что, он разрешил? А ты думаешь, почему он тебя сразу туда позвал жить? Короче, я буду жить в своей комнате, и точка. И еще цепочку не забудь вырезать, и глазок. Надь, подожди, я тебе кое-что объясню. Я тебя слушаю. Я просто хотел, чтобы у меня был отец. Чтобы он мне помочь или хотя бы дать совет. Но раз уж этого нет, то пусть хотя бы будет на словах. А я все равно сам поступлю, отучусь и денег заработаю. Ясно? Да поступают только медалисты. Даже если ты все экзамены сдашь на пятерке, у тебя мизерные шансы поступить на бюджет. Да мне плевать. Хоть трехкратный медалист. Ты сказал, поступлю, значит поступлю. Понимаю, тебе нужен с ног олигарха. Я не такой. Поэтому прости. Смотри, Лен, заходим на сайт. Вводим пароль. Вот мой блог. А что это за сайт? Спортивный? Вообще-то музыкальный. Отсюда можно фильмы качать, музыку. Ну, чем не струя для начинающих музыкантов? Ну, связи пока не улавливаю. Ну, смотри. Моя песня сейчас крутится на радио. Кто ее слушает? Ну, не знаю. Тот, кто включил радио, тот и слушает. Правильно. А тут слушатели вполне реальны. То есть ты можешь с ними общаться, отвечать на их вопросы. Настоящая жизнь песни происходит здесь. Вот видишь, смотри, тут написано. Это песня для моей девушки. И твоя фотография размещена. Круто? Круто. Только ты извини, я все равно пока ничего не понимаю. Почему мне из-за этого нельзя идти в физкультурный? Блин, Лен, ну ты что в самом деле, а? Современные технологии сегодня позволяют соединить то, что находится на огромном расстоянии друг от друга. Ну, например, автора песни и ее слушатели. Ну. Так, нас с девчонками тоже можно соединить? Ну, слава богу, Лен. А то я подумал, что тебе правда в физкультурный пора. Вы можете хоть и в разных точках планеты находиться, понимаешь? Записывать вместе песни, выкладывать их сюда, фанаты будут слушать. Это будет ваша концертная площадка, понимаешь? И здесь будет проходить жизнь вашей группы. А ничего страшного, если мы вместе не будем встречаться. Ну, какая разница, в сети-то вы все равно будете. Ну, как? Ну, вообще мне нравится. Тут ведь гораздо больше народу будет слушать наши песни. Так в том-то и дело, что не надо на радио пробиваться. Тут уже есть своя аудитория. Ну, например, кто-то из Новосибирска, кто-то из Екатеринбурга, кто-то... Блин, Гуцу, ты просто молодец, ты спас нашу группу. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, Лерочка. Ну, садись, позавтракай с нами. У тебя вкус теперь чай английский? Ну, так мы подсуетились, кашки тебе наварили. Овсяной. Размазня. Как ты любишь? Уж так старались. Всей семьей ни свет, ни заря встали. А где моя посуда? Опять все перепрятали, ничего нельзя найти. Ой, а посуду твою мы выбросили. А зачем нам этот хлам? У нас свой сервиз, тарелочка, как тарелочки. Да ваши миски в руки взять противно было. Сразу видно, что хозяйки дома нет. Да не говори, доча. Ты помнишь, как этими самыми руками я отскребала эту посуду, а потом поняла, легче выбросить, чем отскрести. Вы что, с ума сошли? Это был мамин любимый фарфор. Ладно, не кипятись. Отдала все отцу твоему. Охота руки ворать было, на помойку это все таскать. А овсяночку-то нашу будешь? Да боюсь подавиться. Слава богу, в школе могу поесть, чтобы ваших рож не видеть. Ну, в школе так в школе. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы, не бедом, а куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Анечка! Ты сегодня Женю Алёхину увидишь? Спроси, пожалуйста, как её мама себя чувствует? А, так тётя Лиза уже себя не выписывает. Да что ты, правда? Ну, слава богу, значит, дело на поправку пошло. Ты знаешь, мне до сих пор как-то совестно, я немножко себя чувствую виноватой. Мам, да ты чего? Мам, ну ты тут при чём? Вот если бы тётя Лиза тебя сразу послушала, может быть, и не было бы никаких проблем. Вот будет у тебя собственная дочка школу заканчивать, тогда посмотрим. Мои дети будут сами решать, как им жить. Да. Мы тоже так говорили. Ладно, сама сегодня схожу к Лизе. Проведаю и постараюсь помириться. А, да, кстати, вы меня сегодня рано не ждите. У нас сегодня важная встреча с Романовским. Мам, я волнуюсь ужасно, а вдруг он нас не возьмёт? Да не волнуйся, это всё будет хорошо. Ни пуха, ни пера. Спасибо, мама, я тебя тоже очень люблю. Пока. А, подожди пять сек. Вот, всё, что нашла. Ну чё, нормально. Мне хватит. В общем, забабахаем вам супер-пупер музыкальный блок. Ну, если ещё что-то понадобится, я у девчонок спрошу. Ну, я специально не собирала, не знала, что так всё кончится. Слушай, Лен, у меня к тебе предложение. Давай пока остальным ничего не будем говорить. Опять какие-то тайны. Терпеть не могу, скрывать что-то от девчонок. Ну, подожди, мы же ничего криминального не делаем. Я быстро организую блок ранеток, заливаю туда видео, фотки, аудио. Подожди, а музыки-то нашей у меня нет. Всё у Наташки. Ну, я постараюсь как-нибудь достать, но Наташка в любом случае спросит, зачем. Придётся врать. Ну, придумай что-нибудь безобидное. Я не знаю, скажи, что хочешь оставить память о группе. Ладно, я постараюсь. В общем, я вечером организую вам страничку. Блин, вы такие грустные в последнее время. Ленка, давай устроим всем сюрприз. Пойдём. Да, кстати, я решила. Стаса я не брошу, буду с ним встречаться. Ополоумила совсем. Паш, учу я, учу. И всё без толку. Зачем он тебе нужен? Голь перекатная. Что с него взять-то? Мам, ты ничего не понимаешь. Я всё выяснила. Москвич, отличник. Сам хорошенький. Вот постарайтесь в гемо. Вы мне всё потом спасибо скажете. А чё турку с этого гемо вашего, а? Жить вы на что будете? На стипендию на эту, на мидерную? А это вообще не ваша забота. У меня других проблем куча. Я вот боюсь, как бы он к лерке не переметнулся. Да по мне пусть валит на все четыре стороны. Мам, послушайте меня хоть раз в жизни. Мне ваша помощь нужна. Ну, проследите с дядей Пашей за ним. Какой проследить? Я бы ему ещё уши надрал. За то, что он мне лапшу вешал. Последите. Знаешь, Надежда, а я тебе помогу, кажется. И не потому, что этот голотранец мне дитья нужен. Очень уж хочется Лерочке пакость какую-нибудь сделать. Привет. Что за демонстрация? Сейчас узнаешь. Так, ты выцелуй, иди, нам Маленка нужна. Натах, ну что такое? Сейчас звонок будет, мы не успеем. Ничего страшного. Сюрприз. Наташ, ну давай говори скорее. Не скажешь правду, идём? А вот и мы сюрприз. Смотрите. Просто мы такие детки. Лек, ты что ли? Лек, ты что ли? Лек, ты что ли? Просто мы такие детки. Мы родители. Как ты рассказываешь? Как дела? Отлично. Как вы тут? Да, вообще круто. Ну расскажи. И запомните, вашей жене необходимо обеспечить полный покой. Никаких нервных потрясений. Угу, понимаю. Скажите, доктор, а насколько ухудшилось её здоровье? Может, надо обратиться к специалистам, там... Побилуйте. А кто говорит об ухудшении здоровья? У вашей жены здоровье, дай бог каждому. В таком возрасте забеременеть? Ну, может, ей необходимо наблюдеть. Что вы сказали? Ваша жена беременна. Подождите, доктор. Этого не может быть. Вы уверены? Вы ничего не путаете? Что это за вопрос? Я, батенька, не первый год работаю. Что тут можно перепутать? Простите, я не хотел вас обидеть, но... Дело в том, что этого быть не может. Ну, что, давай мириться? Давай. Фигня всё это. Забыли? Забыли. У меня тут такая засада. Хоть ешь и всё. Покорить не с кем. Ну, давай, выкладывай. Я даже не знаю, с чего начать. По-моему, никогда так не встревал. Главное, так стыдно. В общем, Лера меня с Наденькой засекла. Прилетает из Англии и застаёт меня в своей квартире, в своей же кровати, со своей же сестрой. Нормально? Ух, жесть какая. Подожди, ну, с другой стороны, я не вижу ничего плохого. Вы же расстались и можете встречаться с кем угодно. Ну, в том-то и дело, что с Наденькой я больше ничего не хочу. Не встречаться и не вообще. Привет, Нютка. Как жизнь на новом месте? Приснился жених-невесте? Привет, нормально. Как рука твоя? Да, я про неё уже забыл. Ты чё такая загруженная? К карьере моей пришёл конец. Изранитка меня выгонят. Что за ерунда? Что ты себя надумала? Говорю, как есть. Вчера девчонки сказали, что Романовский не хочет меня брать в Снегинку. Вот гад, надо с ним разобраться. Ну, а девчонки что говорят? Как же они без ударницы? Да вот это как раз не проблема. Ты же знаешь, Лера вернулась. Вот Романовский вместо меня её возьмёт. Фига себе, Лерка вернулась? Ну, может у неё какие-нибудь другие планы? Откуда ты знаешь? Не вешай нос. Может, всё не так плохо. А я-то дура размечтала. Сиронетки, музыкальное училище. Не переживай. Всё будет хорошо. Слушай, Гуцул, извини меня, правда. Я в тот раз что-то слишком сильно тебя нагнал. Всё Наденьку пытался защитить. Где только мои мозги были. Да там же, где и мои, когда я с Зеленовой встречалась. Точно. Наденька хоть и колхозница, но Зеленова и одного поля ягода. Безжадный и продажный. Вообще все женщины такие. Подожди. Что-то ты загнал. И Ленка с Леркой тоже. Это мы лохи с тобой. Все такие девчонок упустили. Ну, это ты прав. Когда Лерку видел, понял, как всё глупо получилось. Главное, сам виноват. И обратно уже ничего не вернёшь. Ты не раскисай главное. Я вон с Ленкой помирился, помирился. Ты тоже попробуй поговори с ней, я не знаю. Она же девчонка умная, поймёт. Ты вообще понимаешь, что ты несёшь? Думаешь, после всего, что она видела, у меня есть хоть один шанс? Слушай, что ты завёлся, а? Я тебе помочь пытаюсь. От чистого сердца. Реально же жалко такую девчонку терять. Жалко не то слово. Но сделать уже ничего нельзя. Дело в том, что моя жена бесплодна. В течение многих лет мы пытались бороться с этой проблемой. Пока были молоды, ещё надеялись... Подождите, подождите. Но у вас же есть дочь. Вот, я же видел её собственными глазами. Она, кстати, очень похожа на вас. Особенно на маму. Да, нам повезло, но для её рождения мы использовали чужую яйцеклетку. Ну, так называемое искусственное оплодотворение. Ах, вот как. Ну, теперь понятно. Да, Лизе подсадили яйцеклетку женщины-донора. Ну, а, конечно, вынашивала и рожала Лиза уже сама. И в этом смысле она, Женя, наша, естественно, родная дочь. Ну, что ж, всякое случается. Вот я помню случай из практики. Простите, доктор, я вас перебью. Всё-таки объясните мне, как так могло случиться, что Лиза забеременела? Как? Как? Считайте, что произошло чудо. Чудо? Вить, и вот ещё что. Ты меня на свои свидания больше не приглашай. Надеюсь, больше свиданий и не будет. Одного хватило. Кусов в горло не лез. Это вы сами решайте. Но со Светочкой встречайся без меня. Я вчера чуть под землю не провалился. Прости, старик. Прости. Ну, могу я с ней наедине. Что ты такое говоришь? Это твоя невеста. У вас свадьба скоро. Свадьба, свадьба, да. Погорячился я с женихбой. Только сейчас понял, что не могу я с ней. Что ты? Здрасте. А раньше ты о чём думал? И вообще, кто-то мне говорил, что у спортсменов воля. Ты тут так тошно, что никакая воля не помогает. Вить охота на стену лезть. Послушай, Вить, я тебя как человека прошу. Поговори ты с ней. Нет. Всё, поздно. Ну, как я ей это скажу? Её же это убьёт. Убьёт, конечно. Она же тебя сама и убьёт. Я бы, по крайней мере, на её месте поступил бы так. И суд бы меня оправдал. Очень смешно. Да ты представь себе, сколько у неё свадеб сорвалось. А вспомни эту последнюю, когда Русланчик её бросил. У меня язык не повернётся. Это ж всё равно, что ребёнка ударить. Вить, подумай. Сейчас ты можешь что-то исправить. А после свадьбы ты будешь просто подлец. Да. Ругай меня. Я всё знаю, но сказать ничего не могу. Тогда объясни мне, что ты собираешься делать? Не знаю. Буду терпеть. До свадьбы как-нибудь дотяну. Лер, познакомься. Это Анюта. Мы тебе про неё рассказывали. Ммм, та самая? Ну, привет. Меня Лера зовут. Очень приятно. Ты всегда была моим кумиром. Да что ты. Ты супер. Ты самая классная дарвница из всех, которые я видела. Я много видела. Девчонки, пойдёмте в класс. Скоро звонок. Да, действительно. Пойдёмте. Так хочется бы скорее всех увидеть. Здравия желаю. Приветствую. Павел Павлович, ну ты прям вовремя? Ну так. Мы с порядок знаем. Знаешь, кто рано стоит, тому мох подаёт. Ну что ж, приятно иметь дело с ответственным человеком. Чувствую, сработаемся с тобой. Ну что, давай я тебе своим хозяйством познакомлю. Вот ключи, видишь? Ага. А что так много? Так это от кабинетов. Ты за них головой отвечаешь. Утром выдал ключ, записал. Принял ключ, записал. Смотри в оба. А что такое, имущество выносят? Да нет, ну что ты. У нас воров отродясь не было. Просто вдруг кто-то забудет ключ сдать. Ага. Следи. Так, и прямо вот от каждого кабинета ключ есть, да? Ну а как же. Ты в каждый кабинет ход должен иметь. Ага. Вот, кстати, этот самый огнетушитель. Ага, понятно. И что, пожары бывают, что ли? Да ты что? Тьфу, тебе не язык. Пожаров не бывает. Ну, как тебе сказать, положено по технике безопасности. Понимаешь, положено. Если что, сразу штраф. А что, у вас тоже штрафы брать можно? Это я умею. Берут. Только не мы берем, а с нас берут. Если что. Да. Знаешь, постоянные проверки. Кто только не проверяет, житья не дают. Так, еще, значит, жена пироги твои сюда приносит. Угу. Ну, сервис, сам понимаешь. Знаешь, не жена она мне больше. Да ты что? Лиз, надо было все-таки такси вызвать. Вов, я хочу пройтись воздухом подышать. Ты с доктором говорил, он объяснил, как это случилось. Ну, как это случилось, я ее сам тебе могу рассказать. Ну, я не об этом. Он говорит, что это просто чудо. Других объяснений у него нет. Да, это чудо. Я так этого ждала, так мечтала. Знаешь, наверное, когда теряешь надежду, тогда все избывается. Ой, Лиз, я так обрадовался. Я, как узнал, просто голову потерял. Меня даже доктор отругал за неадекватное поведение. Вов, а я боюсь немножко. Ну, мало ли, в таком возрасте вдруг какие осложнения. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А вот о плохом думать не надо. Ты лучше думай о том, какое счастье свалилось в нашу семью. И не волнуйся, я рядом, все у нас получится. Да, ты рядом, это главное. Все у нас будет хорошо, да? Родим такого малыша, что все завидовать будут. Вот, теперь правильно говоришь. Ох, Лизка, я так счастлива, что ты на это решилась. О, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все. Офка. Привет, Лерка. Привет, Степ. Хорошо выглядишь. Спасибо. А ты как, нам насовсем или так, погостить? Ну, я на самом деле ненадолго сдам экзамены обратно в Англию. А как же, Ранетки, я думал, ты в группу вернешься. Ну, нет, мне сольная карьера нравится намного больше. Слушай, а что у тебя с Анейкой произошло? Лера, это наше личное дело, давай не будем об этом. Ну, вообще-то, Аня моя подруга. Так вот, мы с твоей подругой уже во всем разобрались, и она на меня не в обиде. Сечешь? Ладно, давай, был рад пить. Пока. Пока. Вот это важно. Записал и расписался, чтобы... Петр Стефанович, а вы почему в школе? Вы же к врачам опоздаете. Идите, идите уже. Дожил. Из родной школы выгоняют. Да никто вас не гонит. Наоборот, пекусь о вашем здоровье. Вы лучше пироги пекли. Не могу я уйти. У меня сейчас репетиция, потом у меня этот... спектакль. То бы я давно уже УЗИ почки сделал. Да какая может быть репетиция, когда в здоровье, в опасности. Идите, идите уже. Слушайте, а кто за меня короля сыграет? Господи, да куда ж он денется? Заменит кто-нибудь и все дела. Какая бы быстрая эта, Елена Петровна. Не всякой короля-то можешь сыграть. Тут особая стать нужна, как у меня. Профиль, опять-таки. А сменщик? Сменщик ваш на что? Павел Павлович, как вы относитесь к театру? К театру я хорошо отношусь. Но знаете, я даже однажды возле театра стоял. Ну что, девушку ждали? Нет, какую девушку. Я на посту там стоял. Понимаете, у театра все машины в неположенном месте стоят. Так что я люблю театр. Особенно после третьего звонка. Да-да-да, это тоже мой любимый момент. Когда гаснет свет, вот-вот-вот-вот-вот поднимут за ноги. Да-да-да, в это время все как раз машины-то и бросают, кто где попал, понимаете. А тут я, понимаете. Здравствуйте, лейтенант Жданов. Ваши документы, ваш штраф тысячи рублей. Скажите, пожалуйста, у вас свекла с чесноком? Ну вот, Лерочка, снова свиделись. Что, покушать захотела? А голодала, бедная. А вы что здесь делаете? Как что, работаю? Мы же в Англии не обучались. Приходится зарабатывать на жизнь честным трудом. Может, хватит уже? Я вашей болтовни уже дома наслушалась. Давайте мне мою еду. Ты же не ешь мою еду. Башу не ем. Школьную ем. Ах, вот оно что. Так не могу я тебя накормить, голуба моя. Уж не взыщи. Кто ж знал, что ты сегодня обедать припрешься. Ой, а вы не в курсе. В одном доме живем, вы даже не догадывались, что я в школу приду. А, теперь мы в одном доме живем, да? А как позавтракать с нами, так она нос воротит. Так, вы меня уже достали. Давайте мой суп, и я пойду. Не могу. Порции на тебя нет. У нас все по правилам. Заранее заказываем. Если я тебя накормлю, другим ребятишечкам может не хватить. Что за бред? Столько лет в этой столовке кушаю, и всегда были лишние порции. Что вы придумываете? Ну вот что, племянница моя дорогая, обеда в школьных до следующей недели не увидишь. Поголодаешь. Тебе только на пользу. Ну что ж, раз у вас тут все схвачено, пойду я. До новых встреч. Ну так что, вы согласны сыграть в спектакле? Понимаете, эта роль, она написана прямо для вас. Вы и есть само его величество. Ну, ну если вы будете играть мою королеву, тогда, конечно. А я и правда королева. И вы, вы мне очень подходите. Девчонки, подождите, пожалуйста. Я не могу идти. Все внутри свозят вообще. Скушала что-то мета? Да если бы. Я последний раз кушала, когда в самолете сюда летела. Ну ты даешь, подруга. В Англии так принято, нифига не есть. Издеваешься? Дома родственники, идиоты. Кусок в горло не лезет. Теперь тут еще эта сволочная раздача стоит. Ну блин, там же это, гущина. Она тебе поесть не дала? Прикинь, да. Девчонки, я до кафе просто не дотерплю. Я умру. Желудок сводит. Слушайте, а давайте к дяде Пете сходим. Но он же всегда что-то хомячит. У него наверняка есть пирожки. Придется. Потому что я пока дойду, я просто умру. Подгущенная радость будет. Предлагаю закатить вечером праздничный ужин. А? Чур, я готовлю. Нет. Знаешь, пойдем в кафе. У меня такой прилив сил, я тебе передать не могу. Очень хочется работать. Я, вовсе, знаешь, что думаю? Может быть, в кафе меню для беременных сделать? А? Ну, а что, хорошая идея. Лис, я помню, где-то читал, что у женщин в период беременности повышаются интеллектуальные и творческие способности. А что, нам же теперь за двоих жить надо. А то и за троих. Вов, хочешь двойняшек? Или тройняшек? Да хоть четверняшек. Ой, Лис, я на тебя налюбоваться не могу. Господи, помолодела лет на десять. Правда. Мне кажется, я гору могу свернуть. Вов, работать. Пошли работать. Ну, пошли. Здравствуйте, дядь Петя. Что же это такое, а? Ну, нигде от вас спасения нет. А не надо от меня спасаться. Мы же одна семья. Живем вместе. Так что, давайте дружить. Разбежались. Какая вам еще семья? Понабрали бомжей с улицы, еще в семью просится. Слушай, девочка, ты поосторожнее в выражениях. Знай, кому хамишь-то. Мне наплевать, кто вам разрешил здесь стоять. Это место дяди Пети. А вы еще и форму его напялили. Форма это моя. Я здесь работаю. У дяди Пети вашего сменщика. Так что, будешь дерзить, завтра вообще в школу не пущу. Дурдом какой-то. Лера, а кто это вообще? Я что-то с ним так разговариваю. Да это сожитель моей тетки, прикинь. Нигде от них спасения нет. В кафе приходишь, там Наденька. Вообще засада, блин. И вот представь себе, этот балбес решил терпеть. Он поесть-то с ней задним столом не может. А туда же жениться. Я тебя слушаю и не могу поверить. Степнов показался мне таким серьезным мужчиной, а сам в какие-то детские игры заигрался. Да я тоже его не узнаю. Пора брать ситуацию в свои руки. Хватит смотреть, надо переходить к активным действиям. Что мы можем сделать? Если мы вмешаемся, будет только хуже. Ну, ты же хотела помочь Милославскому. Вот самое время. Так, и что ты мне предлагаешь? Рассказать Милославскому, что Степнов не любит Светочку? Нет. Этим делу не поможешь. Тебе нужно самой с ней поговорить. Почему я? Вот ты и поговорил. Ну, я же мужчина. Тебе проще. Да она меня слушать не станет. Я и чужой человек. Какая ты жестокосердная. Степнов ее не любит. Она выйдет за него замуж и промучится всю жизнь. Здрасте. А я теперь виновата. Ну, конечно, мне ее жаль. Ну, почему я? Есть же другие учителя. Ну, какие другие учителя? Что, Савченко просить? Ты наша единственная надежда. Ты человек незаинтересованная, она тебе, скорее всего, поверит. лиза, 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 здравствуй. Ну, мы же подруги. И все равно, я была не права. Это ваше семейное дело. И тем более, отношения с вашей дочерью. Прости меня, пожалуйста. Ну, тогда и ты меня прости. Я так ужасно тогда на тебя накричала. Просто в моем состоянии я... Да ты что, даже не извиняйся. У тебя был трудный момент, и я очень хорошо знаю такие состояния. Ирка, да ничего ты не знаешь. Я про другое состояние. Я беременна. Лиза. Ну что, я поговорил с Леркой. Все нормально, как я и думал. В смысле, а что она тебе сказала? Ну, она сказала, что сдаст ЕГЭ и свалит в Англию. Точно можешь расслабиться. Спасибо, Степ. Все за пять минут зато ешь. Да я еще не то могу. Ты в следующий раз сначала со мной поговори, а потом уже впадай в тоску. Что бы я без тебя делала? Вот только непонятно, почему она с нами в кафе идет. Ну, мало ли, с девчонками хочет пообщаться. Соскучилась там в Англии по нормальным людям. Ну да. Но только... Она с нами на встречу с Романовским идет. А тебе говорит то, что в группу не вернется. Да не переживай ты. Все будет нормально. Слушай, ладно, я побежал, а то мне еще домой надо. Давай, завтра расскажешь, чем дело кончилось. Ладно, давай. Пока. Пока. Лизка, ты меня просто потрясла. И это еще слабо сказано. Да ты же героиня. И слушай, ты рожать будешь, да? Буду. Ты даже не представляешь, как я счастлива. У меня такое чувство, что у меня крылья за спиной выросли. Летать хочется. Слушай, все так неожиданно. Как вы вообще на вторую-то решились, а? Да мы не решались, мы даже не планировали. Ну, я вообще думала, что я теперь внуков не антить буду. Это же невероятно. А что случилось? Ты почему в больнице лежала? Ну, как здоровье? А, все нормально. Ты знаешь, Ир, я просто помолодела лет на двадцать. Я решила. Теперь в пору вместе с Женькой о будущем задуматься. Женька знает уже? Нет, не говорили. Ну, знаешь, у нее сейчас занятия, поступления не до этого. Вот. А мы решили, что, знаешь, жизнь. Вот, с чистого листа начнем. Я тебя так завидую, Лизочка. Такая ты молодец, а? Я так за тебя рада. Лизок. Софья Сергеевна, может нам помочь? А я, Светлана Михайловна, подумала, тут не так давно вышла новая книга о Менделееве. Может быть, она у вас есть? У нас есть учебники по химии, а в них точно видела таблицу этого Менделеева. Подойдет? Нет, к сожалению, это не то, что я искала. Ну, извините. Светлана, скажите, вы, наверное, читать любите? Ну, а кто ж не любит? Любой нормальный человек обожает читать. Просто мне кажется, что если вы работаете в библиотеке, у вас к книгам должно быть особое отношение. Ну, в общем-то, да. У нас дома было очень много шкафов, а в них книг пруд пруди. Вот я и привыкла и читать, и на место ставить. Понятно. А я слышала, вы замуж выходите? Ну, вообще-то, выхожу. А что? Знаете, мне кажется, что идеальным мужем для вас был бы человек, который бы так же любил книги, как и вы. Я что-то не понимаю. Вы сейчас о чем? А я говорю о Мирославе Николаевиче. Он ведь учитель литературы, и у вас столько много общего. И поверьте, не я одна так думаю. А при чем здесь Милославский? Я за Степнова замуж выхожу. Да, вот-вот. И я об этом говорю. Понимаете, Светлана, мне кажется, вы совершаете большую ошибку. Поймите, Степнов, он вас не любит. А ну, стоять! Ваши документы, то есть, куда это вы казенные мышцы-то потащили? А это не казенные, это мои личные клавиши. Я их в школу приносила, пока в группе играла. Теперь забираю. Так я вам поверил. Это что же каждый может схватить то, что ему под руку попадется и тащить, да? И скажет, что это мое. Знаете что? Вы так мне всю школу растащите. Я могу подтвердить. Это действительно клавиши Жени Алёхиной. Пропустите, а? Держать тяжело. Да ты что? А ты, может, соучастник? Может, ты подельник ейный? Откуда мне знать? Чем докажете, что пианино ваша? Ладно, Женя, это вам надолго. Послушайте, если вы у нас такой бдительный, вы должны знать про инвентарный номер. Чего? Ты знаешь что, давай тут не умничай мне. На любом предмете, который принадлежит учреждению, есть специальный инвентарный номер. Вы можете посмотреть, на клавишах его нету. Да. А вы его стерли. Угу. А что случилось? Что за шум? Да вот, задержал. Нарушителей казенные имущества выносят. Будете свидетелем. Отдайте клавишные детям, эта девочка и вправду их хозяйка. А вы несите, несите. Сними и вправду одна морока. То не на балансе, то нет. Идите. До свидания. До свидания. Я смотрю, вы такой бдительный, от вас ничто не ускользнет. Ну, знаете, на бдительности можно прилично заработать. А вы мне нравитесь все больше и больше. Нам пора костюмы мерить и репетировать. Идемте, я вас уже полчаса жду. Ну, пойдемте. Хе-хе-хе. Ах, вон оно что. А я-то думаю, какие разговоры странные. Меделеев, таблицы, чтение. А она вот о чем. Светлана Михайловна, вы не волнуйтесь, я пришла вам помочь. Я искренне желаю вам добра. Знаю я ваше добро. Сама на Степнова глаз положила, а меня от свадьбы отговаривает. Я вот что вам скажу. Это вы совершили ошибку. Какую ошибку? А то, что посмели ко мне прийти. Ни стыда, ни совести. В школе без года недели, а уже на чужих женихов зарится. Не дождетесь. Вы что говорите? Конечно, самый видный мужчина в школе. Ишь, раскатала губу, глаза твои бесстыжие. Так, Светлана Михайловна, возьмите себя в руки. Ха, я-то возьму, я сейчас так возьму. Я столько времени его ждала, столько билась за его внимание. Да мне ваш Степнов даром не нужно. Ха, так я тебе и поверила. Я его так просто не отдам, я буду биться до конца, мало не покажется. Да я до министерства дойду, пусть знают, что у нас здесь творится. Все, все против меня, все просто сговорились. Светлана Михайловна, я прошу вас прощения, я искренне сожалею об этом разговоре. Да ты пожалеешь, что вообще к нам в школу пришла? Вы правы, я здесь абсолютно не права, я уже ухожу, хорошо? Уходи, уходи, и больше не возвращайся. А если увижу ближе, чем за три метра от Степнова, пожалеешь. Да что же вы от меня бегаете, а? Будьте мужчиной, сражайтесь. Игорь Ильич, успокойтесь, вы так сильно в роль вжились, что я начинаю вас побаиваться. Да, извини, увлекся. Не знал, что фехтование настолько увлекательно. Интереснее даже шахмат будет. Ну что, что вы на меня так смотрите? Правда мне идет? Смотрите, какой у нас король, просто прелесть. Да, король хорош. Прямо скажем, в теле. Дядь Петя здесь меньше подходил. Нет, правда, на Петре Степановиче костюм велик был. А на Павел Павлович сидит как влитой, как будто мерку с ней снимали. Ну, в охранника к директору велено. Быстро. Не, ну, быстро-то не получится, я эту бодяку полчаса одевал. А вы так идите, так. Ну, как так-то? Первый рабочий день их директору в таком виде. А Николай Павлович знает, что мы репетируем. Ну, идите, идите. Ну, что, защищайтесь, сударь. А родители Женьки не разрешают ей поступать в Снегинку. Так. А если я с ними сам поговорю? Да это бесполезно. Уже и наши родители с ними разговаривали. И даже зауч. Они вообще ни в какую. У Женькиной мамы из-за этого срыв был. Она в больницу попала. Ничего себе. Да. И что же мне теперь с вами делать? Понимаете, я ведь хотел вашу группу всю целиком брать, а теперь... А теперь не возьмете? Ну, теперь я даже не знаю. Понимаете, девчонки, вы мне очень нравитесь. У вас есть потенциал. Ну, допустим, клапшницу я найду. Тут что-нибудь придумаю. А вот с ударницей... С ударницей все намного сложнее. Да, и, кстати, вы же обещали вашу новенькую подтянуть. А как вы собираетесь это делать? Вы ведь не репетируете сейчас? Нет. Без вашей, Женьки, это нереально. Да, не вот ты меня простит. Вот ничего личного, но без подготовки я тебя взять не могу. А остальных? Ну, а вас троих беру. Будем начинать с нуля. Создадим группу заново. Можно? Да, да. Ходите, Павел Павлович, я вас жду. А я вот уже пришел. Угу. Ну, как вам у нас, освоились? Да, конечно, я на новом месте очень быстро осваиваюсь. Угу. Это хорошо. Форму вам выдали? Конечно, я уже примерил, спасибо. Угу. Ну и как? Не жмет? Не жмет? Я как... Простите, корона не жмет? Корона-то нет, понимаете, как по мне, шире. То есть это, ну, сделали, имеется в виду. Это вы что, вот в этой форме целый день по школе ходили? Да нет, это же, это же для спектакля костюм. А-а-а! Да, для спектакля, я теперь понимаю. Ну и кого вы там играете? Я королем буду. Знаете, у них там с королями напряженка, а тут я. Говорят, кроме меня никто королем и не может. Как не может. А вот они вам сказали, что вас там должны отравить? Что вы вообще умираете в конце пьесы? Ну так ради такого случая можно и умереть. Когда еще королем-то побудешь, понимаете? Вот и корону дали, и кольцы, и вот весюлечку. Еще кубок дать обещали. Ну поздравляю вас с возлиянием в наш дружный коллектив. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Если что, трудности какие-нибудь, вы ко мне приходите, посоветуемся. Я большой спец по королям. А, премного благодарен. Вот. Спасибо. Да, да. Хм. Ну что, Принуэль-то, еще ведь не все потеряно. Понимаете, девчонки, была бы с вами ваша прежняя ударница, вообще вопросов никаких. В вашей прежней ударнице у нее талант был, ну, просто от Бога. Будь она сейчас с вами, никаких вопросов. Считай, группа в полном порядке. Спасибо за комплимент. А, прости? Дело в том, что это я. Я просто приехала ненадолго, но с девчонками не планировала выступать. Подожди. Ты, ты та самая Лера? Погоди, 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 дай-ка я на тебя посмотрю. Точно. Так. А почему-то играть-то не хочешь. Я уже сделала свой выбор. Мне очень нравится в Англии. Я уже освоилась в колледже. И считаю, что делать шаг назад не имеет смысла. Но у меня есть к вам предложение. Знаешь, в жизни ты еще интереснее, чем на записи. Жаль, что у тебя другие планы. Ну, а что за предложение? Я могу помочь Нюте. Мне кажется, что из нее выйдет неплохая ударница. И нам никто не нужен на репетициях. Мы справимся вдвоем. А может, нам удастся группу сохранить? Ну, не знаю, не знаю. Вы понимаете, изюминка вашей группы – это девочка-ударница. Сомневаюсь я, что Леру кто-то способен заменить. Но попробуйте. Ну, ой, что и выгорит. Теперь засекай сорок минут и будем вытаскивать. Готово. Женька, какая ты у меня молодец, а? Где ты такие пироги научилась делать? У мамы, конечно. Слушай, я вот давно хотела тебя спросить. Вот ты поступишь в медицинский, я в свой юридический. И что, мы больше дружить не будем? Ну, привет. Почему? Или ты что, думаешь, что медик юрист не товарищ? Ну, нет, просто времени будет мало. Это уже не школа. Вот еще. Я к тебе буду каждый день приходить. Или еще лучше. Давай квартиры снимем. Будем вместе жить. Это как? Ну, поженимся же мы когда-нибудь. И будем каждый день вместе. Будем завтракать, потом в институт разъезжаться, потом я тебя встречать буду. Подожди, подожди. Это ты что, мне предложение сделал? Ну, скажем так, авансом. Только у меня уговор. В нашей семье должно быть много детей. Я всю жизнь одна мучаюсь. А у нас будет, ну, как минимум двое. Договорились. Лер, спасибо тебе огромное. Даже не знаю, как тебя благодарить. Да не за что. И вообще, давай без лишних эмоций. Ну как? Я так давно мечтала стать барабанщицей. Твоя поддержка для меня очень много чего значит. Успокойся, Нют. Если ты думаешь, что я так внезапно тебя полюбила, то ты ошибаешься. Я за это дело взялась только потому, что меня попросила Ирина. А без Рины не стала бы? Ты что, обижаешься то, что я твое место заняла? Ну, что за ерунда? Просто ты очень некрасиво поступила. Отбила парня у моей лучшей подруги. Я такого не прощаю. Да никого я не отбивала. Я вообще была против. Аня очень хороший человек. Я бы никогда не стала... Слушай, Нют, у меня твои отмазки не колышет. Это вообще не мое дело. И давай закроем эту тему. Я сейчас иду с тобой. Мне нужно передать подарки Людмиле Федоровне и Виктору Львовичу. Но нам придется сделать круг, потому что я подарки забыла дома. Если хочешь, пойдем со мной. Не хочешь, я сама схожу. Ну вот, все, что есть. Просто как-то. Да, группа распалась. Сейчас все это в кучу соберу. Будет хоть что-то вспомнить. Да. Вот уже и записи на память. Жаль. Ладно, Натах, не грузись. Вон сейчас Лерка Нютку подтянет и сыграем, как в старые времена. Зашибись в перспективе. Зачем Лерка это делает? Наташ, тебе не надоело? Чего ты к Нютке докопалась-то, а? Как что, Лен? Она Аньку кинула. Наташ, Аня тебе ясно сказала, что она не против. Все нормально. Одна ты никак не успокоишься. Несправедливо это, понимаешь? Слушай, Наташ, может быть, ты просто завидуешь тому, что эти двое нашли свое счастье? Что ты несешь? Я ей не верю. Наташа. Не преувеличивай. Мало ли что в жизни может быть. Что сразу на человеке клеймо ставить? Ммм. Как вкусно. Я бы тебя к себе в кафе поваром взяла. Ну вот это чусь на юриста. И пойду поваром. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вы мне эти шуточки бросите. Работать будешь по специальности, а пироги будешь печь своему будущему мужу после тяжелого трудового дня. Вов, а я не шучу. У меня, правда, такое настроение прекрасное. Эх, я так по вам соскучилась, мои родные. Так по дому соскучилась. Мам, мы тоже очень по тебе соскучились. И пирог это не единственный сюрприз. У меня еще есть. И что же это? А где он? Пойдем, я тебе покажу. Ну, в комнате порядок. Молодец. А сюрприз где? Мам, ну как? Я клавиши принесла из школы. А зачем? Ты что, решила снова музыкой заниматься? Нет, мам, ну не переживай. Я с музыкой завязала и из группы ушла. Так я ничего не понимаю. По клавиши зачем, если ты играть не планируешь? Ну, не оставлять же и в школе. Плюс ко всему, если я задержусь, ты не будешь переживать, что я снова на репетиции. Жень, ну зачем ты так? Я тебя люблю, я тебе доверяю. Прости, мам, хотел как лучше. Боялась, что ты будешь переживать. Плохой сюрприз, да? Сюрприз отличный. Спасибо тебе, моя дорогая. Знаешь, а у меня с папой тоже есть для тебя сюрприз. Только не знаю, с чего начать. Ну, а сама ты как? Как устроилась? Скучаешь, да? Ну, как вам сказать? Скучаю, конечно. Девчонок у меня моих не хватает. Папы. В школу часто вспоминаю. А так скучать некогда. Ну, понятно. А Октябрина тебя часто навещает? Да, первое время вообще чуть ли не каждую неделю заезжала. Я им так благодарна, потому что мне было очень одиноко. Она мне, кстати, вчера звонила. Вот, я буду заниматься с Нютой, чтобы она научилась барабанить как следует. Ой, Лера, спасибо тебе огромное. И даже не представляешь, как это для Нюты важно. Но главное, чтобы это не помешало выпускным экзаменам. Да не вопрос, Людмила Федоровна, я все успею. Я очень рада, что у меня появилась возможность отблагодарить Ирину. Ну, вот видишь, а ты переживала. И мы поможем, и Степа. Да, кстати, Лер, у Нюты сейчас мальчик появился. Тоже в нашей школе учится. Белута? Да, Степан Белута. Когда он только в школе появился, я к нему отнеслась, как хулигану и разгильдяю. А сейчас его просто не узнать. Да что вы говорите? Не, ну, представляешь, он Виктора Львовича от смерти спас. Кто бы мог подумать. Правда? У Нюты тут возникли некоторые проблемы, скажем так. И на меня напал бандит с ножом. А Степан бросился на нож и даже получил ранение. Офигеть. То есть, простите, обалдеть. Он же мог погибнуть из-за Нюты. Конечно. Но он не испугался. И Виктора Львовича защитил. И у Нюты теперь проблем нет. Знаешь, какой молодец. Ничего себе. Мама, это же здорово. Я вас поздравляю. У меня будет братик. Ну, или сестренка. Ты рада, да? Я так волновалась. Все не знала, как тебе об этом сказать. Я очень рада. Вы с папой такие молодцы. Когда ты узнала? В больнице. Ты знаешь, я сама не ожидала. А с папой мы вообще вначале даже не верили. А я только сегодня с Платоном обсуждала, что в семье должно быть много детей. Вы как будто меня услышали. А что, вы с Колей уже планируете семейную жизнь? Как интересно. Ну, так просто. Фантазируем. А что, это плохо? Да нет, что ты. Хорошо? Фантазируйте себе на здоровье. Это же такое счастье. У вас все впереди. У меня все готово. Сейчас Анька придет. Мы можем обжимать? Все прекрасно. Побудь со мной. Как прошел твой день? Да замечательно. Я у Лизы в кафе была. Здорово. Помирились? Да не то слово. Чуть не разрыдались обе. Я рад за тебя. Ну, ты знаешь, я после нашего разговора кое о чем серьезно задумалась. О чем? О, Анька. Слушай, сейчас будут кричать. Родители, я дома. Родители, я дома. Что я сказала? Ну, пойдем, пойдем. Ты хотела мне что-то сказать? Ну, потом. Нам все равно не удастся поговорить, потому что Аня пришла. Ты меня заинтриговала. Ну, хоть намекни. Завтра, Миша. Мне нужно на стол накрывать. Что? Тебе не стыдно издеваться над пожилым человеком? Не стыдно. Потому что здесь пожилого человека не пишут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»